Николай Геннадьевич Грошев. Дыхание зоны. Пролог. Здравствуйте, произнес уже немолодой человек, сумевший, несмотря на возраст, сохранить веселый, неунывающий взгляд и копну густых черных волос. Он кивком указал своему гостю нарезное кресло, обитое мягкой черной кожей, больше напоминавшей бархат, нежели кожу. Кресло стояло напротив его рабочего стола. Очень красивое кресло. Алексей Николаевич, вы заставляете себя ждать. Должен заметить вам, это не слишком вежливо. Простите, много работы, произнес Алексей Николаевич, принимая приглашение и садясь в кресло. Расправил складки пол своего серого пиджака. Пригладил седые волосы, сморщенной старческой ладонью, все еще сильной и крепкой, несмотря на весьма солидный возраст ее владельца. Та же ладонь мягко коснулась резного подлокотника. Стального цвета глаза старика холодно взглянули на лакированное дерево, потом на хозяина кабинета. Восемнадцатый век, если я не ошибаюсь. Из Лувра, не так ли? Разбираетесь в таких вещах? Спросил собеседник, заметно оживившись и даже тепло улыбнувшись своему гостю. — Немного. — Недешево вам обошлось это кресло. — Явно недешево. — Да, увы, старинные вещи так прекрасны, но так дороги. — Зачем вы вызвали меня, Сергей Леонидович? — Не двинув ни единым усколом лица, спросил гость, обрывая тему разговора. Он вовсе не считал старинный хлам, но вроде этого тяжелого кресла, в которое, возможно, когда-то помещали свои задницы королей Франции, чем-то необыкновенным. Антиквариат. Он считал старую рухлядь именно тем, чем она и являлась, старинной рухлядью. Лично он предпочитал резную мебель, вышедшую из мастерских современных мастеров. Правда, только ту, которая создавалась в стиле вот таких вот трухлявых раритетов. — Зачем? — довольно натурально удивился хозяин кабинета. — А вы не догадываетесь? — Велес. — Велес, — кивнули в ответ. — Наш мальчик меня беспокоит. — Велес перспективный юноша. Алексей Николаевич говорил так же холодно. Лицо каменно-хмурое, как и всегда. Оппонент внимательно смотрел в это лицо, но угадать по его выражению истинное отношение Алексея Николаевича к Велесу не смог. Он ни разу не ошибся, и пока приносит организации доходы в разы больше, чем любой другой босс. — Да-да, вы совершенно правы. — Но то, что он натворил в Японии, по-вашему, это не было грубейшей из всех возможных ошибок? — Нет. — Он поступал в соответствии с целями и методами организации. — И почти добился успеха. — Если бы мы не были заинтересованы в сохранении таких групп, как Якудза и Триада, он сумел бы взять этот рынок. Парень не учитывал в своих действиях этих интересов организации, потому что не знал о них. — А это, увы, Алексей Николаевич, ошибка ваша, не так ли? — Да. — И снова не тени эмоций. Сергей Леонидович улыбался все так же приветливо. Его гость все так же хмурился. — Я не желаю терять таких людей, как Велес. Только чтобы выгородить себя. — Похвально. — Кивнули в ответ. — Вашу ошибку сочли простительной. — Кстати, лично я высказывался за то, что она простительна, Алексей Николаевич. — Вы также высказывались за то, что вина за ошибку лежит целиком на Велесе, и его нужно убрать. Если бы не существовало зоны, ваше мнение учли бы, проигнорировав мое. — Я и сейчас считаю, что его следует убрать. Не из-за этой его глупой бравады и ошибок, которую он обязательно наделает. Это вопрос времени. — Нет, дело не в этом. — Видите ли, Алексей Николаевич, ваш тезка непредсказуем. — Импульсивен. — И слишком умен? — Да, слишком. — Он будет быстро расти в весе. Таково мнение всех нас. — Со временем он займет ваше место, Алексей Николаевич, либо поднимется еще выше. Впрочем, выше он все равно поднимется. Со временем и, конечно, если останется жив. Но, я думаю, он не останется. Велес сделает ошибку. — Вы пытаетесь убедить меня, что этого юношу надо заставить бесследно и навсегда исчезнуть? — Но разве мое мнение что-то в этом вопросе решит? — Однажды оно уже сохранило ему жизнь. Теперь он задвинут далеко, его не видно, почти не слышно. И однажды его промах будет забыт. Тогда он поднимется выше. — И до этого момента он дожить не должен, так? — Именно. — Вы согласны со мной? — Нет, не согласен. — Пока он не совершил ошибку, серьезную ошибку, ему нечего бояться. Но, если таков ваш прямой приказ, Сергей Леонидович, я сейчас же отправлю за ним ангелов или лучше своих собственных людей. Через пару дней Велес исчезнет. — Нет-нет, что вы! Веселый взгляд заметно помрачнел. — Я не самоубийца, чтобы отдавать такой приказ. Смерть этого юноши никому не нужна. — Кроме вас? — Кроме меня. — Я считаю, что ему не место даже на том уровне, до которого он добрался. Но, увы, он и правда приносит нам просто огромные прибыли. Сергей Леонидович грустно вздохнул. Его гость с трудом удержался от гримасы и отвращения. Слишком хорошо он знал этого человека, чтобы не понимать, как лживы все эти чувства, что сейчас отражает его лицо. Нечто подобное творил подчиненный непосредственно ему босс Велес. Но с этим парнем он всегда знал, где игра, а где настоящее чувство. С хозяином этого кабинета, до отказа забитого старинной мебелью, он почти никогда не мог угадать истинных его чувств. Но он слишком непредсказуем и слишком импульсивен. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да. Алексей Николаевич по-прежнему не выражал своих эмоций, но внутри загорались огни бешенства, вызванного больше не рассуждениями этого человека, а тем, что этот сопляк втолковывал свои гребаные рассуждения ему. Конечно, положение хозяина этого кабинета в организации было заметно выше, чем его собственное. Но этот факт совсем не охлаждал его гнева. Вы ищете сторонников на случай, если парень поднимется слишком высоко и станет угрожать лично вам. В точку. Это называется упреждающий удар. Если уж я не могу покончить с этой угрозой еще до того, как она станет явной, я хотел бы быть уверен, что смогу уничтожить ее, когда она станет настоящей угрозой и проблемой для меня. Разумно, но ничем не могу помочь. Я уверен в парне. Понимаю, понимаю вас. Но если он станет угрожать лично мне, я не пошевелю и пальцем, был ответ, и Сергей Леонидович не смог совладать с собой, ведь в его глазах мелькнула тень ярости, той дикой ярости, что позволила ему взойти на этот трон. Ее тут же подавил тот разум, который позволил ему на троне удержаться, однажды его достигнув. Но если парень станет угрозой организации или ее целостности, я уничтожу его. Если он перестанет быть полезен, он также будет уничтожен. Это вас устроит? Не совсем. Мы проведем одну игру вокруг него. Игру, пешки для которой уже готовы, но которые я планировал разыграть гораздо позже. Если парень ошибется, он исчезнет. О, вот это меня устроит. Пока. Пешки, я так понимаю, из прошлого парня? Не имеет значения. Пешки подобраны и будут отработаны мной. Как только представится случай сделать игру естественной, она начнется. Думаю, это случится скоро, не так ли? Скорее всего. Страна у нас беспокойная, все время что-то случается. Я пойду? Да, да, можете быть свободны. Алексей Николаевич был уже у выхода, когда хозяин кабинета окликнул его. Простите, совсем я заработался, даже забыл о вашем недавнем несчастье. Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич, после операции? Превосходно чувствую. Он был удивлен куда сильнее, чем доводилось удивляться ему за последние 20 лет. Он был абсолютно уверен, что об этом известно очень немногим людям, и что вычислить этих людей невозможно. Да, он всегда считал, что сами его операции – никому неизвестный секрет. Выходит, знает, падла. Слишком это знание опасно. Оно его слабость и его тщательно хранимый секрет, хранимый на протяжении многих лет. Удар был нанесен грамотно и сильно. Тем не менее, лицо старика осталось каменно-непроницаемым. «Благодарю за беспокойство. В моем возрасте такие операции могут плохо кончиться». «Да уж, Алексей Николаевич, в вашем возрасте...» «Кстати, а сколько вам?» «63 будет», – ответил он, предчувствуя, что сейчас услышит, и боясь этого предчувствия. «Правда?» «Знаете, я всегда был восхищен вашей способностью сохранять крепость тела и бодрость духа». Сергей Леонидович хищно оскалился, на миг приоткрыв для своего подчиненного ту суть, что являлась истинным его ликом. «Хищник беспощадный, осторожный и сильный хищник». «Двадцать лет я вас знаю, а вы нисколько не изменились. Так же седая шевелюра, ни одной новой морщинки, все так же острый ум и крепкие руки». Алексей Николаевич молчал, борясь с эмоциями. «Знает», – билась его мозгу мысль. «Он, падла, знает». «62. А сколько, на самом деле, мой друг, сколько?» «Мое мнение по-прежнему не изменилось, Конус». Холодно ответил ему Алексей Николаевич. А вот Сергей Леонидович, известный так же как Конус, правда в очень далеком прошлом, не смог совладать с собой. Этим именем его не называли многие годы. Он резко откинулся на спинку своего кресла и злобно скрипнул зубами. «Слишком новые эмоции, Конус. На твоем уровне они уже роскошь, которую нельзя позволять в присутствии других людей». «Насколько я понимаю, Арраб». Последний Конус сказал с какой-то злобной радостью, но имя Арраба, произнесенное применительно к нему, на него не произвело такого впечатления, как на Сергея Леонидовича. Велес, этот молодой свиненок, не упускал случая назвать своего босса именно этим именем. Только недавно прекратил гаденыш, заметив, что реакция уже совсем не та, что раньше. Точнее, никакая вообще. «Насколько я понимаю, вы уже не совсем человек». Арраб не ответил. Просто покинул кабинет своего босса. Что он может ответить тому, чьи дни сочтены? Он понимает это. Конус все понимает и боится. Понимает, правда, инстинктивно, на животном уровне. И пытается спасти свою шкуру. Но он решает не те проблемы. Страх мешает думать. И он делает ошибки, не замечая реальной угрозы. Но пытается бороться с той, которая еще даже не оформилась. Такое жизнь не прощает. Конус – труп. Просто пока его некем заменить. Но это ненадолго. Идя по коридору, красивому светлому коридору, отделанному светлыми деревянными панелями, Арраб остановился. Возникла одна интересная мысль. Почему бы не спасти Конуса? Он попал в такое положение, что спасти его будет непросто. Но тот, кто это сделает, он получит данного босса со всеми потрохами. Нужна ли Аррабу еще одна такая фигура в организации? Фигура, живущая и действующая, лишь пока он дергает соответствующие ниточки. Марионеток на этом уровне у него нет. Он всегда считал, что на таком уровне они не нужны. Но что, если он ошибается? Ведь и Конус однажды может пригодиться, а спасти его он может, ничем лично не рискуя. Не рискуя? На первый взгляд, нет. Но тут нужно все хорошенько обдумать. Просчитать все возможные последствия. Вот тогда можно будет принять решение. Арраб никогда не принимал поспешных решений. Самая главная проблема с Конусом – его чрезмерное знание о самом Аррабе. Что ж, он обдумает все и примет решение. Возможно, Конус останется жить. Возможно, нет. Здравствуйте! Поздоровался с ним важный толстенький человечек, в перевалочку, бредущий по коридору. Арраб кивнул в ответ, даже не посмотрев, кто это был. Вроде министр, а может, из депутатов кто? Фигура – еще одна из бездушных фигур, которые Арраб иногда двигает по доске, если ему этого хочется, и если это ему выгодно. Он посмотрел на свою левую руку, ту, которая оперся на изгиб деревянной панели, остановившись здесь. Осторожно разжал пальцы. Фигурная завитушка панели треснула. Придется менять эту панель. Еще немного денег налогоплательщиков уйдут в пустоту. Арраб поднял кисть к лицу и несколько раз сжал-разжал кулак. Пальцы слушались неплохо. Приподнял рукав пиджака. Розовый рубец почти зажил. Скоро совсем исчезнет. Знает ли конус, какая именно операция была проведена на этот раз? Знает, что левая рука арраба теперь состоит не из костей и мяса. Знает. Как он сказал, не совсем человек. Падла. Но сколько знает на самом деле? О скольких операциях знает? Опасно. Такие знания не должны попадать к боссам. Ни к тем, что снизу, ни к тем, что сверху. Вот нервы и не выдержали. Панель сломал и сам того не заметил. Хорошая у него теперь рука. И сердце. И почки. И желудок. И... Арраб тяжело вздохнул. Пожалуй, прав ублюдок конус. Он уже не совсем человек. Как это нынче говорят молодые? Кабрг? Да, кажется так. Кабрг. Или что-то очень похожее. Арраб отбросил все эти мысли. Забыл на время о конусе. О велесе, которому он устроит маленькую игру на выживание с живыми пешками. Все равно ведь устроит. Чуть раньше, чем планировал, но и ладно. Ему это не повредит, а велес... Хороший он парень. Но сколько таких хороших парней Арраб уже схоронил. Его жизнь и благополучие, потом организация, потом все остальное, включая эмоции. Освободившись от ненужных мыслей, Арраб огляделся. Коридор был пуст. Он позволил своему лицу растянуться в счастливой улыбке. День рождения. Сегодня у него настоящий день рождения. Тот, о котором не знает никто из ныне живущих. Плохо только, что отмечать его он будет здесь. Как всегда, выпив бокал лучшего из тех вин, что мог дать этот мир. Всего бокал больше нельзя. Алкоголь нарушает работу мысли. Он ослабляет волю. Алкоголь заставляет делать ошибки. Один бокал раз в год. Иначе нельзя. Плохо только, что здесь. Эти стены помнят слишком много плохого. Они пропитаны кровью и смертью. Той зряшной кровью и смертью, что никому не принесло выгоды. Пролитая зря. Умершая зря. Ему всегда было не по себе в этом месте. Как правители прошлого могли позволить себе такую непростительную ошибку, как пустая растрата людского ресурса? Убийство само по себе не несет ничего, кроме ненужных финансовых потерь. Труп принесет копейки. Живой человек способен сделать миллионы для тех, кто будет руководить им. А тут... Идиоты. Они уничтожали то, что не умели использовать. Были слишком тупы для своего уровня. Вот конус, он такой же. Чтобы использовать людской ресурс в полной мере, нужно быть гораздо умнее тех, кто испачкал эти стены лишней кровью. Как жаль, что в этих стенах такой человек появился так поздно. Такие гигантские суммы были потеряны из-за ошибок прошлых хозяев этого места. Что ж, теперь все изменилось. Пока еще меняется. Годы пройдут, прежде чем он забудет, что все это памятник бездумному, зряшному расходу ресурсов и надгробная плита над теми финансами, что были безвозвратно потеряны. Долгие годы. Араб двинулся вперед по коридору, вновь непроницаемый и холодный, хотя ему и было грустно. Он не любил это место. Кремль всегда вызывал в его памяти. Совсем неприятные воспоминания. Николай Геннадьевич Грошев. Дыхание зоны. Глава первая. Мэрия. Таким образом, артефакт А-75, более известный как собачья пасть, совершенно не пригоден для создания более-менее компактного ручного оружия. Парень в белоснежном халате мужественно выпрямился и аккуратно расправил складки халата на груди. Я даже скажу больше. Ой, что вы делаете? Парень выпрямился на своем стульчике еще сильнее и теперь шокированно хлопал глазами. Он не мог поверить, что на стекле очков у него прилип кусочек разжеванной бумажки, выпущенной из бумажной же трубочки. Но больше всего он не мог поверить, что плюнул в него этой бумажкой его единственный слушатель в очень дорогом костюме тройки, сейчас сидевший напротив и со скучающим лицом жующий очередной снаряд. «А?» – рассеянно спросил человек в костюме и поднес трубочку к губам. Прищурился, тщательно целясь. Парень в халате пригнулся. Кусочек белой бумажки пролетел мимо. «Какая жалость!» Промахнулся. «Простите, вы не могли бы не шевелиться?» «Знаете ли, трудновато попасть, когда вы все время крутитесь!» Парнишка профессорской внешности возмущенно открыл рот, сказать ничего не успел, поперхнулся и малость закашлялся. «Ура! Точное попадание!» – просветлел лицом слушатель. Улыбаясь во весь рот, он поудобнее развалился в мягком кресле, являвшемся частью весьма роскошных личных апартаментов профессора. Профессор в это время усиленно кашляя согнулся пополам. С полминуты кашлял. Потом выпрямился с твердым намерением разразиться нецензурной руганью, которую не любил и к которой даже в юношестве прибегал крайне редко. В тот же миг с детства хорошо воспитанный профессор передумал ругаться. Совсем как-то передумал. Слушатель держал в руках уже не бумажную трубочку. Прикрыв один глаз, высунув кончик языка, он с искренним азартом целился в лоб профессора маленьким симпатичным пистолетом типа Беретта. «Так когда вы говорите, дорогой мой профессор, вашими трудами мы получим первый рабочий вариант ручного оружия на основе собачьей пасти?» Несчастный ученый человек младших лет мгновенно пропадел. С трудом ему удалось выдавить из себя. «Три месяца, господин Велес, все будет в лучшем виде». «Да, правда!» С видимым сожалению, Велес опустил пистолет и грустно так добавил. «Значит, я вас сегодня не убью?» «Какая, знаете ли, жалость!» «Точно сможете сделать?» «Да-да». «Знаете, дорогой мой Франкенштейн?» Профессор поморщился, услышав свое нелюбимое и немного жутковатое прозвище, но, принимая во внимание, что он воспитывался в приличном обществе, скромно промолчал. «Я вас почти люблю!» «Нет, серьезно!» «Стоит мне зайти к вам, и вы обязательно обрадуете меня очередной сумасшедшей, но просто гениальной идеей!» «Вот хотя бы эта собачья пасть!» «Поразительно, Франкенштейн, просто поразительно!» «Я ведь всегда считал, что из этой затеи совершенно ничего не выйдет!» «Но вы так уверенно говорили, так убедительно заверяли меня в своей полной готовности создать для нас очередное маленькое чудо, что я всей душой поверил в вас, и скромно уступаю вашей просьбе создать это чудо всего за каких-то два месяца!» «За три!» – слабо пискнул профессор. «Что?» Велес поднялся на ноги и почти ласково улыбнулся профессору. «Вам, видимо, не здоровится, дорогой мой друг? Что-то вас совсем не слышно!» «О, да вы весь пропотели!» «Кстати, возможно, вас это немного развеселит, и ваша хандра пройдет!» «Лиза совсем недавно смогла получить настоящего зомби, представляете?» «Давайте пойдем вместе и посмотрим на это удивительное достижение науки!» «Зайдем внутрь клетки, посмотрим на него поближе!» «Может, вы отпустите пару замечаний?» «Вы, главное, не бойтесь, его вчера покормили!» «И... или позавчера!» «Нет!» «Почти вызывал профессор!» «Вскочил на ноги и практически заорал, принимаясь суетливо бегать по комнатке, время от времени натыкаясь на предметы меблировки!» «Мне надо работать!» «Я не могу никуда идти!» «Да?» «Ну, как хотите!» «Поиграйте во что-нибудь, развеетесь немного!» «Как кого переведете?» «Как кого?» «Удивился молодой человек по имени Велес!» «Зомбик, конечно же!» Франкенштейн тихонько ойкнул, позеленел и мягко сел на пол!» «Надо же!» «Удивленно приподнял брови Велес!» «Как искренне он радуется!» «Впечатлительный юноша!» «С такими приятно работать!» «Велес рассмеялся и покинул комнату, где профессор отдыхал и проделывал всю бумажную работу!» «Уже через 10 минут, тихо матерясь, человек по имени Велес добрался до выхода из этой довольно большой и запутанной части подземного комплекса, целиком отданной профессору!» «Набрав код, он подождал, пока тяжелая бронированная дверь отворится, и выскользнул в коридор!» «Еще раз уже беззлобно мотюкнулся!» «Покинутая часть комплекса раньше была совершенно нормальным, можно даже сказать, типовым строением его собственной планировки!» «Ее строили как геометрический идеально правильный параллелепипед, внутри разделенный на десяток сегментов комнат!» «Профессор за два без малого года своих исследований умудрился хотя бы по одному разу разнести в пыль стены и все содержимое восьми из десяти комнат!» «В результате последовательного восстановления комнат, возведения новых стен взамен уничтоженных ученым, сия часть комплекса превратилась в лабиринт!» «Метр бетонного пола и часть потолка!» «Организации сие удивительное действие обошлось в три с лихом миллиона долларов!» «А может, в расчетах перейти на евро?» – задумчиво спросил человек по имени Велес, не торопясь, шагая по коридору. «Что-то нынче беспокоит меня благополучие господина Бакса!» «Или на монгольские кубрики!» «А что, вот смеху-то будет!» Велес рассмеялся, представив, как вытянется лицо араба, когда он явится в Москву с таким любопытным отсчетом. «Наша прибыль за два последних месяца составила 700 биллионов кубриков. Фуры с деньгами уже перебрались через границу и следуют к Москве. Я уже договорился с мэром об аренде Черкизовского рынка, там и разгрузим наличность». Хохотнув последний раз, Велес остановился у двери лифта. Нажал кнопку. Двери открылись, и он вошел внутрь. Там имелось только две кнопки. Немного подумав, он нажал нижнюю. Как всегда, движение лифта не ощутил. «Наверное, за фуры с кубриками араб меня лично пристрелит». Нервный стал старикам. «Эх, возраст, что тут поделаешь? Шуток совсем уже не понимает». Створки спрятались в стенах, и Велес шагнул в точно такой же коридор, какой недавно покинул. Тоже почти 30 метров в длину. Тоже с бронированной дверью в конце себя. И большие комнаты во всю шире этажа за ней. Как и наверху, здесь также работал ученый. Правда, немного иного профиля. «Лиза, крошка, куда ты спряталась от дяди Велеса?» Изображая искреннюю радость на своем лице, произнес Велес, когда дверь открылась, и он вошел внутрь прихожей. Здесь порушений никаких никогда не происходило. И все осталось, как и было при строительстве. Он очутился в длинной узкой комнате. Даже можно сказать, комнатища. 20 метров в длину, перпендикулярно коридору. И 15 в ширину. В ней имелось только две двери. В коридор к лифту, и коридор, из которого можно было попасть во все помещения этой части комплекса. Конечно, Лизы здесь не было. И конечно, она его не слышала. Похоже, Лиза усиленно работала над своим зомби, где-то в глубине сектора. А может, дрыхло где, некультурно храпя. Или еще чего. Велес, хмыкнув, осмотрелся, пожал плечами и двинулся к дверям. Не пройдя и половины комнаты, он застыл на месте, не закончив шага. По спине пробежал знакомый холодок, вестник близкой опасности. Что-то тут было не так. Что? Он стал медленно поворачиваться вокруг своей оси, изучая обстановку. Шкаф. Еще три таких же. Две пары ансамбля, стол, три кресла, пуфик. Столы, стенки с книгами, телевизор, который ни разу не включался в нормальную электрическую сеть. Последствия вполне удачного эксперимента по питанию электроприборов от артефакта электричка. Несколько диванов, у дальней стены перевернутый шкаф с рассыпавшимися по полу книгами, кровавая полоса возле них. «Твою ж!» Велес волчком повернулся к двери в коридор, из которого только что вышел. На него смотрел худой, средних лет мужчина. Лицо интеллигентное, сейчас слегка перекошенное и немного серое. Пасть, как и положено, широко открыта в полной боевой готовности. Глаза пустые, если присмотреться, видно собственное отражение. Живописнее всего смотрятся порванные в лоскуты шея. Велес замер, внимательно следя за движениями совершенно мертвого паренька. Он ждал его атаки. Данный экземпляр был не тем предоставленным Лизе рабочим материалом, что в недавнем прошлом звался Сергей Пируэтов по кличке Погонь. Кликоном он был обязан своей криминальной деятельности и некоторым милым особенностям личности и поведения. Так что личное дело приговоренного к пожизненному заключению Сергея можно было даже не читать дальше строчки с Погонялой. Парня им уступили за умеренную плату в одной из славных хохлядских тюрем. Все мертвец им не являлся. Сережа Погонь прибыл к ним в национальном костюме украинского зэка. Данный же двуногий щеголял в изорванном, пропитанном кровью традиционном одеянии сталкера нейтрала. Бомж, короче, стопроцентный. Сталкера доставили вчера. Хотя заказан он был уже три недели назад. К сожалению, в последние два прорыва живых мертвецов живыми взять не удалось. По каким-то пока неясным причинам, солдаты становились очень нервными, когда на них перли сотни ополумевших мутантов из глубины зоны. Начинали стрелять направо и налево, напрочь позабыв строгий наказ командира, коему было уплачено немало зеленых, захватить в плен зомби. В последний прорыв чисто случайно был отловлен данный образец. Солдатик с кордона честно отработал уплаченную сумму и вот теперь этот образец вознамерился пообедать заказчиком. Зомби шагнул вперед, неуверенно, даже с некоторым трудом. Сделал еще шаг. «Да ты не стесняйся!» – подбодрил его Виллис, хмуро разглядывая гнилую фигуру. «Смелее шагай, я съедобный и, смею надеяться, вкусный». Видать, зомби поверил. Шаги ускорились. Ну, почти до неспешного шагу. Виллис нервно облизнул губы и почувствовал, как к лопаткам прилипла рубашка, пот прошив. К сожалению, Беретта за поясом тут помочь не могла, ствол был пуст. Он никогда не брал с собой заряженное оружие, намереваясь побеседовать с Франкенштейном или Лизой, не без основания опасаясь, что однажды посреди беседы не выдержит и спустит курок. Деловой, умный и должновоспитанный человек, конечно же, не мог позволить себе подобного безнравственного отношения к чрезвычайно дорогому ресурсу. Гении, понимаете ли, на дороге не валяются. Вот и получилось, что кроме рук и ног у него сейчас никакого оружия нет. А что может сделать безоружный человек против живого мертвеца, коему до фонаря переломы, синяки, потери конечностей и мертвы все до единой болевые точки? Да, не шибко много может. При встрече с таким подозрительным господином, местами мертвым, наилучший выход для человека бежать подальше и отсюда. К сожалению, выход к лифту перекрыл зомби своим вонючим организмом. А внутрь сектора ломиться не имело никакого смысла, кроме попытки суицида. Раз сей труп тут бродит, в секторе бродит труп Лизы. Местами съеденный, местами нет. Оно, конечно, даже неплохо, туда и дорога этой тупорылой овечки. Но голыми руками воевать с двумя полноценными зомби Велесу не очень хотелось. Сегодня вот совсем почему-то настроения не было. Сталкер подошел на расстоянии примерно трех метров. Велес напряг необходимые для движения мышцы, сделал плавный шаг и резко оттолкнулся от пола. Красивое сальто, в процессе которого брюки, дорогие, кстати, обидно, блин, лопнули аккуратно задницы и обе ноги в лакированных туфлях врезаются в грудь зомби. Сталкера отбросило далеко к двери, где он рухнул на колени. Велес, сумевший приземлиться на ноги, быстро сократил расстояние между ними. Зомби, по привычке жутко хрипя, довольно резво вскочил и кинулся на обидчика. Легкий, почти изящный поворот корпуса вкупе со сложными плавными движениями рук и ног, собственно, почти танцевальная па, и голодный зомби щелкнул зубами в полуметре от шеи человека. Человек продолжил свое танцевальное движение и, аки лебедь си-закрылый подлетел в красивом прыжке уже за спиной зомби. Вся сила вращения корпуса, движений рук и ног вложилась в один четкий удар коленом. Череп мертвеца треснул от затылка до носа. Зомби сделал еще один неверный шаг и кулим рухнул на пол. Мозги, конечно, забрызгали и так не очень чистый пол. Велес, стоя над дважды трупом, презрительно сплюнул. Сказал «Капоэра, дятел стрёмный!» Мрачно посмотрел на дверь сектора, занимаемый Лизой. «Завалите эту тварь голыми руками!» «Хех, да я не полный псих, чтобы так рисковать!» Велес тяжело вздохнул. Конечно, на Лизу он был зол. Это до чего надо быть овцой, чтобы позволить себя сожрать тупому мертвецу, посаженному в глухую клетку, да еще и имея под рукой маленький арсенал с десятком стволов. По профилю исследований ей полагалось оружие, как раз на такой вот случай. В крайнем случае, она могла бы закрыться в любой комнате и по терминалу связаться напрямую с ним. «Так нет же!» «Не-е-е!» Он ее сразу не убьет. Вот найдет нового головастого обитателя для этого этажа и отдаст ее оживший труп ему на опыты. Она, скотина, еще ответит за свою тупую выходку. Помереть без соответствующего приказа в личном владении Велеса могли только тараканы и мухи. Он уж было собрался покинуть осиротевший сектор и прислать парней сверху для уборки и отлова без разрешения помершей девушки, когда дверь в сектор резко отворилась и на пороге нарисовалась Лиза собственной персоной. «Это ты? Но ты что, его голыми руками завалил?» Широко раскрыв симпатичные зеленые глазки, воскликнула Лиза. Дробовик, несколько смешно смотревшийся в ее руках, опустился направлением ствола к полу. «Лизонька, солнышко, не будешь ли ты так любезно объяснить мне это безобразие?» Велес весь лучился счастьем от встречи. Только вот глаза хищно, поволчьи, блестели. Он кивком указал на труп и медленным шагом направился к взмыленной девушке. Видать, она сюда бежала. Грудь, затянутая белым халатиком на голое тело, часто вздымалась, а на выпуклом лбе красавицы с длинными сексапильными ножками выступили бисеринки пота. «Ой, прости, Лешенька!» Краснее до кончиков ушей, девушка смущенно опустила личико вниз. «Я решила провести маленький эксперимент. Выпустила сюда своего зомби Сережку и этого вот сталкера. Ты не представляешь, я получ...» Стихим шмяк, челюсть девушки сместилась к плечу. Чудесные глазки закатились, и она ссыпалась на пол. Велес задумчиво глянул на наполовину сжатый кулак. «А может стоило сжать его полностью и врезать посильнее, включив движение плечо и корпус?» «Так чтобы челюсть вырвала нахрен из ее тупой башки и болевой шок убил ее на месте». Велес с сомнением глянул на лежавшее у своих ног весьма привлекательное тело. У тела сильно задрался халатик и виднелись ажурные, почему-то сиреневые трусики. Лифчика, конечно, не было. Лиза такой одежды не признавала. «Дрянь ты!» Уже без всякой злобы почти с теплотой в голосе произнес Велес. «Ну вот как тебя такого ангелочка завалить?» «А завалить Лизонька надо бы!» «Эх, вот почему, если баба умная, то она обязательно дура!» Велес осторожно взял бесчувственную девушку на руки и понес внутрь сектора. «Конечно, он не станет ее убивать. В этом снохсшибательном теле жил уникальный разум. Немного больной, но совершенно уникальный. Потерять ее сейчас – сначала потерять много-много баксов в будущем. А баксы терять – это почти святотатство». Велес вошел в корневой коридор сектора, который знал как свои пять пальцев. Повернул к первой двери справа. Толкнул ее. Там обнаружилась не шибко большая, но шикарно обставленная комнатка. Здесь Лиза отдыхала и предавалась разврату с пацанами, дежурившими на первом, единственном наземном этаже комплекса. Причем как она, так и пацаны пребывали в детском заблуждении, думая, что с ее безобразие происходит без ведома босса. Он и не спешил их разочаровывать. Маленькие секреты от главного благотворительно сказывались на психике ребят и сексапильной Лизы. Ну и пусть их. Одно только смущает – она переспала уже со всеми, кроме Франкенштейна. И, кажется, подумывает о том, чтобы совратить его, наивного, бедного юношу, с очень строгой моралью и нежной, чувствительной, совсем еще не окрепшей психикой. Положив девушку на диван, Велес некоторое время смотрел на роскошную красавицу, размышляя над тем, что, может быть, было бы совсем неплохо прыгнуть под одеяло этой, в общем-то, милой, впечатлительной девушки. Вовремя вспомнил про невинно убиенного зомби. Потеплевший взгляд затянуло льдом. Только что хруста слышно не было. Он еще раз внимательно посмотрел на девушку. Удивительно. Раньше он и не замечал, а у нее совсем маленькая грудь. Уши растопырены чуток больше, чем хотелось бы. Ноги уж слишком длинные. А еще слишком худые пальцы и ладони. Даже немного напоминают птичьи лапы. Оказывается, Лиза была не так уж и красива. Велес хмыкнул, присаживаясь в кресло, стоявшее перед монитором компьютера. Интересно, как она в таком мягком кресле работает за компьютером? Как в нем вообще работать можно? Вот пивко потягивать в таком кресле самое то. Ожидая, пока красавица Лиза, которая на самом деле красавицей вовсе не была, придет в сознание, Велес смотрел в потолок. Спустя минуту он вспомнил интересную деталь, виденную там в большой комнате, но на которую не обратил внимания сразу. Уже через 30 секунд он стоял в ней, внимательно разглядывая заинтересовавшую его деталь. Точнее, их было две. Сережа Погонь, обыкновенный зомби, не мертвый технически, просто с пустой головенкой. И рядом горка мяса, пропитанного какой-то зеленоватой слизью. Горка мяса недавно была частью тела Сережи. Быстрый осмотр тел дал любопытный результат. Покойный сталкер Сережу подло завалил на пол и, не особо торопясь, слегка погрыз. Практически все плечо сожрал. После чего настоящий зомби из самой зоны натурально сблеванул. Отчего-то поплохело несчастному покойничку. Не улеглось как-то свеженькое мясо в желудке зомби. Может, Сережа по кличке Погонь остался таким же и внутри? В смысле, невкусный был человек и, значит, даже зомби отравился, откушав от него. Хм... Ха, а так бывает вообще? Спросил Велес у покойного сталкера. Тот не ответил. Возможно, стеснялся или обдумывал ответ. Ишь, как задумался, даже мозги по полу разбрызгал. Хе-хе. Ладно, шутки шутками, а что-то здесь не так. Велес еще раз оглядел оба трупа и горку слегка пованивающих рвотных масс. Ничего примечательного не обнаружил, зато припомнил кое-что интересное. Нужно поговорить с Лизой, несмотря даже на тот бесспорно печальный факт, что она все-таки дура. Велес вытащил из кармана маленький, но симпатичный динамик. Конечно, сам по себе динамик был просто микрофоном, с принимающей антенной внутри и только. Но если его вставить в то уютное окошечко, расположенное прямо под рядом кнопок на панели, посредством кои открывалась бронированная дверь. Микрофон становился еще и мощным передатчиком, своего рода внутренний телефон. «Лом!» Негромко, но достаточно четко сказал Велес прямо в динамик. Подождал немного. Динамик сделал вид, что не расслышал. «Века!» Равнодушным безмолвием отозвался динамик на очередное имя. «Прием, долбаные ублюдки!» Взревел Велес, начиная размышлять над тем, кому именно из этих двух мудаков он сломает ноги. Обоим парням с красивыми, почти изящными именами полагалось неотрывно торчать у динамика в комнате охраны, пока их не сменят дуб и тит. И по первому же сигналу обоим полагалось стремительным галопом нестись к лифту, сооруженную изготовку или парой швабр, в зависимости от ситуации. Ребята свои обязанности по бдению у микрофона искренне любили и время от времени, вполне счастливые, беззаботно храпели на имевшихся там креслах. «Босс, я на связи!» Послышался из недр динамика немного испуганный голос Лома. «Дрых!» Уже остывая, поинтересовался Велес. Даже красные пятна с лица начали сходить. «Никак нет, босс!» По военному четко ответил Лом, в прошлом капитан отряда специального назначения. «Проводил воспитательную беседу с Векой!» «В смысле?» Честно говоря, Велес действительно удивился. Не так давно Лом вернулся из больницы, куда попал с переломом челюсти. Сломалась она во сне, когда мирно спящего на посту бывшего спецназовца узрел сам босс, то бишь Велес. Кажется, перелом, произведенный исключительно в воспитательных целях, произвел несколько необычный эффект. «Века заснул на посту!» Опять четко отрапортовал Лом. Наверное, он сейчас стоял по стойке смирно. Любопытно, в общем-то. Лом попрощался с армией много лет назад и с тех пор регулярно обитал то в одной зоне, то в другой, пока наконец не попал в поле зрения организации. А спустя несколько лет он попал в поле зрения Велеса. Парень казался надежным и в меру тупым человеком. С тех пор Лом неизменно разочаровывал его. Появилась даже мысль заменить его другим человеком. Солдатские его повадки оказались обманчивы. Лом давно забыл, что такое армейская дисциплина, тупая преданность начальству и должностная ответственность. Теперь же с парнем что-то случилось. Может, он ему тогда в челюсть двинул слишком уж сильно? А он жив? На всякий случай поинтересовался Велес и с сожалением глянул на свой пустой пистолет, небрежно засунутый за ремень брюк. Вот кто его знает. Свихнулся бывший солдатик и наверху сейчас одни трупы. Вон, на кордоне, чуть не каждый день, то побег, то деды кого насмерть запинают, то свихнется салага какой и давай палить во все, что движется. А Лом такого насмотрелся за свою жизнь, что несчастные салаги с кордона с крышки съехали бы за пару минут. «Конечно!» Кажется, Лом был немного возмущен. «Уничтожение личного состава в мои обязанности не входит!» «Ой, блин!» Прикрыв динамик рукой, произнес Велес. Лом свихнулся. И, кажется, конкретно. В смутной надежде на чудеса, в которые все равно не верил, Велес повелительно рыкнул. «Позови его к турбе, да поживее!» «Не могу, босс!» Беседа была бурной. Буркнул Велес, другого ответа не ожидавший. Вот на кой спрашиваться он так долго тянул. Надо было Лома убрать еще месяца два назад. «Есть немного!» «Века жестикулировал сильно и поскользнулся!» «Ага, поскользнулся!» «Пришли пару парней на второй уровень, тут прибраться надо!» «Есть, босс!» Динамик умер. Велес тяжко вздохнул, даже сутулился немножко. «Никаких парней Лом, конечно, не пришлет!» «Раз его не стряножили сразу, значит, сейчас там живых просто нет!» «А жаль, очень жаль!» «Каждого он подбирал очень тщательно и собрать подобный коллектив заново будет непросто!» «И Лома, Владимира Алексеевича Деменченко, тоже жаль!» «Этот парень стоил в бою семерых хорошо обученных диверсантов!» «Но больше он таких и на выстрел сюда не подпустит!» «Как оказалось, психика у них слишком хрупка!» «Их учили убивать, но не учили, как потом избавиться от ночных кошмаров и призраков ими убиенных!» «Велес покинул большую комнату, закрыл со собой дверь!» «Двинулся по коридору!» «Третья дверь по правой стороне!» «Добротная стальная дверь, не слишком успешно изображавшая дверь деревянную!» «Открыл!» «Обозвал Лизу парой нецензурных слов, правда, без всякой злобы!» «Ну, кто ж виноват в том, что она дура!» «Бедняжка такой родилась!» «В комнате, как и положено, имел совместительный шкаф с разного рода и размера креплениями, на которых висело разномастное оружие!» «Имелся стол, где оружие можно было разобрать, зарядить или просто положить!» «Стул, который ни в чем не был виноват, но, тем не менее, получил хорошего пинка и улетел в доме!» «Открыл!» «Шкаф дверок не имел!» «Скорее даже стеллаж!» «Поэтому достаточно было протянуть руку, чтобы взять понравившийся ствол!» «Как и положено, оружие хранилось разряженным!» «Патроны ко всем стволам в перемешку свалены кучей в углу!» «Часть стволов частично разобрана, лишние детали в другом углу!» «Нет, я ее все-таки убью!» «Проборматал Велес, изучая немного грустными, даже почти печальными глазами сей занимательный натюрморт!» «Пробежался взглядом по всему имевшемуся здесь когда-то оружию, а ныне бесполезному металлическому хламу!» «Пригодными к использованию оказались только два ствола!» «Третий, дробовик, лежал в большой комнате в компании двух мертвецов!» «Но дробовик отпадает сразу!» «Лом наверняка вооружится до зубов и вот-вот спустится воевать со своим боссом!» «Учитывая профессию парня, выходить на него с дробовиком слишком рискованно, местность не та!» «Рисковать же собственной шкурой попусту Велес брезговал!» «Героические идиотские выходки красивы и нужны только в дешевых боевиках!» «Так что он взял зарю!» «Блин, вот почему, если человек гений, то он всегда больной на голову?» Спросил Велес у двух частей пистолета, аккуратно уложенных на стол «Неужели нельзя просто не трогать то, в чем небеса не шаришь?» «Зачем так издеваться над чудесными изделиями, делом этих оружейных?» Пистолет с некоторым сопротивлением был собран «Судя по плачевному виду его верхней части» «Стабилизатор резонансных колебаний, если он правильно запомнил» «Пистолету сию часть пытались ампутировать самым зверским образом» «Непонятно только зачем» «Видать, пытливый женский ум» «И почему мне приходится вечно работать со всякими психами?» «Бурчал Велес себе под нос, обнаружив, что ни одной из двух положенных арсеналу обоим нет в пределах видимости» «Почему, а?» «Я исключительно умен, чертовски красив, фантастически скромен, гениален в конце концов» «Ну разве же я свихнулся?» «Нет» «А эти чуть умней комнатной мухи, так обязательно с гусями» «Куда она засунула эту чертову обойму?» «Секунды три ушли на повторный беглый осмотр помещения» «Пусто, нету тут никаких обойм» «Велес решил вернуться к Лизе, привести ее в чувство и вытрясти из нее душу» «В этот чудесный миг, открывший ему глаза на дальнейшую судьбу несчастной девушки Лизы» «Велес нашел искомый предмет» «Открыв рот, он пялился на второй стул, коему по инструкции здесь быть не полагалось» «Стул стоял в углу» «А на нем стояла пластиковая катка» «Вообще-то сия катка была предназначена для хранения и перевозки удаленных хирургическим путем внутренних органов различных существ» «Органов биологически еще живых» «Раньше это был вместительный короб со встроенным морозильником, стоивший нехилой суммы в денежных знаках подлых иноверцев и просто бандитов-америкосов» «В катку сие дело превратилось после удаления верхней крышки» «Теперь там, по-хозяйски раскинув мясистые листья, нагло росло нечто фиолетово-зеленое» «По виду пришедшее в наш грешный мир из зоны» «Нечто растительное, частично мутированное, уже выросло до трех десятков сантиметров и начала клониться на бок» «Лизонька, добрая душа, конечно же не могла позволить этому цветочку сломаться и засохнуть» «Она подперла его обоймой от пистолета заря» «Цветочек был чудесным образом спасен от ужасной смерти через преломление хрупкого стебля» «Я ее убью» «Нет, ну я ее точно убью» «Восхитился Велес беспредельной доброте Лизы, не пожелавшей времени и сил на спасение несчастного растения» «Поясняя фиолетовому растению, как именно он будет убивать Лизу, Велес взял обойму, потянул» «Выяснилось, что обойма была к цветку привязана несколькими ниточками» «Ну за каким? А, чудо фиолетовое» «Цветок не ответил» «Ну не умел бедняга разговаривать» «Откручивая ниточки, иногда вместе с листочками, Велес задумчиво произнес» «Чего-то я тебя не помню» «Вроде такого герба Лизы не выращивала» «Кстати, она дура, ты знал» «Фиолетовый едва заметно покачнулся, будто тяжко вздыхая» «Кивнул своим толстым стеблем» «Впрочем, такое впечатление могло создастся и из-за процесса изничтожения нитей, крепко сцепивших растения с подпоркой» «Одно мгновение и подпорка вернулась к выполнению своих непосредственных обязанностей» «В казенной части крупноватого, не слишком удобного, но чрезвычайно эффективного пистолета Заря» «Использовать его в зданиях не рекомендовалось, по причине чрезвычайной убойной силы» «По сути, Заря являлась маломощным гранатометом, не изведенным до размеров пистолета» «Выглянул из-за угла, выстрелил не особо целясь и обратно за уголок прячься» «А там уже жди, да постарайся не запачкаться всеми теми кровавыми ошметками, чтоб полетят в разные стороны» «Ну, лом, братишка, надеюсь, ты будешь не сильно мучиться» «Велес взял пистолет на изготовку и толкнул дверь» «Выходить пока не стал» «Кто знает, может свихнувшийся солдат уже спустился вниз» «Вряд ли, конечно, не мог он так быстро сюда добраться, но осторожность нужна даже при стрижке ногтей» «А то, как рука дернется и ножницы, значит, в глаз воткнутся, да» «Неприятность, конечно, так себе, в случае чего у человека второй глаз имеется, однако будет очень обидно» «Велес покинул комнату и, миновав коридор, приклеился к косяку железной двери, ведущей в буферную комнату, прихожую, так сказать» «Открыл чуть-чуть» «Озверевшего бандита с автоматом наперевес в ней не обнаружилось, зато донеслись голоса» «Сам его переворачивай» «Нифига, а если он не чужой? У него башка расколота, дохлый, наверное» «Говорили Ляп и Сега» «Два замечательных человека, один из которых отмотал два срока за убийство, второй помоложе ни разу не сидел, но зато уже успел попасть в федеральный розыск России-матушки» «Так что родину парню приходилось обретать новую, туточки прям» «Велес, немного прибалдев от таких чудес невероятных, опустил пистолет и вошел в помещение, где не так давно жестоко убил и так мертвого сталкера» «На некотором удалении от подозрительно неподвижных зомби стояли два импозапных джентльмена с бандитскими лицами, видно шутки ради наряженные в костюмы а-ля смокинг да при галстуках» «Наголо стриженные, неотягченные излишками интеллекта, ребята, узрев босса, вытянулись по стойке смирно» «Один держал швабру и ведро с водой, второй пластиковый мешок, совок и топор» «Последнее на случай, если мешок окажется мал и потребуется для компактности что-нибудь покойным отрубить» «Смешно это смотрелось, особенно наличие хорошего фингала под глазом ляпа» «И так весьма нелепо от природы скроенный ляп, за что погонял и получил, сейчас смотрелся совсем смешно» «Шеф!» «Оба с немым вопросом смотрели на пистолет в его руке» «Оба видели зарю в деле, им и сейчас было не по себе от одного вида этого оружия» «Расслабьтесь, пацаны» Велес даже уже почти не выглядел удивленным, напустив скучающий вид, кивнул на трупы «Тухлятину сжечь!» «Кровь с пола до гниль, что с мертвяка натекла, надо бы убрать» «Сделаем! Я за вторым мешком!» Положив орудие труда на пол, Сега Шустра убег к лифту Подвижный и крепко двинутый на играх в приставке парень с облегчением на лице исчез забронированной дверью «Эээ!» Запоздало возмутился Ляб и уныло опасливо покосился на чуточку протухшего сталкера Тусклым голосом поведал «Блин, хана прикиду! Провоняет весь!» «Тебе кто Фингалта нарисовал?» Поинтересовался босс, не совсем понимая, что же произошло наверху за восемь часов его отсутствия Большую часть которых он провел на третьем уровне комплекса «Лом, скотина!» Ляб поморщился и в его выпуклых глазах мелькнула пара невысказанных вслух предложений Лома он не пришил на месте только потому, что в детстве должно воспитывался и от природы был очень добрым Кроме того, босс вполне мог его самого за самодеятельность пришить «За что это он тебя?» Участливо спросил босс «Возможно, лом свихнулся не сильно При такой работе это нормально и, возможно, ничего страшного с ломом не приключилось» «На он нас с Сегой сюда послал, а я ему сказал «Базару нет, братан, все будет в шоколаде!» Угрюмо поведал Ляб Велес вопросительно приподнял брови Ему козлу, видите ли, не понравилось «Двинул по рылу и говорит, отвечать надо, есть или так точно!» «Чмо пернатое!» «Босс, ты не против, если я его на перо посажу?» «Не, брат, не надо!» Велес даже просветлел лицом Все-таки лом оправдал его ожидания «Правда, немного не совсем так, как хотелось бы!» «Он тебе возместит свою грубость, да и я не забуду!» «Окажи услугу, забудь!» «Как угодно, босс!» Ляб уныло пожал плечами и приблизился к сталкеру Перевернул труп на спину Переворачивал носком ботинка очень осторожно И сильно вытянув ногу в сторону от себя А лому он на этой выходке все равно не забудет «Как быть?» «Прежде надо пообщаться с Лизой, а потом с ломом, а там посмотрим» «Босс, а чем это ты его огрел, что у него аж черепушка лопнула?» «Коленом!» Сказал Велес, исчезая внутри сектора «Ну-ну, коленом, блин!» Проворчал Ляб, не капливая эту чушь, не поверив И в чем-то он был прав С нормальным двуногим коленом череп расколоть теоретически можно, но на деле всегда будет только перелом шейных позвонков И хоть ты тресни, такого ровненького раскола черепной коробки не выйдет даже в теории Зомби куда мягче человека простого Зомби гниют Есть у них такая неприятная, можно сказать, мерзкая привычка Велес вернул ствол на место, в арсенал практически уничтоженный Лизой После чего вернулся туда, где оставил бесчувственную девушку Она уже успела прийти в себя и теперь сидела в кресле Баюкая в хрупких ладошках слегка распухшую на один бок челюсть Зеленые глазки девушки, пылая гневным взглядом, стрельнули в босса «Лизонька, солнышко, вы уже проснулись?» Велес плюхнулся в кресло напротив Закинул ногу на ногу, лучезарно улыбнулся «А я пришел, смотрю, вы сладко спите, вот и пошел погулять, осмотреть, так сказать, достопримечательности всего унылого местечка» «Лешенька, ты прости! Лешенька, я же...» Усилием воли задавив гнев во взгляде прелестный глаз, тонко заверещала Лиза, тут же сделав попытку метнуться к нему в ноги «Не могли бы вы, прелестная, юная и на редкость тупое создание, принести мне чего-нибудь выпить?» «Если, конечно, вам нетрудно и желательно в темпе вальса» Лиза поперхнулась своим лепетом Секунду пребывала в ступоре Затем покорно двинулась к вместительному бару из резного дерева Роскошь, которую своим гением Велес позволял в обязательном порядке Миг и тонкие ручки Лизы протянули ему стакан виски При этом девушка так сильно наклонилась, что грудь едва не выпала из декольте ему на лицо Велес взял стакан, поднял глаза Девушка обольстительно улыбалась Учитывая некоторую припухлость челюстного аппарата И легкие болевые ощущения, неизменно возникающие при попытках улыбаться После неслабого тыка в лицевой отсек Улыбка ее теперь выглядела не совсем приятно «Спасибо, звездочка моя!» Велес изобразил на лице чуть ошеломленное удивление «Лизонька, девочка моя!» «Ты знаешь, вот никогда не замечал, какая у тебя уродливая улыбка!» Девушка скривилась, словно вампир, со всего размаху напорувшийся на осиновый кол Вернулась в свое кресло Оттуда зло уставилось на спокойное лицо босса Тот долго молчал «Леша, я... ты...» – кивнул он «Именно ты, девочка, попала, как и не снилось тому несчастному сталкеру» «Леша, еще раз назовешь меня Лешей?» – Велес ободряюще улыбнулся «Подарю тебя солдатикам с кордона, тебе может даже понравиться» «Алексей Николаевич тебя на куски порежет!» – прошипела от чего-то нынче совсем некрасивая Лиза «А раб?» – Велес отхлебнул немного алкоголя «Нет, ну вы, Лизонька, точно дура» «Да ты пасть захлопни!» – он снова улыбнулся ей, будто любимой девушке Лиза посмотрела в его волчьи глаза, видимо, по ошибке, размещенные природой на этом добром, улыбающемся лице «Почему-то неприятно защемило сердце, и где-то в животе стало пусто, холодно» «Понимаете ли, юная гениальная дурочка, вы приносите организации своими удивительными исследованиями бешеные деньги» «Да, это факт. Но задайтесь вопросом, Лиза, каким образом ваша работа приносит вам всем ощутимую прибыль» «Как к вам попадает рабочий материал? Куда и каким образом реализуются ваши разработки? Кто занимается этим нелегким каторжным трудом?» Он помолчал, ожидая ответа от нее и, может быть, прозрения. «Фелис», – тихо-тихо сказала Лиза, начиная понимать, – «вот именно девочка моя». Он вдруг тяжко вздохнул, поник плечами. «Все эту нелегкую чудовищную работу возложили на мои хрупкие нежные плечи. Я глубоко несчастен, регулярно мучаюсь с жесточайшими угрызениями совести от всех тех ужасов, что мне приходится творить по долгу службы. Самоотверженно теряю здоровье и…» Он немного оживился и с интересом спросил, указывая себе в область живота. «Кстати, не знаешь, что тут находится? Болит, знаешь ли? Жутко так, особенно по утрам». «Желудок там», – хмыкнув, сказала Лиза. «Да?» – Велес сделал круглые глаза. «Надо же! А я думал, это совесть». «Велес, я же не знал, что ты придешь именно сейчас». «Ты поняла?» – Лиза мило хлопнула глазками. «Может, и поняла. Но Велес счел нужным пояснить». «Меня заменить некем. Мной могут пожертвовать, если в том будет сильная необходимость, но не заменить». «Ты, хоть и прислал тебе араб, материал возобновляемый». «Я не материал», – не очень уверенно сказала девушка. «Слушай, красавица, может, араб тебя трахнул пару раз?» «Может, он в тебе внучку увидел?» «Но поверь мне, красавица, если будет выгоднее кончить тебя, чем держать на работе, он ни минуты не сомневаясь прикажет тебя кончить. Не веришь? Вспомни, кто он». Лиза съежилась в кресле. Впервые, наверное, она поняла, что ее жизнь целиком в руках этого страшного, казавшегося всегда таким милым, человека. «Лиза, давай помолимся», – внезапно произнес Велес, ласково, почти по-отечески. «А?» – ошеломленно хлопая глазками спросила девушка. «Что? Помолимся. Ты веришь в Бога?» «Я? Ну да, наверное». «Тогда давай молиться!» – с жаром воскликнул Велес. «Зачем?» Вообще, что этот вежливый парень немного псих, она не сомневалась с первого дня их знакомства, но, видать, она недооценила верхнюю планку этого немного. «Ну как же?» – очень натурально удивился Велес. «Ты веришь ведь в Бога? Значит, веришь и в рай, и в ад. А ты, крошка?» «Должен сказать, была очень плохой девочкой. Что же ждет тебя там за гранью, милая моя?» «Я помирать не собираюсь», – неосмотрительно надменно рекла Лиза. «Это ты, кстати, зря, что не собираешься, значит». Проявляя всей имевшейся в наличии поверхностью лица крайнюю степень тревоги и озабоченности за девушку, проговорил Велес. «Вот мы с тобой сейчас помолимся за спасение твоей грешной души, потом я тебя аккуратно пристрелю, и ты отправишься на встречу с Богом. Глядишь, и наши молитвы будут услышаны. А там, может, и в рай тебя пустят, если, конечно, нужному ангелу дашь». «Оп, оп, оп», – шлепала красивыми губками Лиза. По пухлым щечкам поползли две дорожки слез. «Ну прекрати, что ты как маленькая?» – вновь ласково улыбнулся Велес, доставая из-за пояса пистолет. «Это совсем не больно». Лиза тоненько пискнула и, подтянув под себя ноги, сжалась в глубине кресла, в нервно вздрагивающий комок. Велес перестал улыбаться, убрал оружие и невинно хмыкнул. «Какая вы все-таки впечатлительная девушка, Лизонька. Уже и пошутить нельзя». «Я тебя ненавижу!» – визгливо отозвался ученый с шикарными ногами. «Молодец!» – «Верно мыслишь. Я твой босс, а не хахаль. Любить меня не нужно». Велес допил виски. «Прекрасная роза моих снов, Лиза, прелестный ангелочек. Да не бледней ты так, это комплимент, безо всяких намеков. Будь добра, плесни усталому несчастному дяде Велесу еще пару сотен грамм какого-нибудь не очень крепкого алкоголя. «Здоровье, знаешь ли, уже не то, дышу-то наладан». На этот раз Лиза с трудом добралась до бара. Стакан протянулась приличного удаления от несчастного, усталого, нынче чего-то малость нервного босса. «Спасибо, покорно!» – хлебнул. «Не хочешь?» «Нет, спасибо!» Лиза уныло смотрела на свои округлые коленки. «Лиза, если однажды меня снова поприветствует не твоя сексапильная фигурка, а грязный вонючий вурдалак, я тебя точно на кордон подарю». «Усвоила?» «Да». «А теперь ты расскажешь, что дал эксперимент». «После наведешь порядок в арсенале». «Да, на кой хрен ты стволы на кусочки разнесла?» «Ладно, проехали». «Потом собираешь манатки и валишь в отпуск. На канары к папуасам ради новых сексуальных отношений, мне до фонаря. С тобой едет гусь как телохранитель. И чтоб месяц я тебя здесь не видел». «Отпуск?» Лиза, кажется, даже не поверила в услышанное. «Нет, отпуска у них были. У ученых, у бандитов. Конечно, как и всем людям, им иногда требовался длительный отдых. Просто она уже не рассчитывала выбраться отсюда живой, не то что на отдых». «Я сбегу». «Ох, какая идиотка!» Велес поскреб подбородок пальцами левой руки. «Если собираешься бежать, говорить об этом мне, знаешь, солнышко, совсем не стоило». Личика Лизы в отчаянии сморщилась, и она разревелась, осознав свою ошибку. «Беги», — сказал босс безразличным тоном, — «хоть в Зимбабве». «А?» Рыдания утихли, заплаканная личика недоверчиво смотрела на босса. «Говорю, куда хочешь, беги. Тебе даже гуся валить не надо, он тебя останавливать не будет. Просто предупреди его, что сваливаешь, чтобы нам кипиш не поднимать». «Не понимаю». «А чё тут понимать, Лизонька? Вот Франкенштейн однажды из отпуска своего не вернулся. Два месяца его не было. Мы нашли его, конечно, организация при желании может из-под земли достать ей из того света». Лиза вытерла слезы, она все поняла. «Ты зря делаешь умное лицо, девочка моя, тебе не идет». «Нашли просто, чтобы его какой-нибудь доносок не пришел случайно в подъезде». «Вы, Лиза, гениальные ученые, материал, конечно, возобновляемый, но жутко дорогой, потому как редкий. Силой никто тебя возвращать не будет. А знаешь почему?» «Вот головой машешь, не знаешь». «А зачем тогда умное лицо делаешь?» На третий месяц наш Франкенштейн сам сюда приехал. Помятый, слегка сытый и белый от страха. Умолил простить его и принять обратно под наше жесткое, но мудрое руководство. А знаешь почему?» «Наш Франкенштейн, скинув тяжкое бремя власти жестоких беспринципных подонков, прикидывающихся огнцами в пучках белой шерсти, стал старшим научным сотрудником НИИ. Тридцать кусков в месяц, оплачиваемый отпуск, государственное, со всех сторон коммунальное жилье, медицинская страховка. В общем, шикарная жизнь, правда? Ты же у нас уже долго, сможешь теперь так жить?» Личико Лизы вытянулось, глаза слегка остекленели. «Особнячок твой, машина, Феррари, кажется. Придется тебе, детка, забыть все эти блага подлого капиталистического мира. Кушать осторожненько, прикидывая, а хватит ли тебе на хлебушек в следующий месяц, если ты сегодня покушаешь вот этих вкусненьких омаров? «Я могу ведь сделать какое-нибудь открытие, или продать уже сделанное». «Вот за продать уже сделанное, детка, тебя посадят». Ваши изделия, юная леди, патентуются быстрее, чем заканчиваются испытания. А если мусора окажутся по обыкновению ленивы от чрезмерной безнаказанности и обжорства, организация постарается, чтобы у них на столах оказались все материалы по нарушению закона». В рот ему дышло. «Если и тогда доблестные милиционеры не потрудятся отработать свое жалование, им еще и доказательную базу предоставят. Ты сядешь, а там, детка, организация «Бог и царь». Тебя не убьют. Нет, что ты. Ты просто станешь носить новое имя. Подлиска, например. Сокамерниц тебе подберут за гляденье. Поуродливее, да постарше, чтобы, значит, молотку глупую на путь истины наставлять. Будешь ты у них любимой подружкой. Станешь классным спецом по вылизыванию. А они будут приглядывать. Очень внимательно приглядывать, чтобы ты, глупышка, с собой однажды не покончила. Чтобы и дальше приносила удовольствие честным зэкам. Организация не прощает, если ее кидают на деньги. За это она мстит жестоко и беспощадно. При подходящих обстоятельствах, Лизонька, тебе могут простить даже убийство какого-нибудь из больших боссов, но финансовые потери – это всегда смертный приговор для виновника этих потерь. И смерть в этом случае всегда мучительна. Она может затянуться на полвека за решеткой, где ты будешь умирать постепенно. Твоя гордость, самоважение, мечты, желания. А в самом конце умрет твое тело. Но только когда оно будет пусто и мертво изнутри. Понимаешь? А насчет сделать открытие? Да ты сама-то в это веришь. Что у тебя будет в этом сраном Нии? Думаешь, там будет дядя Вилли, с которому скажешь «Босс, зомби из зоны надо бы и пару живых людей на опыты». Нет, крошка, не будет там таких дядей. А если что и получится у тебя, так случайно повезет, и твоей работой попользуется старый пердун из лиги. В кривых очках и с посидевшей древлой жопой, что иногда будет тебя трахать. Лиза шмыгнула носом, вытерла слезы. Помолчала немного. Потом весьма уныло и с тем же печально обреченным выражением лица выложила результаты своего странного, да дружу в коленях, странного эксперимента. Настоящий зомби сожрал пустоголового, но совершенно нормального живого человека. Потом сложился пополам и выложил на пол все съеденное. А после стал передвигаться странно медленно, будто траванувшись мясом Сережи-маньяка. Конечно, еще требовались исследования тканей обоих зомби и полупереваренных остатков мяса господина Погонь, чтобы говорить уверенно, но уже сейчас Лиза смогла высказать некоторые предположения, возможно, весьма близкие к истинному положению дел. Она считала, что излучение, сгенерированное совместными усилиями ее и Велеса, то самое, что позволило превратить Сережу в зомби, имело кардинальные отличия. Не просто неучтенные детали, либо разлития в мощности. Нет. По сравнению с загадочным источником, излучающим из центра зоны, оно явилось фундаментально иным. Они создали излучение, отличающееся от излучения выбросов в самых его основах. Совершенно иной, новый тип излучения. Не только неродственной зоне, но, похоже, смертельно опасной для всех биологических организмов, чью природу уже изменил выброс. Так что покойный сталкер действительно отравился. А если бы не сблеванул, то и вовсе умер бы. Ну, во второй раз, естественно. Из предположения Лизы выходило, что полученный вид излучения нужно не дорабатывать, доводя до полного соответствия с излучением выброса, а вовсе начинать работу по этому вопросу сызного. Велес слушал и кивал головой, ничем не выдавая своего огорчения или несогласия с предположениями ученой леди. Несогласия просто не было, а огорчение... Впрочем, оно было не сильным. Недолгое изучение Сережи после превращения его в зомби уже успело его самого натолкнуть на такие мысли. Сережа-скотина о настоящем зомби так и не стал. Если ему резали кожу, он кричал. Зомби-зоны даже с порванной глоткой никакой боли не чувствовали. И нормально функционировали, даже имея необратимые повреждения внутренних органов. Что ж, исследования в направлении генерации излучения выброса придется начинать с самого начала. Они двинулись по неверному пути. А жаль. Излучение зоны обладало высоким мутагенным воздействием и еще миллионом самых чудесных свойств. А ведь, казалось, так близко подошли. Уже в шаге от управляемых мутаций посредством простого, компактного, весом всего в пару тысяч тонн излучателя. Увы, облом. А такие перспективы открывались. Коровы весом со слона и растущие до этого самого веса за три месяца. Новые виды животных, нечувствительные к боли и суперсильные солдаты для организации. Уничтожение путем превращения в зомби населения целого континента, выбросом, устроенным с орбитального спутника. Создание новых, чрезвычайно красивых видов цветов, на которых организация сможет сделать миллионы. Увы, фиг вам, что называется. После Лиза рассказала о растении в арсенале. Оказывается, это фиолетовое неизвестно что выросло из маленького семечка, обнаруженного в кармане покойного сталкера. Причем выросло за одну ночь. Взяв с Лизы клятвенное обещание больше не уродовать арсенал, Велес отбыл курсом к лифту. Девушка осталась собирать манатки. Когда двери лифта закрылись за его спиной, Велес вновь с улыбкой на лице подумал, что только сумасшедший может отыскать вход в лифт здесь. Нормальный человек не догадается искать в таком месте. Кстати, пожалуй, месте уж слишком вонючем и пыльном. Но как иначе? Конспирация! Велес, осторожно шагая, внимательно глядя себе под ноги, миновал пятиметровый коридор, стены Коева в царящем здесь полумраке, проглядывались весьма смутно. Собственно, их самих в основном-то и не было видно, обе стены плотно заставлены различным хламом. Сломанные швабры, целые швабры, ведра, лопаты для уборки снега, одна даже штыковая. Какой-то старый рваный матрас, полуразломанный шкаф, непонятного происхождения доски. Всего понемногу, и все покрыто толстым слоем пыли. Не захламлены были только потолок, дверной проем и одна стена во всем этом помещении. «Красота!» сказал Велес, добравшись до покосившейся ободранной двери. Толкнул. С тихим печальным скрипом дверь отворилась. На пороге Велес обернулся и посмотрел на единственную чистую от хлама стену. Бетонная, окрашенная, судя по виду поблегшей и облупившейся краски, веки примерно в пятнадцатом. Чудесно! Вот кто бы мог подумать, что эта монолитная стена, толщиной не менее двух метров, надели вход в гигантскую подземную лабораторию. Да только такой псих, то есть, как бы только такой умный, воспитанный человек, как Велес. Да и кому взбредет в голову, что под этим зданием может в принципе существовать и функционировать лаборатория, занимающаяся исследованиями во всем мире строго запрещенными, и даже теми, для которых еще не придумано запрещающих законов. Вход, к тому же, был еще и сенсорным. Сия монолитная стена открывалась, только уловив соответствующее излучение биополя, закодированное в понятной компьютерной форме и введенное заранее через единственный терминал, с которого это можно было сделать. По умолчанию, так сказать, уникальный открывающий механизм работал только на один биокод, тот, что излучала Аура Велеса. Для остальных, код на вход-выход требовалось вводить каждый раз заново. И что самое интересное, пожалуй, даже гениально идиотское, единственный для этого пригодный терминал располагался рядом. И, зная, что именно делать, ввести этот код мог даже десятилетний ребенок. А располагался терминал в пяти шагах по коридору, вот с этой красивой белой дверью. Комната, официально считающаяся комнатой отдыха для охраны, и расположенная посему здесь, в самой заброшенной части здания. К сожалению, второй вход в лабораторию о трех подземных этажах был не столь хорошо замаскирован. Грузовой, так сказать, вход. Через него доставлялось громоздкое оборудование и мебель. Своего рода ветка метро. Километра три в длину, под землей с единственным выходом на поверхность, в безлюдной области. Через него, при желании, можно было забросить в лабораторию дивизию морпехов. Правда, пройти ветку они не смогли бы, там все было напичкано взрывчаткой. Да и вход найти было нелегко. Он располагался в центре давно заброшенного химического завода. И все же этот вход всегда оставался ахиллесово пятой комплекса. Ведь не зря гласит втородная мудрость. Любую королеву можно трахнуть, а любую взрывчатку обезвредить. Или это он сам придумал. Впрочем, суть от этого не меняется. Хреновая какая-то суть. Да ну и ладно. Велес притворил за собой дверь и с улыбкой посмотрел налево, потом направо. Не шибко длинный коридор, выходивший через неприметную дверцу в холл, имел одну уникальную отличительную черту, выражавшуюся в разительных контрастах его первой половины, упиравшейся в глухую стену, и второй, идущей в холл. Первая выглядела так, будто ее начали ремонтировать, ободрали стены от старой обивки, частично сняли пол, да так и бросили. Если бы не толстый слой пыли, можно было бы подумать, что строители просто отошли покурить, или на обед. Зато вторая половина блистала новенькими белыми пластиковыми панелями, ультрасовременными лампами и качественно выполненным мраморным полом. Такое чувство, что ремонт начали и даже наполовину сделали, но тут кончились деньги, и добрые начинания строителей скончались с голодухи. Впрочем, именно таковым было официальное объяснение на первых порах. Позже сие безобразие объяснялось экономией бюджета. Закуток хозяйственный особого значения не имеет, так что его можно приспособить для отдыха пролетариев, охранников, и склад всякого ненужного хлама. А для этих целей ремонт совершенно ни к чему. Велес двинулся к двери дежурки. Сами охранники комнатушку называли именно так, по пути размышляя над тем, почему уравнения Максвелла в его собственной работе на третьем уровне оказались не просто ошибочны, но еще и совершенно неприменимы. Либо все, что касается известного науки о реалиях электрической энергии, бред, либо бредит только его собственная лаборатория. Эксперименты с подарками Зоны – истинное испытание для любой науки и непоколебимых физических законов Вселенной. Зоне как-то побоку, что есть какие-то там непоколебимые законы. А может, она просто ничего о них не знает? Потому и творится чертовщина всякая. Из дежурки доносился неразборчивый разговор. Когда он подошел ближе, оттуда донесся уже сочный русский мат, чавкающий звук, глухой удар и недвусмысленное утверждение по поводу сексуальных предпочтений лома. Оно, кстати, было абсолютно ошибочно. Велес совершенно точно знал, что лом никогда не имел интимной близости с коровами в крапинку и 70-летней уборщицей Клавой. Коров тут не водилось, а милая старушка Клава редко просыхала и, явившись предочи светлой где-нибудь под вечер в своем фирменном облачении бомжа, могла вызвать своим приятным внешним видом легкую остановку сердца. Кроме того, Клава брилась раз в месяц, хотя следовало бы почаще. Лом был совершенно нормальным, почтенным пожилым мужчиной и в действительности предпочитал малолетних проституток не старше 15-ти годиков. Вслед за сим откровением последовала секундная пауза, грозный выкрик с обещанием «Зарежу, падла!» и велес на световых влетел в дежурку. Вместительная комната, имевшая два стареньких дивана, два же кривобоких, но мягких кресла и покосившийся столик с древним компьютером, встретила его видом двух разъяренных, довольно серьезно перекачанных людей. Один, с сидеющими висками и внушительным брюшком, разведя в стороны руки, в одной из которых блестело лезвие ножа, подбирался ко второму. Второй, хищно скалясь, стоял, наклонившись вперед и ждал выпада. Обманчиво худой и с прической, неизменно топорщившийся задорным хохолком, словно у попугая старого мультика, он зорко следил за ногами противника. Именно так. Еще секунда и лом кинется вперед. Кеша, в зависимости от того, с какой ноги двинется вперед противник, уйдет влево или вправо и нанесет один короткий, но смертельный удар кулаком в висок. Только у него ничего не выйдет. Лом, хоть и успел обзавестись пивным брюхом, все еще мог быть стремителен при необходимости. Кеша упадет с перерубленным горлом. Скорее всего, от рубящего удара с вращением корпуса, как раз когда его кулак отправится в путь к седому виску лома. Окликать их начальственным рыком сейчас было бесполезно, так что Велес пулей влетел внутрь, встал между противниками и ударил двумя ногами в прыжке, изобразив шпагат. Лом, демонстрируя высочайший класс, плавно отклонился назад и ботинок босса сверкнул в сантиметре от его небритой морды. Кеша получил точно в лоб. «Ну, и что здесь происходит?» рявкнул Велес в лицо лома, уже стоявшего по стойке смирно. У него даже рука дернулась козырнуть, а морда какая преданная, самозабвенно глазами я с начальства. На высказанное замечание по поводу отсутствия дисциплины на вверенном объекте рядовой, то есть Кеша, ответил в грубой матерной форме. Молодецкий, гаркая, отчитался сидящий солдат. «После второго замечания Кеша попытался меня ударить. У него не получилось, и он высказал еще несколько матерных выражений». «И после чего ты решил его зарезать, да?» Немного ошалела, стараясь держать улыбку, спросил Велес. Ситуация была, конечно, забавна, но лишь на первый взгляд. «Так точно!» рявкнул лом, вытягиваясь в струну. Даже позвоночник хрустнул. «Кеша, ты как, живой?» Велес глянул на бандита, тот полулежал на диване и тряс башкой, пытаясь заставить оба глаза смотреть в одну сторону. Лом старательно тянулся стрункой, видать, ожидая дальнейших указаний старшего по званию. Вот блин. «Вольно, лом!» Сказал автоматически, но лом тут же расслабился и поспешил спрятать нож. «Хреново!» Кажется, он все-таки съехал с катушек, этот старый вояка. Велес с сомнением еще раз посмотрел на своего бойца. Лом – серьезный парень, в честной схватке даже ему придется повозиться, чтобы свалить эту перекачанную тушу. А вот сейчас, пока он преданно внимает начальству словно верный пес, пред Велесом лом практически беззащитен. Всего одно ленивое движение ладонью, стремительный тычок пальцами и все, нету лома. В какой-то миг Велес даже почти решил именно так и поступить. Кто его знает, как в дальнейшем замкнет этого дуболома? Велес терпеть не мог непредсказуемых людей, ему хватало мороки с самим собой. Так что мысль об упокоении парня Велесу пришлась по вкусу. К сожалению, а может быть и к счастью, за миг до решащего удара он посмотрел лома в глаза. «Твою налево, лом! Ты, блин, на себя не похож! Что цель в жизни нарисовалась?» Искренне поразился Велес. Он хорошо знал эти стальные серые глаза, прекрасно запомнил это выражение вечной тоски и печали. Будто там, в глазах парня, когда-то давно умерла его душа и осталось только вот это мощное тренированное тело. Правда, тело тоже начавшее сдавать, вот и брюхо появилось. Тело очень скучающее по своей давно умершей душе. Нынче глаза из стали, стали уже и сияли, будто помершая душа чудесным образом ожила. А может, вернулась из долгосрочного отпуска в теплые края, из ада, например. Там, говорят, исключительно тепло. По блату на поруке отпустили. Да я, как бы, неожиданно сильно смутился парень. Опустил глаза, блеск в них чуть потускнел. Плечи даже опустились. Чего это с ним вдруг стряслось? Я ж это, я ведь солдат. Содержательно, знаешь ли, объяснил. Велес еще раз глянул на Кешу. Парень пустыми глазами смотрел в никуда. Сидел расслабленный и спокойный. Лицо медленно наливалось краской. Вены на лбу потихонечку вздувались, пульсируя все сильнее. Ядрить, Кеша, вот какого хрена, а? Велес подсел к парню и положил левую ладонь ему на затылок, а правой обхватил лоб. Босс, изумленно молвил лом, глядя как страшный, но надо заметить, справедливый босс пальцами нежно массирует шею и виски бандита Кеши. Прилетело ему сильно, проворчал Велес, внимательно глядя почему-то на толстую, тяжело бьющуюся вену на левом виске Кеши. Человеку, если в лоб ударить, что называется прямой наводкой, у него башка чуть назад отпрыгивает. Если шея, как у тебя, последствия почти незаметна. Ничего особо страшного, временная, где-то на десяток секунд потеря в пространстве и синяк. Если слабая, как у бабы, перелом шейных позвонков. А еще есть серединка, как у Кеши оказалось. Пережимает нервы, ему сейчас можно кожу с лица снять, он даже боли не почувствует. В виде бонуса защемляются кровеносные сосуды. Кровь быстро поступает в череп, но назад уходит медленнее. Если я сейчас Кешу отпущу, через пять минут у него сосуды лопнут и будет кровоизлияние в мозг. Поцелуй дракона! В мистическом трепете проговорил лом и огромными глазами воздрился на шефа. И откуда он знает? Видимо смотрел фильм из Джетом Ли. Босс, вы прям монах этот, шулинский. Шао Линь, та хреновина зовется. Велес скривил губы. Не мели чепухи. Я с чистым ушу мало знаком. В основном карате, а это уже немного другой зверь. Но ты прав, братан. Монахи такие удары наносить могут плавным движением кисти и так ловко, что этот сраный поцелуй даже на тебе сработает. У меня это получается только случайно, крайне редко и как раз, когда мне это не нужно. Ну чего ты замолчал, а лом? Спросил Велес через десяток секунд. Рассказывай, с какого ты, братвы, так круто рулить начал. Так я это... невнятно бурчал старый солдат. Дисциплины никакой ведь, а у нас объект под охраной, никакой это государственной важности. У нас тут административное здание в 20 км от зоны боевых действий, а личный состав совсем распустился. Осади. Велес замедлил движение пальцев до почти невидимых со стороны. Кеша обрел нормальный цвет лица, шумно вздохнул, зачем-то всхлипнул и завалился на бок. Велес несколько секунд смотрел на порозовевшего щеками бандита и, удовлетворенно крякнув, расположился на диване поудобней. Пружины сидения возмущенно взвизгнули. Велес не обратил внимания, закурил. «Слушай, Лом, тут не личный состав, это вообще-то сплошь бандиты и головорезы. Ты, кстати, тоже не доблестный голубой берет, постоянно спасающий каких-нибудь голодных детишек из горячих хижин несчастной Зимбабве. Все равно, дисциплина нужна везде», упрямо нахмурился солдат. «Нужна», кивнул Велес. «И я буду очень благодарен, если ты наведешь здесь порядок. Я поэтому тебя начальником над этими оболтусами и поставил, но с ними так нельзя. Они не солдаты, им глубоко насрать на долг родине, ответственность предкомандованием и прочий детский лепет». Лом побагровел, даже будучи бандитом, на котором клейма оставить негде. К родине, флагу и сексу он относился очень серьезно. «А в 20 километрах от нас не зона боевых действий, а исключительной важности научно-исследовательская зона». «Так там идет война!» «Ладно, проехали». Прекращаешь понять пацанов почем зря, ни быку и ни по делу, и веди себя прилично, как настоящий, хорошо воспитанный офицер. При последних словах Лом оживился и гордо выпрямился. Кажется, парень решил, что снова служит в армии, только какой-то особо секретной армии. Что ж, если это прелюбопытное психическое расстройство не будет прогрессировать, оно сослужит неплохую службу общему делу. Делу на благо организации. «Перед Кешей ляпом извинись». Лицо Ломы сильно вытянулось. «И еще, извини, брат, слишком рьяно ты взялся за дело. Пол твоей зарплаты за этот месяц пойдет на восстановление несчастных и лечение от тех нервных потрясений, что им пришлось пережить по твоей вине». Велес поднялся и направился прочь из комнатки. Уже у выхода он добавил, «Лом, веди себя прилично, а то ведь деньги тебе могут стать и вовсе не нужны». «Почему?» «Трупам баксы ни к чему». Велес ушел, в который уже раз отметив, что тот старый трухлявый компьютер на трухлявом же столике только у психа может вызвать подозрение, что серии Ликт есть система ввода пропускных кодов в жутко секретную лабораторию. Только псих мог догадаться сделать такую систему ввода. Ну, или исключительной силы гений, как он сам, Велес. Миновав коридор, ведущий из холла в логово охраны, Велес явился собственно в холл. Точнее, зазамшелую поверхность громадного 10 на 10 метров гобелена. Тут получался маленький такой туннель, одним концом упиравшийся в выступающий угол несущей стены и приходившийся как раз вровень с краем гобелена. Второй выводил в обширный холл. Со стороны, кстати, заметно не было, что гобелин здесь отступает от стены почти на полтора метра. Чтобы это увидеть, следовало подойти вплотную. А подошедшим не пришло бы в голову сюда заходить. Стена за ним блистала обломками облицовочных плит и шикарными выбоинами в самой своей поверхности. С первого взгляда было ясно, что вычурный блеск холла был достигнут не только усиленными многих сотен рук, но и жесткой экономией финансов. Сто квадратных метров стены, выглядящей так, будто она вот-вот рухнет, были одной из иллюстраций этой экономии. Но надо признать, гобелин, русских солдат на фоне развивающегося трехцветного отечественного знамени, неплохо маскировал стену и, как бы говорил, здесь у власти истинные патриоты. Немногие слишком внимательные зрители могли заметить некоторую странность в изображенных на полотне героических солдатах. К примеру, вот тот жутко мускулистый десантник с кирпичной мордой и десятком высших наград страны на исполосованной шрамами и прокопченной дымом груди очень напоминал лицом Алексея Сергеевича среди своих известного как Велес. А тяжело раненый солдат пехоты, беспомощно повисший на его могучем плече, чем-то неуловимо напоминал действующего президента России. Некоторый юмор картины от большинства ускользал, но вот Алексей Николаевич в миру араб, как-то заявившийся сюда в гости после десяти минут напряженного изучения художественного произведения, долго и в голос откровенно ржал. «Знаешь, парень, тебя за такие шутки в другое время могли бы и расстрелять», сквозь слезы веселья сказал ему тогда старик. Велес, десантник на картине в жизни один из боссов организации, пер на своем плече раненого беспомощного президента в жизни олицетворявшего саму Русь-матушку. Подтекст был вполне прозрачен. Где-нибудь в Смоленске Велес не рискунул бы повесить такую картину да еще такого размера. А здесь, в захолустном городишке, да еще и почти в другой стране, почти у самого кордона, да кому она нафиг нужна эта картина? А ему приятно, глянешь так с утра, как твое изображение легко и непринужденно прет и тащит на своем плече, считай всю Россию и приятно, тепло на душе становится. Холл, как всегда в это время был девственно пуст. Впрочем, он почти всегда был пуст. Не только из-за своих гигантских габаритов, просто в городе с населением в 70 тысяч человек посетители в мэрии большая редкость. Тут, по идее, приемный размером с некрупный гараж было бы выше крыши. Но это, право, было скучно. Именно поэтому посреди бывшего очень секретного военного городка Чернобыля 145 на месте маленькой обшарпанной мэрии выросло помпезное исключительно роскошное здание городской управы. На входной двери висела соответствующая табличка. Там эти слова были выгравированы золотом и именно с большой буквы. Правда, с орфографическими ошибками, так как была сделана языком одной из неудачных пародий на русский язык. Кажется, украинской ее версией. Велес двинулся по мраморному полу холла между двух архообразных стоек к мраморной железнице. За стойками, похоже, детально срисованными с приемных окошек банков, сидела с десяток симпатичных молодых особ. Пред каждый стоял компьютер и все девушки усердно красили ногти. Весь гигантский холл провонял, так старались девочки. Они занимались приемом жалоб, разъяснительной работой с пришедшим к кормилу власти электоратом, учетом и рассмотрением заявлений от граждан на личный прием к мэру и вели предварительные беседы с представителями юридических лиц. А давай работа где-нибудь в городе с десятком миллионов человек населения. Здесь же... В общем, мэрия таких масштабов смотрелась в Чернобыле 145 как золотой унитаз в общественном туалете. Кстати, у мэра в кабинете унитаз был выполнен как раз из чистого золота. «Все в порядке, босс!» сказал двухметровый местами бритый шкаф в смокинге. Второй шкаф, установленный по другую сторону красивого лестничного парапета, утвердительно кивнул головой. Правда, очень осторожно кивнул, с большим достоинством. Дело в том, что утром он сделал себе новую стрижку, теперь боялся, что растреплется. От второго шкафа он отличался столь сильно, что определение Пуфик ему подошло бы больше. И смокинг на нем сидел так, будто он в нем и родился. Велес кивнул парням и продолжил свой путь. Пупс за его спиной довольно ухнул. Этот амбал, прозванный братвой Пупсом в шутку, особым умом не блистал, но отличался одним уникальным качеством. Он был предан Велесу почище любой собаки. К сожалению, о щеголе такого сказать было нельзя. Парням в основном заботила собственная внешность и девушки, причем только и исключительно красивой. В общем, мозг у щеголя по какой-то чудаковатой шутке природы был расположен не в голове, а гораздо ниже. Лестница оканчивалась широким залом, в котором имелось только три стены. По сути, это был даже не второй этаж, а пристройка к первому. От парапетов можно было одним взглядом охватить весь холл. От тяжелых, резных и весьма внушительных парапетов. Любой нормальный обыватель легко бы сообразил, отчего парапеты такие странные. Очередной выпендреж местного мэра, охочего до показухи и излишней роскоши. И был бы прав ровно наполовину. Конечно, такие парапеты смотрелись просто чудесно. По мнению Велеса, каждый должновоспитанный мэр просто обязан был тянуться к прекрасному. Но кроме чисто эстетического смысла, эти парапеты несли и иной, практический. Очень удобно было, прячась за этими гипсовыми хреновинами, внутри коих замурованы пластина догонита, простреливать весь холл, от широких входных дверей до полукружей приемных стоек. Штурм мэрии будет таковой случиться со стороны входа, захлебнется путем не начавшись. Конечно, только в том случае, если атакующие не начнут штурм, пользуясь современной бронетехникой. Обширный зал представлял собой почти правильный квадрат с двумя глухими стенами, парапетом и третьей стеной с тремя дверями. На каждой имелась табличка. Вилли столкнул среднюю, ту, на которой было написано заходить осторожно, злая секретарша. За дверью имелось маленькое, но уютное помещение и секретарша Таня, очень не любившая табличку, мимо которой только что прошел мэр. Милое создание с прелестными белокурыми локовинами, симпатичной мордашкой и абсолютно пустой головенкой. Злой она, конечно же, не была и в данный момент во что-то играла на компьютере за своим столом, высунув розовый язычок и очаровательно хлопая густыми ресницами. Таня, солнышко, я буду у себя. Секретарша не отреагировала. Сразу два дела в ее милой головке ужиться не могли, компьютерная игра съедала все имевшиеся ресурсы ее разума. Во что-то очень сложное на сегодня играло. Что-то требующее огромных интеллектуальных затрат. Возможно даже в Тетрис. Велес пожал плечами и вошел в свой кабинет. Как мэр и человек воспитанный в добрых традициях английского джентльмена, он обставил свой кабинет в соответствии со своим тонким вкусом и неиссякаемой тягой к прекрасному. Вместо типовой лампы дневного света здоровенная люстра с лампами правда типовыми, но искусно люстра естественно блистала по золотой. Стены обшиты простенько обыкновенными панелями без всякой резьбы. Обычное красное дерево никаких излишеств. Конечно же гордость и величие любого чиновника стол. Большой буквой Т, где верхняя перекладина являлась его личным рабочим столом. Нижняя служила для гостей максимальным числом 12 особей. Ровно столько же стояло там кожаных кресел. У него самого Баламона. В общем скромненько но со вкусом. Ведь он же не стал инкрустировать бриллианты в пепельницы или наносить золотые барельефы на поверхность столов. Не стал. А ведь как красиво смотрелись бы изящные выпуклые рисунки на столах выполненные к примеру даже не из золота а из платины. Но ведь он не стал их сюда лепить хотя мог и даже с некоторым трудом отказался от этой идеи. У стены что имелось за креслом самого мэра с левой стороны стоял большой красивый шкаф с барной стойкой красного дерева. Шкаф украшали многочисленные резные завитушки зеркальные полочки бар в котором обычно хранят спиртное и бокалы. В той же стене но в правом углу имелась красивая дверь тоже из красного дерева с залоченной ручкой. Она вела в ванную комнату которую мэр непременно желал видеть именно в своем кабинете там также не было никаких излишеств золотой унитаз он ведь мог сделать платиновый инкрустированный драгоценными камнями окно не стал беде джакузи душ все что может понадобиться самому обычному человеку во время работы размером ванная комната была небольшой всего в полтора раза больше самого кабинета и отделана бедненько мрамором так что скромность этого типично чиновничьего кабинета переходила все границы вели сплюхнулся в свое кресло закинул ноги на стол и решил поработать немного на благо города граждане коева однажды избрали его мэром как это у них получилось он правда не знал он вот к примеру с огромным удивлением узнал что его избрали мэром особенно его удивил тот факт что на выборы он заявил себя лично при большом стечении народа с помпой и за два месяца до того как сам узнал об этом при любопытном факте своей биографии этой стороной вопроса занималась организация и как всегда все было выполнено безупречно с тех пор в 20 километрах от зоны появился полностью подконтрольной организации перевалочный пункт для товара который предлагала ридна зона и неплохой полигон для создания куда более лучшего товара все же артефакты по сути свои лишь сырье прежние боссы занимавшиеся вопросом зоны считали совсем наоборот большинства уже и в живых то нету ныне только на торговле догонитовыми пластинами организация зарабатывала больше чем прежде просто перепродавая артефакты а ведь создание догонита было бы невозможно без самого артефакта и серьезной научной работы над ним исключительная штука этот догонит танк покрытый этой броней могут часами утюжить армейской артиллерией а ему по барабану стоит целехонький и все ну правда только стоит не стреляет совсем и даже не ездит а людей там уже и нету каша однако кровавая в основном вас спрашивает Алексей Николаевич донесся из коммутатора голос Тани прервав размышления господина мэра он больше ничего не сказал только имя Таня ангел ты мой неужели ты не помнишь Алексея Николаевича ласково проговорил велес в коммутатор прежде нажав на соответствующую кнопочку а он у нас уже был да по детски весело пропищал прибор Таниным голоском помнишь такой большой человек с букетом цветов он их тебе подарил ой это же тот седой дяденька да соединяю небольшой экран установленный на правой стороне стола испаренный со страшноватого вида электронным агрегатом засветился и с него мрачно глянули два автоматных дула такое впечатление всегда создавалось стоило этому старику внимательно посмотреть в вашу сторону еще одно подходящее сравнение глаза лагерной овчарки капитально свихнувшийся и теперь питающийся исключительно мясом человечем отчего взгляд такой всегда примеривается откусить кусочек пожирнее алексей николаевич старый добрый друг как же я рад вас видеть расплыл со сияющей миской счастья велес я так скучал по этому вашему замечательному взгляду глянешь и волосы дыбом встают никогда не думали сняться в кино джека потрошителя вам можно играть даже без грима вы бы имели просто оглушительный успех юноша я вижу у вас хорошее настроение улыбнулся араб с экрана при этом араб терпеть не мог лично общаться с самым прибыльным из среднего звена боссов организации кстати о боссах высшего звена сам велес слышал и знал только о двух таких боссах и подозревал что в лучшем случае их трое четверо а за ними еще один максимум два босса люди самого велеса искренне верили что алексей николаевич в быту араб и есть самый наиглавнейший босс а велес нечто вроде его милую шутку араб как всегда не оценил совсем плохо у старика с чувством юмора сегодня один из самых ценных моих сотрудников отправился в отпуск надеюсь недолгий хороших сотрудников в наше время очень немного можно найти не те уже люди а молодежь так и вовсе ни на что не годится араб даже покряхтел немного неся эту чушь вполне обычную для любого стареющего человека в любой век истории человечий люди стали воняет одно место безжизненно висит а раньше все было хорошо даже деревья были зеленее и выше араб тяжело вздохнул и расстроенно покачал головой типа да были и воняет и не стоит опять же нет что вы совсем недолгий обычный месячный просто немного раньше времени знаете ли нервы у девушки расшатались а это для дел государственных просто неприемлемо пусть подлечит психику расслабится улыбаясь ответил виллес он конечно понял о каком отпуске шла речь долгий обычно проводили очень долго все как-то больше на дне реки или в могилке с двойным дном и лезвием в брюхе ну вот и хорошо алексей сергеевич я вас беспокою вот по какому поводу араб совсем тяжело вздохнул и зашуршал невидимыми на экране бумагами думский комитет по экономике обеспокоен крайней нищетой двух похожих на ваш городков преступность там зашкаливает милиция катастрофически не справляется а многие жители предпринимают попытки проникнуть за кордон и начать заниматься этой мерзостью сталкерством так как ваш городок единственный из всех новых поселений для беженцев из окрестностей зоны относительно благополучен есть мнение начать постепенно переселять людей в ваш город естественно если такое решение будет принято вы сможете рассчитывать на финансовую поддержку государства подождите вообще-то искренне удивился Велес то есть как думский комитет российский комитет а как же хохлы или хохлы уже наигрались в независимость а почему я тогда не знаю я же все-таки мэр хохля то есть украинского юноша прекратите истерику холодно произнес вы прекрасно знаете что ваш город имеет особый статус и только на бумаге являются частью Украины вам хоть раз пришлось получать указания от правительства Украины или финансовую помощь от них простите работы знаете ли не в проворот голова не на месте все бегаю и бегаю дружусь на благо своих граждан устало вздохнув Велес опустил голову чуть слышно пробормотав пару нелестных отзывов об отсутствующем чувстве юмора араба вот и не парите чушь вернемся к делу если решение будет принято то финансовую помощь и благодарность лично вам вы получите от Украины Белоруссии и России то есть деньги поступят от России от всех остальных устная благодарность с нетерпением ожидаю высокого решения империи то есть демократической России с каменно преданным лицом и пустыми глазами идиота горкнул Велес как вы вообще стали мэром буркнул араб видимо забыв что большей частью его же усилиями и стал впрочем скорее всего в этой фразе слово мэр следовало понимать как слово босс в общем мы на вас рассчитываем думаю решение все же будет принято и благодаря вам мы сможем пресечь все случаи сталкерства со стороны местного населения Велес важно кивнул с огромным трудом удерживаясь от пары шутливых замечаний и громкого смеха пресечь ха едва поток новых двуногих хлынет в подчиненный ему город как пресса начнет вопить об успешной борьбе со всеми случаями сталкерства среди местных а люди Велеса начнут внимательно шерстить новое население на предмет подходящих людей из коих многие с радостью отправятся на поиски артефактов переправлять их через кордон отнюдь не дешево но зато возвращать назад совсем не нужно сталкеры тащат торговцам артефакты те сбрасывают их людям получающим вторую зарплату от организации и все артефакты стекаются в город сами сталкеры отправляются за новыми диковинками зоны и порой приносят что-то во второй раз и даже в третий в четверти приходят считанные единицы в зоне постоянно нужны новые люди она слишком прожорлива кстати а вы не смотрели сегодня канал российских новостей? вдруг странно оживился араб нет? зря скажу я вам этот новый законопроект предложенный господином Ивановым вы должны помнить его лидер фракции движения России так вот проект этот предлагает узаконить проституцию вы представляете юноша вся страна взбаламучена акции протеста акции поддержки митинги ужас просто думские комитеты как и сами депутаты также разделились на два лагеря собственно комитет в котором состою я теперь состоит из двух сторон одни противники проекта их кстати мало другие сторонники так что думаю думаю вскоре этот молодой господин протолкнет свой проект государство получит новую огромную подоходность статью бюджета но лично я просто шокирован как же можно такое творить вы только представьте юноша по всей стране публичные дома ужас господин аспект узаконить проституцию это же плевок в лицо любой морали это конец всему а как вы считаете юноша а? Велес хмуро изучал свои ногти вот значит зачем араб созвонился с ним плевать ему на поток оборванцев которые видимо скоро хлынет в его маленький уютный городок и плевать на те прибыли которые он Велес поимеет с этого людского ресурса для организации и для себя лично дело заставившее араба позвонить куда серьезнее чем полки новых рекрутов в ряды сталкеров не знаю Алексей Николаевич не знаю по моему народ не поймет и не примет вот и я так думаю да совсем забыл араб вновь зашуршал невидимыми бумагами и что-то стал в них изучать внимательно так я к вам пришлю своего сотрудника он привезет кое-какую документацию ну и я надеюсь что он пробудет у вас с неделю пройдет так сказать стажировку очень толковый молодой человек юноша я надеюсь вы его примете хорошо и покажете методы своей работы позволите взглянуть на ваши финансовые бумаги вы не против нет конечно нет кисло отозвался Велес ну вот и ладненько до свидания Велес уныло взирал на потухший экран большая часть сказанного всего лишь намеки и хождение вокруг да около канал связи закрыт конечно всеми средствами от прослушки но лучше соблюдать осторожность абсолютных систем безопасности не существует а вот вляпаться спецслужбам каким-нибудь с откровенным разговором можно в любой момент купить можно всех но увы далеко не всегда заранее знаешь кого именно нужно купить чтобы избежать неприятностей а ведь не все спецслужбы просто известны есть и такие чье существование секрет даже для организации к огромному сожалению ее больших боссов вот совсем недавно была начисто уничтожена группа босса низшего звена вместе с самим боссом в Москве кем и почему неизвестно хотя организация немало усилий приложила к поиску угрозы погубившей в один день работу трех долгих лет да так чисто погубившей что и непонятно кто умер самостоятельно а кому умереть помогли связать те смерти в одну нитку смогла только организация и то лишь потому что три десятка людей внешне никак между собой не связанных ушли из жизни в один день самоубийство несчастный случай это дело обычное конечно но ведь не в один же день сразу и у целого звена организации ахмырь который приедет мог показаться стороннему наблюдателю разговора двух чиновников ревизором конечно в каком-то смысле оно так и есть но первоочередная задача парня привести сюда документы что в них велес догадывался данные по мясу по тем замечательным людям которым предстоит умереть устраняя идиоты Иванова задача велеса выбрать не лучшего из них а наиболее подходящего для данного дела снабдить подарками из зоны но лишь теми которые с зоной связать никак нельзя либо можно но только косвенно и переправить его дальше туда куда велеса укажут возможно потребует обеспечить дублирующего смертника на случай если первый потерпит неудачу второй попытки ведь не будет если первая сорвется обе атаки пройдут одновременно и первое мясо либо задачу выполнит либо станет отвлекающим маневром призванным расчистить путь второму грязная дельца второй номер будет почти наверняка и должен он быть из числа его людей и кого же он отправит на смерть из двух десятков с таким трудом добытых своих верных псов да грязное дело и на кой этот идиот Иванов депутат полудебильный вообще залез со своим законом он что придурок не понимает на какие деньги такой закон опустит организацию да какая к черту мораль всем людям у коих в башке больше двух извилин ясно к чему весь этот бред о морали и тому подобной чушь цель цель у Велеса только одна не допустить легализации проституции если уж следовать морали какой-то там то это дело давно следовало поставить под контроль государства безопасность народа огромные деньги и чтобы не допустить падения нравов молодых людей агитационная кампания призванная вызвать у молодых девушек негативное отношение к такому занятию как проституция именно это и планирует депутат Иванов со своей дебильной желает откусить от пирога который давно и сытно рыгая кушает организация а организация ни при каких обстоятельствах не прощает только одного если ее опускают на деньги если будет нужно уничтожить не только Иванова но и всю думу в полном составе но этот пирог жрать кому попало не позволят такие деньги просто так не отдают и кто же станет вторым номером в предстоящем деле спасения доходов организации от подлого расхищения он их беспринципным государством российским суммы то нехилые примерно столько же сколько проституция приносит торговля артефактами неудача приведет к нехорошим последствиям для него лично а если закон все же примут Велеса сочтут самым главным виновником ибо когда проблему могло решить простое устранение Иванова Велес напортачил и тогда его убьют о жестокий мир которым правят грязные вонючие деньги будь ты проклят картина взмахнув руками изобразив горе сномину на физиономии Велес возвел к потолку очи горести полные блин вот что за скотство мэр хмуро смотрел на маленькое желтоватое пятнышко почти незаметное в самом уголке куполообразного потолка красивый потолок был безнадежно испорчен как он раньше не заметил этой жуткой мерзости Велес пейку испить или банально уснуть или Таню ягодку пригласить для легкого непринужденного сексу эта идея Велеса понравилась больше ровно через трое суток когда мэр усиленно работал в своем кабинете милый Танин голосок совершенно бесцеремонно ворвался в его усталый разум пришлось открывать глаза и просыпаться а такой чудесный сон был в меру скромный и самый банальный сон Велес принимал президента североамериканской автономной области в Кремле как и подобает императору Российской империи восседая на золотом троне но почему-то в шапке ушанки на кроличьем меху очень теплая кстати шапка подлый мерикос как раз начал целовать его левую пятку благодаря за аудиенцию когда голос Тани разрушил такой чудесный милый добрый сон Алексей Сергеевич тут к вам пролетарий один просится ребят донимает а девочкам из приемки не говорит что ему от вас нужно кто сегодня на лестнице дежурит дуб устало отозвался мэр что-то он начал жалеть что однажды позволил пролетариату иногда обращаться с просьбами лично к нему вот и сейчас поди пенсионер какой желает получить надбавку к пенсии вот тогда он получит не надбавку а по шее на входных дверях имеется объявление где четко прописано куда с какими жалобами или делом может обратиться немытый бомжара то есть конечно же нерушимый столб общества простой пролетарий а дуб не знаю удивленно пискнул динамик коммутатора и тут же хихикнул таниным голоском а это вы Артемку Дубова дубом зовете да ой как забавно Артемка дубка дубок отемка хи 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 Велес героически удержался от пары нецензурных слов и стойко скрипнул зубами ой пусть дуб его сюда приведет Таня поспешно отключилась а Велес задумался над тем стоит ли убрать ноги со стола или и так сойдет вопреки ожиданиям дуб парень вполне обычной внешности таких берут в разведчики незапоминающееся лицо средний рост средний вес привел не погрязшего в маразме пенсионера колхозника а крупного сидеющего но еще не старого мужика здравствуйте Алексей Сергеевич сказал мужик ничем не выдав своего удивления о повадках местного мэра народ был наслышан тем не менее народу все же трудно было ожидать что войдя в кабинет главного городского чиновника он увидит молодого накачанного парня в шикарном пиджаке и галстуке на голое тело с закинутыми на стол ногами особенно после посещения чрезмерно шикарного холла мэрии и повидав местных охранников одетых сплошь в классические смокинги садитесь Велес пацан чист отчитался дуб за служивки в оббоса и строгий взгляд мужика дуб был моложе его лет на пятнадцать минимум как Велес махнул рукой мол свободен что привело вас уважаемый избиратель в мой скромный кабинет скромный мужик немного растерянно пробежался взглядом по помещению единственное слово которое здесь вот совсем никак не подходило это как раз скромный ну не цепляйтесь к словам Велес нарисовал на лице дружескую улыбку говорите о своем деле и я надеюсь это дело действительно стоит лично моего внимания стоит резко сказал мужик смутился извините это дело касается правопорядка че братан в натуре изумленно спросил Велес и мужик подавился фразой которую собирался сказать похлопал глазами потряс головой простите мне показалось сейчас что вы сказали он тяжко вздохнул паник весь как-то сдулся я последнее время совсем не свой иногда кажется всякий бред да да я вас понимаю Велес убрал ноги со стола и изображая сочувствие на лице покивал головой плохая экология тяжелые условия труда и не такое порой с людьми случается но дело в том что психотерапевт проживает немного в другом здании дело касается милиции нашего города и начальника следственной части Ермолова быстро проговорил мужик подозревая что его сейчас вышвырнут вон и возможно вышвырнут весьма грубо мэр не церемонился с людьми игнорирующими инструкции вывешенные на дверях и излагаемой охраной тем кто не умел или не желал читать одного упрямца посетителя охранники дуболомы как-то даже сильно избили прямо на улице у дверей тем не менее своего мэра народ в основном любил все также прекрасно помнили иные случаи когда люди приходили с исключительными просьбами и получали реальную помощь правда не совсем законную помощь конкретнее пожалуйста у меня знаете ли уважаемый напряженный рабочий график времени совсем не хватает важно заметил мэр размышляя над тем приснится ли ему сон с того же места на каком был прерван или нет мою дочь мужик сглотнул и покраснел от гнева а не от стыда ее изнасиловали трое парней сильно избили она в больнице сейчас дело в том что эти щенки сыновья наших бизнесменов а один родственник Артамонова начальника отделения милиции ну так в чем дело поинтересовался мэр когда мужик надолго замолчал обратитесь в милицию напишите заявление писал обращался мужик выпрямился на кресле и с хрустом сжал кулаки меня послали и пообещали трахнуть еще и жену если я не успокоюсь понятно вот возьмите он вытащил из кармана бумажку в 100 американских рублей купите дочери цветов идите к ней попроведайте потом домой с вашим делом я попробую разобраться мне искренне жаль что с вашей дочерью приключилось такое вы поможете правда мужик радовался но не слишком не верил он в чудеса наверное обратиться прямо к мэру ему посоветовали и видимо посоветовали посоветовали не единожды прежде чем он пришел сюда правда идите Велес откинулся на спинку кресла вытянул ноги улыбнулся судьба изнасилованной девочки ему было по боку и до фонаря трахнули значит была слишком тупа чтобы не допустить этого или слишком слаба чтобы предотвратить а вот редкий случай накрутить хвоста ментам он упустить конечно же не мог естественно не в результате ошибка воспалившегося чувства справедливости или ужасных стенаний совести нежданно-негаданно вышедший из глубокой спячки просто теперь появится на улице города еще один благодарный и потому преданный действующий власти человечек к тому же не просто так преданный а сильно задолжавший лично ему Велесу ну и конечно же возможность лишний раз напомнить мусорам кто в этом городе заказывает музыку и чьей волей прежде всего они должны руководствоваться Таня позвал он в холодный пластик коммутатора ему ответила тихое сопение и визвизги Тани напевавший от улыбки станет всем светлей Таня блин громогласно рыкнул Велес так что даже мембрана динамика испуганно задрожала а что да Алексей Сергеевич слушаю вас растерянно откликнулась секретарша Титова Семченко и Гусева ко мне и пусть пошевелятся а Гусев уехал ведь с девушкой какой-то здесь был заявление на отпуск писал а потом уехал вы сказали да прости Танечка забыл совсем Велес потер ладонью лоб тогда Кешу то есть Писарева сюда пригласи а Титова Семченко их тоже Велес ждал парней кончиками пальцев поглаживая висевшую на шее под галстуком древнюю иконку и размышляя о великом к несчастью на глаза попалось то желтоватое пятно на потолке мысли о великом сменились мыслями кровожадными Кеша Тит и Щеголь явились спустя десять минут к этому моменту босс настолько погрузился в кровожадные мысли что стал похож на голодного вурдалака парни застыли в дверях не рискуя заговорить первыми пацаны сейчас едете в отделение милиции скрутить Артамонова потом в прокуратуру вылепляйте там Ермолова и обоих сюда а если рыпаться шибко будут спросил Кеша считавшийся старшим после дома по хлебалу и в машину а как с ментами быть им может не понравится что мы их нему шефу хавальник расквасим по моему личному приказу не устроить такое объяснение гасить на корню только не валить вырубили и все да не ссыте пацаны они рыпаться не станут чьи вы люди им известно если только щегол какой по незнанию но это вряд ли будет сделано шеф отлично Таньке там скажите пусть кофе чашечку принесет ага парни испарились спустя пять минут в кабинет впорхнула Таня с подносом на коем дымился кофе и сверкал белым сахар в серебряной мисочке Таня поставила все на столик сильно наклонившись вперед вследствие чего внушительная ее грудь едва не выпала на поднос а короткость сверх всяких норм приличия юбочка задралась куда выше чем позволяли упомянутые приличия так что когда Таня ушла на свое рабочее место а мэр взялся за кофе тот совсем остыл и стал напоминать по вкусу водопроводную воду после прорыва канализации делать нечего морщисть от отвращения стал поглощать несъедобную жидкость а заказывать новую порцию не хотелось так как имелись некоторые подозрения что и вторую чашку постигнет та же участь впрочем допить он не успел в кабинет ворвались пять человек из которых двое возмущенно матерились очутившись в кабинете материться перестали эта парочка мэра на работе еще ни разу не видела в таком интересном виде мятые брюки и изящный галстук скрывающий иконку не считая ботинок другой одежды на мэре не было свободны пацаны кивком он показал ребятам что доволен и они покинули кабинет судя по немного помятому виду тита без эксцессов не обошлось как бы менты на мэрию штурмом не пошли верес вдруг понял что совсем забыл поздороваться и тут же поспешил исправить эту вопиющую оплошность здравствуйте господа мусорки вы что себе позволяете Алексей Сергеевич возмутился внушительный господин в мятой милицейской форме и внешне напоминавший половозрелого Борова второй уныло молчал с некоторым удивлением поглядывая на голову по пояс главного городского чиновника оба еще помнили как именно им объяснили в недалеком прошлом кто теперь командует в городе особенно им обоим запомнился случай когда мэра они упрятали за решетку а наутро начались непонятные странности связанные почему-то только с ними двумя городским прокурором и судьей за взятие особо опасного преступника обманным путем проникшего на главный городской пост им выдали жесткий нагоняй все областные начальники по городу прокатились митинги народ был чрезвычайно возмущен новым проявлением милицейского беспредела официальная русская страна чрезвычайно резко отозвалась о творящемся на Украине беззаконии и высоком уровне коррупции а дача Ермолова при загадочных обстоятельствах сгорела дотла оба больших милиционера с огромным трудом удержались в своих креслах и едва не отправились на тот свет причем явное покушение на жизнь Артамонова совершенное с помощью подрыва его служебной машины почему-то никого не заинтересовало как собственно факт покушения на жизнь должностного лица более того несчастного мента обвинили в попытке совершения террористического акта приехавшая по этому поводу аж из Киева экспертная комиссия установила что милицейский чин самолично заминировал машину и сам же привел в действие взрывное устройство и вообще в действительности он является никем иным как Махмудом Алимбаевым глубоко законспирированным агентом Аль-Каиды всех участников событий не покидало назойливое ощущение что они попали в бредовый сон и никак не могут проснуться до тех пор пока мэр более известный как преступный авторитет Велес не был отпущен на свободу и не вернулся к исполнению своих непосредственных обязанностей городского папы пардон главы жвало схлопни тело вежливо улыбаясь заявил Велес оба замолчали аккуратно помещая сидалище в кресло и так господа милиционеры до меня дошли неприятные слухи о чрезвычайном росте коррупции в рядах доблестных героических милиционеров нашего законопослушного городка вы ничего не слышали об этом чудовищном факте нет осторожно заметил Ермолов это потому что вы немного самую малость слабоумны радостно сообщил мэр а вы мой добрый сыноподобный товарищ ничего не слышали я немедленно ухожу почти прохлюкал Артамонов у меня много работы и я не могу терять свое время на всяких клоунов в галстуках послушайте чудило вы жить хотите вежливо улыбаясь спрашивал очень хорошо воспитанный мэр вы бандиты убийца ответил Артамонов резко поднимаяся и направляясь к двери вы запугали всех и даже меня но больше я не намерен терпеть этого от какого-то с тихим з мимо уха милиционера что-то пролетело с тем же звуком и контролем трес это что-то воткнулось в дверь прямо под носом Артамонова теперь вибрировала ручка перо кажется паркер в дверь она ушла наполовину упс обронил «Вы не могли бы передать мне эту ручку обратно?» — услышал Артамонов, медленно отступая от двери и широко открытыми глазами, глядя на вроде бы безобидную вещицу. Ему как-то никогда в голову не приходило, что киношные фокусы с убиением двуногих вилками, ручками и шпильками вовсе не фокусы и имеют под собой вполне реальную основу. Главный городской милиционер, обильно потея, взялся дрожащей рукой за ручку. Дёрнул. Ещё раз. «Вы её пошевелите, так должна выйти», — посоветовал вежливый мэр. «Спасибо», — сказал Велес, когда ручка была возвращена. Артамонов смиренно уселся на прежнее место. Он никак не мог отделаться от стоящей перед глазами картины. Ручка втыкается не в дверь, а ему в затылок. У бедного милиционера вспотели даже зубы. Он бесстрашно избивал задержанных, насиловал их, если это были хорошенькие женщины. Применял иногда даже пытки электричеством. В общем, стоически он нёс тяжкое бремя власти над чужими судьбами. Но в данной ситуации не было ни двух сержантов-мордоворотов за дверью, ни источающего страх задержанного. Собственно, он сам оказался сейчас в роли задержанного. Прошлый опыт живо подсказывал, что примерно могут с ним сделать в такой ситуации. А ещё он вспомнил о своих сослуживцах. Стало немного легче, и он даже сумел улыбнуться. Мэр не мог знать, что после недавних странных событий, связанных с попыткой его выдворения за решётку, Артамонов подверг отделение кадровому разгрому. Десять чинов были сняты с должностей, а на их место стали люди, обязанные ему, Артамонову, лично. Городской ОМОН оставался в прежнем составе, и, насколько знал Артамонов, его сотрудники вообще не становились объектом внимания мэра и тех могучих сил, что так иступлённо его защищали. «Босс!» – хмуро сообщил здоровяк Лом, входя в кабинет. «Мэрию мусора обложили! Спецназ городской и этого пи***а, ставленники!» «Да?» – Велес в притворном удивлении всплеснул руками. «Ой, как неожиданно!» Артамонов хищно оскалился. Ермолов сжался в комок и тихо потел. Вскоре и Артамонов стал выглядеть так же. Он посмотрел на вошедшего Лома с видом победителя. И засох. У местного спецназа из оружия водились только калаши и ПМ, организации, уже давно исключённые из списка оружия боевого, и признанное как оружие гражданское, травматическое. Лом сейчас держал в руке, опустив столом вниз, доберман. Новейшее оружие, уже успевшее показать себя на солдатах НАТО, в одной чернозатой республике. Вооружённые доберманами немытые дикари успешно отразили натиск всей военной машины НАТО. Это оружие, немного напоминавшее автомат Калашникова, являлось загадкой для всего мира и даже для Лиги наук. Так как стреляло, нарушая все физические законы, скрученным в тугой узел пучком гравитационных линий. Вещь невозможная, в принципе, но удачно превратившая в мелкий фарш 2000 НАТОвцев и 100 единиц бронетехники в металлолом. «А это оружие запрещено законом», – безжизненным голосом рёк главный милиционер. «Да ты чё, в натуре?» – изумился мэр. Грозно глянул на подчинённого. «Лом, ты знал об этом?» «Нет, босс», – так же хмурый ответил Лом, ожидая ценных указаний. «Хмм...» «Не беспокойтесь, господин Артамонов, он будет обязательно наказан строгим выговором и лишением компота на завтрак». «Ммм...» «Так о чём это мы говорили?» «Краснопёрки», – напомнил Лом. «Сейчас на штурм пойдут». «Ах, да...» – Велес изобразил задумчивость. «Господин Артамонов, я вижу, вы задумали убийство законопослушного мэра и установление диктаторского режима в нашем городе». «Что?» – Артамонов даже подскочил в кресле. «Что за бред?» Учитывая создавшееся военное положение в городе, я, как представитель законной власти, наделённой судейскими полномочиями, «Приговариваю вас к расстрелу на месте, за...» «Ах, да, за измену родине». Артамонов только ртом шлёпал. «Лом, убей того невоспитанного джентльмена». «Хотя стоп, подожди», – вдруг сказал мэр, отходя за спинку кресла. Белым от страха милиционерам он смущённо пояснил. «Боюсь, кровью забрызгает, а потом ведь и не отстираешь совсем». Лом поднял оружие, направил ствол на Артамонова, но выстрела не последовало. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста, прошу вас, прошу, не надо», – завыл милиционер, стремительно заползая под столб. Из-за размеров брюха пролезть не получалось. Ермолов сидел в кресле, безвольно свесив голову на бок. Сознание потерял от страха. Или, может, заскучал, да и затремал. «Этого выброси на улицу, досмотри осторожно, ещё пальнут в тебя мусорки наши невоспитанные». «Да, пару парней пригони сюда, пусть в приёмной ждут». Велес подошёл к необъятной заднице Артамонова, торчащей из-под стола. Несильно пнул. Милиционер взвизгнул и полез под стол уже быстрее. Едва не свернул несчастную мебель. «Господин Артамонов, не изволите вернуться в креслице?» Милиционер прекратил визжать и, пыхтя, вылез из своего укрытия. Осторожно осмотрелся. Сел на своё место, сложив руки на коленях и нервно кусая губы. «А где Ермолов?» Пискляво спросил бедняга. «Сожалею». Велес скорбно пустил голову и нахмурился. «Господин Ермолов покинул нас». «А-а-а-а-а!» Забыл Артамонов и предпринял попытку снова залезть под стол. Рука мэра легла на пухлое плечо и жёстко придавила милиционера к креслу. «Прекратите истерику!» «Он покинул этот кабинет и отправился к вашим людям». Велес сел прямо на стол напротив обильно потеющего и бледного милиционера. «Я пригласил вас сюда, чтобы указать вам на некоторые неблаговидные ваши поступки». «Я... я случайно, правда!» Девка краснопёрая забыл, кто в доме хозяин. А вот это уже плохо. «Ап!» Вроде бы вопросительно шлёпнул губами главный милиционер. «Девку трещеглёнка на днях изнасиловали. В курсе кто?» «Да». «Тогда почему они не в тюрьме?» Удивлённо вскинул брови Велес. «Материал по делу собопырать, пока не успели». «Да? Если до завтра ко мне не придёт счастливый родственник девушки благодарить за изловленных отморозков, я тебя так разберу, что уже нереально собрать будет. Усвоил?» «Да-да, но один из них...» Милиционер трясся, как в ознобе. Велес, кривляясь от отвращения, положил ладонь на жирную грудь мента. Тут сильно дёрнулся и стал синеть лицом. Плавными движениями мэр стал массировать грудную клетку милиционера. Синева стала потихоньку отступать, а дрожь прекратилась. «Чёрт, да чего же ты жирный?» Пробурчал мэр, пытаясь не сбиться с ритма. А то таким макаром можно было вместо предотвращения инфаркта его, наоборот, вызвать. «Один из них – мой родственник, господин мэр. Кажется, Артамонов даже не замечал массажа своего дряхлого сердца. «О-о-о, я смотрю, ты уже излечился от грубости и глупости. Поразительно, как много может сделать всего один вежливый и добрый разговор, не правда ли?» Велес прекратил массаж, брезгливо вытер ладонь о начальственный китель и улыбнулся товарищу милиционеру. «Мой племянник, я...» «Меня попросили посодействовать в правосудии. Скажи спасибо, что не попросили о справедливости, иначе все три недоноска уже бы плавали в реке кверху жопой. «Они будут арестованы и преданы суду», – безжизненным голосом ответил Артамонов. «Отлично. Запомни, Ветош, если я сказал однажды работать по совести, это значит выполнять свою работу, а не срать на нее. Мелкие грешки оставь себе, а сырье...» «То есть, граждан, обижать прикрыти. Усек?» «Да. Вали отсюда, пока не завалил». «Слушаюсь, господин мэр». Милиционер исчез и вскоре уже был на улице. А мэр задумчиво прислушивался к непонятной тишине, царящей вокруг. А предполагалось, что тишину вот-вот начнут рвать неприлично громкие хлопки и треск автоматных очередей. Но за все время разговора он так и не услышал ожидаемых звуков. Не было их и сейчас. Он предполагал, что менты все же отважатся на штурм и последует предупредительный выстрел Добермана, после чего штурм стихнет до возвращения Артамонова. Доберман стрелял бесшумно, но его заряд, соприкасаясь с плотной материей, производил оглушительный грохот. Выходит, менты все же не растеряли последние мозги и не пошли на приступ мэрии. Как оказалось, причина была вовсе не в неожиданно проснувшемся интеллекте господ в милицейской форме. Причина оказалась весьма неожиданной. «Босс, вам надо это видеть!» Ошалело глядя на мэра произнес лом, вваливаясь в кабинет, но уже без оружия. «Что там?» «Лучше сами посмотрите. Скажу, психом обзовете и все равно не поверите». Как в был брюках и галстуке на голую грудь, Веля сдвинулся вместе с ломом к входным дверям. Как и положено любой уважающей себя провинциальной украинской мэрией, выполненном в виде створок ворот Древнего Киева. Конечно, они были всего лишь трехметровой высоты. Отделаны бедненько, обычной позолотой. И открывались посредством механизмов. Обычно они были раскрыты настежь с восьми утра до двух дня. Сейчас не было и часу, поэтому двери были открыты. Шестеро охранников блокировали проход, вооружившийся обыкновенными пистолетами в наплечных кабурах. Все шестеро пребывали в легком шоке. Ошалелыми взглядами они изучали широкую лестницу, уходящую вниз на главную городскую улицу. Велес протиснулся меж широких плеч охранников и посмотрел на эту улицу. Она была плотно перекрыта спецназом в брониках, которые хорошо спасали датпуль, но были совершенно бесполезны против оружия на вроде Добермана или Зари. Тут же бродили менты в форме. Все эти подозрительные граждане уже грузились по машинам. А лестницу и часть улицы заполнила толпа, столь пестрая, что рябила в глазах. Толпа быстро росла. Люди, проходившие мимо, спрашивали, что происходит, и, получив ответ, тут же присоединялись к толпе. Малолетки, молодежь покрупнее, старики, пожилые люди, хорошо одетые и не слишком. Все они собирались в плотную толпу и злобно смотрели на милиционеров. Некоторые грозили кулаками. Кто-то громко вопил о милистейском беспределе и произволе. Несколько молодых граждан призывали закидать милицию тухлыми яйцами. Пара нагло обритых мужиков в ответ предлагали ментам яйца сначала оторвать, а потом уже их закидать чем-нибудь. «Пацаны, вы тоже видите, что и я?» Негромко спросил Виллис. «Ага, босс, у нас б***ь массовые галлюцинации», — подбодрил его Сега. В этот момент господина мэра заметила общественность. «Алексей Сергеевич!» — воскликнула одна пожилая дама, удивленно воззрившись на своеобразный наряд Виллиса. С осуждением воззрившись. «Леди, прошу прощения за столь распущенный вид. Мой пиджак был порван в ходе небольшого столкновения с господами Артамоновым и Ермоловым». «Алексей Сергеевич!» Эти слова были сказаны парой молоденьких девиц, также повернувшихся к мэру. Они произнесли его имя с чувственным придыханием и смотрели с восхищением. Мэр обладал не только волевым мужественным лицом, но также и большим количеством упругих рельефных мышц и стальным прессом. Привычный жирок на телесах чиновников всех мастей в фигуре нынешнего мэра отсутствовал начисто. «А что случилось?» – спросил еще один пролетарий. К этому моменту почти вся толпа уже повернулась к главе города. «Эти невоспитанные люди в милицейской форме пытались арестовать меня, потому что я потребовал от них немедленно разобраться со случаем группового изнасилования». Со скорбной миной на лице повидал Виллис. По толпе тут же прокатилась звуковая волна. Состояла она в основном из гневных матерных звуков. «Беспредел! Ужас! Да как они могут!» – неслось со всех сторон. С минуту еще милицию утюжили, обвиняя во всех смертных грехах. Вскоре в обличительных выкриках наметился резкий спад слов матерных и появилась тенденция к образованию стихийного митинга против всяческих милиционеров. Бритые парни, кажется, одного из них звали Утюг, начали призывать народ провести над Ермоловым суть линча. Кажется, их начали поддерживать. Менты-козлы. Глухо, но громко произнес лом, и народ почему-то сразу затих. «Дорогие друзья!» – улыбаясь улыбкой голливудских актеров, возвал Виллис к народу. Даже руки поднял в жесте приветствия. «Я поражен и польщен вашей поддержкой. Я официально заявляю, что завтра с утра на городской площади у кинотеатра «Витязь» состоится скромненький фуршет на 10 тысяч желающих. Приглашаю всех, кому хочется закусить и выпить на халяву». Послышался смех, а затем последовали бурные продолжительные овации. Уже в холле лом обратился к боссу. «Босс, мы же к утру такую поляну х** накроем!» «Девочек подключи!» Он кивком указал на 10 пар восхищенных глаз, прикованных к его фигуре. Девочки всем отрядом рабочие места покинули, и теперь, сбившись с тайкой, смотрели на господина мэра. «Да, предупреди всех, что завтра у всех выходной с обязательным присутствием на площади». «Пацанов с выходных выгоняй туда же! Нехрен яйца парить! Будут обеспечивать мою безопасность!» «И займись этим фуршетом! Подключай любые городские службы от моего имени! В баксах не стесняйся! Вот, возьми!» Он всунул ему кредитную карточку, вынутую из кармана брюк. «Можешь спустить все и взять кредит в местном банке, но чтобы завтра все было готово!» «Избирать или кинуть я не имею права!» «Ибо они сегодня едва не попусали мусорков!» «Короче, действуй, братан!» Лом взял карточку с тяжким вздохом и, отдав указания охранникам, прихватив с собой Сегу, покинул мэрию. А на следующее утро город наполнили огромные толпы пьяных граждан, поминающих добрым словом мэра и с ненавистью отзывавшихся о милиции. Кстати, отделение милиции и прокуратуры оцепили спецназом и отрядом солдат, неизвестно как, вытянутым с кордона. Оцепили так, на всякий случай. Не зря, кстати, народ почему-то не любил милицию. Вот совсем не любил. Жуть просто. Сам праздник прошел просто отлично. Правда, празднующих охочих до халявы граждан оказалось гораздо больше запланированного максимума. Ну, народ-то русский. Хоть и вопящий гордо о своей хохлядской природе, а на украинском почти никто и не говорит. Впрочем, возможно потому, что всем было хорошо известно, что их мэр на украинском сам не говорит, и более того, за два года на посту не удосужился выучить ни слова на этом языке. Зато однажды сломал нос какому-то депутату, прямо на улице, на глазах у граждан, когда депутат на вежливую просьбу мэра говорить по-русски ответил матом на украинском. Такое отношение к языку местных обитателей возмутило, но удовольствие, полученное от зрелища, вида чиновника, пускающего носом кровавые пузыри, с лихвой перекрыло негатив. Какая разница, говорили люди, на каком языке говорит этот сумасшедший москаль, если он горой стоит за нас? Конечно, не все так к этому относились, но большинство. И как всякий русский, этот народ, а собственно Чернобыль-145, более чем наполовину состоял как раз из тех, кто украинский либо не знал вовсе, либо смутно понимал, этот народ очень любил две вещи – халяву и бухать. Так что перепелось все мужское население, неравнодушное к этому делу, и частично женское. Городские магазины в тот день сумели продать почти все свое спиртное. Совсем все продать не получилось только потому, что народ по-прежнему упорно гнал самогон, несмотря на бесконечное многообразие магазинного спиртного, а кое-где продавалась еще и дешевая паленая водка. А утром многие опоздали на работу. В частности, мэр на работу вообще не пошел. Он на ней ночевал. Как истинный трудяга, обожающий свою работу, ночевал прямо в кабинете, на полу, свернувшись клубочком. Проснувшись где-то к обеду, он долго не мог врубиться, почему собратья по камере вдруг куда-то пропали. Еще никак не мог въехать, почему камера заделана красным деревом, а вместо привычных шконок – столы и стулья. Захотелось курить. Пошарив по карманам, сигарет он не нашел, зато обнаружил презерватив и кружевные женские трусики. Красивые. Кажется, я такое не ношу. Не совсем уверенно пробормотал мэр и понял, что совсем ведь не выспался. Вот по этому поводу снова и вырубился. Уже к вечеру он начнулся полностью и, похмелившись водочкой, неожиданно понял, что работать ему сегодня влом. Потом припомнил, что сегодня суббота и, по идее, у всех выходной, а в мэрии, кроме охраны, никого нет. Вспомнив про охрану, Велес обнаружил, что жуть как хочется по лесу походить, грибов пособирать. Желание было глупое, спонтанное, особенно если учесть, что сейчас весна только началась и грибов нема. Но Велес все же решил побродить по лесу с лукошком. Свистнув охрану, приодевшись, он велел подогнать под двери мэрии машину. «Едем по грибы!» – объявил жутко довольный мэр двум своим охранникам, коих решил взять с собой, чтобы тоже развеялись немного. Им-то вчера было пьянствовать запрещено, за порядком приглядывали. «Кеша, ляп, вы со мной!» «Шеф, сейчас же весна, грибов!» – заикнулся был ляп, занявший место водителя. Но Кеша тут же ткнул его локтем, намекая, что босс сегодня опять немного не в себе, и лучше ему заткнуться от греха подальше. Сам Кеша напомнил боссу о другом немаловажном моменте. «Босс, переодеться бы надо!» «Охрена!» – искренне удивился Велес, подтягивающий пиво на заднем сиденье джипа. «Ну, лес все-таки!» – смущенно прояснил Кеша эту очевидную вещь. «Пиджак порвется!» «Да? Ты думаешь?» Велес задумчиво глянул вниз. Мир вокруг поплыл. Он еще пивка хлебнул. «А так мы же ведь просто побродим, воздухом подышим и все!» «Объехай уже!» Так и поехали. В пиджаках, брюках, лакированных туфлях и красивых белых рубахах. В лес. Угу. Грибы собирать. Пока приехали, километров 10 от города, в противоположную от кордона сторону, Велес наклюкался порядком и его немного отпустило. Он даже сумел сообразить, что было полным идиотизмом ломиться сейчас в лес по грибы. Хотел было сказать ляпу поворачивать, но тут, на очередном мухабе проселка, через открытое окно пахнуло свежим, даже немного морозным воздухом леса. Этот ветер сдул мысли о возвращении и почти весь хмель. Велес перестал пить и открыл окно пошире. Они ехали, а он как-то тоскливо смотрел на проносящие семима деревья, только-только одевшие свои зеленые одежды из листвы. Он как-то и забыл, что давно не ездил просто в лес. Просто так, для души. «Остановись здесь, ляп!» Сказал Велес, когда за деревьями уже не было видно ничего, кроме самих деревьев. «Тут было так красиво!» Машина остановилась, и Велес вышел наружу. Тут же ботинки утонули в мягкой прелой, по случаю недавно сошедшего снега земле. Острые сухие веточки тут же воткнулись в кожу туфлей и поцарапали ее, безнадежно портя дорогую обувь. Но разве ж это важно? Что эти туфли значат? Да ничего, они просто вещь. Велес глубоко вдохнул, и свежий воздух, пропитанный запахами леса, наполнил его легкие. Кроны берез, тополей, даже одного кедра, тихо и как-то даже лениво пошумев, чуть наклонились в его сторону, будто здороваясь. Велес радостно улыбнулся им и... закашлялся. Повернулся. Кеша стоял рядом и курил сигарету, задумчиво глядя на это великолепие. Это чудо природы. Лес в своем бесподобном зеленом наряде. О, босс, за что? Воскликнул Кеша, получив подзатыльник и от неожиданности выплюнув сигарету. Что ты делаешь, балбес? Рыкнул босс. Указал широким жестом руки на окружающие деревья. Посмотри вокруг. Просто смотри и дыши. Тут такая красота. Не погань ее вонючим дымом. И вообще... Кеша промолчал. Странно беспокойно покосился на босса, но закурить снова не рискнул. Велес пушку с собой не взял, но ему она и нахрен не нужна. Вполне может вооруженного до зубов быка голыми руками под фарш разделать. Видали мы такое. Так что нам оно не надо. Лучше потерпим без курева немного, чем лечь в этом унылом сыром лесу хладным трупом от рук этого высокопоставленного пацана. Велес бродил по лесу почти час. Стало темнеть. Солнце еще не ушло за горизонт, но даже пока не думало об этом. Но тут под сенью леса казалось, будто оно вот-вот с небосклона исчезнет. Пора было собираться обратно. Грибы. Что за дедская идея? Велес, припомнив, зачем сюда сначала собирался, даже расхохотался своему недавнему гону. Впрочем, он Велес, босс организации, не к тому же имеющий официальную высокую должность. У него есть полное право иногда гнать и чудачить. Заслужил потом и кровью. Ну, иногда кровью даже своей. Велес двинулся к машине. Удивительно, но похмелье, как и хмелят уже выпитого, исчезли без следа. Целительная сила природы. И не скажешь, что тут в 30 слихом километрах область чрезвычайно активного аномального пространства, известная как Зона. Вскоре он пришел к джипу и обнаружил странно беспокойно косящихся на него пацанов. Оба машину зачем-то покинули. Скоро стало ясно, зачем. Вокруг них ощутимо пахло сигаретным дымом. Велес просто грустно вздохнул. Нет, никогда не понять этим несчастным всего чудо, что является собой обыкновенный лес. Простой и незамутненный всяким мусором, что исторгает из себя человеческая цивилизация. Лес вечен. Со временем он сжует и мусор, и саму цивилизацию, и останется так же стоять. А цивилизации уже не будет, только лес. Велес чувствовал его. Может, даже в какой-то степени понимал его. Именно в этот момент, когда Кеша с ляпом облегченно вздохнули, сообразив, что за курение в неположенном месте босс на них не злится, Велес решил, что если когда-нибудь отойдет от дел, то обязательно построит себе дом где-нибудь в лесу, подальше от шумных и беспокойных людей. Подальше от этих муравейников, что с такой помпой люди города называют городами, считая их истинной опорой и мощью цивилизации. «Поехали, пацаны!» – сказал Велес, усаживаясь в машину. Пацаны отчего-то не спешили забраться в машину вслед за ним. Застыли, как изваяние на улице. Велес нахмурился, заподозрив, что курили эти два оболтуса вовсе не табак, и сейчас вот их накрыло. «Это что же? Ему машину придется лично везти, что ли? Безобразие!» Он покинул авто и намеренно громко хлопнул дверью. Ноль реакции, смотрят в лес стеклянными от кайфа глазами. Кеша вот зачем-то пояс теребит негнущимися пальцами и на лбу пот выступил. А от кайфа ли в них глаза стеклянные? Может, от страха? Велес посмотрел туда же, куда глядели его спутники. Смотрели они в ту сторону, откуда он сам пришел. Сначала ничего необычного он не увидел. Потом разглядел нечто белое, мелькающее среди древесных стволов. Велесу показалось, что это женщина в свадебном платье. Естественно, показалось, откуда здесь в лесу так одетая женщина. Спустя несколько секунд нечто вылезло на открытое место. Деревьев тут уже не было. До проселка и машины на нем остановившейся метров пять-шесть. Нечто остановилось, и Велес понял, что нет, не показалось. Это и правда была женщина. Даже девушка. Молодая, а раньше, наверное, симпатичная, в шикарном белом свадебном платье и фате. Пустой отстраненный взгляд. Бледное. Платье испачкано в земле. Пальцы на руках ободраны, ногти сломаны и кровоточат. Бедняга с трудом держалась на ногах, покачиваясь из стороны в сторону, будто оступилась и никак не могла обрести устойчивое равновесие. Платье кое-где порвано. Велес даже побогревел, начиная понимать, что, возможно, несчастную девушку били и пытали. Изнасиловали-то точно. Платье смятое и местами порвано. Какая же гнида могла изнасиловать и бросить в лесу девушку в день ее свадьбы? Впрочем, может, это не в день свадьбы, а просто примерила на это платье или с репетицией свадьбы возвращалась. Сейчас молодежь любит всякие глупости. Репетиции свадеб. Велес скрипнул зубами, прошипел. Падлы. И, припомнив прошлогоднюю историю, тоже в лесу, но в другой точке, поразился, почему его так злит именно данная ситуация. Тогда они тоже в лес ездили, правда не за грибами, а пострелять из нового аномального оружия. И к ним также вышла жутко избитая девочка лет 18. Так тогда они почти никаких эмоций не испытывали. Увезли девчонку в больницу, ментов снарядили разобраться с этой историей и все, к вечеру уже забыл. А тут прям все кипит. Наверное, это потому, что девушка в свадебном платье, а он сам спохмела. Расслабился. Нельзя ему расслабляться. Это вот Кеша, рядовой бык, может себе такое позволить. А он, Велес, нет. Не рыпайтесь, пацаны, сказал Велес своим людям и обратился к девушке. Леди, простите, не бойтесь. Мы вас не обидим. Успокойтесь, все уже кончилось. Девушка, до того бестолково вертевшей головой из стороны в сторону, повернула ее на голос. Пустые какие-то отмороженные глаза уставились на Велеса. Жалость в его душе колыхнулась с новой силой. С некоторым беспокойством он ощутил, что где-то очень глубоко, радостно шевелится совесть, решившая, видимо, что пришло время ей вернуться и начать грызть тонкий душевный мир своего хозяина. Нехорошо это. Как с палаток там пусть и спит. В его работе совесть советчик, который способен очень быстро довести до гробовой доски. Девушка застонала очень жалостливо и шагнула неуверенно к Велесу. Иди, иди. Все нормально. Он толкнул Кешу. Помогите ей, братаны. Кеша вместо этого стал с каким-то остервенением драть свой ремень, что-то там ища, видимо. Глаз он от девушки не отрывал и потел все сильнее. Уроды! Сказал Велес и шагнул к девушке, намереваясь сопроводить ее в машину. В этот миг Кеша оставил свой пояс в покое и, схватив босса за плечи, силой рванул его назад и толкнул к машине. Велес ударился спиной и тихо офигел от такой неприкрытой наглости заместителя начальника службы безопасности. Совсем охренел! Рыкнул он Кеша, у коего глаза почему-то сильно выпучились. Босс! Заговорил Кеша. Губы у него мелко дрожали. Это Лиза Каченко. Она на прошлой неделе от рака умерла. Я на похоронах был. Она замуж не вышла, родители ее в платье свадебных хоронили. Рак, да. Ахиллесова пята Чернобыля 145. Смертность от рака здесь очень высокая. Велес даже не сразу уехал в сказанное Кешей. Девушка, по словам Кеши, недавно умершая, сейчас медленно шла к ним. И, кажется, с каждым шагом шла все быстрее. А спустя мгновение она прыгнула вперед, хищно оскалив желтые зубы. И Велес увидел там, в ее открытом рте, язык. Нормальный такой, как у всех, обычный язык. Только сиреневый очень. Тело сработало быстрее мысли. Кеша со страху забыл, что пистолет он в машине перекинул в наплечную кабуру, потому как, будучи за поясом, ствол упирался в одно место и сильно на него давил. Сейчас Велес выхватил пушку из кабуры Кеши и выстрелил навскидку. Пуля попала покойной невесте прямо в лоб. Ударная сила опрокинула ее навзничь. Голые ноги подлетели довольно высоко. Голые, синие, с сетью сиреневых вен. Определенно, девушка была мертва уже несколько дней. «Ох, ху-ху, и...», заикаясь, сказал ляп, трясясь сразу всей своей нескладной фигурой. «Верно подметил», сказал чуточку бледный Велес. «Ляп, прям в кино попали. Мертвая невеста, смотрели?» Оба кивнули головами. Вон, что их так с катушек сорвало. Бесстрашные пацаны, наверное, над тем кошмарным фильмом даже хохотали. Только вряд ли они предполагали, что он может стать реальностью. «Откуда здесь зомби? В тридцати километрах от зоны?» Вопрос не остался без ответа. И ответ был до тупости простым. «С кладбища?» – сказал Хеша, уже не заикаясь. «Хм...» – заметил Велес, но чем возразить не нашелся. «Постойте, если у нас кладбище...» «Дальше говорить и не требовалось». Ляп беспокойно огляделся. «Раз есть один труп поживший, то почему бы не проснуться всему кладбищу?» Велес, как и его друзья, тут же пропотел. Местное телевидение недавно передавало информацию о количестве умерших в городе за последнюю неделю. «Почти сто человек. Если они сейчас все в лесу...» «Валим отсюда, пацаны!» – сказал им босс, и они были совсем не против свалить. Когда машина уезжала из этого нехорошего леса, Велес посмотрел в заднее стекло. Невеста с простреленной головой уже не лежала на земле. Она медленно поднималась. «В затылке дыра с апельсином размером, а ей пофиг!» Встает потихоньку. «Кеша, завтра всех пацанов с выходных поднимай!» Холодно приказал Велес, когда машина вышла на трассу и понеслась к городу на скорости сто с лихом километров в час. «Возьмем, что потяжелее, и почистим местность!» «Босс, может, не надо, а?» Простанались передних сидений сразу оба. «Надо! А то как же я за грибами по осени поеду?» «Не, пацаны! Эту погонь из лесу нужно убрать!» «И на кладбище заглянем!» Два дня лес прочесывали. Невесту эту отловили и разнесли в мелкую крошку парой выстрелов из зари. Удалось найти еще двух зомби. Их отправили туда же, куда и невесту. Кладбище прочесали, нашли три изнутри раскопанных могилы. Обнаружили одну нераскопанную до конца. «И смешно, и горько, блин!» Сказал Велес, и Олом с нарком, стоящие по бокам от него, молча кивнули. «Здорово, дед! Куда собрался?» Дед, по пояс торчавший из своей могилы, ответил злобным шипением и шикарным оскалом желтых зубов. Странно смотревшихся зубов, будто недавно отросли. Бред, конечно, просто крепкий был дед. Все зубы сохранил до самой смерти. Дед этот еще и руками потянулся к ним. Твидовый пиджачок треснул у плеча. Колода орденов на левой стороне груди звякнула. Странно, вот всегда Велесу казалось, что ордена на этих гордых стариках, бывших вояках, звенят очень гордо и будто зовут своим звоном на войну, на битву с врагом. А вот сейчас показался этот звон зловещим голосом смерти. Будто через пустую оболочку мертвеца она предупреждала их, что все равно они когда-нибудь умрут. Не сейчас, так потом она все равно возьмет свою законную добычу их жизни. Выстрел Зари разнес мертвеца в куски. Могилу раскопали и зарыли там все запчасти трупа. Был обнаружен ими еще один зомби. В сторожке лежал. Ему ноги отгрызли по самый пояс, и он не смог сам покинуть свой домик. Фомич, его раньше так звали, Смотритель местный. Ему отстрелили голову и закопали в компании с останками старика. С тех пор на кладбище появился новый Смотритель. Даже сразу два. Две мрачные личности с огромным уважением относящиеся к штанге, и два их сменщика из того же типа людей. Сторожка превратилась в укрепленный ДОТ. Внешне все то же самое, но если бы кому пришло в голову отколкнуть обивку внутри, они очень удивились бы, увидев металлические пластины. И, конечно, совсем удивились бы, увидев, что хранится в морозилке маленького холодильника сторожей. Пистолет Заря в рабочий инструмент работников кладбища обычно не входил. Вынужденная мера, впрочем, со временем никак себя не проявляла. Мертвецы больше на кладбище не оживали. До самой осени. Николай Геннадьевич Грошев. Дыхание зоны. Глава вторая. Депрессия. Ровно через пять дней, а после грандиозного фуршета, затеянного мэром, и через три после окончания охоты на зомби в местных лесах, в холл здания мэрии Чернобыля 145 вошел интересный джентльмен невзрачной внешности, в темных очках на кирпичную морду сверху и с маленьким кейсом в левой руке. «Алексей Сергеевич у себя?» «Мне назначено», – мягким голосом вежливо спросил парень у баса и тяпы, дежуривших на лестнице. «По какому делу?» – ответил бас густым сочным басом. «Дело исключительной важности и может обсуждаться только с Алексеем Сергеевичем. Будьте добры, как можно быстрее сообщите о моем приходе». Он даже улыбнулся им. «Зря скалишься, сморчок», – опрометчиво-брезгливо ответил бас. «Сейчас». К сожалению, дальше бас мгновенно уснул. Как именно сие случилось, он сообразить не успел. Тяпе повезло меньше. Когда неизвестный гость уже поднимался по лестнице, бандит истошно вопил на полу, сучил ногами и брызгал кровью из почти оторванной передней левой конечности. Охрана не успела среагировать вовремя, и прежде чем за неизвестным начали охоту, он вошел в кабинет мэра. И замер на пороге с открытым ртом. «Здравствуйте», – сказал молодой человек, сидевший посреди стола, сложив ноги по-турецки. «Странность, конечно, но куда любопытнее был тот факт, что молодой мужчина был одет только в семейные трусы с утятами и иконку на простой серой веревочке». «Эээ... Здравствуйте», – промямрил неизвестный, сняв темные очки. Глаза у него были широко раскрыты. «Вы не слишком сильно ударили Таню?» – спросил спокойный молодой человек, будто так оно все и должно быть. Я слышал, как она вскрикнула. «Нет, она просто спит. Через час-два очнется». Неизвестный человек, замягшись, добавил. «Вы не подскажете, где я могу найти мэра Алексея Сергеевича?» В этот миг дверь вышибли мощным пинком и в комнату ввалился лом. Что именно сделал посетитель, ни лом, ни исследовавшие за ним века с хряком не поняли, но лом полетел к одной стене, а его пистолет к другой. Лом врезался в стену лбом и без чувств рухнул на пол. Хряк получил стремительный тычок в горло и несколько почти ласковых касаний в огромное брюхо. Дико хрипя, парень выронил ствол и свалился у порога, прочно перегородив вход своей необъятной тушей. Века выстрелил вслепую и отступил в приемную. «Босс, вы живы?» – крикнул он из приемной. «Века, чуть правее, и я был бы так же мертв, как твой неразвившийся мозг!» – удивительно спокойно проговорил мужчина в трусах с симпатичными желтыми утятами. «Б***ь!» – разом теряя недавнее хладнокровие, воскликнул неизвестный и шокированно вылупился на молодого человека в семейниках. «Этот долбанный клоун и есть Велес?» «Разве араб обо мне не рассказывал?» Холодно поинтересовался Велес. «Кстати, вы жуткий грубиян и невежа». «Он тебя перуку сломал, босс!» – крикнул Века. «Сейчас пацаны подтянутся, кранты тебе, ублюдок!» «Босс, выполняйте все его требования, мы вас выручим!» «Века, будь любезен, заткнись!» – Велес повел плечами. «Вы зря изуродовали доброго и хорошего парня. Кстати, я тут медитирую немного, не желаете присоединиться?» «А? Какого?» «Очень помогает достичь духовной чистоты и вселенского покоя!» «Я тебя сейчас кончу, и арабу скажу, что так оно и было, когда приехал!» Нервно оглядываясь, ответил человек. «Позвольте узнать. Нет, я не настаиваю, совсем нет. Просто хотелось бы знать, как именно вы собираетесь меня, как вы изволили выразиться, кончить?» Любезно поинтересовался немного экстравагантный мэр Чернобыля-145. «Руками. По носу щелкну и сдохнешь», – презрительно скривив губы, ответил новоприбывший. Он осторожно подцепил неподвижного хряка за пухлую кисть и одним движением вытянул 150-килограммовую тушу охранника в кабинет. Сделал он это без видимых усилий, кажется, даже играючи, будто весил несчастный хряк 5 кило и 200 грамм до кучи. Ловко обшарил карманы. Зачем, интересно? «Вижу, вы владеете техникой Мэй Эджу!» Светя с счастливой улыбкой, спросил мэр. «Что? Мы... Ты что несешь, придурок? Нет такой техники!» Даже не посмотрев на полумного в семейных трусах, резко ответил посланник араба. А глянуть стоило. Желательно в глаза. Возможно, этот мимолетный взгляд благотворно повлиял бы на манеры невоспитанного молодого человека. Придурок в семейниках обладал любопытным взглядом, совершенно не вязавшимся с его внешним видом и поведением. «Да, вы правы», – расстроенно вздохнул мэр, даже горестно опустил голову. «Такой техники не существует. Просто я забыл, как она в действительности называется. А Мэй Эджу... Очень красивое слово, не правда ли? Оно очень красиво звучит». «Да похуй, у меня как звучит!» Парень взял потерянный ломом пистолет и дипломат. Он вновь был холоден, прекрасно овладел своим лицом и не выказывал лишних эмоций. Такой ребенка зарежет и глазом не моргнет. «Чудесный, просто чудесный человек». «Велес, я совершенно точно убежден, что с поставленной задачей вы не в силах справиться. Прикажите своим людям прекратить панику и освободить мне дорогу. Я покину город через пару часов. Если ваши люди не уберутся с моего пути, они останутся лежать на нем мертвыми». «Хер тебе, падла!» Донеслось из приемной. Говорил вроде бы ляп. Судя по звукам, коих, кажется, гость не слышал, там уже собрались почти все охранники, сегодня дежурившие в здании. «Мы тебя на фашистский флаг порвем! Живым ты, мудак, отсюда не уйдешь! Усек?» «Усек?» Парень даже кивнул. Тяжело вздохнул, типа «Я предупреждал этих несчастных. Что я еще могу поделать?» «Господа, готовьтесь к смерти». Он отступил от стены на шаг и поднял пистолет. По всей видимости, посланник Араба намеревался расстрелять обойму по стене, ориентируясь на звуки, издаваемые охранниками, опираясь на богатый жизненный опыт и знания психологии и поведения людей в подобных ситуациях. При таком раскладе хорошо воспитанному джентльмену с парой извилин в голове совсем не обязательно вульгарно пачкать руки всякими кишками, кровью и другими неприятными субстанциями. Достаточно прострелить наиболее вероятные позиции противника. Насколько знал Велес, при таком раскладе после отстрела обоймы в приемной погибнет от 70 до 90% живой силы противника. Оставшиеся проценты – люди раненые и ошарашенные быстрой гибелью товарищей. Тут следует немедленно выскочить, едва прогремит последний выстрел, а там дело техники. У протажа араба с техникой было все в порядке, ребят можно было хоронить. Вряд ли ему удастся его даже ранить. Велеса, по крайней мере, в этой ситуации они задеть бы не смогли. Прежде чем прогремел первый выстрел, нечто маленькое, золотистое и продолговатое с тихим шелестом полетело в плечо супермена, присланного арабом. Обыкновенный двуногий даже не успел бы понять, в чем дело. Этот парень к обыкновенным двуногим относился, но в основном презрительно. Шаг в сторону, поворот корпуса, стремительное движение левой рукой. «Чудесно!» – восхитился мэр, задорно хлопая в ладошке. «Давайте еще разок!» «А вы не так простые, как кажетесь», – мрачно сказал гость, крутя в пальцах ручку с золотым пером. Глянул на мэра, улыбнулся. Ручка со свистом отправилась в полет. Мэр не отклонился в сторону, не стал ловить импровизированный метательный снаряд, подобно своему гостю. Он просто плавным движением поднял руку и резко дернул кистью вбок. От первоначального положения кисть отклонилась всего на пару сантиметров. Ручка с тихим треском вошла в стену за его спиной, на пару метров вправо. «Высший класс!» – уважительно кивнул гость, продолжая улыбаться. «Признаю, вы сильный боец, Велес», – как меня и предупреждали. «Правда, ваши возможности мне представлялись куда скромнее. Тем не менее, я вижу с головой у вас не все, ладно, и поэтому…» «Именно поэтому вас прислали ко мне», – мило улыбнулся Велес. Он кивком указал на дипломат, сиротливо валяющийся на полу. «Я так понимаю, там личные дела десятка плохо воспитанных личностей с нехорошим исключительно криминальным прошлым?» «Все они кандидаты на исключительную миссию, можно сказать, миссию чрезвычайной важности, но нужен всего один. И вот, к примеру, вы абсолютно уверены, что с данной миссией справится любой из возможных кандидатов?» «Босс!» – донеслось из приемной. «Века, все нормально», – сказал он, немного рассеяно, глядя в открытую дверь, в проеме которой никого не было видно. «Пацаны, расходитесь по постам и вызовите скорую для раненых». «Этот хер! С ним что?» «Какой хер?» – немного удивился Велес. Посмотрел на гостя. У того от злобы играли желваки на лице. «Уважаемый! Вы, случайно, не в курсе? Не вы ли тот самый хер, о котором говорит Века?» Гость тактично промолчал, задумчиво изучая пистолет в своей руке. «Данный хер остается у нас в гостях!» Велес широко улыбнулся и преувеличенно радостным голосом воскликнул. «Это просто чудесно!» «Кандидаты!» – вежливо напомнил гость о прерванном разговоре. «Секундочку. Пацаны, заберите отсюда наших бесчувственных друзей и разойдитесь по постам. И не вздумайте стрелять в моем кабинете! У меня очень чувствительный слух!» «Да в конце концов, это просто неприлично!» «А этот хер в нас стрелять не начнет?» Спросил с детства хорошо воспитанный Ляп. «Мне это ни к чему, я тебя фраера голыми руками в бараний рог согну!» «Отозвался хер, ставя пистолет на предохранитель!» Секунда и ствол полетел в соседнюю комнату. «Больше оружия у меня нет!» «Босс!» Решил подстраховаться Ляп. «Все в порядке, Ляп, давайте уже поживее!» Поторопил он их немного раздраженно. «Приберитесь тут, нам с этим джентльменом нужно обсудить одно очень важное дело!» В ту же секунду внутрь вошли Ляп и Века. Оба сооружены на изготовку. Оба очень злые и в шаге от того, чтобы нажать на спуск. «Пацаны, даже не думайте!» Осадил ребят босс. «Это человек араба!» «Понятно!» Проворчали оба почти одновременно. Ляп еще добавил тихим ворчанием а-ля типа никто не услышит. То есть слышали все. «Понарожают уродов всяких, потом мучайся с ними, гротами стрёмными!» «Ляп, пожалуйста, про себя!» Укоризненно глянув на него произнес босс. Гость нервно кусал губы, героически боясь желанием немного свернуть Ляпу шею. «А я что, вслух сказал?» Преувеличенно, испуганно, удивленно сказал Ляп, изобразив довольно идиотскую физиономию дубоцефального вида. «Ой, какой ужас!» «Пошли, вон!» С улыбкой до ушей Велес пытался говорить грозно и сердито, но получалось почему-то только схвозь едва сдерживаемый смех. «Семь минут, господин барин!» На помощь парням пришли дуб и щеголь. Вместе они в полминуты избавили помещение от бесчувственных бандитов и покинули комнату сами, аккуратно прикрыв за собой двери. «Ваши люди очень смелы», — проворчал гость, усаживаясь в дальнем конце стола. «Спасибо, лично подбирал». И совершенно равнодушны к тому, что босс сидит на столе почти голый в идиотских трусах. «Привыкли», — пожал плечами Велес. «Может, вы уже слезете со стола и сядете в кресло?» «Оденетесь, к примеру, в пиджак». «Ууу, вы совершенно правы!» Велес легко спрыгнул со стола, предназначенного для важных совещаний и тому подобных загадочных и малознакомых мэру мероприятий. Он проследовал к стенному бару с двумя резными, очень красивыми дверцами. Открыл. «Вы знаете, а там обычно спиртное хранят», — невинно заметил гость, почти не удивившись тому, что за дверцами обнаружились совершенно нормальные полки, на коих были сложены не бутылки алкоголя, а аккуратно свернутые одежды господина мэра. «Правда?» — очень удивился мэр. «Клюнусь своей головой!» Гость сокрушенно нахмурился и покачал головой. «Впрочем, спиртное в баре держат только психически здоровые люди». «Да?» «А, ну тогда все в порядке, не так ли?» Велес взял скатанный валик-пиджак, расправил, накинул на голое тело, устроился в кресле во главе стола. «Ну-с, приступим». «Я так понимаю, это смокинг?» «Был». С некоторым удивлением, взирая на жутко мятую и жутко дорогую одежду, спросил гость. «Ага, смокинг». Велес развел руками. «Мы тут-то люди-то простые. Как-никак окраина Руси-матушки, провинция и все такое». «Это Украина. Чернобыль». «Да вы что?» Очень натурально изумился Велес. «А я это все понять никак не могу. Что тут все местные на какой-то тарабарщине изъясняются? Вроде русский, но какой-то странный русский». «Хватит». Гость как-то поник плечами. «У нас дела». «Точно. Давайте ваш кейс». «Держите». Он кинул кейс через стол одной рукой. Велес также одной рукой поймал, преимущественно используя пальцы. «Может, кроме пиджака еще что-нибудь наденете? Брюки, к примеру, и ботинки?» «Тут жарко, знаете ли». Велес открыл кейс. «Обычный замок? Вы так уверены в себе?» «Спаун. Так меня зовут на работе». Вежливо и немного гордо улыбнулся парень. «Ну что ж, спаун». «Подождите!» Воскликнул Велес, вынимая из кейса стопку тонких папок черного цвета. «Это, кажется, был такой старый фильм, где на мясном рынке у азиков жила маленькая такая собачка, все мясо протухшее воровала. Потом мутировала и сожрала весь рынок, отряд ОМОНа и пять милиционеров, после чего сдохла от переедания». «Несчастную собачку звали, кажется, спаун, да?» «Вы что-то напутали». Парень мрачно изучал кончики своих пальцев. Улыбка у него куда-то сдула и, видимо, надолго. «Изучите личные дела этих семерых, и к вечеру завтрашнего дня я жду вашего мнения и подробную информацию о дублирующем исполнителе. Надеюсь, им будет кто-то получше тех людей, что я видел здесь. Я становлюсь в гостинице у кордона. Буду находиться там три дня, к вам больше не зайду. Пришлите пару человек с какой-нибудь бухгалтерской ерундой, я вроде как и ревизор тоже». Парень поднялся, собираясь уходить. «Прощайте, и надеюсь, больше никогда вас не повстречать». «А вы зря собираетесь уходить». Белес быстро просмотрел дела всех семерых, не листая дальше фотографий. Бросившись дело обратно в кейс, он раскрыл одно и положил на стол. Толкнул по столу к спауну. «Этот человек – идеальный вариант». «Что?» Спаун ошарашенно уставился на тяжелое угловатое и исключительно мрачное лицо, злобно глядящее на него с маленькой фотографией. «Вы что же, просто пролистали дела, ткнули пальцем и все?» «Да, именно так». Спаун тяжело вздохнул, покраснел и резко спросил. «Почему именно этот?» «Сейчас объясню, если вам от этого станет легче». Он взял стопку отложенных папок. «Этот слишком привлекает внимание. Я бы остановил свой выбор на нем, но этот шрам будет привлекать внимание. Вероятность выполнить миссию около 70%. Шрам – лучший стрелок по обе стороны океана». Хмуро сообщил спаун. «Да? Я дело не читал, он не подходит». Верес пожал плечами. «Шрам мы можем загримировать, да хоть в бабу его превратить с помощью пластической хирургии, но вы заметили, что шрам нанесен бритвенным лезвием? Он был так доверчив или так глуп, что подпустил к себе противника с лезвием. Мало того, он не смог уйти от такого идиотского удара». «Так, следующий». «Вы этого видите, морда какая хитрая?» «И губы как изогнуты, заметили?» «Если жибко запахнет жареным, он встанет на лыжи, и мой человек геройски погибнет». «А вы предпочитаете, чтобы погиб наш человек?» «Конечно!» «Именно так я и предпочитаю», – кивнул Велес и взял третью папку. «Внешне идеальный кандидат, но я его, к сожалению, знаю. Господин Майклафт склонен переоценивать свои собственные силы. Он почти наверняка погибнет, не выполнив задания». «Этот человек стоит взвода краповых беретов». «Он сам считает, что как минимум трех. И он сказал бы вам, господин Спаун, что без труда сожжет еще и всю технику, какую они с собой притащат». «Ясно». «Этот?» «Он указал на следующую папку». «Лицо слишком заносчивое, и гордости хватит на целый взвод королевских особ. Он обязательно сделает ошибку, которая будет стоить жизни моему человеку». «Честно говоря, я в нем тоже был не особо уверен», – поморщился Спаун. «Но это лучший рукопашный боец по эту сторону океана, и он потрясающе ориентируется на местности. Кроме того, уникален в городских условиях. Погоняло дух». «Слышал о нем», – Велес задумчиво посмотрел на фотографию. «Вот, значит, какой ты». «Киллер». Причем способный убить и раствориться в любой толпе за несколько секунд. «Если бы это дело появилось у нас пару лет назад, дух справился бы лучше всех. Теперь, увы, он слишком взорвался». «Парень, насколько я помню, не потерпел ни одной неудачи за последние семь лет. И его даже не удалось устранить, когда хотели это сделать, да?» «Точно». «После того случая его решили сохранить на будущее. Организация спустила на него трех своих лучших псов. Все трое, хм, попали на живодерню». «Хочу вас обрадовать. Сегодня его сможет завалить даже мой начальник охраны». Велес взял пятую папку. «Положил». «Взял шестую». «Мистер Таггерт». «Америкос?» «Тот он мне сразу не понравился. У него слишком счастливое лицо. Слишком спокойное и даже вежливое. Глаза добрые и не вызывают подозрения. В целом, производит приятное впечатление и даже хочется ему верить». «И?» Спросил Спаун, когда Велес молча отложил папку и, отстраненно глядя на стену, замолчал. «Что и?» «Неужели непонятно? Работать предстоит в России возле людей, видящих угрозу в каждой кочке и каждом прыщике. С такой довольной рожей его сразу скрутят или пришьют. «Вы вообще, господин Спаун из России? Вы видели у нас довольные лица?» «Ну...» «Поправлюсь. Довольные трезвые лица психически здоровых мужчин». Спаун нервно дернул плечом. «Мистер Таггерт будет идеальным исполнителем, если у нас будет цель в подлом мире американских агрессоров. Он даже в Европе кандидат номер один. Но в России ему делать нечего». «Не согласен. А мне пох***ю!» Не меняя тонну, ответил Виллис с вежливой улыбкой на лице. Спаун, открывший рот для очередной фразы, рот закрыл. С громким лезгом челюстного аппарата. Кроме того, как бы он этого не хотел, америкос все равно будет выделяться из толпы. «Ладно. А пятый кандидат?» «Баба?» «Ну и что? Женщине, по-моему, наоборот, легче справиться с этой задачей. Вы ошибаетесь. Нам нужно человека пристрелить, а не затрахать до смерти». «Инга, лучший снайпер на этой гребаной планете!» Рявкнул Спаун. Нервы не выдержали. Впрочем, мало у кого выдерживали нервы при общении с Виллисом. «Да хоть во всей галактике. Снайпер она может и ничего, но если дело повернется так, что снайперу к цели не подобраться, что еще она умеет?» «Мастер боевых искусств. Эксперт по проникновению и... Да плевать!» Виллис откинулся на спинку кресла, широко зевнул. «Если она столкнется с мужиком, владеющим рукопашным боем по технике на ее уровне, все решит физическая сила. У бабы меньше шансов справиться с задачей, чем у этого... Как его? Шрам? Чем же вами выбранный парень лучше всех остальных?» Очень недовольный рёк спаун. «У него нет недостатков, которые я заметил во всех остальных. Вероятность, что он справится... Процентов 95. Но самое главное, этот паренек всегда ждет от любой ситуации самого плохого из вариантов ее развития. Он подойдет лучше всех». Спаун долго сидел и листал тоненькую папку с делом избранного кандидата. Папку, которую Виллис даже не просмотрел путем. Человек-араба внимательно читал все имеющиеся там данные. И кажется, уже не в первый и даже не в десятый раз. «Хорошо». Спаун собрал папки. «Уничтожьте данные». Он улыбнулся, произнес шутливо. «Надеюсь, кабинет не прослушивался какими-нибудь спецслужбами?» «Вы знаете», – очень серьезно ответил Виллис, – «я тоже очень на это надеюсь». Спаун немедленно побелел. Шокированно уставился на сумасшедшего гения. Именно так о нем отзывался араб. «Шучу», – Виллис снова зевнул. «Вы почаще улыбаетесь. Очень, знаете ли, поднимает настроение». «Так, когда это мясо прибудет ко мне?» «Через несколько дней. Он сейчас на Украине. В тюрьме пожизненный мотает». «Прощайте». Человек-араба поспешил покинуть кабинет мэра. Уже за дверью он пробурчал едва слышно. «Псих чертов». На следующий день мэр Чернобыля 145 впал в депрессию. По этому случаю он решил немного развеяться и излечить хандру радикальным методом. Виллис собрался напиться до зеленых чертей. Занимался он этим, как всякий солидный, трудящийся на благо Родины и народа человек, прямо на рабочем месте. С тем, кому единственно доверялся цело и безоговорочно. С тем, кого он искренне и нежно любил. С тем милым, умным, интеллигентным человеком, которого всесторонне ценил и уважал. То есть, пил Виллис в полном одиночестве своего роскошного кабинета, ведя интересную беседу с самим собой на тему возможности управляемого сплетения электромагнитных полей большой мощности в лабораторных условиях на площади в 10 квадратных метров. Как он лично убедился в своих собственных научных изысканиях, производимых на третьем уровне комплекса, управлять ими можно было. Да, но вот стабилизироваться дольше, чем на секунду, поля нагло отказывались. Ночью он пытался снова и едва не разнес всю лабораторию совсем нехилым взрывом. Вовремя сориентировался и порушений почти не образовалось. Даже оборудование не сгорело. Но тут все было не слишком плохо, он был уверен, что рано или поздно проблему решить сумеет. Основная трудность состояла в том, что даже стабилизировав поля, он понятия не имел, как удержать их в таком состоянии, постоянно не подпитывая энергии извне. Знания и опыт говорили ему «Парень, ты что-то упустил в самой основе, и поэтому тебя ждет провал». Врожденное упрямство твердило «Нифига, сделаем!» Только вот как? Похожая работа последних шести месяцев была пустой тратой времени, денег и сил. Эта чертова аномалия успешно могла функционировать только в зоне, потому что там было что-то, чего у него нет здесь. И что же это может быть? Два лимона баксов, генератор, пробурчал Велес, ложа руки на стол, сверху на них подбородок и уныло пялись на почти пустую бутылку водки. «Три лимона, долбанные артефакты, 250 рублей, бутылка кристалла, фу, блин!» Велес потряс головой, чтобы немного привести в порядок мысли, начавшие опасно путаться. К сожалению, перепутались они только сильнее и почему-то глаза разъехались в разные стороны. И чё это с ним такое? «Простыл, видимо», заключил мэр после секундной попытки обдумать своё текущее состояние. Попытался вспомнить, почему его так сильно расстроило возмутительное, аж до 250 рублей, подорожание водки «Кристалл». Вспомнить не смог, но всё равно обозвал неприлично производителей спиртного, налоговую полицию, правительство и до кучи почему-то араба. Перелил в стакан остатки спиртного, выбросил пустую бутыль. Аккуратно, в уголок кабинета, потому как был воспитанным человеком и терпеть не мог бардака. Похвалил себя за высокий уровень культуры быта и снова выпил. Уже засыпая, он подумал, что, наверное, стоило бы закусывать, а не занюхивать рукавом, пускай и рукавом от Кардена. Но в этот светлый миг, сквозь тёмную пелену стремительно наплывающих сновидений, к нему прорвался сам Карден, и он обо всём забыл. Дело в том, что этот непонятный мужик с подозрительно зарубежным именем, на самом деле оказался пышногрудой молодой блондинкой, совсем не носившей белья. А он о том и не знал даже. Проснулся Велес от страшного дикого грохота, производимого в соседней комнате. Там кто-то тихо разговаривал, подлоковеркая русскую речь. Приподняв затёкшее и опухшее лицо над столом, мэр тихо застонал и обхватил голову ладонями. Возникло странное впечатление, что если сейчас голову отпустить, то она тут же треснет и растечётся по столу, словно кисель. Голоса в соседней комнате стали чуть громче. Голова тут же сделала попытку раскалываться надвое. Велес покрепче сжал ладони, не удержался и громко застонал. В ту же секунду дверь кабинета открыли. Нагло, невоспитана, пинком ноги. В кабинет вломилось пять личностей. Все пять штук одеты в дорогие костюмы, поверх в меру жирных, потных, лоснящихся тел. Одна из личностей барским взором окинула местность и нагло приземлилась в ближайшее к меру кресло. Заговорила на ужасно ломаном, жутко извращённом русском языке. «В моём кабинете...» — Велес захрипел, и лишь заметное усилие воли позволило продолжить фразу. «Прошу вас говорить на нормальном русском языке. Своим украинским вы оскорбляете мой тонкий слух». Четверо сопровождающих уже рассосались повдоль стен. Второй, более осмысленный взгляд на них, показал, что данные личности вовсе не заплыли жиром, как и их невоспитанный командир. Ребята казались толстыми вследствие слишком сильно развитых мышц. Велес готов был поставить свои трусы против особняка американского президента, что каждый из этих стероидных мальчиков играючи согнёт железный лом на вытянутых руках. Существенный плюс для мальчиков — бить такие туши обычными методами довольно проблематично. Гораздо лучше сразу рельсой, либо шпалой. Минус, подвижность и гибкость — это всё не про них. «Вот лом — это да!» Он как раз вошёл в кабинет, уныло глядя под ноги и ожидая хорошего нагоняя. Он и он обязательно получит, может даже в зубы, левой ногой и, возможно, хотя и маловероятно, с прыжка. Следом плёлся не менее подавленный Кеша. Прекрасно Кеша украшал элегантный лиловый след от каблука ботинка на лбу. «Босс, мы их попытались остановить, но ведь они...» Попытался оправдаться лом, подняв глаза. Побелел. Тяжело сглотнул. Видать, внешний вид босса не располагал к беседе. В принципе, Велест представлял, как сейчас выглядит. Надо бы постараться не смотреть в зеркало пару деньков, а то опять депрессия начнётся. И, конечно, тренировки. Трудные, с массой физических упражнений и нагрузок в качестве восстановления пошатнувшегося здоровья. Надо немедленно выгнать этих мудаков и пригласить душеньку Танюшу для совместных физических упражнений. Так они, говорит народ, гораздо эффективнее. А народ ведь врать не станет. Зачем ему врать? Лом больше говорить не стал, а устроился у одной из стен. Так, чтобы видеть всю компанию. Ствол, значит, при нём. Опасается он, значит, но не сильно, раз не положил всю эту компанию ещё на лестнице. Чё это к нему хохлы чистокровные да высокопоставленные в гости намылились? Кто ж это такие? Конечно, пять перекачанных в хлам маньяков с кирпичными харями ни Лома, ни кого другого из команды Велеса напугать не могли. Значит, важный человечище пожаловал. Вы мэр! Вперев Велеса толстяный палец с перстнем рявкнул гость на чистейшем, старом, добром русском. Ага, но я в отпуске на Канарах. А вам привиделось моё астральное тело. Грустно и тоскливо сообщил Велес. Тут играть не надо было. Ему и правда сейчас было очень грустно и очень тоскливо. И сушняк мучил просто зверски. Кеша, будь добр. Литра три минеральной воды и чего-нибудь супротив алкогольного отравления. Кеша исчез, а гость стал краснеть, шумно дыша. Жирное лицо пошло пятнами. Стало хмуриться. Гость открыл рот, чтобы разразиться гневной тирадой. Слушай, произнес Велес, стараясь мило улыбнуться, но голову прострелило болью и улыбку перекосило на бок. Ты что за хер такой? Я за горулька! Воскликнул толстяк после секундного шока. Сочувствую. Вали отсюда, у меня башня сейчас пополам лопнет. И знаешь, бублик... Шопотом приложив ладонь к рту, сообщил Велес. Меня сейчас жутко тошнит. Можно я тебе на костюм плевану? Что? Да вы! Да что вы себе позволяете? Взвился невежливый и наглый немолодой человек депутатской внешности. Немедленно приведите себя в порядок. Что за внешность? Почему пьете на рабочем месте? Стать и доложить о положении дел в городе. Ты кто такой? Я что-то тебя не видел в нашем дурдоме? Я губернатор. Важная и веско произнес толстяк. Молодец. Нехило устроился. Ну а я-то чем помочь могу? Вы мэр Чернобыля 145! Угрожающим тоном заговорил толстячок. Вы мэр города на украинской территории. Я губернатор! А, так мальчик не в курсе. Недавно на посту что ли? Кивнул сам себе Велес и немедленно взвыл от этого действия. Слава богам вернулся Кеша. Бутылёк с мутной белой жидкостью был проглочен мгновенно. И едва не вместе старый. Изделие, кстати, лизонькиных милых, нежных, добрых, чудесных рук. Молодец она, всё-таки. Иногда. Минуту Велес сидел не шевелясь, откинувшись в кресле и закрыв глаза. Постэффекты чрезмерных возлияний стремительно отступали. Даже истошные матерные вопли губернатора почти никак не задевали его тонкий внутренний мир. Велес открыл глаза и взял первую бутылку минеральной воды. Всякая химия, оно, конечно, хорошо, но лучше не злоупотреблять. Организм должен уметь сам справляться со своими внутренними проблемами. Если переусердствовать с простым и древним аспирином, после без него уже не обойдёшься. Велес кивнул своим мыслям на всякий случай пока осторожно. В глазах не помутилось, мир вокруг не закружился. Мэр выпрямился и аккуратно, кончиками пальцев, словно жутко аристократическая личность поправил галстук. Почесал некультурно густо заросшую волосами грудь. Подумал, что, пожалуй, стоит надеть пиджак, всё-таки галстук и брюки не совсем тот наряд, в котором принимают важных гостей. Одного взгляда на брызгающего соплями губернатора хватило, чтобы отказаться от этой мысли. Для такого чучела он одет даже слишком изысканно. А уж то, что он принимает это чудо толстомордое в своём кабинете, а не на заднем дворике за правой передней стенкой общественного туалета, это уже само по себе необыкновенно высокая честь. «Вы закончили?» – спросил мэр. «Бублик?» – в смысле «Крендель?» – или «Плюшко?» В общем, он замолчал, и весь красный смотрел на мэра. «Во-первых, мой дорогой губернатор, Чернобыль-145, как и Припять-79, по другую сторону зоны, не являются территорией Украины по договору, подписанному, кстати, и Украиной в том числе. Как и кордон, 50-километровая зона вокруг зоны отчуждения является международной территорией. Тут действуют законы той страны, части которой стоят на кордоне. В данном случае вопрос, конечно, спорный, так как к нам соседствуют части украинской армии, российской, и белорусы там тоже есть. Кстати, не знаете, зачем им кордон понадобился? Ай, ладно. Но, так как данному городу Украина помогает в основном дружеским советом и трогательно нежным вниманием, а финансовая и любая другая помощь исходит в основном от России, вас послать вежливо или в грубой матерной форме? «Я этого так не оставлю!» – взвыл губернатор после минутного представления с быстрой переменной цветовой гаммы своей крупногабаритной Хари, после чего вскочил и в припрыжку прошуршал к выходу. Перекаченные личности последовали за своим хозяином. «Пацаны, боевая готовность!» – произнес Велес, когда дверь в кабинет захлопнулась за делегацией высоких властей. «Этот придурок может решить нас арестовать!» «Огонь на поражение!» – очень серьезно отозвался Лом. Кеша стоял рядом, даже не пытаясь скрыть свое участие. С тех пор, как менты насмерть забили его родного брата, тех бедолаг милицейской внешности до сих пор иногда показывают по телевизору, как без вести пропавших. Он всегда и искренне радовался возможности пришить какого-нибудь милиционера. Что интересно, ему было абсолютно все равно, какой страны это служитель порядка, главное, чтобы был ментом. «Сначала попугать, потом валить. Лишних трупов нам тут не нужно. Разрешаю применить тяжелое оружие. Можно мозгодух, только смотрите, гражданских не зацепите!» Парни покинули кабинет, довольные и счастливые. Любят ребята пострелять. Правда, мозгодух они, скорее всего, применять не станут. Игрушка ведь так себе. Просто после пяти секунд в радиусе облучения из башки начисто выдувает всю автоматическую память. Человек забывает, как дышать, как должно биться сердце. Человек просто падал там, где стоял, и никакой реанимации уже не поддавался. Смерть быстрая и безболезненная. Скучно и неинтересно. Излучатель не прижился ни среди бандитов, ни среди войск разных террористов и армии различных стран. А вот среди киллеров всех уровней он быстро завоевал высокое положение. Так что оружие это все равно продавалось, хотя и не приносило запланированных прибыли. Исключительная вещичка, эндон ствол, именно для тихих убийств. Отчего люди мрут, догадались далеко не сразу. И почему-то многие органы правоохранительные шибко обиделись, когда к орудиям заказных убийств в арсенале киллеров добавился альфа-излучатель, более известный как мозгодух. Велес, отдав распоряжение своим людям, понял, что нервничает и напряжение необходимо срочно снять, ибо это напряжение сильно вредит нервным клеткам. В этой беде ему любезно и с удовольствием помогла секретарша Таня. Учитывая слабость здоровья Велеса в целом и множество всяких испытаний, свалившихся на него за последние часы, помогала ему добрая девушка Татьяна довольно долго. Где-то к вечеру совершенно выжатый мэр возлежал в полном беспорядке в своем кресле. Таня давно ушла домой, а он никак не мог прийти в себя. Так хорошо было, что в голове не помещались даже самые простые мысли. Когда они начали помещаться, Велес подумал, что если когда-нибудь решит жениться, то женится на своей секретарше. Девчонка творила с его телом невероятные вещи, главное, исключительно приятные. — Босс, к вам посетитель! — обрадовал своего шефа Лом, вламываясь внутрь. — Как дела на фронте? — Виолата звался Велес. — Тихо! Но пацаны все равно наготове, на всякий случай. К вам Змеев Андрей Львович. — Как-как? — Андрей Львович Змеев. Лом хмыкнул и пожал плечами. — Он так назвался. Идиотское имя, думаю, гонит нам. Но не мент, это точно. — Послать или пригласить? — Зови. — Обыскать? — Что ты как маленький? — Граждан, мы не шмонаем. Лом кивнул и скрылся за дверью. Велес угрюмо пробормотал. — Только вот какого этот конкретный гражданин сюда заявился? Головой стукнулся или желает, чтобы ему по ней настучали? — Можно, Алексей Сергеевич? — Просунулась в дверь узкая голова с хитрющей рожей и прилизанными волосами. Велес уныло кивнул. Что-то подсказывало ему, что Змей приперся не чайку попить. Змей протиснулся в кабинет весь. Скользящим шагом, худой и одетый в мятый джинсовый костюм, еще молодой парень приземлился на стул поближе к двери. Кажется, он принес очень плохие вести. Учитывая, чем именно занимается для него Змей, это совсем плохо. — Как у вас дела? — Змей, какого ты сюда явился? Некультурно зарычал мэр, чувствуя неприятности. — Ты забыл, кто ты? Ты, б***ь, преступный элемент! Ты мне репутацию испортишь, придурок! — Я бы не пришел к вам, Алексей Сергеевич, если бы не исключительные обстоятельства. Змей заискивающе улыбнулся. — Вот ведь мудила! Кликон-то он получил совсем не по фамилии. Это уже позже выяснилось, что у него и фамилия соответствующая. — Менты? — хищно рыкнул Велес. Он уже представлял себе, что сделает с господами Ермоловым и Артамоновым. Да и пора бы уже завинить их на более покладистых людей. — Нет, люди! Велес удивленно моргнул. Змей вжал голову в плечи. Подождал немного на тот случай, если высокое начальство надумает расстроиться и немного поругаться неприличными словами. Убедившись, что начальство ругаться не хочет и даже не примеривается дать ему ногой в зубы, продолжил. Вербовщики набрали всего семь человек за этот месяц. — Что? Умаря даже кровь от лица отхлынула. — Почему? — Люди уже не верят. Они, видите ли... Змей мялся с полминуты, пока Велес не зарычал подобно зверю. Люди уходят заработать, становятся сталкерами. А назад-то? Назад-то никто ведь не возвращается. Стимула нет. Большинство ныне уверены, что стать сталкером значит подписать смертный приговор самому себе. Думаю, на следующий месяц вербовщики не поставят ни одного человека. — Только и смог сказать Велес. Через минуту молчаливого ожидания Змей мягко поднялся и, прежде испросив разрешения, покинув кабинет. Велес бессильно развалился в кресле, расслабился и растекся в нем подобно медузе на морском песке. Лицо мэра выглядело не лучше. Бизнес на плодах зоны держится за счет непрерывного потока новых сталкеров взамен десятков гибнущих ежедневно. Впрочем, сведений о точном количестве смертей в зоне не было даже у Велеса. Кончатся сталкеры, кончится бизнес. Конечно, научные разработки и новые технологии, которые сейчас приносят львиную долю прибыли, они не исчезнут. Они по-прежнему будут приносить очень хорошие прибыли. Исчезнет некто по имени Велес, потому как станет бесполезен. Будет глупо оставлять его в живых, когда не будет возможности его использовать. На месте араба он бы точно прикончил мэра Чернобыля-145, едва бизнес-зоны зачахнет. Вот у мэра Припяти по другую сторону кордона перспективы куда лучше. Альберт не успел наследить так сильно, как Велес. И не успел напрячь столь многих боссов организации и боссов, сотрудничающих с организацией конкурентных компаний. Но вроде Якудзе и Триады. Выхода у него теперь всего три. Бежать со всех ног, что лишено смысла. За такой прикол его из-под земли достанут и заставят самого себя распилить ржавой пилой. Это Лиза с Франкенштейном могут сделать ноги в любой момент, потому что они все равно приползут обратно. А если не ползут в сжатые сроки, обычно полгода, о чем своим ученым Велес, конечно же, не сообщал. Их устранят. Тихо и без пыли. Второй выход самый простой и безболезненный. Прямо сейчас и здесь застрелиться. Этот вариант почему-то Велесу совсем не понравился. И третий. Вновь наладить постоянный приток сталкеров в зону. Только вот как? Размышлял Велес часа три. В процессе уснул. Посреди ночи проснулся и понял, что в кресле спать не очень удобно. Поэтому покинул кабинет и, миновав погруженный в темноту холл, направился к закрытым в этот час дверям. «Босс, подождите!» Окликнул его пупс, шумно пыхтя бегущий к той же цели, что и босс, чтобы открыть врата пред господином своим. Велес не обернулся и, дойдя до двери, с шипящим выдохом ударил пяткой по замку. Истошный треск сообщил, что замок был выломан. Укоризненно скрипя, тяжелая дверь чуть приоткрылась. Велес выскользнул наружу и исчез в городской тьме. Пупс, тупо хлопая маленькими глазками, изучал дверной замок. «Нифига себе! Чем это он вдарил?» Прорбасил Бас, появляясь рядом с дверьми. «Ногой!» Сообщил пупс благоговейным шепотом. Оба шокированно переглянулись, снова воззрелись на жестоко изуродованный замок. «Замок старый, хрупкий!» Не очень убедительно промемлил Бас. «Ага, точно, точно!» Кивнул головой пупс. «Но я с боссом драться не посоветовал бы даже б***ь Бэтменту и Супермену, мать их!» «Бэтмен!» Поправил его Бас. «Слушай, а в чем он ушел?» «А?» «А дед как был? Может поискать да проводить? Ночь все-таки, а он бухой!» «Кого проводить?» Пупский в ком указал на переломленные металлические задвижки замка. «Этого вот проводить?» «Тут надо смотреть, чтобы он кого не покалечил с пьяну!» «Слушай!» Пупс поморщился и улыбнулся. «А он ведь в галстуке и брюках ушел!» «В смысле?» Не въехал в прикол Бас. «В смысле, кроме галстука, ботинок и брюк нет на нем ни хера!» Охранники расхохотались, а спустя мгновение, как по команде, замолчали. Со страхом глянули на дверь. Пупс на всякий случай выглянул наружу, подозрительно огляделся. Притыившегося за дверью босса не обнаружилось. Пупс облегченно вздохнул всем своим гигантским организмом. С тоской глянул на дверь. «Пойду скажу Лому, сегодня он дежурит. Кому-то, блин, придется всю ночь дверь эту караулить». Велес брел по городу, уныло повесив свою физиономию строго вниз. Руки в карманах, лицо искривлено гримасой неподдельной жалости к себе любимому. Ноги выбивают печальную дробь по новенькому асфальту. Вокруг царят тишина и ночная прохлада. Весна почти кончилась, но по ночам все еще было достаточно прохладно. Впрочем, Велес не беспокоился по этому поводу. На душе было так погано, что холод улицы ассоциировался только с холодом, царящим под гнетом землицы матушки сырой. Вполне попадая в унисон с его собственным настроением. Сейчас он пытался найти ответ на вопрос, как сохранить свою бесценную шкуру невредимой. Отбиться от киллера организации, пущенного по следу в случае его бегства, он даже и не мечтал. Несмотря на свои уникальные боевые качества, Велес не умел впадать в иллюзии относительно бренного мира нашего. Он сам лично знал трех мастеров единоборств, которые могли победить его в честном кулачном бою, и двоих можно купить за деньги, а третьего за услугу, связанную с малолетними мальчиками. Господин Тайши Сиань питал нездоровую тягу к восьмилетним ангелочкам мужского полу и всегда страдал от дефицита новых объектов своих фантазий. Но, конечно, у организации предостаточно мастеров рукопашного боя, неизвестных миру и живущих за счет нелегкого труда наемного душегуба. Двух таких извергов вполне достаточно, чтобы кончить беднягу Велеса. Впрочем, учитывая возможности самого Велеса, его ожидает пуля снайпера или яд в кофе. Дешевле и надежнее, чем посылать по его душу рукопашного маньяка. Но, может, обойдется? Вдруг он найдет способ решить проблему? Ведь у него всегда раньше получалось, и из самых трудных положений он вылезал с блистательным успехом. На свете нет таких ситуаций, с которыми он не способен справиться. Просто нет. «Ага, а небо розовое по ночам!» Пробурчал Велес себе под нос. Глянул на небо. «А вдруг?» Ему весело подмигнули два десятка звезд на чернильно-черном небе. Уныло плюнул он себе под ноги и свернул с новенького асфальта главной городской улицы в какую-то подворотню. В гостиницу, где он иногда жил, идти расхотелось. Долбанный город, вместо того, чтобы немного развеять печаль, только усилил ее. Пустынные улицы и дороги центра, пятиэтажные домики, недавно отремонтированные за счет муниципального бюджета, по его личному распоряжению, кстати. Все это почему-то только бесило. Может, потому что какой-то мудак из горсвета опять забыл включить уличное освещение? Нет. Он ведь сам не так давно приказал переоборудовать аппаратуру горсвета и электростанции из расчета на автоматическую работу. Улицы еще два дня освещаться не будут, а завтра на весь день по всему городу вырубят электричество. Нет, это его не раздражало. А вот высевшаяся далеко к северу двадцатиэтажная коробка почему-то раздражала до крайности. Полтора года ее строили, хотя строительная фирма клялась и божилась справиться за полгода. Кое-как удалось уговорить проклятых хохлов достроить эту несчастную этажерку. Гендиректор той фирмы уже и без костолей, наверное, теперь ходит. Велес свернул во дворы спиной к проклятой коробке, в которой нынче шел капитальный ремонт. Он со дня постройки никак не мог закончиться. Строители были сторонниками жесткой экономии, так что здание еще не обрушилось лишь по чистой случайности. Впрочем, люди там жили. Мэрия в лице мэра выделила малоимущим бесплатное жилье и, любезно заботясь о психическом здоровье граждан, не сообщала им об аварийности жилья. Ну а что поделаешь? Популярность в массах мэру срочно требовалась, а времени вот маловато было. Во дворах обнаружилась густая темнота, благодаря которой Велес споткнулся и едва не упал. Еще тут имелись коробки серых пятиэтажек, тянущихся по правой стороне и пропадающих где-то в темноте у той стороны горизонта. По левой все поросло различного вида древовидными растениями. Кстати, ухоженными кто-то регулярно подрезал им ветки. Это было обнаружено, когда Велесу едва не воткнулась в глаз такая вот срезанная повдоль. Древесные кусты, в которые он намеревался зайти поглубже, Велес тут же покинул и решил справить нужду, погнавшую его в дебри нетронутой природы, на ближайшую стену. К сожалению, когда благостное журчание наполнило воздух, из чащей зарослей возникла группа темных личностей. Было темно, так что они все и казались темными. Мэр попал в интересную ситуацию. Личности замерли за его спиной. Рукотворный ручеек продолжал весело, немного даже сись с девкой, журчать подлинок. «Вот ты попал, тело!» наглым сиплым басом произнесла одна личность. «Позвольте узнать, какое вам собственно дело, что я именно здесь справляю естественную потребность своего организма?» вежливо ответил Велес, нынче в роли писающего мальчика. Кстати, процесс непростительно надолго затянулся. «Мы в этом доме живем, мудила!» мрачно ответила другая личность. «Правда!» преувеличенно радостно отозвался мэр. «Дело в том, что процесс сошел на нет, и он с облегчением застегнул брюки. Тогда вас не затруднит завтра здесь прибраться!» «Что?» ряпкнул один молокосос. Сейчас мэр повернулся к ним и с некоторым огорчением обнаружил, что их только пятеро и все неприлично молоды. «Поясняю!» Велес лучезарно улыбнулся, сверкнув в темноте белыми зубами. «Поутру взяли тряпки и сюда, подотрете тут немного. Ты вообще во дворе приберитесь, развели, понимаешь, бардак!» «Оборзел! Че дело?» взрывело сразу пять голосов и трое шагнули прямиком к Велесу. Почему-то остановились, кажется, в нерешительности. «Смелее, ребята! Дядя с радостью отшлепает вас!» «Костян, видал? Он *** в галстуке на голую грудь!» прошептал один из подростков. Спустя секунду в лицо Велеса ударил узкий луч маломощного фонарика. Костян тем временем решительно шагнул вперед. «Тормози, брат!» Подростки всей компании вцепились в товарища. Костян упирался, угрожая разбить *** этому фраеру и рвался вперед. «Извините нас, Алексей Сергеевич, мы вас сразу не узнали!» Сказал один, когда Костян затих немного. «Извинения принимаются!» ответил Велес и с улыбкой добавил тонким голоском. «А был бы я в смокинге, ребятки, вы б меня, наверное, извили, да?» Парни почтительно хихикнули. Костян ответил, что с удовольствием набьет лицо господину мэру. Мэр посоветовал Костяна отпустить. С большой поспешностью кто-то из парней врезал Костяну под дых. Парень на время затих. «Ну, мы пойдем, да, Алексей Сергеевич?» «Да уж лучше я!» Велес пошел дальше в темноту дворов. Настроение вновь испортилось. Уже отойдя на десяток метров, Велес остановился, услышав за спиной интересные слова. «Пусти, я догоню козла этого!» загул Костян. «Молчи, придурок! Этот псих дом, блин, обоссал! Да если б не этот псих, этот дом вообще снесли бы уже давно!» «Все равно я ему череп снесу!» «Костян, ты жульгина, тренера нашего, знаешь? А до него кет был. Ты знаешь, почему теперь кет тренировки не ведет?» Этот псих полудурочный как-то... «Тихо, пацаны! Он, блин, не ушел ни хера!» Велес глубоко вздохнул и двинулся дальше. Подростки, сопливые каратисты шульгина, как стало теперь ясно, продолжили свой разговор, но уже не слышны для него. Впрочем, и не надо, он кета помнил. Это воспоминание немного подняло настроение. «Чуть-чуть, но все же...» Он тогда только начал быть мэром. Отмечал, помнится. Из пацанов при нем еще только лом был, да, леший ститом? «Леший, сволочь! Год уже как от передоза помер. А ведь говорили барану, завязывай!» Леший и лом тогда по его приказу закрывали точки с наркотой по городу. Кто закрываться не желал, кончался бы при странных обстоятельствах. Странные обстоятельства в числе двух мрачных физиономий неизменно замечали рядом с домами наркоторговцев, сведших счеты с жизнью. Вот тогда такет со своими щенками и решил показать новому мэру, что власть должна с уважением относиться к преступному миру. Естественно, подобная шушера к организации не принадлежала по причине смехотворных доходов. Организация не работала с наркотой в городах, где потребительская база столь мала, как в Чернобыле 145. Так что Велес тогда постановил город от наркоты очистить, чем и занялись Леший с ломом. Информацию по точкам предоставили прикормленные менты. Эти всегда в курсе, где находятся точки и безжалостно уничтожают только точки новые, не желающие платить положенную мзду. Здесь же все точки были на контроле кета по совместительству тренера по карате. Там же на тренировках присматривались новые рядовые бойцы. Мясо, коим жертвовали без тени сомнений. Группировка кета росла и в принципе однажды могла заинтересовать организацию. Но кет совершил одну очень важную ошибку. Он поругался с боссом организации, коего считал всего лишь очередным чинушей. Едва живые Леший и Лом попали в больницу. Тит их допросил. А вечером мэр, страдающий от пятидневных возлияний, с красными глазами, злой как черт, еще немного пьяный, даже почти в дым бухой, в компании Тита прибыл на тренировку к кету. Одет был он так же интересно, как сейчас, только брюки были мятые и заляпана кетчупом левая штанина. Или правая. Впрочем, не важно. Они вошли в спортклуб, вырубив трех охранников из банды кета и проследовали в здоровенный спортивный зал. Пьяный мэр на подкашивающихся ногах и импозантный мужчина в смокинге, тит с пистолетом на изготовку. Кету предложили бой. Щенки попытались вступиться за честь сенсея и пуля в потолок остудила их буйной головушки. А бухой мэр в хлам запинал кета, считавшегося непревзойденным мастером рукопашного боя. Причем запинал без особых усилий. Это сильно подняло его в глазах сопливых щеглов по случаю тренировки разодетых в кимоно и капитально опустило в тех же глазах бедолагу кета. Он, кстати, ушел в зону. Через вербовщиков попал к змею, а оттуда прямиком в зону матушку. Может, жив еще. Кто его знает? Настроение, едва улучшившись, рухнуло на самое дно сознания. Вот если бы не та детская драка с кетом этим, хрен бы сопляки эти извинились бы, да были бы так вежливы. Плевать им, что теперь они, благодаря ему, живут в новеньких, отремонтированных по последнему слову в строительной технике домах. Плевать, что теперь их папа и мамы легко могут найти хорошо оплачиваемую работу. Имея он в активе только это, щеглы кинулись бы его пинать жестоко, может, для приличия сделав вид, что не узнали. А вот тот факт, что он бухой под орех разделал супер навороченного каратиста, это да, тут они его уважают. А вот что бы за дела добрые? Пускай сотворенные исключительно в корыстных целях. Но они-то, щенки эти, они-то об этом не знают. Фелис тяжко вздохнул. Протяжно так. Почесал пузо. Отметил, что там появился толстый слой жира. Подумал, что уже три дня забивает на любого вида и содержание тренировки. Подумав еще, решил, что это он, пожалуй, зря так делает. Поклялся, завтра же потренироваться. Покидая дворы и выходя на длинную улицу, тянущуюся в обе стороны, кажется, аж до самой бесконечности с плавным переходом в вечность. О клятве он благополучно забыл. Зато серьезно задумался над тем, что в кино преступный элемент неизменно побеждается полуумными представителями добра. Так как себя он по зрелым размышлениям считал все же добром, пускай добром немного преступным, а добро с добром не борется, Велес перестал об этом задумываться. Зато захотел есть. Посему он все же двинулся в сторону, которая предположительно вела к гостинице, где его всегда ждал заранее оплаченный номер. Улицы были удручающе пустые. Только однажды на встречу ему из-за поворота вышла молодая девчонка в короткой юбке. Узрев мэра, коего она видела только один раз по местным новостям, девушка замерла, потеряв способность двигаться от приступа панического ужаса. Конечно, она не могла его узнать. В темноте, да еще в галстуке. А я, кстати, мрачно пророкотал мэр, проходя мимо, сексуальный маньяк. Серийный. Взвизгнув, девчонка растворилась в темноте. Ну и дура, проворчал ей вслед Велес. Я ведь пошутил. Молодежь нынче совсем без чувства юмора. Ну, стал бы маньяк предупреждать о том, что он маньяк, а? Девочка, конечно, не раскаялась от этих слов и не вернулась обратно. Она была уже очень далеко от места, где повстречала странного психа в галстуке. Велес продолжил прогулку. Город опустелся всем. Ну, а чего ты опустел? Ни собак, ни людей, даже в окнах света нет. Где-то через час Велес с удивлением обнаружил, что шел не в ту сторону. Он сейчас стоял на бетонной дорожке, вокруг рос с ровным кругом лес, а на него с немым укором смотрел Александр Сергеевич Пушкин. В каменном его лице были лишь укор и жалость к несчастному мэру, столь много добра, сделавшего для этого города, и столь многих его жителей, скормившего прожорливой зоне. «Прости, мужик», прошептал Велес, глядя в лицо памятника великому русскому поэту. «Я ведь иначе не могу». Пушкин молчал. «И ни капли я об этом не жалею, понял, да?» Поэт только смотрел. «Камень не умеет говорить». «Мужик, ты думаешь, добро можно делать просто так?» говорил мэр к каменному извоянию. «Если кто-то ездит на новой машине, мужик, за это кто-то заплатил?» «Добро, любое добро стоит больших денег, а большие деньги всегда кровь». Поэт снова не ответил. «Ты пошел, ты, чурка каменная!» Махнув рукой, сказал Велес. «Стоишь тут, смотришь, а я вот читал, что ты наполовину ниггер. Что, съел?» Велес отправился прочь. Поэт сегодня был молчалив и со всякими психами, ведущими беседы со статуями, разговаривать не пожелал. Мэр плутал до рассвета и, как следовало ожидать, влип в историю. Болтаясь по ночному городу, пустынному и неприветливому, он забрел на самую окраину, да еще и в Содом, маргинальный район города. Там с некоторых пор обитали только алкаши, нарки, психи, сексуальное меньшинство и их семьи. Давно он уже собирался заняться этой выгребной ямой, которую сделал самолично, переселив сюда всех вышеупомянутых личностей. Почти всегда незаконно. Но вот никак руки не доходили. Да если честно, он давно забыл про этот район. И вот судьба занесла его в этот отстойник для падших жителей. Да еще и в таком настроении. Замерз, уставший и злой. Он зашел в кубик из пятиэтажек, посмотреть, есть ли сквозной проход. И в полном шоке воззрелся на огромный двор, куда выходили все подъезды зданий. Двор закатан в асфальт, посредине футбольное поле с покосившимися воротами и заросшее бурьяном. Футбол там не прижился как-то. Здания обшарпаны, балконы трухлявые, окна есть не везде. У пары подъездов мирно спят алкаши. У одного в густой траве лежит полуголая девчонка в луже крови. Кроме голых ног, лежащих на асфальте и ручейков крови, застывших на том же асфальте, почти ничего и не видно. А возле ближайшего подъезда скучает панк. Подозрительно трезвый панк с очень хитрым взглядом. «Эй, братан!» кричит это чудовелесу остановившимся взглядом изучающего тело в траве через три подъезда влево. «Слышь, кореш, подожди! Дело есть!» Велес отвернулся от девчонки. Тяжелый взгляд воткнулся в бегущего к нему панка. «Здорово, братан!» протянул руку панк. Велес никак не отреагировал, глядя в глаза парня с шикарным фиолетовым гребнем на голове. «Труп там видишь?» холодно сказал неузнанный мэр. «Надо милицию вызвать!» «А, труп!» панк растерянно огляделся. «А, ты про эту овечку!» «Не парься!» «Я уже вызвал, да они забили!» «Не любят, знаешь, этот район!» «Вот совсем светло станет, тогда приедут!» «А почему овечка?» «А, так это...» Совсем растерялся панк. Он, видать, принял мэра за местного алкаша. Ну, учитывая своеобразное деяние. Она приключения искала с наркошами местными. Не знала, наверное, что фара нарк, да еще и ебанутый на всю бошку. Вот и... Они ее тут часа два толпой жарили, потом запинали. «Да забей ты! Она даже не отсюда!» «Дело, говорю, есть!» «Охренительное дело, мужик!» «Ну, говори!» Очень холодно, произнес Виллис. Парень холодно в голосе не заметил. «Слыхал про зону?» Хитро подбегнул панк. «Так вот, туда легко попасть, я могу устроить. Бесплатно! Тряпки тебе дадут, оружие и вперед бабло из зоны таскать!» «Вербовщик, от змея работаешь?» «Ага!» Даже забыв закрыть рот, ответил панк. Дело было не в том, что его профессию так точно назвали, а в том, как именно ее назвали. Без всякого выражения. «Знаешь, как хреново влияют подобные неприятные инциденты на избирательский рейтинг городских властей?» Панк не ответил, а Виллис снял галстук и отдал парню. «Держи!» «Потеряешь?» «Усек!» Панк кивнул головой. Его взгляд приклеился к маленькой деревянной иконке на груди незнакомца. Впрочем, уже не незнакомца. Парень начал догадываться, с кем имеет честь говорить. Таких иконок не делали, таких не носили. «Мэр?» Панк бережно кончиками пальцев взял галстук. «Я... А я, может, пойду?» «Не ссы, мусорам не сдам!» Виллис погладил иконку пальцами. Коснулся поочередно ликов всех трех незнакомых Панку, изображенных на иконке людей. «Я, наоборот, тебе орден и премию дам, если с этой клаки исчезнет побольше говна прицелом в зону». «Да, да, но я, может, пойду?» Панк нервничал и потел. Он много слышал про мэра. Про неопознанные трупы в озере и про необъяснимые пропажи некоторых людей тоже слышал немало. «Пойдешь. Но со мной!» Виллис похлопал парня по плечу. Улыбнулся. Панк подумал, что, пожалуй, надо было ему тогда остаться в Питере, наплевав на обещанные легкие деньги за обувку лохов и отправку их на заклание. «Покажешь, где фара с компанией?» «З-з-зачем?» «Будем судьями мы с тобой, мой верный конь, э-э-э-э-э-э-э-э-э-друг!» Виллис еще раз посмотрел на мертвую девчонку. С удивлением понял, что именно сейчас его ведет не корость и расчет, а банальная жажда справедливости. Детское, до предела глупое, но почему-то приятно греющее сердце. Роскошь, на которую босс его уровня уже не имеет права. Смерть. Любая смерть может быть оправдана только одним способом, если она принесет прибыль. Любое действие должно выполняться, только если оно сулит прибыль, сейчас, либо в будущем. Босс не должен поддаваться таким глупостям, как месть, оправданная только желанием отомстить, таким как любовь ради самой любви. Но если иногда, чисто для души, почему бы и нет? «Ну, их там человек 15!» возмутился Панк, встретил взгляд мэра. «Да и я же с удовольствием! В смысле, я же не боюсь, но...» «Станешь у входа!» «Вершить деяние справедливое отрок пропащий буду я!» Чуть ли не нараспев проговорил Велес, а Панк неожиданно понял, что этот психованный город управляется психованным мэром. Мэр в этот миг почувствовал некоторую слабину в бесстрашном норове своего коня, то есть норове своего новообретенного друга, и сообразил, что ему требуется поднимающая боевой дух речь. Каковы он тут же и выдал, выбрав самую действенную всех. «Топай!» «Ноги сломаю конь педальный!» «Я понял, понял!» Тут же ощутив небывалый порыв творить справедливость, ответил вербовщик. «Показывай дорогу!» Уже поднимаясь на четвертый этаж по загаженному до предела подъезду, мэр вдруг спросил у своего нового знакомого. «Тебя как зовут?» «Филя!» «Вот здесь они обретаются!» Он указал на ободранную деревянную дверь. «Филя!» «Почему ты не помог той девочке?» «Оно мне надо!» Панк передернул плечами. «Я за чужую жопу свою подставлять не стану!» «Трахают, убивают!» «Да плевать, пока в мою сторону не быкуют!» «Участвовал?» «С девкой с этой!» Панк презрительно сплюнул. «Я не псих, как эти гоблины недорезаны!» «Надо я за три часа гимназистку совращу, да так, что она и сама счастлива будет!» «Если свалишь Филя, найду!» Прервал его Велес и вошел внутрь. Двери тут не запирали. Картина предстала нормальная, трущобная. Грязные полы, ободранные стены, кухня, облюбованная целой ордой жирных, счастливых своей жилплощадью мух. В зале трубно храпели. Туда и прошел по пояс голый мэр. Навстречу ему на свою беду вышел худой, трясущийся по случаю раннего утра то ли нарк, то ли алкаш. Впрочем, даже если бы он и не вышел, его бы это уже не спасло. С некоторых пор Велес страдал от одного странного недуга. Ему нельзя было показывать кровь, становилось плохо. Плохо становилось всем, до кого он успевал дотянуться. Велес мягко шагнул к уже заметившему его щуплому телу и в шаге, точно как учили, начал плавный разворот, заканчивающийся резким ускорением и выходом кулака вперед. Вся соль удара заключалась именно в том, чтобы в момент движения руки все тело срабатывало подобно пружине. И один маленький момент, решивший на сегодня десяток судеб. Спину нужно было держать прямо, чтобы позвоночный столб в момент удара смог самортизировать отдачу. Вследствие зверского похмелья амортизация у Велеса как-то не получилось. Удар пришелся в область сердца. Парень без единого писка под хруст сломанных рыбер улетел в зал, а Велес взвыл от боли простреливший позвоночник. Алая волна мгновенно накрыла глаза. Яростно шипя, в меру воспитанный мэр впрыгнул в зал. Первый номер безжизненно лежал на полу, изо рта текла кровь. Народ, разлегшийся на грязном полу, да на ободранных матрасах начал просыпаться. Один поднял голову. Носок ботинка смял шею, с хрипом парень лег обратно. Почти сразу затих, с разбитой всмятку глоткой трудно хрипеть. С разбитой всмятку глоткой долго хрипеть обычно не получается. Тут народ вскочил как по команде. Три пары кулаков понеслись к мэру. Велес нырнул под один кулак и плавным, почти даже нежным движением сломал шею несчастного. Второй получил вколенную чашечку и с воем, а сломанная нога это обычно очень больно, упал. Сильнейший удар в затылок и вой стих, черепно-мозговая с отеком мозга. Помолимся за упокой несчастного дебила. Третий герой неожиданно для себя узнал, что удар копье из фильма ниндзя Максим Глушков 3 в фильме показан неправильно. На самом деле сложенные копьем пальцы пробив живот должны непременно достать точно до позвоночника. С этим бесценным знанием парень трагически ушел из жизни. А Велес окончательно утратил остатки разума. С диким рычанием он начал уничтожать живых врагов всеми доступными способами. Немногие успели закричать, всего один успел сбежать курсом в окно, где и выпал на асфальт. По иронии судьбы, его мертвые глаза были обращены к трупу девушки, лежащей в пяти метрах от несчастного. Велес остановился только когда в помещении прекратилось всякое движение. Тяжело дыша, он осматривал окровавленные куски мяса у своих ног, некогда бывшие людьми. Впрочем, бывших людьми когда-то очень-очень давно. В зал пулей влетел Филя. Открыл рот, желая что-то сказать. Так и застыл мгновенно побелев. Ужасный монстр, покрытый кровью с перекошенной яростью физиономией, поигрывая сильно раздувшимися мышцами, медленно повернулся к нему. Я очень рад, Филя, что вы не покинули свой пост и не оставили меня в этом ужасном месте совсем одного. Мягко проговорил маньяк с иконкой на груди. Приехали? Велес уже спокойный и по обыкновению очень добрый, удивленно вскинув брови осмотрелся. Глянул на себя. Ой, какая неприятность, а я весь в крови. Они по лестнице поднимаются. Правда? Велес подошел к перепуганному насмерть панку. Филя, когда очнешься, скажешь, что ворог был в маске и совершенно вульгарно матерился пропитым басом. Кроме того, ты подробно опишешь им какую-нибудь татуировку на спине Ирода, так подло поубивавшего несчастных, юных и обколотых в хлам насильников и убийц. Понял? Когда очченусь? Да. Велес нанес два удара, сложившихся в один. Филя потерял сознание и лишь придя в себя обнаружит, что у него сильно болит челюсть, а его левая рука выбита из плечевого сустава. Выпавший из рук парня галстук Велес аккуратно свернул и сунул в карман. После оторвало трупа поприличнее кусок относительно чистой ткани, повязал на лицо на манер ковбойского платка. Удовлетворенно осмотрел поле битвы. Все счастливый миг в помещении ворвались два общественно опасных типа с оружием в руках и в суткнувшихся в пол. На пороге они замерли открыв рты. Стволы автоматов повело. Отчего-то руки дрожали. Велес изобразил любимый жест подлых америкосов и сиганул в окно. Сержант Петренко зябко поежился. Стараясь выглядеть мужественно он смотрел по сторонам взглядом Тараса Бульбы перед боем с подлыми царскими прихвостнями. Но получалось почему-то не слишком хорошо. Высыпавшие из подъездов местные жители хищно поглядывали на милиционера. Тот крепче сжимал автомат. Очень уж четко читалось в глазах местных обитателей что на господина Петренко им положить и растереть. А вот его симпатичная форма этот чудный автомат и милицейская новенькая машина совсем недавно подаренная муниципалитетом вот это их и правда очень интересует. Была бы ночь господин Петренко читалось в иных печальных взглядах. Мы бы стали богаче на приятно хрустящую пачку зеленых банкнот. Сержант потел и жался к машине проклиная мэра собравшего всю эту мразь в одном месте. С ними тут что-то стало от близости друг к другу эти животные быстро утратили то немногое человеческое что в них было. А может эта близость зоны сыграла свою решающую роль? Ведь никто не знал как она влияет на людей за границей кордона. Излучение меняющее все живое в самой зоне сюда вроде не доходит но кто знает вдруг ученые политики лгут и на самом деле влияет. Вот эти люди по натуре зверье может совсем озверели они как раз из-за зоны неизвестно. Но народ собранный здесь всегда славился своими преступными наклонностями обитая среди нормальных обыкновенных граждан. И вот мэр собрал их здесь и вскоре милиция получила район полный не преступников а беспощадных и хитрых зверей. Уже полгода они сюда старались не соваться только трупы вывозили. Вот и сейчас они приехали в этот гадюшник в наивной надежде быстро забрать труп девки и убраться поскорее. Скорая сюда ехать вообще отказывалась в категорической ничем не прикрытой и откровенно матерной форме. Даже когда капитан пригрозил им арестом эскулапы не изменили своего решения надо заметить крайне борзово решение так как ехать их просили не какие-то там граждане а самые настоящие милиционеры. А тут еще дикие вопли из окна. Пришлось реагировать. Конечно плевать уехали бы но из окна кто-то выпал и из тошного пя упал рядом с ними забрызгав ведь они у него замшевые кровь теперь не отстирать не попортив самих ботинок. Десятая часть зарплаты лейтенанта коту под хвост ужасный случай вопиющий так что отвернуться от такого чудовищного преступления они конечно не могли а посему Петренко остался на улице охранять тачку а напарники кинулись задерживать то животное что своими чудовищными деяниями подло испортило ботинки лейтенанта то есть конечно же свершившее жестокое преступление против личности и здоровья честных граждан наверху что-то странно хрустнуло сержант поднял голову и повернулся на звук тупо моргая он смотрел как повдоль балконов неестественно медленно падает перемазанное свежей кровью мускулистое тело не сразу дошло что сие тело не падает а странно отталкиваясь от выступов и поручней самих балконов быстро спускается вниз сержант вскинул автомат только когда человек уже стоял на земле к сожалению человек двигался чрезвычайно быстро он успел сократить разделявшие их расстояния еще до того как сержант вжал спуск Петренко полетел на земь чувствуя дикую боль в объемистом брюхе автомат остался в руках страшного человека человека ли сержант не был в этом уверен Велес поднял калаш и дал очередь по окну где сверхнули белые лица милиционеров бросил оружие в машину и с удовлетворением отметив наличие ключей в замке зажигания плюхнулся за руль да я прям Бэтмен блин воскликнул Велес улыбаясь дал газу намеренно тронувшись с шикарной пробуксовкой безнадежно портя покрышки прибавляя газу он последний раз глянул на местность посмотрев в зеркало заднего вида сержанта обступали люди медленно странно оглядывая стынущего милиционера в их взглядах читалась жажда Велесу была знакома эта жажда они хотели видеть кровь и смерть машина остановилась открылась дверь человек перемазанный кровью вышел и дал длинную очередь над белым от ужаса ментом миг и на улице стало пусто милицейский сержант невредимый лежал на земле впервые в жизни молясь богу Велес прыгнул в тачку и поспешил уехать десятки хищно блестевших глаз провожали его многие обладатели глаз почему-то вдруг почувствовали что для них скоро начнутся серьезные неприятности и они были правы черт возьми Велес остановил машину свернув глухой проселок где отродясь не водилось постов ДПС и других бандитского вида личностей собрался позвонить Лому и тут с удивлением понял что мобильника у него нету а ведь и сержанта того наверняка телефон был впрочем святые с иконы видимо хранили Велеса в бродачке нашелся забытый кем-то мобильник часа через два Велес уже был в гостинице чистый довольный и с любимой местной проституткой в теплой постельке а его люди все за исключением Кеши и Пупса оставшихся в мэрии бегали по городу в пении и мыле решая подготовительные мероприятия для предстоящего уничтожения в основном расселении жителей по детдомам тюрьмам и психбольницам района прозванного жителями города Содом часть этих людей 53 мужчины и 22 женщины пополнили списки без вести пропавших в милисейских сводках хоть и конвоировались их людей при отправке в прикордонные территории сотрудники ОМОНа и стали безликими цифрами в отчетах змея которые тот регулярно переправлял мэру для ознакомления и уничтожения змеи получил премию за 75 душ скормленных зоне премию которой он не заслужил сталкерское воинство вновь получило пополнение и кажется последнее Велес более известный в всех местах Хохляцких как мэр Чернобыля 145 Алексей Сергеевич весело насвистывая листал объемистую папку папка имела 55 листиков неприятно резавших взгляд белоснежным цветом листы были жесткие от любого неосторожного движения мерзко хрустели и пестрели множеством маленьких символов которые читать было немного трудновато как бы в виде бесплатного бонуса вся эта масса символов из которых более половины были цифрами в итоге сообщало о медленном но стабильном снижении доходов тем не менее Велес не поддавался на провокацию и настроение оставалось достаточно веселым для легкомысленного свиста листочки принесли поздно ночью человек чье лицо было ввязано шарфом на котором не доставало одного глаза очень мрачная и зловещая фигура в длинном ковбойском плаще от Гуччи это как минимум Велес продрав глаза со сна у мэра развелась достаточно странная привычка ночевать на работе даже раскладушку припер в кабинет хотя лом и уверял что лучше перенести диван из соседнего пустующего кабинета но мэр настоял на неудобной старой раскладушке и рассмотрев гостя окруженного явно ощутимой тягучей темной аурой не удержался и расхохотался до слез он еще корчился от смеха когда ошалевший от такой реакции курьер уходил одноглазый скрывавший свое лицо шарфом конечно работал в организации не первый год и доставлял важные бумаги для многих подозрительных и просто свихнувшихся личностей но чтобы так конкретно поругавшихся с головой это ему видеть еще не приходилось ушел он в полной уверенности что бог умер а мир сошел с ума если один из влиятельнейших боссов организации протянувший свои щупальца во все уголки земного шара так себя ведет то что же будет дальше информация подтверждала опасения самого Виллиса высказанные еще на заре его деятельности связанной с бизнесом зоны прибыли будут падать по мере насыщения рынка старые чисто умозрительные страхи просто получили материальное подтверждение ничего особенного куда тревожнее информация пришедшая вчера утром точнее полученная посредством телефонного разговора между Альбертом и мэром Чернобыле 145 припяти наметились схожие проблемы рекрутов сталкера вербовщики Альберта набрали еще меньше чем люди Виллиса еще более удручающий факт содержали данные отчетов получаемых им раз в полгода в квадратных папках всегда черного цвета их переправляли обычной почтой в этих отчетах не знаю точно о чем они мало что можно было понять к примеру последний отчет полученный в прошлом месяце содержал как обычно две колонки в одной цифры в другой название городов таким интересным форматом к примеру Ярославль 63 передавались очень важные данные значила такая запись что за прошедшие полгода из Ярославля в окрестности Чернобыля 145 прибыло ровно 63 человека и люди подчиненные непосредственно змею приняли их еще на вокзале одели вооружили и переправили через кордон по хорошо отлаженным каналам за этих людей змей не отчитывался и нес ответственность за их сохранность только с момента их получения заранее данные о них никому не пересылали и с ними всегда приезжали сопровождающие люди других боссов можно сказать региональных Велес с ними никогда не контактировал каждый делал только свое дело да и не того это уровня босса чтобы лично знать такую фигуру как Велес несмотря на то что их официальные должности порой значительно превосходили должность Велеса мэры широко известные преступные авторитеты прокуроры начальники в оперативных милицейских структурах пара заместителей губернаторов совсем не мелочь в общем но их реальное положение в организации было гораздо ниже если по тем же официальным званиям судить Велес был президентом республики в составе федерации оригинальные боссы мэрами городов в областях этой республики впрочем очень неточный пример эти боссы подчинялись совсем иным людям которые отчитывались перед серьезными людьми подчиненными арабу Велес отчитывался только и лично перед арабом благодаря тому же арабу все эти люди однажды получили задание набирать скрытно и переправлять их в определенное место отчет они отсылали регулярно не зная конечного пункта назначения и не пытаясь его отследить за такую самодеятельность могли и пришить из этого неизвестного пункта собиравшего сведения о поступлениях мяса со всех регионов общий отчет в виде двух колонок с цифрами и названиями городов уходил уже лично Велесу такой вот новый полугодовой отчет из названий городов и безликих цифр утверждал что сталкерство становится аутсайдером по всей стране цифры там были смехотворны получалось что со всей российской федерации было собрано всего 172 добровольца за полгода наверняка данные по Европе получаемые Альбертом еще хуже страны там сытые обеспеченных идиотов много отчаянных людей мало все говорило о том что показатели стремятся к нулю становилось понятно что это уже не случайность форст мать его мажор все куда серьезней народ больше в зону не хочет стимул потерялся с такими проблемами Велесу можно было спокойно вешаться но он почему-то насвистывал веселенький мотивчик к чему бы это неужели случилось страшное и этот достойный джентльмен в раннем детстве получивший хорошее воспитание и нехилое сотрясение мозга в придачу все же не смог противиться гнету жестокого мира и немного повредился на голову нет совсем нет Велес недаром одно время считался подающим надежды научным специалистом да еще числился знатоком физики пространства и был на примете у лиги наук в данный момент его хорошее расположение духа объяснялось весьма просто он намеревался решить свалившиеся на него проблемы причем собирался сделать это сегодня утром пока правда не знал как именно он это сделает но разве это на самом деле важно главное ведь стремление к победе и надежда на лучшее значит наши рабы новых видов оружия не хочут пробормотал Велес пробежав глазами очередной листочек что и фронт единства черной расы тоже испытывает финансовые проблемы надо же только ракетно-зенитные комплексы ничего больше им не надо макаки чернозады что с них взять Велес устало вздохнул паник головой тут же оживился и начал делать самолетик из последнего прочитанного листика получился серьезный такой самолет непонятной принадлежности мэр взял со стола свою любимую ручку с острым пером и нацарапал на крыле бумажной игрушки прямоугольник разделенный двумя полосами на три части именно так мой дорогой друг и товарищ Велес довольно разглядывая рисунок произнес мэр улыбнулся до ушей зачем нам эти вшивые африканцы и нищие арабы пора переходить на новые высоты не убили бы за такую инициативу пару минут Велес размышлял с одной стороны задуманное очень не понравится многим боссам но при этом сулит просто титанические прибыли с другой как это провернуть не оказавшись за решеткой да и вообще как провернуть не заявишься же в министерство обороны и так сходу здорово братан я к министру модели новых стволов привез пусть глянет может что купит так еще и пристрелят прямо на пороге а почему бы не зайти с другого бока зачем искать контакты самостоятельно пусть данное подозрительное министерство само их ищет но тогда нужны свои люди в военных верхах чтобы заинтересовать необходимых для дела высокопоставленных людей и конечно не через араба этот может не понять и выдать приказ на устранение окончательно сбрендившего Виллиса значит что именно так господа офицеры Таня пригласи Демченко сейчас Алексей Сергеевич ответил нежный голосок секретарши Тани дожидаясь начальника охраны с интригующим прозвищем Лом мэр старательно уничтожал прочитанные только что отчеты хранить их было нельзя по крайней мере у него копии это всего лишь копии но представляющая опасность для организации если попадут не в те руки достаточно прочесть такую интересную строчку на первой же странице Zao Phoenix вертолет Apache с модификацией зеролет пламя 7 штук поставлены Афганистан получатель Али Мухаддир сумма ну и тому подобное все было в порядке до названия модели вертолета Phoenix производил заокеанские Apache вполне легально и даже платил американским друзьям сквалыгам и подлым нерусям определенную договором сумму с каждого сошедшего сканвейера виндокрилового монстра а вот дальше непосвященный просто не понял бы о чем речь имеется ввиду строчка с модификациями в документации самого завода получатель конечно был иным некая республика где-то на островах почти всегда республики и страны с правительством имперского типа но вроде канавшего в лето СССР или Кореи эти аутсайдеры и изгои мирового сообщества избирались как получатель по той причине что сообщать информацию о покупке вооружений кому бы то ни было они не желали корейцы например в последний раз на настойчивый запрос ООН ответили что никакого оружия у них нет и не было в помине а те две атомные подводные лодки что были засечены американским спутником в Тихом океане на самом деле призраки трагически погибшего К-19 и вообще спутнику показалось а миролюбивая корейская нация не имеет к этому никакого отношения так что проверить куда действительно были проданы Апачи посторонним лицам было невозможно к тому же Корея и правда иногда покупала что-то в организации вот имя мусульманское мигом привлекло бы внимание некоторых спецслужб и заставило бы обильно пропотеть службы другие считалось что Али с блеском уничтожили 5 лет назад бравые американские солдаты в горах Хандагара а после его смерти новая молодая и исключительно дерзкая террористическая организация самопроизвольно распалась неприятный сюрприз был бы Али жив здоров действует но американцы научили его быть осторожнее а организация помогла парню когда его едва не пришили боевики Аль-Каиды как нежелательного конкурента единственное место в отчете покрытое мраком тайны модификации впрочем любой нежелательный читатель документа решил бы что речь идет о банальной электронике или более совершенном ракетном или там огнестрельном оружии и был бы почти прав Zero броня ноль броня как ее почему-то обозвал Франкенштейн получив первый образец в своей лаборатории еще сия броня именовалась Даганит-Б на поставленных вертолетах она защищала только жизненно важные части цельный корпус из Даганита-Б доброму но немного кровожадному арабу Али был не по карману точнее он не смог бы купить семь машин а ведь ему нужно было куда больше лед представлял собой систему самоуничтожения единственный эффективный способ известной науки для полного уничтожения Даганита и всего что окажется рядом как ни бился Франкенштейн да и сам Велес над этим чудесным открытием настоящего оружия из льда так и не получилось даже приличной бомбы из него сделать было невозможно а вот превратить боевую машину в ледяную статую за пару секунд он вполне мог да как превратить в полной тишине крепчайший металл вдруг меняет цвет на синеватый и стоит себе грозный вертолет льдинками блестит ткнешь пальцем и он с приятным звоном выпадет тысячами льдинок при этом материя попавшая под действие льда меняла атомный состав чудо-вещица но она больше ее не хватало пламя было оружие причем настолько разрушительным что стрелять из него можно было лишь с высоты и подальше напалм очень напоминало но куда эффективнее песок в стекло превращался велес бросил в уничтожитель последний листок и нажал кнопку на приемнике изрезанной в куски бумаги там что-то довольно заурчало отчеты заводов обратились в прах что ж оригинал сих документов конечно ждет другая участь но отправят оригинал не ему боссу средней руки возможно арабу а может и куда-то выше тому кто отдает приказы непосредственно арабу и почему у него такая странная погоняла велес частенько задавался этим вопросом араб на араба почти не походил разве что нос и немного глаза а так чистый крестьянин славянского виду босс вошел в кабинет лом и замер у дверей прикрыв их за собой слушай лом а почему у тебя такая погоняла лом спросил босс сегодня одеты вполне прилично деловой пиджак белая рубашка брюки иконка небрежно упавшая на белую рубашку на груди у рубашки одной пуговицы не хватает брюха видно ну против лома нет приема пожал плечами лом ха понятно мэр улыбнулся товарищу по оружию лом бери веку пупса и дуйте на кордон там капитан селиванов есть такой на кпп солдатикам скажете что от мэра и вам нужен паша в смысле селиванов если его нет тогда зарубен скажите что срочно если будут хамить лом ощерился в хищной улыбке и с хрустом сжал кулаки даже не думай начнете там буянить порешат вас и забудут как звали и я ничего сделать не смогу ведите себя вежливо мирно на провокации не отвечать если упрутся скажите что пселиванову или зарубену передали что до мэра дошли тревожные слухи о вопиющих случаях торговли радиоактивными артефактами некоторыми офицерами и солдатами гарнизона когда явятся эти два болтуса в погонах с целой командой солдатиков вежливо и не шибко громко сообщите что мэр желает говорить с генералом тумановым и ожидает его визита если он не шибко занят конечно если паша то есть селиванов или зарубин начнет тебе гнать что туманов уехал или только что вышел скажите что мэр очень расстроен дошедшими до него слухами и подумывает о том чтобы уведомить о их наличии некоторые должностные лица в правительстве и средства массовой информации понял угрюм с солдатами да еще и с офицерами ну давай в темпе лом кисло улыбнулся и вышел а велес откинувшись на спинку кресла закрыл глаза и задумался чертыхнулся встал и покинул кабинет лом с пацанами уже отправились в путь велес заглянул в дежурку отдал несколько распоряжений отправил тита и ляпов оружейку потом загнал в соседние со своим пустующие кабинеты отдал несколько приказаний Басу и Щеголю сейчас стоявшим на лестнице вернулся в свой кабинет и вновь устроился в кресле с закрытыми глазами ожидая высокого гостя и размышляя затеянное выгорит непременно но лишь в первом этапе он был уверен на все сто а вот дальше ничего подобного он не испытывал слишком много переменных чтобы говорить наверняка и не дай бог раб пронюхает узнать он должен но лишь когда все будет сделано и появятся первые плоды затеянного предприятия двух предприятий велес представил в сознании карту зоны хранящуюся на третьем подземном уровне мэрии неровный круг разделенный внутри на три цвета довольно условно разделенный не слишком-то много было у него данных об изменчивом ландшафте сего уголка земного зеленый почти безопасный участок в несколько километров толщиной вблизи кордона немного мутантов мало аномалий да и большей частью легко поддающихся обнаружению радиация большая редкость солдатские вертолеты и артиллерийские удары постоянное явление много сталкеров в основном щеглы едва попавшие в эту жо в смысле в зону большей частью даже не нюхавшие пороха и полные романтики приключений в стране чудес желтый уже серьезнее множество мутантов не меньше аномалий хватает радиации сталкеров одиночек не так много но достаточно бандиты в избытке редких аномалий и мутантов немного зато до фонаря свихнуты группировок здесь же исключительно высокая концентрация брошенных и давно забытых подземных лабораторий и баз из тех старых баз созданных давным-давно частью еще до первого взрыва на ЧАЭС красный информации очень мало зато легенды сказок выше крыши там находятся Припять и ЧАЭС там же группировка Монолит загадочная крепко свихнувшаяся группировка к ним время от времени подбираются более-менее известные группы долг и свобода и вся эта информация заслуга в основном военных и архивных данных по территориям ныне ставшим зоной военные конечно помогли больше чем архивы именно они доставили языков сообщивших большинство деталей имеющихся у Велеса карты ох и много же пришлось военным отвалить за этих бродяг впрочем не шибко если учесть что Паша Селиванов потерял в последней экспедиции 20 человек и 2 боевые машины больше он гад почему-то ни за какие деньги за новыми языками идти не хочет даже угроза пришить его по ночи да из-за угла делу не помогла и другие офицеры после этого в зону топать дальше километра от кордона не желают ни за какие блага мира ну и к черту их всех информации достаточно для планируемых действий Велес мысленно наметил точки на карте собственно вспомнил 4 уже намеченных после долгих раздумий и добавил еще 3 одну после 10 минут сомнений в красной полосе превосходно теперь группировки какие ближе всех и наиболее доступны долг свобода так долг или свобода свобода мало интересуется местами так далеко от ЧС тогда долг но их еще искать придется гоблин и блин совершенно неожиданно для себя Велес уснул разбудили его мерные гулки и шаги явно не принадлежавшие никому из охранников так ходили только солдаты и только по плацу какого спрашивается хрена в кабинет вошел сидеющий господин с кирпичной мордой и в светло-зеленом кителе бесцеремонно сей господин устроился на кресле ближайшем к столу мэра и развернул сей несчастное кресло так чтобы быть к мэру лицом металлический взгляд военного тяжелый гирий упал на лицо Велеса упал и приклеился намертво здравствуйте господин Туманов преувеличенно радостно воскликнул Велес с интересом изучая большие красивые погоны генерала послушай юноша резкое чекание слова будто шаг на плацу отбивая ответил генерал ложа сильные руки на стол мэра под кителем сколыхнулась непонятная волна похоже старый генерал был покрыт нехилыми мускулами которые наверняка ежедневно мучил всякими гирями и штангами а может по солдатской привычке турниками и марш-бросками твоя наглость меня поражает раз ты обнаглел хуже некуда два и третье сколько ты хочешь чтобы заткнуть свою поганую пасть и больше не беспокоить меня чайку не хотите ничуть не изменившись в лице заботливо поинтересовал сам мэр я тебе сейчас шею сломаю и домой пойду так же вежливо ответил генерал сколько и не забывай щенок я прекрасно осведомлен о твоих делишках с офицерами моего гарнизона я не просто принимаю материальную их благодарность за свое безразличие но и фиксирую все сделки с твоим участием так что не проси у меня слишком много паренек компромат собираешь не только ты сопляк значит не хотите может тогда кофе генерал начал багроветь лицом ты меня понял сколько я лично с вашими офицерами дел не веду стерев улыбку с лица сказал делис естественно фыркнул тумана я тоже лично никаких взяток не беру лично не беру как и ты я работаю через подставных и посредников короче парень мы друг друга поняли я вижу ты молод городок у тебя мягко говоря не зажиреешь так что мне твои желания понятны кушать все хотят а вкусно кушать тем более так сколько угроза шантажа дорогой мой генерал лишь для того чтобы вызвать вас сюда для приватной беседы не понял тебе деньги не нужны генерал скривился и опустил глаза блядь значит тебе нужна услуга и чего же ты хочешь от меня свободный коридор через кордон снова дружественно улыбнулся мэр двусторонний с использованием вашей техники генерал и иногда конвоем из ваших же солдат генерал расхохотался откидываясь на спинку удобного кресла отсмеявшись он выпрямился и громогласно заорал а больше ни хуя ты не хочешь совсем офонарел юнец ты секешь идиот с кем говоришь дай тебе сейчас прямо здесь за измену родине дверь в кабинет отворилась и внутрь вбежали два солдата в камуфляже с оружием на изготовку причем у них были вовсе не калаши оба ствола поднялись и нацелились на Велеса солдаты застыли ожидая приказов истошно завизжала Таня послышался глухой удар и Таня замолчала видать опять ей в зубы прилетело так еще уволится Таня надо бы ей зарплату поднять лом не дергайтесь сидите смирно заорал Велес слегка беспокойно генерал чьи солдаты уже держали на мушке веку с ломом в приемной ухмылялся улыбкой победителя на миг улыбка дрогнула он вообще ожидал страха и стошных воплей сопляка о помощи которую ему попытается оказать его охрана потом конечно он ждал от юнца мэра слезных молебнов о пощаде сразу после нескольких выстрелов убивающих двух туповатых охранников приемной а старый генерал принципиально считал юнцами не достигших сорока лет мужчин и всех не служивших в армии включая пенсионеров когда-то откосивших от службы вместо этого он увидел беспокойство за гостей что генерал все же счел за нередко ошибочное первое впечатление генерал я считал вас разумным человеком строго и немного грозно произнес мэр а вы устроили настоящую истерику да что ты ярко красный от нахлынувшего гнева начал было орать генерал у меня есть множество очень веских аргументов в пользу сказанного генерал все еще кипел от ярости но с полминуты подумав все же повернулся к своим солдатикам в ту комнату живо и держите на прицеле всех кто сунется никого не выпускать малейшая попытка сопротивления открывать огонь на поражение выполнять солдаты поспешили исчезнуть когда они закрывали дверь из приемной раздался мрачный немного злой но холодно спокойный голос лома босс вы уверены да не вздумай буянить генерал немного нервничает но все в порядке туманов хмыкнул презрительно и снова сел в кресло теперь закинув ногу на ногу теперь я так думаю сопляк никаких деньгах речи быть не может важно говорил генерал ты просто забудешь обо мне и уничтожишь компромат на меня или я пристрелю тебя прямо здесь а еще лучше на кордон увезу и выброшу в зону теперь во первых генерал бесцеремонно прервал его велес отчего тот снова начал закипать увезти меня у вас не получится а попытайтесь мне придется возиться с пятью трупами вы же четверых солдат взяли с собой нет десятерых остальные уже держат на мушке твоих юнцов внизу они видишь ли решили разоружить моих людей я им разоружу надеюсь мои парни из ваших никого не покалечили сочувственно и виновата поинтересовался мэр нет что генерал решил что ослышался кого покалечили моих ну значит они выполнили мои указания в точности какие еще указания генерал наклонился к столу ближе и зашипел щенок ты еще не понял с кем говоришь не врубаешься что я могу с тобой сделать какие аргументы в темпе излагай и мы похохочем вместе а потом я уеду а ты застрелишься ну вряд ли я застрелюсь панически боюсь знаете ли огнестрельного оружия тоже наклонившись доверительно поведал мэр генералу взбелениться по новой тот не успел велес продолжил речь аргументов у меня ровно 50 миллионов а у генерала мгновенно спутались мысли чего рублей я вас вроде не оскорблял генерал так зачем же вы ругаетесь такими неприличными словами евро конечно а уж очень мудро заметил по этому поводу туманов замолчал задумался тряхнул головой и глухо ответил издеваешься юнец откуда у тебя такие деньги ты вообще кто блин вот именно этот вопрос вам следовало задавать едва вы сюда вошли а не размахивать вульгарно всяким огнестрельным железом велес помолчал отбарабанил пальцами какой-то мотивчик и заговорил снова только ответа вы все равно не получите скажу и вас придется убить генерал неуверенно ухмыльнулся если вам повезет и вы улизнете отсюда живым вас уничтожат после меня кстати тоже такая информация стоит жизнь причем всей иногда даже буквально ну допустим улизнуть это громко сказано у меня тут десять солдат и вся твоя охрана стреножена а вот сколько людей вы видели внизу четверых все на прицеле генерал замолчал крепко стеснув челюсти и нехорошо покосился на стену кабинета именно кивнул мэр следовало сначала проверить кабинеты они закрыты но если бы вы были более внимательны генерал то заметили бы что закрыта они изнутри вы заметили таблички бухгалтер и заместитель у нас бухгалтерия внизу а замок у меня нет обычно кабинеты пусты обычно да не спешите засылать своих ребят по кабинетам снизу тоже не только девочки у окошек и пацаны на воротах генерал генерал склонялся к приказу начать боевые действия велес как бы между прочим заметил мои парни вооружены глазами духа ваши ребята погибнут почти мгновенно глаз духа запрещенное оружие пробурчал генерал есть мнение что его вообще не существует есть мэр опять кивнул хотите проверим его справедливость либо ошибочность генерал сглотнул и отрицательно заматал головой от глаза не существовало защиты за исключением цельного куба из дагонита b кислотное оружие стреляющее небольшими ломкими капсулами взрывающимися при поражении цели в облаке образовавшихся брызг кислоты человек мгновенно превращался в частое решето причем самый тяжелый бронежилет прожигался насквозь за дурю мгновения органика еще быстрее одной капли хватало чтобы за три секунды проесть метр высокопрочной стали малоизученная лучше ее просто невозможно было изучить кислота порожденная одним из растений зоны даже дагонит а проедала правда не сразу кто бы мог подумать что когда-то обычный дуванчик мог породить растения чей сок являлся сверх всяких мер едкой кислотой все таки зона это самое чудесное из всего что случалось с матушкой землей знаете патроны точнее капсулы к глазу очень дорогая вещь просто чудовищная дорогая пожаловался мэр генералу у меня тут где-то даже маленькая ванночка есть с этой кислотой на литр примерно из дагонита b знаете держу так поразлечься кстати представляете вот десятитысячная банкнота америкоская практически сразу исчезает а тысячная еще с пару секунд лохмотьями плавает удивительно правда а вот евро я тебя понял генерал задумчиво кивал сам себе взгляд затуманился он о чем-то напряженно размышлял деньги тебя не интересуют у тебя их достаточно и ты не просто зачуханный политишко дорвавшийся до кормушки американцев не любишь а что америкосы говоришь да знаете ли мутные они какие-то поморщившись сообщил велес все они на баксы свои поганые меряют все бы им купить или продать америкосов я не понимаю изворотливые жадные да в конце концов из них ведь по-русски почти никто не говорит чурки одним словом хе-хе что правда то правда впервые за весь разговор по-настоящему улыбался генерал чем то ему насолили заграничные товарищи по разуму проход говоришь двухсторонний то есть ты будешь переправлять людей туда и каких то забирать обратно так верес с улыбкой кивнул генерал нахмурившись хрустнул пальцами я конечно не сильно то и против но видишь ли парень вынужден тебя огорчить этот бизнес уже занят там работают очень серьезные люди и доход мы совсем неплохой скоро дачу под москвой куплю так что я даже не знаю вы говорите о змея да генерал удивился искренне но ненадолго хитро прищурился вот если бы змей к примеру рано по утру не проснулся бы или в аварию попал нынче ведь как с ума все подходили так или хачат на дорогах так или хачат вот тогда бы некому стало заниматься этим ммм делом змей мой человек а? генерал забавно мрыгнул двумя глазами твой? подожди артефакты что офицеры с купщиком толкают грек нарзан зяблик димон стоп вели сверкнул глазами так что генерал вновь удивился оказывается за этой маской спокойствия и вежливости хорошо воспитанного человека скрывался кто-то весьма дикий и кажется кровожадный зяблик этот человек работает без моего разрешения будьте любезны уходя оставьте всю известную вам информацию по всем известным вам скупщикам раз уж у нас теперь общий бизнес нам стоит поддерживать друг друга и пресекать всяческие попытки посягательства на монополию нашего бизнеса всевозможных преступных элементов ладно оставлю и своих тряхну насчет контактов генерал внимательно смотрел на мэра с таким лицом будто увидел его только что и впервые не так давно один мой офицер получил заказ на поимку зомби он исходил от тебя парень? если не от меня то заказчик уже дышит сквозь землю или озеро весело улыбнулся мэр так весело что сразу стало ясно это его был заказ и только от него здесь и могли исходить такие заказы твою мать генерал луны лохмыкнул слушай если у тебя все здесь так плотно схвачено все те преступные группировки как я считал конкурирующие работают на тебя то нахрен тебе платить мне такие бабки ты ведь и так через кордон только что с плакатом пропуск оплачен не ходишь в чем подвох? вы правы генерал подвох имеется Верес провел ладонью по волосам и тяжело вздохнул у меня давно есть ключи от всех ваших дверей и куплены билеты через все коридоры кордона а теперь я хочу купить и стены и мебель то есть генерал нервно облизнул губы до него дошло о чем речь ты хочешь купить кордон? мой участок кордона со всеми потрохами? и потрохами и фундаментом через вас будут проходить не только люди техника, оружие, еда, оборудование может даже мебель какая нибудь и возить все это будут ваши вертолеты ваши БТР и охранять в основном ваши солдаты камуфляж всего этого безобразия ляжет конечно же на ваши усталые плечи генерал начал ерзать на стуле и было отчего за такие дела, если они вскроются, его расстреляют даже несмотря на отмену смертной казни и весь личный состав кордона тоже включая домашних животных и служебных собак эээ... я не могу на это согласиться выдавил он наконец генерал с огромным сожалением выдавил, едва не плача он только что отказался от такой пенсии какую мог себе позволить, разве что император какой-нибудь из древних времен да? Велес огорченно вздохнул и устало ссутулился я ведь и не сильно надеялся, конечно просто думал, а вдруг? вдруг согласится генерал Туманов и мы вместе с ним заработаем много-много денег вот и пригласил вас к себе думал, 50 миллионов очень солидная сумма а учитывая, что за каждую поставку туда и обратно вам будут платить отдельно и вашим солдатам и офицерам тоже думал, учитывая все это, вы непременно согласитесь видать, не судьба что с вами, генерал? мне... генерал бессильно дергал узкий воротник кителя дрожащей рукой лицо его пошло пятнами и непрерывно меняло цвет с бледного на ярко-красный мне... что-то... нехорошо душно тут у вас, Алексей Сергеевич вы позволите? Велес поднялся и подошел к генералу протянул руки к его шее генерал не ответил у него начали закатываться глаза не беспокойтесь, сейчас вам станет лучше сердце, генерал? нет, не сердце что-то не так у вас с давлением? генерал не слышал слов и не чувствовал пальцев мэра почти нежно ощупывающих его грудь и шею пальцы остановились в районе шеи несколько плавных движений одновременный резкий тычок костяшками пальцев генерал даже застонал едва слышно видать больно было еще несколько движений Велес вернулся на свое место что? прошу прощения мне видимо стало плохо пробормотал генерал приходя в себя он неуверенно смотрел на дрожащие свои пальцы голова плавала из стороны в сторону взгляд был затуманен и какой-то погасший что ли вы едва не умерли Велес пожал плечами если не начнете лечиться следующий приступ станет последним и даже мои знания тут не помогут я и сейчас не уверен что вы не помрете у меня прямо на пороге что вы сделали? генерал быстро приходил в себя но видно было что он испытывает стыд туманов не просто следил за своей физической формой он жутко переживал и очень стыдился того что возраст уже не позволяет ему поддерживать эту фигуру и видимо он решил что крепкий дух непременно окажется сильнее стареющего тела только что генерал едва не заплатил сполна за свое упрямство и небрежение к своему телу массаж Велес пожал плечами ему я обучился благодаря тому же что позволяет мне держать в руках весь этот город на самом деле это совсем не сложно особенно после трех месяцев практики и двух трупов получившихся в результате эм... практических занятий в смысле? массажи бывают разные Велес мило улыбнулся этот изначально был разработан для бесшумных и так сказать затяжных убийств любителей массажных салонов затяжных? человек умирал через 3-4 дня после массажа от инсульта и зачем такому человеку как вызнать такие вещи? буркнул генерал он думал и разговор этот его не интересовал как и ответы мэра я не всегда занимал высокое положение к примеру довольно долго я занимался устранением соответственно и знания получал необходимые да, да, замечательно генерал не услышал ни слова кивнул головой и замолчал полностью погрузившись в свои мысли молчание длилось минут 10, не меньше наконец генерал поднял голову неужели, получив кордон, вы сможете получать такие прибыли что сможете платить за... мм... наши услуги такие деньги? конечно пока есть кордон, прибыли будут такими что вам лучше и не знать об их истинных размерах для меня приемлема названная вам цена это не мало для меня, но и не слишком много, генерал хорошо Туманов поднялся, чуть накремился его еще шатало и немедленно выправился вот что значит армейское воспитание как только на этот счет поступят ваши аргументы я сообщу о времени первого прохода через укрепление он достал из кармана маленький блокнот и взял со стола ручку оскалился в улыбке, протягивая Велесу бумажку с длинным набором цифр у нас там не всегда безопасно а я не прощу себе, если люди моего компаньона попадут под прорыв не надо он оттолкнул руку генерала мы знаем этот номер мы? вы не можете его знать изумился Туманов, шокированно пялись, почему-то на бумажку с цифрами он даже не на мое имя счет по-прежнему в Швейцарии? заинтересованно осведомился мэр даже приподнялся и любопытно заглянул в бумажку коды доступа прежние? счет на имя Александра Романовича Луконина? чёрт! прорычал генерал какого херня? вас проработали до самых трусов, господин Туманов едва здесь появились мы ну в Швейцарии! вызвал генерал скидывающий на этот счет все свои левые заработки кстати нехилые заработки, на счет дачи он скромничал нынче генерал мог с нуля отстроить себе очень неслабый дворец Правда, на этом счет показал бы дно. На чужое имя, через Тенсфиллс. Никто не знает, что у них есть эти счета. Никто о них вообще не знает. Тенсфиллс? Верес, понимающий, покачал черепом. Знаем такое, знаем. Вы даже не представляете, как трудно нам было наладить этот банк в нужную сторону. А какие проблемы были с теневыми клиентами на вроде вас? Ужас просто. Рекламу же не дашь? Успешно сокроем ваши доходы от всего долбанного мира. Тяжко нам пришлось. Генерал ничего не сказал. Спрятал бумажку с номером. Отправил китель и повернулся к двери. Едва он взялся за дверную ручку, Верес позвал его. Генерал! Туманов не обернулся. Только спина напряглась. Чувствовал, что сейчас услышит что-то такое, что слышать не хотел бы. Могу ли я передать привет одному очень хорошему и алчному господину? Кому? Я передам. Проворчал генерал все так же, не поворачиваясь. Черепу! Спокойным голосом произнес Виллис. Передайте привет черепу. Скажите, что мы решили забыть о нем. Начисто. Теперь мы работаем с генералом Тумановым, но... Если его личный бизнес не будет расти выше сегодняшней нормы, а еще лучше исчезнет вовсе, то мы не обратим на это внимание. Сделаем вид, что не видим. Генерал медленно, очень медленно повернулся. И почему меня это совсем не удивляет? Сказал Туманов, уныло кривя губы в чем-то, что, наверное, могло бы стать улыбкой. Считайте, что череп больше не имеет никаких дел на кордоне. Пусть череп исчезнет не в бытие, а останется только Туманов. Прекрасно. Мы сработаемся, генерал. Туманов повернулся и вышел. На пороге он чуть слышно прошептал. Кто ж вы такие, мать вашу? Виллис широко улыбнулся. Классно он завернул этому генералу прованночку. Хе-хе. Нет тут никакой кислоты, конечно. Да и не смог бы Виллис, довольно почтительно относившийся к фигуре господина Бакса, так измываться над его бумажными детьми разного достоинства. И все-таки отлично все получается, проблемы решены. Виллис потянулся всем телом, млея от удовольствия. Потянулся в нижний ящик стола, чтобы выпить немного вина. Вспомнил, что там только водка, и передумал. Залез на стол, повинуясь сиюминутному порыву, и начал отплясывать, насвистывая незатейливую мелодию. Босс? Спустя несколько секунд вошел в кабинет лом. Он держал в руках список с именами и адресами скупщиков, а кое-где просто адресами, где проводились встречи, оставленные генералом. Застыл на пороге, глядя на босса, выкидывающего коленца посреди рабочего стола, причем насвистывающего что-то идиотское и с закрытыми глазами. О, попозже зайду. Когда вам станет лучше. Тихо-тихо прошептал лом, чтобы, не дай боже, не услышал босс, выходя прочь и аккуратно прикрывая дверь за собой. Уже через неделю позвонил Туманов и спросил о времени прибытия первого груза. Счет генерала солидно потолстел, и последние сомнения старого солдата растаяли, а кеды матка остротает в ветвях всякого древесного типа. Мэр вежливо поприветствовал генерала, сообщил, что для начала на кордон прибудут пять молодых людей для стажировки в рядах его доблестных воинов, а уже потом пойдет груз. В конце Велес, проявляя высокую культуру речи, не меняя то, на котором излагал поток вежливых слов, добавил «Генерал, ху** вы шифруетесь!» На том конце воцарилась гробовая тишина. «Все телефоны вашей базы чисты от прослушки». «Откуда вы знаете?» Сдавленно отозвались на том конце. «Шучу, не знаю я». На другом конце послышалась громогласная неприличная ругань, даже по-украински. «Генерал, прекратите, генерал! Любой телефон, с которого вы позвоните мне, в мэрию прослушать невозможно». «Вы что, идиот?» вызывал генерал. «А если жучок у меня в трубке, а?» «Да хоть у вас в жопе!» С моего телефона по принятии звонка на трубу звонившего непрерывно исходят сигналы во всех известных спектрах. «Если в комнате, из которой вы говорите никого нет, вас не услышат». «А жучки будут передавать просто треск». «Какие сигналы?» «В каких еще спектрах?» «Вы что, мать, в вашу несете?» Уже чуточку спокойнее отозвался Туманов. «Если вы специалист по этой дребедении, добро пожаловать, и мой хороший друг с жутковатым прозвищем для вас все подробно объяснит». «Если нет, увы. Я, честно говоря, сам не до конца понял». «Да прекратите ругаться. Мы все испытали. Ни один жучок не работает, если звонок идет через фон». «А? А, это то самое устройство, которое блокирует жучки». «Да, точно. Только есть один изъян. Незначительный». «Какой? Ну... Все испытатели устройства получили рак мозга». Велес, скривившись, отстранил трубку подальше от уха. Оттуда неслись дикие матерные вопли. Когда они стихли, Велес заговорил вновь. «Я пошутил, генерал». «Да, правда, пошутил». «Правда, правда. Мы до сих пор не знаем, от чего они умерли, и...» Велес с удивлением посмотрел на трубку с новой силой, исторгающей матерные слова и выражения. «Однако он совсем не понимает шуток». Все же генерал вскоре успокоился, и Велес больше не позволял себе отвлеченных разговоров. «Правда, в тот самый день среди солдат прошел слух, что генерал совсем не в духе. Ни с того ни с сего, громогласно матерясь, он долго пинал телефонный аппарат в комендатуре, пока тот не стал похож на блин, а потом почему-то достал пистолет и выпустил в несчастный аппарат всю обойму. Генерал не верил в надежность неведомого устройства. И, кстати, правильно делал. Фонд сейчас использовался организацией во всех важных телефонных переговорах, включая переговоры с видеоканалом, но тем не менее 100% гарантии от прослушки он не давал. Поэтому разговоры повышенной важности, такие, например, как с арабом, всегда велись в завуалированной форме и никогда открытым текстом. Но одно дело араб, другое генерал одного из десятков гарнизонов, раскиданных по всей немалой длине кордона. Возможно, их разговор с генералом прослушивался. Мысль вообще-то идиотская, но все может быть. Да только вот если каким-то чудом мифическому слухачу удалось подслушать разговор, несмотря на все устройства защиты, а фонд был лишь одним из нескольких, сей разговор будет переправлен одному архиважному человеку из военной разведки. Человек немедленно примет меры, отработает свое второе жалование, уничтожив запись и приложит максимум усилий для сокрытия самого факта общения мэра с генералом. Впрочем, даже эти меры будут лишними. Правительство смотрит сквозь пальцы на все, что связано с незаконной торговлей такими прекрасными вещами, как артефакты. Причин много, и одна из них – организация. Лично Велес мог только посочувствовать тому идиоту, который всерьез попытается пресечь перебруску артефактов через кордон. Если операции, связанные с наркотиками, камуфлировали очень тщательно, то с артефактами все было намного проще. Государства не слишком рвались начинать борьбу с этим явлением, часто полезным и для них. Спустя два часа к кордону выехали на служебной машине пять человек, известных мэру как Лом, Тит, Ляп, Щеголь и Сега. Им предстояло попробовать зону на вкус и постараться не дать ей попробовать на вкус их. Все пятеро должны были принять участие в нескольких вылазках военных, в километровую зону отчуждения внутри охраняемого периметра и понюхать аномального пороху. Причем в обычном солдатском обмунировании и с безнадежно устаревшими калашами. Зачем? Вот и Лом спросил. И Кеша тоже. Велес ответил. И отправились ребята повышать квалификацию. За каким только так никто и не въехал, а более подробно никто разъяснять и не стал. Николай Геннадьевич Грошев. Дыхание зоны. Глава четвертая. Третий уровень. Сам Велес остался в мэрии. Приказал никого к нему не пускать и с утра до вечера куда-то звонил. Секретарша Таня даже порой слышала обрывки фраз из этих разговоров. Босс порой так орал и так неприлично, что краснели даже стекла. Среди охранников, к которым присоединились Маньяк, Нарк, Дятел, Усяй и Михей, взамен уехавших в командировку пацанов, поползли самые разнообразные слухи. Ближе к обеду, изрядно нервничающий Таня, мускулистый и исключительно мрачный сотрудник охраны по фамилии Резин, более известный как Маньяк, рассказал пару интересных слухов. Один поразил Таню настолько, что к вечеру она уже походила на собственную тень. С мрачным, тяжелым выражением лица, абсолютно серьезным голосом Резин сообщил Танюше, в честь неотвратимо надвигающегося обеденного перерыва, сейчас кушавший пирожок с мясом, что босс вчера прошел обследование в психдиспансере и сегодня получил результаты. По строгому секрету Резин также рассказал, что не удержался, и заглянул в присланные по обыкновенной почте результаты. Оказалось, что босс подвержен внезапным приступам немотивированного гнева, а не так давно он до смерти забил пупса прямо на лестнице. «Но он же заболел! На больничный пошел!» пискнула Татьяна, раняя пирожок на стол. Как раз в этот момент из кабинета донесся очередной истошный вопль мэра с обещанием кому-то загнать в одно место паяльник, если гребанное железо не поступит в город уже к вечеру. Несчастная секретарша от этого вопля даже подскочила в кресле. «Ну-ну! Заболел!» кивнул ей маньяк и страшным шепотом добавил. «Так он больше на работу не придет! Болезнь у него ошибка страшная! Ты думаешь, почему босс нового человека в охрану ищет, м?» «Оп!» Только и ответила Таня. В этот миг дверь кабинета мэра распахнулась от мощнейшего пинка и на пороге явился мэр собственной персоной. Растрепанный, злой, с красными глазами и голый по пояс. За его спиной виднелся кабинет, где все стулья, за исключением кожаного кресла самого мэра, лежали на полу. В виде некрупных фрагментов лежали. «Маньяк! Быстро найди Михея, Усяя и Хряка! Все сюда! Живо, б***ь!» Яростно зарычал босс. Таня взвизгнула и сжалась в кресле, проявляя неистребимое желание спрятаться за экраном монитора. Велес бросил в ее сторону недоуменный взгляд и, фыркнув, скрылся в кабинете. За закрывшейся дверью послышался жалобный треск до ламываемых стульев. «Видишь?» Кивком указал маньяк на закрытую дверь. «Ты поосторожнее, то и тебе!» Пояснять он не стал и пошел искать названных людей. Секретарша, только к пяти часам сбежав с работы чуточку раньше, окончание рабочего дня, уже по пути домой сообразила, что не она сама, никто из охранников никаких конвертов и вообще бумаг боссу сегодня не передавал. Посетителей в тот день к нему тоже не пускали. «Резин, ну ты сволочь!» Сказала громко Таня, остановившись посреди тротуара. «Что?» Спросил прохожий, поворачиваясь к симпатичной девушке и впервая в ее остроенную фигурку злобный взгляд. «Ой, простите, это я не вам!» Густо краснее сказала девушка и поспешно двинулась прочь. Человек по фамилии Резин буркнул что-то не очень лестное относительно Таниного интеллекта, пожал плечами и двинулся по своим делам. Некого маньяка с такой же, как у него фамилией, он не знал и даже никогда не видел. Настал последний вечер с положенным любому нормальному вечеру закатом солнца за горизонт и сгущающимися сумерками. Обслуживающий персонал мэрии, девушки, работающие на дуге, как они сами назвали полукружие приемных окошечек, прерываемые лишь посредине широкой лестницей, давно разошлись по домам. Охранники также покинули здание за исключением шестисуточных. Двое в дежурке, двое в холле и двое на обходах, а ниже инспекция для любителей выспаться на посту. То есть в этой паре всегда был Кеша либо Лом. Сегодня Кеша отдыхал, а Лом обильно потея и матерно ругаясь прыгал возле кордона с калашом в руках, который из-за оружия это не считал. Так что честь быть в смене старшим сегодня выпала маньяку. Учитывая поганое настроение шефа, решившего еще и на ночь остаться на рабочем месте, особой радости от повышения по службе маньяк не испытывал. Сам мэр сидел в кабинете почти в полной темноте. Только глаза светились красным. Натурально вурдалак в засаде притаился. Он и правда был сейчас зол, как все черти ада. Затеянное предприятие не клеилось с самого начала. Гладко все прошло только на первом этапе. Генерал и первая пятерка бойцов, стажирующихся в зоне. Дальше сплошные обломы. Велес не сомневался, что сегодня, исключительно чтобы ему досадить кто-нибудь из его бойцов на кордоне, обязательно помрет. Причем по глупости. Получится достойное завершение дренного дня. Сначала все пошло неплохо. Стройматериалы и часть нужной техники удалось заказать удивительно легко и без всяких проблем. Прибудут уже через два дня в город. Но тут выяснилось, что его неправильно поняли. Оказывается, продавцу послышалось Чернобор вместо Чернобыль-145. 145 он, продавец долбанный, оказывается принял за оговорку заказчика, то есть Велеса. А к Чернобылю они сами товар не повезут ни за какие деньги. Кое-как удалось договориться, что людей за товаром пришлет заказчик. Потом ему долго не удавалось заказать тяжелую технику в разобранном виде. Оказывается, приобрести можно было только целые рабочие агрегаты. На заводе Ратибор ему посоветовали обратиться в другую фирму, потому как они не изготавливают бронекостюмы на заказ, и вообще они большое уважаемое предприятие, не работающее со всякой мелочевкой. И это контора через подставных лиц, принадлежащей организации. Уже непосредственно по своим каналам он заказал партию запрещенного оружия и броню. Так и тут вышло наперекосяк. На изготовление вместо обычного месяца потребуется два, из-за поломки какого-то агрегата производственные мощности резко упали. А ведь заказанное оружие производил только Ратибор. Ныне Велес начал сомневаться, что поступил верно, распределяя на заводы строго ограниченное количество чертежей и опытных образцов оружия. Так, к примеру, Ратибор делал подвижную броню нового поколения. К слову сказать, создание этой брони в нынешнем виде было заслугой исследовательского отдела при самом заводе. Конечно, ни один из заводских не знал, откуда к ним попали сырые наработки по новейшей броне, делавшие легкое огнестрельное оружие безопасным пугачом. Этот же завод производил две трети оружия с огненной и радиоактивной основой. Но там понятия не имели о том, как создаются доберманы. А там, где делали доберманов, даже примерно не знали, что такое лед. Такая система разделения труда обладала несомненными плюсами. На каждом заводе производилось два-три образца запрещенного оружия. И ежели один такой завод вдруг накроют спецслужбы, по халатности кого-то из высоких боссов, не прикормленные вовремя, или службы, пока организации неизвестны, организация потеряет только их. Все остальные заводы будут спокойно работать, потому что между собой они никак не связаны. За исключением пяти подпольных, даже не заводов, цехов, блин. Эти пять производили наиболее кошмарное из всего, что подарило человечеству зона. Две трети продукции этих цехов никогда не выходило, так сказать, в свободную продажу. К примеру, тот же фон. Едва удалось получить опытный образец и испытать его, Велес решил, что игрушка останется в семье. Начальство в лице араба с ним согласилось. Вещь была слишком хороша, чтобы дарить ее кому попало. И таких вещей за время деятельности Велеса накопилось уже порядком. Ими могли пользоваться только члены организации, и чаще всего только боссы. Велес тяжело вздохнул, ковырнул ногтем поверхность стола. Все это было просто прекрасно, да, но вот если требовалось срочно получить не пару-тройку предметов, запросто умещающихся в дипломат, получить их срочно было просто нереально. К тому же на те пять секретных заводиков с телефонного звонка не выйти даже ему. Тут требуется ехать лично. Видимо придется, хотя и жуть как неохота. Велес положил локти на стол и зачем-то сильно толкнул устаревший кнопочный телефонный аппарат, стоявший справа, у края, рядом с подключенным к нему экраном. Телефон не шелохнулся. Его прочно держали десяток болтов и несколько слоев защитных покровов. Защищали покровы от радиации. В этом столе имелось два ряда выдвижных ящичков по обеим сторонам. Но если слева первый ящичек со своим краем касался края самого стола, то справа первый ящичек отсутствовал. Казалось, тут просто доска стоит. Резная, для красоты значит. Ну а если бы ее разрезали и убрали, то увидели бы не пустоту под столе, а симпатичный такой слой свинца. Первый слой защиты. И открывать его не стоило. Уверенности, что первые два слоя эффективно справиться не было ни у Велеса, ни у Франкенштейна. Поэтому их было три. А за ними были установлены аппараты науки даже не 21 века, а вообще неизвестно какого будущего. Одним из них был фон. Кстати, именно из-за него в кабинете мэра не работали сотовые телефоны. А секретарша Таня вечно неприлично ругалась в сторону операторов сотовой связи и регулярно выбегала в холл, если ей нужно было позвонить. По городу уже слухи ходят, что мэрия на старом кладбище стоит. Из холла тоже не всегда получалось позвонить, а если и получалось, то трубка пополам со словами изрыгала ужасные хрипы и треск статики, причем на обоих концах провода. Мэр просидел в кабинете до поздней ночи. В полной темноте, наедине с тихой яростью, клокотавшей внутри. Он пытался успокоиться, медитировал даже. Бесполезно. Даже навыки, полученные в бытность ангелам, не помогали. Хотя учивший их монах и непонятные узкоглазые национальности мастер-юги утверждали, что этот метод работает всегда. С его помощью можно было даже уснуть в один миг, буквально на ходу, или наоборот, подчеркнуть скрытые резервы организма и взбодриться. У Виллиса получалось всегда плохо, и учителя не особо понимали почему. Зато рукопашные дела молодой, можно сказать, юный ученик, тогда еще просто малой, и Лешка, подающий надежды щеголку, его назначили на роль пушечного мяса, перенимал на удивление быстро. Этот момент всегда поражал старого йога и пожилого китайского монаха. Он же стал причиной ненависти трех, так сказать, сокурсников. Лишь один из тех четверых студентов жив до сих пор. Виллис стал мерить шагами свой кабинет. Освещение отсутствовало, он ходил по памяти. Погано было на душе. Отчего он вспомнил свою далекую молодость? Да, конечно, он вовсе еще не стар, даже не пожилой человек. Ему нет еще и сорока. Но время, когда он был одним из ангелов, теперь казалось не просто далеким, будто другая жизнь. Как-то монах сказал ему, что судьба у него кривая. Именно так и выразился кривая судьба. Сказал, что Виллису, тогда малому, предстоит прожить не одну жизнь, а несколько, еще не покинув нынешней своей оболочки. Монах истово верил в реинкарнацию. Ангелы нет. Ангелы. Красивое имя для обычных убийц. Впрочем, обычных убийц не учили массажу, отправляющему человека на тот свет, через несколько дней после самого массажа. От обычных убийц не требовали пройти экзамен, в котором требовалось, защищаясь, только защищаясь, выстоять 30 секунд против старого монаха, поставившего своей целью тебя убить. Виллису долго потом снился этот забавный китаец, мягко плывущий над полом в своем вроде бы жутко неудобном парадном кимоно, но при этом бьющий быстрее молнии. И ни один удар не был простым. Монах учил их драться как убийц. Один удар, один труп. Ангелы смерти. Виллис передернул плечами и покинул свой кабинет. Воспоминания, посетившие его сегодня, никогда не принадлежали к числу приятных. Виллис направился в дежурку. Он решил частично проблему рекрутских наборов воинства сталкерское, воинство, таскающее для организации буквально из ада за скромное вознаграждение артефакты. Что бы интересно сказал рядовой сталкер, промышляющий УЧС, если бы узнал реальную цену, к примеру, Медузы? Не шибко ценимый торговцами зоны артефакт, дешевый и часто встречающийся. Дешевка, на которую не шибко разжиреешь. Торговцы переправляли артефакт на кордон уже подороже. Да только и они не знали реальной его стоимости. Офицеры кордона знали, и потому нередко пытались толкнуть артефакты дороже, чем их брали скупщики с большой земли. То же самое порой пытались сделать скупщики. И вот у них-то иногда получалось. К сожалению, несчастные не успевали порадоваться своей удаче. По какой-то неясной причине таких крыс неизменно преследовали неудачи. То несчастный случай, то странная болезнь, то тяжелейшее отравление металлом. По удивительному капризу природы, металлом, точно таким из которого пули делают. Как оно? Спросил Велес у нарка. Парень стоял у соседней двери, облокотившись спиной о стену, и уныло смотрел в сторону холла, по случаю ночи, освещавшегося только настенными лампами. А? Худой, длинноволосый парень нервно обернулся. Все путем, босс. Дежурим. Ну, дежурь, дежурь. В дежурке сейчас кто? Бас и дятел, ответил нарк, нервно передернув плечами и хрустнув шеей. Велес кивнул и двинулся к лестнице. Некоторая дерганность бойца его не удивила и не насторожила. Нарк всегда был именно таким. Вот если бы на его месте стоял лом и так явно нервничал, Велес внутренне сжался бы в пружину, ожидая самого худшего. Нарк получил погонялу не за пагубные привычки и увлечения, или, скажем, за прошлое пристрастие к наркотикам. Просто он сам по себе походил на наркомана, на утро дозу не принявшего. Причем не только поведением, но и внешне. Удивительно, но даже в дорогом смокинге, при галстуке, умытый и причесанный, с маникюром на ногтях, Нарк все равно выглядел прочно сидящим на игле наркоманом. Или шизофреником. У организации в отношении него имелась неподтвержденная информация, что в юношестве Нарк носил погонялу шиза. Скорее всего, так оно и было. Перед самым призывом в армию, на юного Нарка напали с целью жестоко ограбить и не сильно избить аж три гопника средних лет. Говорят, когда на место происшествия вызвали милицию, старший наряда не смог надеть наручники на мерно сидящего на тротуаре немного побитого Нарка. Его почему-то стошнило. То ли от того, что Нарк был весь в крови, то ли потому, что был удивительно спокоен. Нарка арестовали. Приехавшая труповозка собрала с асфальта фрагменты тел несчастных грабителей, забыв на обочине большой палец одного из них. Его потом дворовой пес по кличке Тузик съел. Ему, кстати, понравилось, вкусный был палец. А Тузик давно не кушал просто. А Нарку впаяли пятнашку за умышленное убийство. О превышении допустимых пределов самообороны там не шло и речи. Даже несмотря на то, что объект грабежа расчленил тела оружием, изъятым в процессе потасовки у самих грабителей. Парню еще повезло, что только пятнашку получил. Впрочем, он все равно сбежал, отсидев едва ли три года. Нынче еще иногда можно увидеть по телевизору его лицо среди тех, кто объявлен в федеральный розыск. Только в лицо его теперь трудно узнать, сильно изменился с тех пор Нарк. И изменился только в худшую сторону. На лестнице никого не оказалось. Мало того, в холле тоже. И где же Усяй, дежуривший сегодня в холле? Бас с дятлом, скорее всего, дуются в карты до начала следующего обхода. Значит, этот гаденыш тоже там. Виллис хищно оскалился, взяв курс гигантской картине с политическим подтекстом. Кажется, завтра Усяй отправится в реанимацию. Уже возле чуть приоткрытой двери, из-за которой слышались возбужденные возгласы на вроде «ТУЗ!» А и вот так. «В колоде что? Два козырных туза?» Виллис изменил свои планы. За возгласами картежников хорошо слышался довольный храб. Дрых Усяй. Наказание не последовало, потому как вспомнились события минувшего дня. Парень сегодня ездил в соседний городок, где выполнял поручения босса, и где ему едва не переломали все кости. Отбился, конечно, Усяй черный пояс по карате получил не за красивые глаза. Куда там обыкновенным качкам, охранявшим офис занюханной строительной конторы? Но помяли его изрядно, и Виллис даже собирался сегодня отправить его домой, заменив кем-нибудь, но забыл. Так что пусть отдыхает. Спустя минуту Виллис уже входил в лифт, спрятанный в стене грязной кладовки, и несущий своих пассажиров вниз, под землю. Виллис отправлялся на третий уровень подземелья местных. Он решил проблему упадка славного дела сталкерства. Почти решил. Нужно бы еще переговорить с Альбертом, но это после. Сейчас нужно закончить дела на кордоне. Но это все детали, их выполнение дело времени. А вот проблема с продажей оружия, созданного на основе артефактов, решена не была. И честно говоря, он пока только примерно догадывался, как можно ее решить. Ключом тут тоже предстояло сыграть господину Туманову, его связям и знакомствам в верхах воинских. Но прежде требовалось решить, что именно предложить на таком уровне. Засвеченное в неблаговидных делах оружие уже не предложишь. Все равно что сказать. Это именно мы виноваты в том, что у всяких чернозадых индейцев есть оружие, легко уничтожающее ваши танки. Предложенные разработки не должны связать с теми опасными преступниками, что столь подло продают всяким террористам всякое страшное оружие. Нужно что-то новое, или что-то пока не выходившее за границы Чернобыля 145. Этого добра у Велеса было не так уж и много, а оружия как такового не было и вовсе. «Почему слоны розовые?» – спросил Велес, войдя в лифт. Лифт молчал. «Три слова, вопрос». Лифт недоуменно промолчал и на эту тираду. «Золушка немного лесбиянка». В этот раз лифт отреагировал. Ушел вниз, минуя первой и второй уровни. «Почему бы не придумать нормальный код?» – спросил сам себя Велес, и сам себе же ответил. «А так куда интереснее». К тому же, Золушка и правда была лесбиянкой. Шутка ли? Целых семь мускулистых гномов под боком. А она промастурбировала всю сказку. Третий уровень ничем не отличался от занимаемого Лизой. Ничем, кроме внутреннего убранства. Промежуточная огромная комната была девственно пуста. Только в углу висела боксерская груша, лежали несколько гантелей, штанга, все это укрыто густым слоем пыли, и манекен. Последний предмет вызвал бы множество вопросов у любого, кто не являлся йогой очень высокого уровня, монахом каким свихнутым, или ангелом организации. Он весь был разрисован непонятными линиями, разноцветными точками и полупрозрачными картинками внутренних органов. «Даже не смотри на меня так», сказал Велес манекену, отпирая бронированную дверь. «Я устал, и давление что-то пошаливает. Никаких тренировок даже не уговаривай». Манекен скромно промолчал. Он и не собирался никого уговаривать, ему было гораздо комфортнее просто стоять безо всяких болезненных тычков и вульгарных ударов по его красивой раскраске. Кроме того, манекен искренне считал людей, разговаривающих с манекенами, самыми настоящими психами и даже немного их попаивался. Велес миновал часть коридора и вошел в третью дверь по правой стороне. Там у него была лаборатория. Впрочем, за каждой дверью были лаборатории. Только в двух комнатах этажа не было ничего научно интересного. Ну, разве что психологу. Комната отдыха могла сильно заинтересовать оных парней в белых халатах. И еще склад. Войдя внутрь, мэр аккуратно прикрыл за собой дверь и переоделся. Он всегда переодевался, когда работал. Белый халат и такие же штаны. Большие очки с простыми стеклами. Он считал, что только очкарики по-настоящему умеют сосредотачиваться. На этом преображение не заканчивалось, но остальное происходило уже на автопилоте, без участия сознания. Велес начинал сильно сутулиться, как будто снова стал подростком и снова согнув спину, гурбится над микроскопами и колбочками. Славное было время. Он тогда почти жил в лабораториях. Это было еще до той прошлой жизни в роли ангела. Кажется, даже в другой жизни, другого незнакомого Велесу человека. Впрочем, в каком-то смысле именно так оно и было. «Хе-хе, батенька, продолжим, пожалуй», сказал Велес кряхтя. И, громко шаркая ногами, будто бы ему было тяжело ими двигать нормально, мэр направился к обширному пульту. В этой комнате лаборатория заметно отличалась от всех, какие располагались на уровне 3. Здесь имелся большой пульт, за ним широкий во всю стену экран и беспорядочно составленное у противоположной стены разномастное оборудование. Часть его даже была исправна, другая изобиловала пятнами расплавленного металла, вмятинами, следами внутренних и внешних взрывов. Тут хранились безнадежные, испорченные, поврежденные в ходе экспериментов аппараты, но еще пригодные на запчасти. Велес устроился в удобное кресло-вертушку, обитое мягким черным бархатом с арабской надписью «Велес един» и «Многолик». Кстати, дорогая вышла обивка. Надпись была сделана арабеской и смотрелась исключительно красиво. Еще одна причуда одного из боссов. Как утверждал араб, живший на свете уже немало лет, боссов без причуд он еще не видел. У Велеса была на этот счет даже собственная научно обоснованная теория, но так как основывалась она в основном на психологии, науке хронически недоразвитой, о теории своей Велес распространялся редко. Итак, Велес пробежался пальцами по кнопкам трех клавиатур, нажал несколько отдельных кнопок с надписями, непонятными ему одному. Начнем с магнитных линий. Экран за пультом засветился. Как выяснилось, экраном сие не являлось. Толстенное стекло, за которым располагалась большая и абсолютно пустая комната. Как только стекло стало прозрачным настолько, что казалось свободным проходом сквозь стену, на пульте светился единственный имевшийся там экран. По ровному дисплею прочертило несколько синих линий, модель комнаты, виртуальное ее отображение. По краю проявились несколько строчек текста. Напротив каждой стояла цифра 0. Велес продолжал мучить клавиши. В комнате ничего не изменилось, зато на экране возникло несколько путанных кривых линий. Некоторое время они хаотично метались по виртуальной комнате. Спустя полминуты хаотичность уступила место порядку. Линии сплетались в кокон. Отлично. А теперь... Велес облезнов губы и нажал еще несколько клавиш. В одной из строчек цифры метнулись по нарастающей. Никаких изменений в виртуальном отображении, линии все так же медленно вращаются, сплетаясь в кокон. В мире материальном комната полыхнула искорками синего цвета. Сотни микромолний заметались в центре комнаты за стеклом. Минута... И там медленно вращалась электрическая аномалия. Асимметричные лепестки, сотканные из тысяч электрических разрядов, медленно плыли вокруг невидимой оси, накладываясь друг на друга. Иногда лепестки расплывались и исчезали, на их место приходили другие. Кокон из десятков лепестков. Немного напоминало бутон розы. — Грозовой цветок! — восхищенно трепетно прошептал Велес. Он всегда так реагировал, видя это чудо из чудес вживую. Мифическая аномалия, введенная в центре зоны всего несколько раз. Он исписал формулами сотни листов и испортил немало оборудования, проверяя теоретические выкладки, прежде чем сумел получить устойчивый магнитный корсаж, способный насыщаться электрической энергией и превращаться в это чудо. Цветок вращался несколько минут. Велес наслаждался его грозной красотой. Вскоре, правда, эйфория прошла, и он со вздохом склонился к пульту. — Что ж, цветочек, я пытаюсь в последний раз. Если не выйдет, работу над тобой я прекращаю и больше к ней не вернусь. — Постарайся, цветочек, пожалуйста. Откуда-то донесся быстро нарастающий гул. Велес непрерывно стучал по клавишам. Гул стал уже довольно громким. В виртуальной модели возникли новые магнитные плети. Они сплетались в подобии рыбацкой сети вокруг кокона. — Как бы не рвануло. Несколько отстраненно, со странным безразличием произнес Велес, откидываясь на спинку кресла. Цветок на другой стороне стекла уже не светился. Он сиял, аки солнышко. Даже немного слепил. Гул стал оглушать. — Все, хватит, а то и правда рванет. — Ну, не подведи цветочек. Несколько движений пальцами, и гул мгновенно стих. Грозовой цветок за стеклом стремительно терял свой сияющий окрас. Минута, и он вернулся к прежнему виду. Две, и лепестки стали бледнеть. Три, и цветок почти пропал. На пятой минуте он исчез совсем, а его виртуальное изображение рассыпалось множеством беспорядочно перепутанных линий. Магнитный кокон, составляющий каркас цветка, после прекращения подпитки электроэнергии, рассеялся вместе с надеждами и аномалией. Велес почти полчаса просидел без единого движения. Просто тупо пялился в стекло на пустую комнату. Наконец он ожил и скосил взгляд на экран пульта. Экран явил девственную чистоту, даже хаотичных линий не осталось. Да и пошел ты нахуй, грозовой цветок! Очень по-научному признал свое поражение Велес. Что? Думаешь, других хороших аномалий нет? Ха! Он показал стеклу фигу. Есть, и очень много. И без тебя обойдусь, скотина. Последнее он проворчал, переодеваясь и покидая помещение. Расстроенный неудачей, Велес вошел в последнюю дверь третьего уровня. Тут у него лежали его личные наработки, многие из которых могли сразить своей невозможностью весь старший состав Лиги Наук. Их было немало таких изобретений. И хранились они в полном порядке, сваленные как попало на двух стеллажах, занимавших почти всю комнату. Так, и что же возьмет сегодня дядя Велес? Изумленно глядя на нехилые кучи разбросанных вещей, забивавших стеллажи, произнес он. Изумление его объяснялось весьма просто, он не смог вспомнить назначение большей части предметов. Задумчиво хмурясь, Велес подошел к стеллажу и начал осторожно разгребать завалы разных предметов. С некоторым недоумением взял в руки артефакт. Слеза – артефакт, рождающийся в аномалии газовая камера. Размером с теннисный мяч, вытянутая капля, за что и получила свое название. И, конечно, за свой цвет. Небесно-голубой, либо прозрачный. Последние встречались крайне редко и одно время очень ценились во всем мире. Стоила такая слеза больше, чем бриллиант тех же размеров. Только это было давно. Теперь слеза стоила намного меньше. Спрос модниц и мудаков, то есть модников, на нее почему-то резко упал. Конечно, цена и сейчас была довольно серьезна. Но, во-первых, слишком мало, чтобы всерьез заинтересовать организацию. И, во-вторых, такие артефакты, как и аномалии, их порождающие, в зоне давно никто не видел. Широкая торговля слезой могла вызвать ненужный интерес к тому, откуда она берется. Велес с отвращением бросил слезу обратно на полку. Две недели он бился над созданием артефакта в лабораторных условиях. Создал аномалию, условия для получения артефакта. И что же, результаты работы оказались не нужны. Треклятая слеза годилась только как украшение. Как украшение она стоила нынче мало, а использовать ее еще как-то было просто невозможно. Другое дело грави. На ее основе уже три вида оружия создано и успешно продаются во все денежно обеспеченные районы мира. Только ее пока не удается получить в лабораторных условиях. Что, конечно же, очень печально. А это что у нас? Велес держал на ладони маленький, круглый, слегка выпуклый диск. Ак, ну да, вот ты-то мне и нужен. С улыбкой счастья на лице Велес покинул свою личную лабораторию, задержавшись только чтобы зайти в комнату отдыха по совместительству библиотеку. Прихватил оттуда пару книг по теории гравитационных полей. С грозовым цветком он решил завязывать. Надо переходить на другие исследования, раз уж цветок оказался такой упорной сволочью. А раз так, надо освежить в памяти некоторые старые знания касательно особенностей поведения гравитационных сил. Возвращаться в свой кабинет сразу Велес не стал. Он поднялся на второй уровень. Лиза уехала так, что уровень все равно пуст, а у нее в баре вроде бы скотч был. Да и кровать там очень мягкая, поспит, отдохнет. Заходя в ее комнату отдыха, Велес, изумленный до потери пульса, услышал громкое шуршание в арсенале. С некоторой опаской он подошел к двери и приоткрыл ее. Чуть-чуть. Нет, она точно скотина, ее точно надо было пристрелить. Белый, едва не посидевший, шептал мэр, медленно отступая вглубь коридора. Из дверей, не торопясь, выползали мясистые лепестки. Несколько лианоподобных отростков неуверенно ощупывали пол и стены. У них был очень знакомый приятный лиловый цвет. Деревца, видать, немножко выросла из катки и теперь намеревалась найти катку побольше. А может, заодно и чего покушать искала. Последняя мысль так наполнила тело Велеса мистической энергией бытия, что он на сверхзвуковых метнулся прочь и подальше от этого нехорошего места. Курсом к лифту, потеряв по дороге все свои книги. Приступ невероятного героизма с ним случился уже наверху, возле дежурки. Приступ был так силен, что он немедленно решил назначить на роль главных героев Баса и Дятла. Все равно им было скучно играть в карты, да к тому же они были всегда счастливы выполнить очередной приказ босса. «Есть, босс!» Уныло скуксившись, просто сильно стеснялся счастья от предстоящего дела показать, сказал Бас, раскрывая неприметный шкафчик, вделанный прямо в стену. Там стояли в креплениях заряженные и готовые к бою 10 штук пистолетов Заря. Тяжелое оружие хранилось в другом месте. Уже через несколько минут все трое были на втором уровне с оружием на изготовку. Ребята, естественно, пошли вперед, бесстрашно обливаясь потом и белея прямо на глазах. Велес, как самый храбрый и самый умный, шел позади небольшого отряда. Большая комната второго уровня встретила их тишиной и покоем. «Босс, а она большая?» Неравно облизывая губы, спросил дятел. «Кто?» «Ну, штуковина эта!» Дятел передернул плечами, мышцы даже под пиджаком перекатились с хорошо видимой волной. Кликон у дятла внешнему виду не соответствовал совсем. Зато удачно подходил к фамилии. Собственно, из нее и получился. «Нет, маленькая!» Успокоил он парней. «Метров пять в поперечнике!» «Что?» Бас аж на месте подпрыгнул. «Не ссыте, пацаны!» Велес встал напротив двери внутрь комплекса. «Это растение, соответственно, сволочь мягкая. Заря ее в кашу замешает». «Надеюсь», – проворчал дятел. «По обе стороны», – Велес указал на дверь пальцем. «Дятел, открываешь, я страхую». «Не подставляй спину!» «Сбоку открывай!» «Понимаю, тяжелая она, но ты пастор!» Словесное издевательство над работой спецназа, где обычно команды выдаются жестами, без последующего комментирования действий подчиненных, было прервано самым наглым образом. Дверь дятел приоткрыл, и в тот же миг она распахнулась настежь от сильнейшего удара изнутри. Парню прилетело прямо в лоб к краям металлической двери, и он без звука и без теней сомнений пулей улетел курсом в сторону лифта. Едва Велеса не зашип. «А-а-а! Мать твою!» – взвыл бас, отскакивая поближе к боссу. Из дверей выползало нечто. Винегрет из лиан, листьев и стеблей. И все приятного фиолетового оттенка. Нечто растительного происхождения выбросило пред собой несколько довольно толстых растительных отростков. Отростки прилипли к полу. С тихим скрежетом растение стало втягиваться в большую комнату. Лиан и Чуток отъехали назад, и под ними в металле осталось несколько глубоких царапин. «Твою-то мать!» – интеллигентно изумился Велес. «У него еще и шипы есть! Крестом, бас!» Бас не понял команды, но Велес уже отскочил вбок на пяток метров и выстрелил. Бас тут же начал стрелять, уперев ноги в пол и подняв пистолет будто на стрельбище. За что я поплатился. Первые пули врезались в растительное животное, и ошметки цветочка полетели в разные стороны. Из клубка лиан и стеблей со свистом вылетел отросток и угодил басу в живот. Парень, хрюкнув, выронил пистолет и улетел поближе к дятлу. Велес высадил всю обойму, прежде чем цветочек засек его. Надо было срочно перезаряжать оружие. Пустая обойма, а внешне она выглядела весьма эффектно и даже светилась красноватым светом, упала на пол. На этом перезарядка завершилась, запасной обоймы у мэра не имелось. «Вот какого хрена!» Пожаловался Велес на судьбу злодейку и собственное расхидяйство. «А, впрочем, уже и не нужно!» Растение перегородило проход кучей слабо трепещущейся зелено-фиолетовой массы, в которой кое-где еще угадывались целые листья и стебли. Правда, с трудом. Пули с аномальной начинкой рвали в конфетти все, что попадало в радиус их действия. «Пацаны, вы как, живы?» Подозрительно поглядывая на трепещущие останки фиолетового монстра, спросил Велес. «Я, кажись, да!» Услышал мэр сдавленный хрип за своей спиной. Дятел не отозвался. «Встать можешь?» Глядя на охранника, сказал мэр. Бас не ответил, стал жутко кряхтя подниматься на ноги. Лиана вроде угодила ему в живот, но вот шип попал точно в район ключицы, и сейчас там призабавной розочкой топорчились в перемешку рубаха, пиджак и лоскутки кожи. Все сочного красного цвета. Видать, боль была не слабой. Бас жутко кривил лицо, стараясь принять вертикальное положение. Когда это ему удалось, Велес одобрительно кивнул. «Посмотри, что с дятлом, я сейчас вернусь». Велес подошел поближе к безвинно убиенному цветочку. Кинул в него пустым пистолетом. Цветок не отреагировал, трепыхался все медленнее. С некоторым сомнением Велес глянул на перегороженный растительными останками проход и отрицательно мотнул головой. Повернулся к парням, собираясь что-то сказать, и бегом кинулся к лифту. «Бас, не вздумай мне тут сдохнуть!» Крикнул он на бегу стремительно белеющему бойцу. Бас что-то недовольно промычал в ответ. Кажется, помирать ему именно сегодня не очень хотелось. И к моменту, когда Велес спустился вниз, с нарком и усяей койх и нагрузил стандартной аптечкой да сумкой с запрещенными медикаментами. Хранилось обычно вместе с легким оружием. Так вот, к этому чудесному моменту Бас был еще жив. Он лежал ничком, и изо рта у него шла белая пена, а стекленевшие глаза смотрели прямо в потолок. Оклемавшийся дятел, сверкая внушительной шишкой на лбу, стоял над парнем и беспомощно смотрел, как тот умирает. Ничего сделать он тут не мог. А вот лекарства, принесенные сверху, помогли. Один за другим в парня загнали 10 шприцев, залили желтую густую дурно воняющую пакость в рот, общеукрепляющая чудовищной силы, полученная Лизой из какого-то мутировавшего растения зоны. И залили рану обеззараживающим раствором одной московской фармацевтической компании. Действенная штука, правда теперь на месте раны у Баса будет шикарный ожог. Что, конечно же, только украсит такого импозантного мужчину, как Бас. Парень остался жив, но еще два месяца лежал пластом, а первый месяц он пролежал в больнице под капельницей. Вот такие растут цветочки в зоне. На следующий день Баса увезли в больницу, вместе с фельдшером скорой. Парнишка почему-то решил, что имеет полное право знать, откуда у несчастного больного такие раны и чем именно его откачивали. Фельдшеру все вежливо объяснили, двумя боковыми в челюсть. Удивительно, но он все сразу понял. Челюсть сильно покраснела, от стыда, конечно же, и парень так смутился, что тут же потерял сознание. Николай Геннадьевич Грошев. Дыхание зоны. Глава пятая. Пригород ада. На следующий день после отправки Баса в больницу, Велес отправился на кордон, прихватив с собой прибор с третьего уровня. Маньяка и нарка. Последнего в качестве мебели и водителя. «Гони на кордон, братан!» Сопроводив свои слова шикарным барским жестом длани, в коей был зажат бокал вина, произнес Велес. «Нынче одеты как положено, при полном параде, даже шнурки на ботинках завязаны кокетливым бантиком и строго одинаковых размеров». Говорил Велес, удобно развалившись на мягком сидении в глубине шикарного лимузина, одного из двух принадлежавших муниципалитету Чернобыля 145, и, как ему доподлинно было известно, одного из пяти лимузинов, вообще имевшихся на территории области. «Вези нас, мой добрый друг и товарищ!» «На***я на кордон!» Заводя машину, поинтересовался нарк. «Нарк, друг мой, ехай молча!» Мягко попросил Велес, а маньяк, устроившийся напротив шефа, от такой наглости товарища поперхнулся и сейчас тихонько кашлял. «Понял, босс!» Нарк поскреб пятерней волосатую макушку и вдавил газ. Визжа шинами машина сорвалась с места. Что интересно, вино Велес умудрился не пролить, а вот маньяк чуть не выпал в форточку. По поводу чего тут же истошно заорал благим матом. Нарк воспитанно промолчал и рывком еще газу прибавил. Третья линия укреплений кордона встретила шикарный лимузин мэра с запустением, шокированным молчанием и армейским постом КПП. Велес бывал тут не в первый раз и потому скучающим взглядом скользил по местности, пока лимузин стоял у покосившегося шлагбаума в ожидании обязательной проверки документов. Насколько хватало глаз, в обе стороны до самого горизонта, неуловимо изгибаясь к горизонту же, шли укрепления кордона. Здесь начиналась третья линия, некогда бывшая очень оживленным и даже густонаселенным местом. Когда-то здесь жили ученые, солдаты, представители спецслужб, технический персонал, репортеры всех мастей. Последних, как ни пытались отсюда вытурить, ничего не выходило. Журналисты продержались даже дольше местных тараканов, однажды вымерших по неизвестным науке причинам на территории километра от третьей линии. Репортеры, конечно же, не тараканы, они выжили и еще с год надоедали военных. Но потом и они исчезли. Теперь третья линия выглядела весьма удручающе. Полоса километровой ширины, опоясывающая вторую линию кордона, нынче пестрела, точнее даже серела, руинами временных фанерных, железных и вообще непонятно из чего сделанных построек. Имелись в изобилии брошенные фургончики, обгорелые остовы старых машин. Если присмотреться, можно было увидеть торчащие из земли белые кости, некоторые раньше принадлежали людям. Иногда среди чахлых пучков, упрямо пробивающейся к солнцу желтой травы, тут можно было увидеть обрывки одежды, гильзы, даже не разорвавшиеся снаряды и осколки репортерского оборудования. Журналистов смогли вымести с третьей линии лишь мутанты зоны. Однажды прорыв не удалось остановить на первой линии, что случалось довольно часто. Но в этот раз волна мутантов, хлынувшая из зоны, оказалась столь плотной, что смогла успешно смять и вторую линию, истребив половину гарнизона. Дело тут было даже не в какой-то особой плотности волны. Просто в этот раз в зоне выдался очень неудачный месяц, неудачный для сталкеров. Они гибли пачками, не выполняя обычной своей нормы по отстрелу монстров и мутантов красных уровней. Старое условное обозначение особенно опасных мутантов. В волне оказалось на пару порядков больше, чем обычно. Кордон не устоял под прессом такой мощной атаки. Третья линия приняла неравный бой, на который никогда не рассчитывалось. И, конечно, долго она не простояла. Волна хлынула дальше, и несколько сотен журналистов раскатали в тонкий блин. В положении спасли остатки войск с первой линии и уцелевшие вышки третьей. На второй выжили сущие единицы. Чудищ постреляли, сбежавших в местные леса луга отловили и предали быстрой смерти. Но, говорят, мутанты были отловлены далеко не все. И кое-где им удалось улизнуть далеко в леса. Велес крайне сожалел о том инциденте, ведь его в те дни еще не было здесь. Сколько мутантов, пробившихся из зоны, пропало зря. Очень обидно. Теперь третья линия должна была бы, по идее, быть укреплена по хлищу фортанокс, но, увы, случилось все с точностью да наоборот. Тут не поставили даже нормального ограждения. Немногие вышки, пережившие ту бойню, давно покосились и тянулись к небу только на чистом упрямстве. Некоторые уже рухнули. Кое-какое ограждение тут все же имелось. Невысокий заборчик, который легко можно перепрыгнуть, шел строго по границе руин и чахлой желтой травы, почему-то переставшей нормально расти в километровой полосе от третьей линии. Переставший примерно в то же время, когда начался аномально сильный прорыв. Проволока во многих местах была прорвана и угрюмо стерилась по земле. В этом свете КПП на узкой асфальтовой дороге смотрелся просто смешно. Но только идиот двинулся бы через прорывы. Немногие посвященные знали, почему проволоку не восстанавливают. Нет, не потому, что этот участок кордона занимает русские войска и деньги, выделенные на ремонт ограждения, разворовали или пропили. Впрочем, их и правда пропили и разворовали. Нет, ну совсем не поэтому. Бреши оставили специально. Каждая была тщательно заминирована. Приказ Туманова, уже уставшего заворачивать искателей приключений, обратно на Большую Землю. Он предпочитал собирать их останки в небольшие мешки и возвращать в город в кузове грузовика. Впрочем, последнее время уже с год ни одно из мин не подорвал человек. Зона изыгралась, зажралась, и страх людей пред неотвратимой смертью стал гораздо сильнее их алчности. Кроме того, о минах теперь знали практически все. Нарк нажал на сигнал. Пришлось сигналить еще трижды, пока солдаты соизволили заинтересоваться гостями. Из фанерного домика, игравшего роль боевого поста, вышел доблестный русский солдат в пятнистой форме, типа летний камуфляж. Помятый, сонный, небритый, явно с похмелья, но с автоматом через плечо. Дедушка в странной солдатской иерархии, непонятно только почему вышел он сам, а не послал какого-нибудь духа. Впрочем, может, там только деды и были, место-то козырное. Тихо, никто не стреляет, с мутантами воевать не надо, начальство далеко. Вполне ожидаемо, что тут будут служить старослужащие солдаты, а точнее, косить от службы в ожидании дембеля и отправки домой. Солдат остановился у шлагбаума. Угрюмо глянул на лимузин. Сквозь затемненные стекла, да еще сейчас в это туманное раннее утро, лица водителя не разглядел, по этому поводу смачно плюнул себе под ноги и, не торопясь особо, закурил. Поежился от утреннего холода, по случаю еще не закончившейся весны, почти даже морозца, и пошел к машине. Через узкий проход между стрелой шлагбаума и первой опорой в бесконечном заборчике из колючей проволоки, дошел до бокового окна лимузина и повстречался взглядом с немного безумными очами чернявыми, принадлежащими милому джентльмену по имени Нарк. Первой реакцией солдатика мигом проснувшегося был рефлекторный рывок ладони к висящему на плече автомату и бодрый шаг назад. «Жить надоело?» – мягко спросил Нарк и приветливо улыбнулся. «Лучше бы он так не шутил. Рожа у него, блин!» «Что такие?» – справившись с собой, ревкнул солдат. «Террористы, б***ь!» – перекосился Нарк лицом. «Что, не видно?» «Нарк, дуло, залепи!» Раздалось откуда-то из зияющей полумраком глубины лимузина. Раздалось за секунду до того, как солдат гневно скрипнул зубами. Сразу после скрипа челюстного аппарата тихо открылась боковая дверь. Из машины вышел здоровенный мужик в смокинге со шрамом через пол лица. Он встал рядом с машиной, настороженно изучая местность. Его взгляд солдату совсем не понравился. Маньяк натуральный. Следом появился человек размерами поменьше. В таком же элегантном одеянии, но с красивым добрым лицом. Глаза только стального цвета. И взгляд очень такой пронизывающий. Этот заговорил. «Здравствуйте!» Улыбнулся человек. Солдат наконец опустил автомат. И угрюмо пробурчал какую-то чушь насчет закрытой для проезда зоны. «Да вы что!» Человек даже изумленно всплеснул руками и широко раскрыл глаза. «Неужели всем запрещено проезжать по этой чудесной местности?» Солдат, приподняв брови, огляделся. Как и ожидалось, ничего чудесного вокруг не обнаружилось. «Всем!» «Разворачивайте машину!» «Попытку проехать расцениваю как нападение на пост. И в этом случае имею право стрелять на поражение. Короче, валите отсюда, если жить хотите!» Солдат ощутил себя необыкновенно смелым и грозным. Он даже многозначительно коснулся пальцами своего автомата. Показал взглядом на фанерную избушку. Из узкого окошка не очень приветливо блеснуло дуло чего-то огнестрельного. Может, даже пулемета. Неожиданно для солдата главный в этой троице прыстнул в кулак, довязь смехом. Громилы хищно оскалил белые зубы, а придурок за рулем истерично рассмеялся. «Ой, простите!» Утирая слезу, сказал главный. «Я не хотел вас расстроить!» «Вы что, психи?» Рыкнул солдат. Он, кстати, уже решил, что они психи и есть. «Что стоит солдатам взять, да и начать стрелять?» «И попробуй потом докажи, что три трупа, изрешеченные пулями лимузин, не пытались пробиться с боем за ограждение. Трупы-то говорить уже не умеют. Если погибли они не в зоне». «Нет-нет, что вы!» «Мы из мэрии!» Главный в троице вдруг смутился и замялся, даже глаза опустил. «Хотя, наверное, в каком-то смысле мы не совсем нормальны. Все на нервах, знаете ли. Вот и водитель наш почти совсем уже головой повредился». «А-а-а-а!» Собственно, ответ ожидался другой, и солдат удивлялся искренне. Так что мимолетной тени недоумения на лицах здоровяка телохранителя и водителя он не заметил. «Мэр у нас!» Парень тяжело вздохнул и пожаловался грустным голосом. Всех уже замучил. «Сумасшедший! И что характерно, совсем не лечится!» «Что? Какого ты мне эту херню впариваешь?» Взвился солдат, чувствуя, что над ним издеваются. Но каким образом происходит издевка, он пока не совсем понимал. «Хрена забыли на кордоне! Поворачивай оглобли, мужик!» «Никак не могу, товарищ сержант. Совсем никак. Кстати, вы не слишком сопливый для своей формы». Старослужащий сержант, как-то отвыкший от пренебрежительного отношения к своей персоне, и уж тем более отношения откровенно насмешливого, почти позеленел, крепче берясь за автомат. «Немедленно покиньте территорию, иначе будет открыт огонь на пара...» «Какие умные слова!» Восхитился главный и, повернув голову к телохранителю, воскликнул. «А ты говорил, дубоцефал, дубоцефал!» «Он такие длинные слова не только помнит, но и даже повторить способен! Какой же он идиот!» «Правда...» Парень в сомнении пожевал губами. «Не думаю, что он в состоянии понять смысл этих слов». Солдат открыл рот, передумал и громко класснул челюстью. Дернул затвор и без пояснений направил дуло на психа в смокинге. «Нарк, ты посмотри на него!» Сверкая небывалой радостью, воскликнул парень. «Какой мужественный мужчина! Какой смелый!» «А ты говорил, пидорас, цикливый!» Нервы дедушки, крепко пострадавшие как от издевательств над ним в бытность духом, так и в боях, пережитых на краю зоны, натянулись тонкой струной и лопнули. Он вжал спуск. Что именно произошло, солдат не понял, но как-то неожиданно оказалось, что автомата у него в руках уже нет. Псих в костюмчике за пару тоннбаксов небрежно держал упомянутый ствол двумя пальцами, чуть отстранив оружие в сторону. Солдат ощутил, как по спине течет струйка холодного пота. Долгие пару секунд он смотрел на свой чудесным образом утраченный автомат и ждал выстрелов товарищей. Здоровяк быстрым движением достал пистолет, и солдат мысленно попрощался с жизнью. «В машину, живо!» рябкнул псих, и телохранитель без вопросов, правда явно удивленный, исчез внутри. Солдат ждал стрельбы с КПП, но там все было тихо. И это очень пугало. Вскоре, секунди на пятой до него дошло, что своей фигурой он закрывает бандита, только что выбросившего его оружие в кусты. Солдат пулей метнулся в чахлую придорожную растительность, и КПП тут же затрещал автоматным огнем. Пули свизгом врезались в автомобиль, щелкали по асфальту. Только не слышно было предсмертного крика, какого-нибудь стона или просто сочных звуков, рвущих плоть пуль. Солдат приподнял череп и не смог поверить своим глазам. Тот самый псих неспешно шагал к посту, что-то насвистывая. Из окон по нему полили два ствола. Ни одна пуля не попадала в цель. В пули стекли искры из лимузина, видимо бронированного. Уродовали асфальт, но гостя почему-то не задевали. Только прямо перед ним мерцали время от времени всполохи синеватого света. Кажется, именно туда попадали пули. Человек вошел в микроздание, и спустя секунду стрельба стихла. Солдат резво вскочил на ноги, намеревая сбежать, но вынужден был упасть без сознания. Чей-то тяжелый кулак почти свернул ему челюсть. «Босс!» Поинтересовался здоровяк, потирая костяшки пальцев. «Что это было?» Босс в этот момент выволакивал из здания двух полумертвых от страха и полностью дезорганизованных солдат. Волок он их за шкирки, счастливо улыбаясь и по-прежнему насвистывая незатейливую веселенькую мелодию. «Рекламная акция», — скромно пояснил босс. «Теперь наш генерал точно заинтересуется новым предложением. Кстати, со следующего месяца каждому обязательно носить. Куда лучше бронежилета. Правда, заряд маленький, надолго не хватает». «А что носить?» «Да так, хреновина одну». Солдаты плюхнулись на пятую точку подле машины, точнее, были грубо на нее брошены. Водитель уже покинул машину и взял солдат на прицел. «Вот на кой ты солдатика вырубил?» — спросил неуязвимый для пуль человек, укоризненно глядя на телохранителя. Здоровяк с отсутствующим видом пожал плечами. Говоривший повернулся к двум насмерть перепуганным воинам русским. «Слышь, быстро на пост! Вот ты! И звони своим! Генерала сюда вызови, живо! Скажешь, пост подвергся нападению, вас всех взяли в плен и скоро станут зверски пытать». «А кто?» — нерешительно поднимаясь на ноги, спросил солдат. «Велес». Когда генерал Туманов прибыл на КПП номер 7 третьей линии, иначе зовущийся пригородом ада, среди местной разумной жизни и солдат, он был искренне поражен увиденным. Не меньше он был поражен и реакцией на его появление гостей пригорода. Дело в том, что вторая линия представляла собой полукилометровую полосу с внешней стороны замыкавшуюся шестиметровой железобетонной стеной. Ее стали возводить сразу после памятного суперпрорыва и гибели палаточного городка журналистов и ежесними. Кстати, стену эту возводили по всему кордону. В случае прорыва первой линии она должна была сыграть роль неприступного рифа, о которой разобьется волна мутантов. Учитывая необходимость возведения стены, наивно считалось, что она же пресечет случай проникновения на территорию зону новых двуногих, и то, что ей теоретически предстояло однажды остановить, строили быстро и на совесть. Самое смешное, что за все время строительства почти закончить стену успели только в одном месте – на территории, занятой русскими войсками. Правда, пулеметные и смотровые вышки на гребне стены еще не сделали. А зато у томерикосов даже первые сегменты стены, солдатами прозванные рубеж, еще не были возведены. Во как! И у стены этой, конечно же, имелись ворота. Большие. Электронные. Здоровенные створки бесшумно и тихо раскрылись, примерно в километре от КПП, вследствие чего гости не сразу обратили на это действие внимание свое. А вслед за тем, из недр второй линии, грозно-реве моторами, выпрыгнули БТР и два автомобиля. БТР, зачем-то снабженный страшным пулеметом с подозрительно широким раструбом дула, ломанулся по полям и остановился в полях же сбоку от лимузина, загнанного на запрещенную к въезду территорию прямо под окна сторожки КПП. Из люка высунулся солдатик и совершенно вульгарно наставил ствол пулемета на прилично одетых, добропорядочных граждан с немного бандитскими рожами. Автомобиль типа кабриолет также уехал в поля, но с другого бока. Оттуда выскочили четыре солдата, вооруженные очень опасным видом автомата Калашникова. Считалось, что при некотором везении из него можно подстрелить человека, иногда даже насмерть. Второй автомобиль остановился прямо перед гостями. И она, значит, ему говорит «А лопаткой поебу!» Закончил рассказывать анекдот Велес и кивнул хохочущими маньяку. «Ты наливай, братан!» «Куда?» Один из пленных солдат, сидевших перед бампером лимузина прямо на асфальте, попытался встать и убежать к своим. После грозного оклика тут же вернулся на место. «А вот, мужики, чего я слышал!» Маньяк виртуозно одним движением разлил коньяк по пластиковым стаканчикам, поставленным на капот. Так себе пойло. Велес его обычно для гостей возил. Горьковатая, дешевенькая, всего по сотне баксов за бутылку. «Говорят, на кордоне усиление будет, целые полки еще пригонят!» «Да ну, понт!» Нарк брезгливо одними пальцами поднял стаканчик. Велес с маньяком почти точно повторили его жест. Чокнулись, выпили. «Эх, гадость!» «Целый полк! Куда они его тут всунут?» «Мутантов ими прикармливать будут, чтоб не кидались на кордон!» Ухмыльнулся Велес. Парни хохотнули вместе с боссом. «Все чудесный миг открылись двери третьей машины. Какой-то военный вариант древнего Хаммера, с характерным вздутием заднего правого борта. Скорее всего, дополнительная тяговая установка. Газ или еще что-нибудь дешевое и устаревшее. Из машины вышли двое. Генерал в простом камуфляже с крайне недовольным и чуточку ошарашенным лицом и какой-то молодой человек с погонами майора. Последний был вооружен обнаженным пистолетом Макарова. «Вы в своем уме!» Реально так зарычал генерал, узрев чудесную картину. Трое элегантно одетых молодых людей пьют коньяк на капоте машины. Дорогущий, возможно, коллекционный коньяк из одноразовых пластиковых стаканчиков пьют. На капоте лимузина. На КПП регулярных войск на третьей линии кордона. Прежде разоружив и пленив наряд, приквартированный к КПП. Наряд на асфальте сидит и с надеждой взирает на своего генерала. А разоружил их городской чиновник с парой телохранителей. И теперь эти люди мирно выпивают, общаются под дулами пулемета, автоматов и пистолета. «Опа!» – изумился Велес, демонстративно оглядываясь и скользя взглядом по местности. «Пацаны, вы ничего не слышали?» «Чего?» Оба почти так же хорошо копируя поведение шефа гляделись. «Не, не слышали». «Да, показалось, собака где-то лает». «Наливай!» Туманов стал багровым. Изумление и возмущение испарились без следа, зато ярость воспарила на неведомые ранее высоты. Генерал достал пистолет и навел его на гостей. «Ты, парень, переходишь все границы!» – прощепил генерал. «Руки за голову! Посидишь под арестом у нас денек, может ума прибавится». «Генерал, генерал, вы меня разочаровали!» Даже не соизволив повернуться лицом к говорившему, ответил Велес, держа стаканчик в руке. «Идите к нам, выпейте, успокойтесь». «Какого хера? А если бы я отправил людей и дал приказ стрелять на поражение?» «Вы бы этого не сделали!» Велеса прокинул стаканчик, довольно крякнул и, закуривая сигарету, повернулся, наконец, к говорившему. «Я же назвал себя!» «Но если бы такое случилось, вы бы лишились многих хороших солдат». «Псих, ты ведь не называл мне своего... второго имени!» Генерал опустил пистолет, найдя в себе силы улыбнуться шутке насчет возможности потерять своих людей. Хотя в душе все рвалось прикончить этого сопливого мэра и забыть, как звали. «Но слишком хорошие деньги платит сопливый мэр, чтобы поддаться гневу, пусть и справедливому». «А вы будто не узнали его, едва я в этом городе нарисовался!» Велес приветливо улыбнулся на хмурившемуся лицу генерала. Последний вообще-то искренне считал, что его изыскания на тему «Кто такой этот новый мэр?» Остались никем не замеченными. Наивный, хоть и седой. Едва он начал копать, кое-кто задумался на тему, а не порешит ли этого любопытного вояку. Но потом решили, что он может однажды пригодиться и отказались от излишней жестокости. «Неважно! Надо быть полным идиотом, чтобы лезть сюда и нападать на солдат!» «Или ли Велесом?» Не вовремя открыл рот маньяк, получил от босса затрещину и скромно замолчал, наливая себе еще немножечко коньячку. «Ты!» Велес указал на ближайшего солдата, легким тычком подошвы ботинка в пятнистую спину. Солдат от неожиданности охнул и пульхнулся носом вперед. «Расскажи своему шефу, как мы ваш пост взяли. Подробно!» Солдат поднялся, отдал честь, даже попробовал каблуками щелкнуть, но промахнулся мимо каблука и едва не упал. Потом рассказал. Сжато, без лишних слов, но подробно. «То есть...» «Это все...» Генерал жевал губами, пытаясь озвучить свою мысль. Пистолет он уже убрал. Коротким лающим приказом отменил тревогу среди солдат. БТР, обиженно гудя, неохотно поехал обратно. Четверо с автоматами также навострились обратно. Остался только неизвестный майор, генерал и трое пленных. Ну и, конечно, Велес с братвой. Демонстрация. Велес небрежным кивком указал на освобожденных пленных, сейчас стоящих по стойке смирно подли генерала. Даже эти оболтусы с таким прибором, не напрягаясь, разделают в капусту весь сектор кордона любых войск коалиции. Конечно, если не напорются на запрещенное оружие. И, кстати, вот. Велес бесцеремонно залез за пазуху нарка, достал оттуда большой, странно выглядящий пистолет. Продемонстрировал генералу. Даже заря сможет только оглушить, и только если солдату не повезет. Против гравитационного оружия, конечно, не защитит никак, но такого оружия в мире довольно мало. А от огнестрела защита стопроцентная. Это, конечно, хорошо. Генерал взъерошил волосы и вздохнул. А я-то тут при чем? А об этом нам лучше поговорить где-нибудь у вас и наедине. После полуминутного размышления генерал оттаял окончательно и кивнул на свою машину. Садитесь. Они пусть ждут здесь. Босс? Пусть и одновременно отозвались ребята, враждебно глядя на генерала. Ждите. Я вернусь через час или меньше. Если что, знайте, что делать. Что вы имели в виду? Уже в машине спросил генерал у своего чем-то очень довольного гостя. Когда? Когда говорили, что они знают, что делать. Терпеливо пояснил генерал. Вам показалось. Я пожелал им счастливого дня и доброй охоты в мире основ. Что? Генерал даже поперхнулся. Сидевший за рулем майор нервно дернул рулем. Машина вильнула. Осторожней! Очень натурально пугаясь, выскликнул Велес. Молодой человек, будьте внимательны. Вы вполне можете убить нас с своей вопиющей манерой водить автомобиль. В конце концов, я еще слишком юн и неопытен, чтобы погибнуть в автокатастрофе. И не забывайте о генерале. Он ведь тоже очень... С некоторым сомнением Велес глянул на мужественный профиль почти всего седого генерала. Впрочем, генерала можете и угробить. Он уже старый, ему все равно. Но сейчас, пока я здесь, будьте любезны везти машину осторожно. Некоторое время висело тягостное молчание. Машина стала ехать медленнее, вояки разговаривать дальше не желали. Велес, скорчив скучную мину аристократа, выбравшегося на село на прогулку в карете, изучал в окошко проносящуюся мимо местность. «У вас там все такие?» Спросил генерал, когда машина уже минула беспорядочное нагромождение разномастных сооружений. Нечто среднее между армейским складом и временным палаточным городком. Это и была вторая линия. Склады, кухни, казармы, лазарет и тому подобное. «Таких, как я, больше нет. Я уникален и неповторим», – скромно заметил Велес. Серьезно поинтересовался. «Кстати, генерал, вы в курсе, что у вас там десятки людей, вооруженных автоматами, пистолетами и чем-то еще? У них есть разрешение на ношение оружия?» «Что есть?» Майор и генерал переглянулись. Кажется, они уже сожалели, что посадили мэра на задние сидения. Кто его знает, возьмет и выстрелит кому в затылок. Не со зла, так просто посмотреть, мозги вышибет на стекло или на приборную панель. «Они солдаты», – сказал майор. «Им разрешение не нужно». «А те в белых халатах?» На этот вопрос Велесу почему-то не ответили. Спрашивать вновь он не стал и ничем не показал своего удивления. Честно говоря, мэр ждал ответа, что это, к примеру, военные врачи или там медсестры-трансиститы, но вот увиденной реакции не ожидал вовсе. Оба синхронно вперились взглядами в лобовое стекло и крепко стиснули челюсти. Выходит, на кордоне появился некий новый игрок, а ему об этом, ему, Велесу, ничего не известно. Плохо. Даже хреново по тому, как может помешать бизнесу, то есть отрицательно сказаться на прибылях. А прибыли – это святое. Машина остановилась возле каменного трехэтажного здания, довольно прилично смотревшегося. Серенькое, конечно, крашеное лет 300 назад, но в целом даже красивое здание с претензией на архитектурный памятник. Возможно, когда-то здесь стояло село или районный центр какой. Только вот множество пеньков вокруг здания. Толпы вооруженных людей и другие сооружения странно смотрелись. Не слишком красиво, даже, пожалуй, уродливо. Такой каменистый домик здесь казался чем-то почти неприличным. «Приехали. Это комендатура». Генерал отстегнул рюмень безопасности. «Можем поговорить в моем кабинете или прямо здесь. Майор нас оставит». «С удовольствием посмотрю на ваш кабинет», – вежливо улыбнулся Велес. Генерал тяжело вздохнул. Он, вообще-то, предпочел бы поскорее избавиться от такого не совсем желанного гостя. Генерал уже не в первый раз успел убедиться, что, несмотря на очень выгодное деловое сотрудничество, лично Велес, находящийся на расстоянии слышимости, был просто невыносим. «Следуйте за мной, мэр», – тисло произнес Туманов, выбираясь из машины. «Уже выйдя, бросил майору. Машину в гараж поставь, ведь движок проверь, потом в комендатуру». «Есть!» – бодро отозвался майор. Даже попытался вытянуться по стойке смирно, видимо, забыв ненадолго, что сидит за рулем. Грустно вздыхая, генерал двинулся к каменному зданию, вход в который охраняли два упитанных солдата со скучающими лицами. Завидев командование, они встали по стойке смирно. «Обболтусы!» «Вот видите, мэр, с каким дерьмом прих...» Генерал повернулся через плечо, желая взглянуть на шагающего за ним Велеса. Велеса за плечом не обнаружилось. Генерал удивленно повернулся весь. Господин мэр испарился. Начисто. Некоторое время генерал тупо смотрел прямо перед собой. Потом посмотрел на джип, почему-то по-прежнему стоявший на том же самом месте. Недоверчиво хмыкнув, генерал вернулся к машине. В окошко заглянул. Велес приветливо улыбался с заднего сидения. «Какого черта?» Взручал генерал рыком голодного медведя, только что наступившего на большой и страшный охотничий капкан. Седой солдат рывком открыл дверь, собираясь грозно, местами даже грязно, обматерить этого молокососа, посмевшего над ним насмехаться. Ведь он именно насмехался. «Спасибо, генерал!» Произнес Велес, едва открылась дверца и рот генерала. Мэр элегантно покинул автомобиль через любезно открытую генералом дверь. Прошел немного вперед, с любопытством осмотрелся. Приподняв бровь, повернулся к любезному старику. Одобрительно кивнул ему. «Можете закрыть, генерал. Должен признать, вы очень любезны». «Какого к***а щенок?» Взвел Туманов. «Ты что себе позволяешь?» «Ой, а у вас глаз дергается!» Заинтересованно и чуточку удивленно воскликнул мэр. «Вам надо поменьше нервничать, генерал. Не забывайте, у вас слабое здоровье». «Да я тебя сейчас!» Он даже рукава кителя стал закатывать и бешено вращать налитыми кровью глазами. Похоже, сей достойный джентльмен собрался голыми руками задавить данного мэра. «Генерал, прекратите истерику!» Почти брезгливо ответил Велес, чем вызвал новый нечленораздельный рыб. «Вокруг много ваших подчиненных. Что они подумают о вас?» Генерал закрыл рот. Кромко скрипнул зубами и быстрым шагом направился к зданию комендатуры. Солдаты, а они были не только возле здания, грубки оных болтались по всей территории кордона. Поспешили отвести взгляды от рассверепевшего главного командира и заняться своими делами. Солдаты на входе вытянулись в струну, когда генерал прошествовал мимо. Даже каблуками щелкнули и честь отдали. Внутри здание комендатуры представляло собой довольно любопытную конструкцию. Первое, что удивляло, своего рода тамбур, два на два метра коробка, со вторыми дверьми, двустворчатыми. Открыв их, два товарища по бизнесу очутились в широком коридоре, расходящемся в обе стороны. Одна стена коридора имела две двери, а сам коридор заканчивался лестницами с обеих сторон. Генерал двинулся направо. Велес, соответственно, последовал за ним, с интересом оглядывая местность. Тут было подозрительно пусто и тихо. Еще стены тут были странные, отделаны рифлеными белыми гипсовыми плитами. Много на них висело деревянных щитов размером метр на метр. Щиты заполняли всякие подозрительные бумаги. Солдатский листок, схема эвакуации, солдат помня о долге, основные виды вооружения пехоты РФ и тому подобное. В общем, армейский фетиш, что увидеть здесь было вполне ожидаемо. Но вот мелкие детали несколько смущали. Корявый рисунок на гипсовой плите на уровне пояса, изображавший то ли человечка, то ли дерево. Полустертый отпечаток маленькой подошвы на другой плите. Остатки когда-то нарисованных на потолке разноцветных цветов, их пытались оттереть, но не слишком преуспели. У самой лестницы потолок начали закрашивать зеленой краской. Потом, видно, передумали и бросили. Возможно, решили обшить потолок какой-нибудь строительной гадостью, но по обыкновению великого и могучего русского народа, забили на все движение, а выделенные на ремонт деньги пропили. Впрочем, может и не пропили. Дачу, например, построили. Полковнику какому-нибудь. «Генерал, что здесь было раньше?» Спросил Велес, когда они стали подниматься по широким гранитным ступенькам. Туманов проворачал что-то невнятно. Поднявшись на второй этаж, сказал, что тут было. «Школа здесь была средняя». Генерал остановился и указал рукой на пол у стены. Велес посмотрел. Обычный пол гранитный. Такой же, как и на вером этаже. Только вот какие-то крапинки красные. И довольно много. Когда на ЧАЭС второй взрыв произошел, кордона еще не было. Про зону и разговоров не было. Рядом было кладбище. Поселок-то большой, райцентр. Генерал помолчал и мрачно, чуть с хрипотцой, произнес. На большой перемене вторая смена училась. В школу вошли десять человек. Генерал посмотрел Велесу прямо в глаза. Все десять были похоронены в течение недели. Они еще совсем свежие тогда были, не гнилые. Никто сразу и не понял, что происходит. Крапинки видишь? Они зачем-то сюда все трупы стаскивали. Здесь и ели. Генерал свернул в правый коридор второго этажа. Велес задержался. С минуты он тупо смотрел на пол, раскрашенный в крапинку детской кровью, так глубоко въевшийся в камень, что ее не смогли оттереть до сего дня. Мэр почувствовал, что ему жарко, и желудок с некоторым сомнением раздумывает над тем, сейчас блевануть или все-таки попозже. Не дожидаясь, пока желудок определится с решением, Велес поспешил догнать генерала. Генерал, подождите. Туманов и не спешил никуда. Он стоял посреди длинного коридора, одну половину койва занимали широкие окна, перемежающиеся двухметровыми вставышами стен. Генерал стоял у второй, с дверьми. Видимо, дверьми классов, где учились те самые дети. «Почему же вы устроили комендатуру именно здесь?» «А где еще?» Пожал плечами старый солдат. Кажется, он уже почти не злился на своего делового партнера и даже не хотел его слегка пристрелить. «Это здание единственное отвечало нашим нуждам. Крепкие стены, мощный фундамент, широкие окна, которые легко переоборудовать под пулеметные гнезда. Два выхода, достаточно просторных помещений, расположено на небольшой возвышенности, все коммуникации подземные, плоская крыша, на которой было нетрудно установить тяжелое оружие и пулеметы. «Это здание уцелело даже во время большого прорыва», генерал Кислоу добнулся. «Все выжившие тогда на второй линии выжили именно здесь. Смогли отбиться, засев на третьем этаже». «Хм...» «Только и сказал Велес». «Он вот никогда не задумывался над тем, как раньше строили школы. Только сейчас он сумел оценить мастерство, а может быть и идиотизм строителей, сделавших школы, идеально подходящими как для обучения подрастающего поколения всяческим мудрым наукам, им ненужным и даром, так и для оборонительных боев. «Вот мой кабинет». Генерал Кивком указал на тяжелую дверь, выполненную в виде прямоугольной плиты, густо усыпанной вьющимися рельефами непонятных растений. «Красное дерево?» С некоторым удивлением спросил Велес, не ожидавший от старого генерала такой показучной роскоши. Туманов, уже взявшийся за позолоченную ручку, фальшивое позолото было, кстати, что Велеса как раз не удивило, настоящую золотую ручку давно бы тиснули вместе с дверью и косяками. «Обернулся». Удивленно приподнял брови, усмехнулся и постучал костяшками пальцев по ровной части двери. «Понятно». Красное дерево отозвалось на стук тихим звенящим гулом. Дверь была стальной. Судя по этой «деревянной» двери, на этом этаже они все были такими, а возможно и во всем здании. Впрочем, чему удивляться? Пожалуй, тому, что прямо сейчас у каждого окна на каждом этаже не стоят пулеметные расчеты, а в подвале не собирает пыль полдесятка танков. Кабинет генерала Туманова, командира русской части кордона, ничем особым не выделялся, кроме своих размеров. «Генерал, а разве это помещение не было когда-то классной комнатой?» Поинтересовался Велес, без приглашения садясь в одно из двух, надо сказать, жестковатых кресел, стоящих у большого стола. Кресло для гостей, так как на другой стороне имелось еще одно, куда более удобное. «Бэйла!» «Детишки учились!» «А что?» Туманов плюхнулся в свое кресло и рассеянным взглядом окинул гуру разномастных бумаг, как попало на бросанных на стол. Кстати, стол из дешевого ДСП. Правда, искусно покрашенного, видимо, в попытке придать ему вид настоящей мебели из настоящего дерева, а не спрессованных опилок. Надо ли говорить, что попытка была безуспешной? Велеса такое обмануть не могло точно. Совершенно чуждый дешевому выпендрежу, он, тем не менее, прекрасно разбирался в таких вещах, как мебель, вино, золото, девочки, травка, ну, как любой высококультурный и нравственно развитый человек. Ну, Велес неопределенно взмахнул тланью наподобие вееры, расправив пальцы, унизанные дорогими роскошными перстнями. Кабинет у вас маловат, как же они тут помещались? А? Туманов поморщился. Прекратите, конечно, внутренняя планировка частично была подправлена под нужды армии. Давайте уже перейдем к делу. Конечно, я, знаете ли, тоже очень спешу, совершенно нет времени. Велес с интересом посмотрел на забитые различными бумагами стеллажи, занимавших целые две стены. Вижу, и у вас работа не в проворот. Генерал решил промолчать. Хмуро взирая на гостя, он как бы предлагал ему начать излагать суть вопроса. Гость любопытно вертел головой, как будто не замечая тяжелого взгляда старого солдата. Ооо! Искренне изумелся Велес, заметив, что одной из стен маленького кабинета занимает шкаф, с книгами. Мэр с уважением посмотрел на генерала и даже кинул ему. Генерал, я искренне поражен. Оказывается, вы умеете читать. Что? Книги? Так много книг в вашем рабочем кабинете. Велес неожиданно печально скривил губы. А, наверное, на самом деле вы держите их тут просто для престижа, чтобы казаться умнее в глазах посетителей. «Но хотя бы азбуку вы знаете?» «Твою налево!» На этот раз генерал даже разозлиться не смог. Просто уныло повесил нос и устало спросил. «Вам не надоело поясничать? Что вы все время отпускаете какие-то шуточки и кривляетесь? Вы что, удовольствие получаете от этого?» Вместо ответа Велес просиял немного идиотской улыбкой и обратил на хозяина кабинета сияющий счастьем взгляд. Генерал тяжко вздохнул и почти простонал. «Давайте ближе к делу, мэр!» «Так точно, товарищ генерал!» Неожиданно громко рявкнул Велес. Так что генерал даже вздрогнул всем телом и принялся обшаривать кабинет ошеломленным взглядом, видимо, заподозрив, что в кабинет тайно проник неизвестный солдат. Взгляд остановился на Велесе. В нем ясно читалось недоумение, сменившееся усталостью и некоторой грустью. Кажется, Туманов уже сомневался в том, что переданная ему сумма в виде нехилой кучи денежных знаков злобных иноверцев из Евросоюза достаточно в свете не шибко приятного, но вынужденно постоянного общения с Велесом. Первое. Велес положил на стол маленький выпуклый с двух сторон металлический диск. И самое важное на сегодняшний день. «Именно благодаря этой штучке я смог победить ваших доблестных, мужественных, жутко ленивых и невоспитанных солдат, и именно благодаря ей армия Российской Федерации «Хм, смешно звучит», задумчиво произнес мэр. Замолчал на полминуты. Генерал в это время вертел в руках диск. «В общем, армия наша сможет надрать задницу любой другой армии современного мира. Кстати, превосходно защищать не только от пуль. Волну осколков остановят также без труда. Воздушную волну, конечно, нет, солдат непременно упадет». «Это че такое?» Генерал вертел диск в пальцах, видимо, не вполне понимая, как эта маленькая хреновина способна остановить частый град из разнокалиберных осколков и пуль. «Так, хреновина одна», пожал плечами изобретатель хреновины. После тяжелого взгляда генеральского и весьма живописного скрипа челюстного аппарата Виллис счел за лучшее быть более точным в деталях. «Принцип действия подробно объяснять не имеет смысла, вам его не понять». Генерал скептически хмыкнул, на что Виллис выдал ответ, заставивший генерала густо покраснеть и некоторое время поерзать на стуле. «Господин Туманов, в школе вы всегда сдавали физику в лучшем случае на три. Даже когда по молодости лет вы начали свою недолгую карьеру в органах внутренних дел, вы не смогли закончить соответствующее учебное заведение, чтобы получить высокое звание. Вы стали предфактом работать до пенсии младшим офицером либо искать удачи на другом поприще. «Высшая академия милиции, если не ошибаюсь, Староградская, не пропустила вас к дальнейшим экзаменам, потому как вы завалили экзамен по физике. Смешно сказать, уровни седьмого класса средней школы. И хотя для милиционера лично, по моему мнению, даже этот малый базис совершенно не нужен, так как понятен и младенцу, вы не смогли его осилить. Эта же игрушка создана на основах и законах квантовой физики, а это как минимум уровень университета. Если я начну объяснять, в лучшем случае вы будете понимать предлоги, в худшем вам станет плохо с сердцем». «Я понял, понял». Генерал покрылся нежным румянцем, почему-то совсем его не красившим. «Продолжайте уже. И не надо вырошить мое прошлое». «Хорошо. Я объясню в меру вашего понимания. Вещица способна генерировать электромагнитное поле большой мощности вокруг себя. Что-то вроде неправильного овала. В результате любой металл, атаковавший границы поля, мгновенно отклоняется в сторону. Чтобы активировать прибор, достаточно прицепить его на поясе и нажать на выпуклую поверхность вот здесь, где вроде как шарик вмонтирован. Он потянулся через стол и показал пальцем. Отключение устройства производится точно так же. «Единственный минус, действует игрушка только 15 минут, но на самом деле лучше не использовать больше 10». Виллис скривился. «Технология производства несовершенна. После десятой минуты существует вероятность спонтанного снижения активности полей до минимального уровня. Пулеметная пуля прошьет такую защиту насквозь, но 10 минут работает безотказно. Есть еще один минус, но не существенный. Генерируемое диском поле может быть перегружено, что вызовет мгновенную потерю всей его мощности. Диск в таком случае треснет поперек. Но это возможно лишь в том случае, если в границах действия магнитных линий окажется единовременно большое количество быстро движущегося металла. На практике диск лопнет, если солдат его одевший попадет под прицельный огонь сразу четырех десятков стволов. Или, к примеру, если по нему единственному будут долбить все артиллерийские орудия кордона. Тогда у него будет только несколько секунд, чтобы спрятаться подальше, до того, как диск откажет. Ситуация, где одного единственного солдата будут так утюжить, маловероятна, так что этот недостаток прибора я считаю несущественным. Во всех других случаях прибор дает десять минут безотказной работы. Генерал долго молчал, вертел диск и тяжело и шумно вздыхал. Бросал на собеседника усталые недовольные взгляды. Наконец он заговорил и весьма расстроенным голосом. Я-то тут при чем? Генерал передернул плечами. Я, конечно, не против приобрести у вас такие игрушки для каждого своего солдата. Ну, хотя бы для офицерского состава. Но ведь не могу же я взять их за свои деньги и даже если совершу такую глупость, как я объясню это своему начальству? Так, мужик один на кордон принес, да? Нет, конечно же нет, дорогой мой генерал. Белес безмятежно улыбался, удобно развалившись на неудобном кресле, что только добавляло генералу нервозности. Все гораздо проще. Слышали об оружейном заводе Росстрой, всего в сотне километров от моего городишки? Генерал заинтересованно кивнул, кажется, он уже понял, как именно собрался Велес провернуть намечающиеся прибыльные дельцы. Прибыльные финансовые для Велеса и карьерные для генерала. Если количество солдатских трупов, вывозимых с кордона, заметно снизится хотя бы в половину, очень скоро ему могут присвоить очередное звание. А это совсем немало, выше будет пенсия, почет и уважение коллег и начальства. Да и просто приятно. Очень скоро там будет проводиться выставка новых видов вооружений, разработанных заводским НИО. За неделю до начала вам пришлют персональное приглашение. Вы отнесетесь к нему без особой радости, но на выставку поедете. Оттуда вернетесь ошеломленно восхищенным. Там будут показывать эту штуку? Кивнул генерал на диск. Велес ответил новой улыбкой. И будучи сражен открывшимися перспективами, я немедленно сообщу об этом чуде своему начальству, ни словом не обмолвившись о вас. Так? Именно так. И не только. Вы сообщите о приборе, захлебываясь соплями отчасти всем своим знакомым, имеющим даже самое косвенное отношение к российским вооруженным силам. Сделаю. Бургнул генерал голосом не шибко соплями в приступе безудержного слегка дебильного счастья. Да, еще вместе с приглашением вам пришлют целую гору документации. Сразу предупреждаю, в основном макулатура, ничего интересного. Но вот бумаги об этом приборчике пролистайте внимательно и сохраните. Велес усмехнулся. Эти материалы будут содержать некоторые сведения, коих вы больше никогда не увидите и не услышите. Правдивая история о том, откуда появился прибор, чуть-чуть понизив голос, спросил генерал. Почти. Мэр Чернобыля 145 не удержавшись рассмеялся. Лицо генерала слегка вытянулось. Извините, в общем документы эти вы должны будете надежно упрятать в какой-нибудь сейф и когда вам дадут знать вы, генерал, сделайте возможным похищение документов одним из ваших штабистов. Деза, значит? Генерал задумчиво нахмурился. А откуда на самом деле эта вещь? Ведь мне на расстрой же ее сделали. Это продукт некоторых лично моих научных изысканий, скромно пояснил Велес. Хорошо. Оставлю? Мэр кивнул. Генерал спрятал прибор в ящик стола и поднялся на ноги. Пошел к кому-то шкафу, достал оттуда нечто соблазнительно булькающее. Выпьете? Да, было бы неплохо. Держите. Генерал вернулся за стол и протянул стакан с чем-то кроваво-красным своему собеседнику. Я так понимаю, у вас есть ко мне еще какое-то дело? Правильно понимаете, есть. Глотнув спирто содержащей жидкости из своего стакана, Велес поморщился и отставил его в сторону. Какая-то сивуха оказалась, наверняка обыкновенный портвейн или дешевое вино. Как там мои ребята? Нормально. Генерал пожал плечами с отсутствующим лицом. Я их определил в группу Сереброва. Поначалу едва не угробились, но сейчас нормально служат. Было бы у меня сотни и три таких новобранцев, любой прорыв налегке бы отразили. С максимальными расчетными потерями в 20-30 человек. Твоих ребят поднатаскать еще с месяц, да гонор в лотной с них сбить, так можно будет выпускать в глубокую зону. Отлично. Велес был исключительно доволен похвалой генерала. Их нужно «А потом они вернутся вместе со мной, чтобы пройти в зону с большим грузом». Генерал тяжело вздохнул. Гора бумажных денег, переданной ему не так давно, еще не совсем победила страх разоблачения его преступных замыслов. Скорее инстинктивный, чем обоснованный разумными доводами. И угрызение совести по поводу сотрудничества с криминальными структурами. Угрызений было, собственно, немножко. Совести это сложку. Ну а сейчас мне необходимо попасть на кордон в качестве простого солдата в группу капитана Рябова из военкомата одного из российских захолустных городишек. Вроде как с пересылкой через Чернобыль 145, потому что я, к примеру, в пути заболел острой формой поноса и пришлось госпитализировать. В городскую больницу. Забирать будете прямо с обхода в больницу, когда через город поедет этот ваш потрепанный грузовичок, что возит салаг с вокзала на кордон. «А-а-а!» не врубился генерал. «То есть призывником?» «По легенде, конечно, призывником уже после прохождения службы в учебной части», Велес прервался, сообразив, что генерал имеет в виду нечто другое. «А что не так?» «Ну-у-у!» Генерал многозначительно приподнял брови и окинул мэра полу на смешливом взглядом. «Не похоже, что вам всего восемнадцать, молодой человек». «Ах, и это!» Велес картинным жестом юный впечатлительный леди отмахнулся от надоедливого генерала. Лицо туманного обратно вытянулось. «Не извольте волноваться, генерал. К нужному моменту я буду молот аки салага первогодок. Только мускулатура естественно останется прежней, как и рост, цвет глаз и мой обаятельный голос». «Угу». Генерал ковырял пальцем стол, уныло глядя на ковырятельный палец. Перспектива заполучить господина мэра в свои солдаты ему совсем не понравилась. «А как же ваши обязанности мэра? И что если вас убьют? Что мне тогда делать? «Вам?» «Ну на моем обернулся». «Проведут свободные от подтасовки результатов демократические выборы». «Прошлая жизнь кандидата будет развернута для средств массовой информации вплоть от первого агу и до первого ***». «Конечно это будет чрезвычайно законопослушный гражданин и просто охренительно добрый парень». «Или девушка». «И не сомневайтесь, когда его выберут, вас вежливо попросят не забывать об организации и о тех деловых подпрыгнул». «Естественно», очень убедительно изумился мэр. «Ведь вы глава этого гарнизона, не так ли?» «Ну...» — рыкнул генерал, испепляя собеседника взглядом Кинг-Конга, у которого неизвестные темные личности только что сожрали весь завтрак. «Ну вот и...» Мэр всплеснул руками. «Дескать, вам этих причин мало?» Генерал вернулся дальше в кресло и принялся невнятно бубнить что-то неприличное. «Вы в армии служили?» Наконец, почти успокоившись, ряпнул генерал. «Нет». Велес шумно вздохнул, изобразил расстроенную физиономию и вдруг широко улыбнулся. «Но я как-то сидел в тюрьме». «Ага, конечно, это совсем другое дело», обреченно простонел старый солдат. «В общем, с прибором вам все понятно, надеюсь. Ваша задача довольно проста, прибыть на представление новинки и растрезвонить всем и каждому, какую замечательную хреновину изобрели лобасты из Росстроя. И, конечно же, вам нужно сообщить своим начальникам из министерства, что данная хреновина может спасти до чертовой матери солдат». Велес встал на ноги. «Когда к вам прибудет следующая партия мяса, то есть призывников?» «Через неделю». «Я вам сообщу точную дату и время». «Этого времени мне хватит, чтобы уладить свои дела?» «Моих ребят уберите с кордона сегодня же. Я жду их к вечеру у себя. Замещать меня на посту мэра будет Виктор Романович Резин». Генерал сразу повеселел, услышав, что довольно долго ему придется контактить с другим человеком, возможно, даже относительно терпимым человеком. «Замечательный человек, скажу я вам. Просто чудесный человек. Погоняло, маньяк». Генерал заметно приуныл. «Могу я узнать, отчего господин Резин носит такую странную погонялу?» «Да, конечно», немного рассеянно улыбнулся Велес. «Резин довольно оригинальный мужчина. Нет-нет, ничего страшного, ничего, пожалуй, даже примечательного. Просто он иногда режет себе грудь ножом, чтобы остался рубец. По рубцу на каждого убитого им человека. Ничего, что заслужило бы внимания. Оригинально, конечно, не спорю, убьет человек». Генерал уныло кивнул. «И много у него таких шрамов?» «Да нет», пожал плечами Велес. «На животе немного, а вот на груди места уже нет». Велес встал из кресла. «А теперь позвольте откланяться». «Да, да, идите». Облегчение, что испытывал сейчас Туманов, было ни с чем не сравнимо. «Солдатики на входе не будут безобразничать?» «Нет-нет, вас сразу пропустят. Я довезу доворот с комфортом». Велес кивнул и покинул кабинет. Едва он вышел из здания, к нему подлетел джип, вовсе даже не армейский. «Откуда такая красота?» поинтересовался мэру водителя, садясь на мягкое и удобное сидение. «Генераль, шитачка!» ответил довольно хорошо воспитанный юноша, из-за моей износа крупную серую козявку. Задумчиво изучив ее ничем непримечательную текстуру и цветовую гамму, вытер палец со штаны. «Клевая тачила, а?» «Базару нет, ладная машинка». Велес откинулся на сидение и улыбнулся потолку. «Гони, братан, заеб***ся и здесь чалится». «Сейчас, ветерком доедем!» громко с энтузиазмом ответил воин Руси-матушки и уже тише пробормотал. «Не зашиби бы блин кого по дороге». «А воскресший ангел». В этот день, точнее ночь, в Чернобыле 145 случились два знаменательных и важных события, для жителей города, оставшиеся незамеченными. Лом и Ижи с ним вернулись в город. Мрачные, злые и немного озверевшие. Без долгих разговоров мэр отправил их по домам и дал по неделе выходных. Кстати, в эту же ночь, впервые за прошедший месяц, ожил микрофон на столе, а чтобы его найти, нужно было знать, где в этом столе находится микрофон. И еще знать, что та неприметная пимбочка на самом деле микрофон и есть. Микрофон, соединявший кабинет мэра с этажом, занимаемым Франкенштейном. Работу над оружием он не закончил, но порадовал успешным созданием прототипа, который, к сожалению, заискрился и оплавился сразу после первого выстрела. Ученый просил пару дней выходных. Велес счел, что парень имеет на это право. К тому же он считал, что оказавшись в городе, ученый прежде всего начнет развлекаться в местных ночных клубах, то есть парень хорошо отдохнет и соответственно будет лучше работать. Поэтому он позвонил охране и приказал ввести нужный код, дабы Франкенштейн мог выйти наружу. Еще он приказал откомандировать временно, конечно же, телохранителя для ученого на выбор Кеши. Второе событие явилось посреди ночи. Босс! Нарк нервно облизнул губы и повел плечами, будто пиджак был ему тесноват. Гости трое странные ребята. Говорят, что вы их ждете по рекомендации Супермена. Нет, Бэтмена. Черт! Спауна может быть, подсказал мэр. Во, точно! Спиуна, так они и сказали. Приглашай! Велес выпрямился в кресле. Только не вздумайте наставлять на них стволы и не хамить. Кажется, я догадываюсь, кто такие эти ребята. Будет сделано! Нарк выскользнул прочь. Уже через несколько минут дверь кабинета отворилась и внутрь вошли три совершенно замечательных человека с милыми глазами матерых убийц. Даже идиоту было ясно, что двое из них конвоирует третьего. Третьим был среднего роста и веса мрачный тип в спортивном его подталкивали сопровождающие. Парня буквально вдавили в одно из неудобных кресел для гостей. Сопровождающие встали рядом с ним. Один, видимо, старший посмотрел в лицо мэра. «Велес?» спросил он и улыбнулся. «Как вы догадались?» изумился Велес, демонстративно окинул взглядом ярко освещенный кабинет. «Тут так много народу, а вы буквально сходу определили, где я». Против ожидания конвоир не смутился и не разозлился. Вовсе нет. Парень улыбнулся еще шире. «Ты стал старше, но так и не повзрослел Велес», сказал конвоир и впервые за много лет на лице Велеса появилось не наигранное, а самое настоящее удивление, близкое к шоку. «Мы знакомы?» Велес теперь более внимательно изучал фигуры конвоиров. Молчавший ничем не выделялся. Средний рост, вес, незапоминающееся слишком крепкая фигура, единственная хорошо заметная примета. Очень крепкие пальцы и запястья, но это обычно ускользает от взгляда непосвященных в таинство всяческих боевых искусств изящного и зрелищного мордобития. Второй отличается тем же самым. В толпе оба пропадут как духи, просто растворятся в ней. Несомненно, он имел дело с ангелами. Учитывая важность мероприятия, он и ожидал прибытия именно ангелов. Непревзойденные убийцы современного мира и бойцы экстракласса к числу коих он сам когда-то принадлежал. Это было очень давно. Ромка? Неуверенно проговорил Велес. Парень ответил улыбкой и Велес подскочил в кресле. Ромка! Сукин сын! Я же думал ты сдох давно! Пару раз я был к этому близок. Ромка хмыкнул и широким шагом двинулся к Велесу. Тот ловким прыжком вылетел из-за стола и заключил в объятия своего старого давно похороненного друга. Парень Велес хорош задушишь! Рассказывай! Отпустив Ромку Велес метнулся к столу и извлек из шкафчика бутылку водки. Садись хрепнем за твое чудесное воскрешение! А как же ангел смерти Ромка тевком указал на второго ангела и мрачную личность приговоренную то есть выбранную Велесом для героического задания? А! Сейчас! Велес сунул руку в один из ящиков стола пошарил там где ж ты блин а вот он резко выпрямился и очень быстро распрямил руку другой ничего бы и не увидел а вот ангел змею метнулся и изловил из воздуха летевший точно в него маленький серый шарик бросить обратно он его не успел шарик лопнул ничего особенного не произошло только ангел и будущий подлый убивец разных вдупель честных депутатов воткнулись лицами в стол видимо лишившись сознания не боись Ромыч действует только на метр и всего секунду нас не зацепит сказал Велес товарищу нисколько неудивленному его не шибко воспитанной выходкой он только смотрел с осуждением во взгляде и качал головой садись выпьем с тобой ты по прежнему необыкновенно вежлив и так чутко относишься к незнакомым тебе людям конечно даже немного оскорбился Велес ведь я же их не убил я просто поражен Леха ты ни капли не изменился Рома пододвинул ближайший стол поближе к рабочему столу мэра и сел сокрушенно качая головой девять лет прошло ты уже совсем не юноша а ведешь себя так же будто я тебя только вчера видел стараюсь не поддаться старческому маразму и неумолимому течению времени что так невоспитана нагло стремится состарить нас и сделать хрупкими закостенелыми и довольно мрачными личностями кстати вам Роман стоило бы подумать над этим если конечно уровень интеллекта позволяет вам думать такие длинные мысли Роман ничуть не обиделся наоборот он громко рассмеялся и хлопнул мэра по плечу в тот момент разливавшего огненную воду по рюмкам все так же портишь нервные клетки каждому кто тебе на рожь не приглянулся теперь к сожалению каждому вообще и в принципе Виллис изобразил тяжкий вздох и не удержавшись широко улыбнулся я знаешь ли все же изменился за эти годы теперь мне просто нравится выводить людей из себя кстати иногда это полезно для дела ну не знаю а закусить чем не найдешь спросил Роман беря рюмку сейчас секунду Виллис взял трубку нажал кнопку на телефоне связываясь с комнатой охраны открыл рот чтобы выдать ценное указание и слегка позеленил от ярости из динамика доносился сочный богатырский храп да ладно похохатывая махнул рукой Роман забудь я сейчас отойду бошки им поотрываю и сразу вернусь подождешь Леха осади Роман поднял рюмку одними пальцами поболтал из стороны в сторону ты своих обормотов пока кончать будешь бухло прокиснет ничего я быстро Виллис даже поднялся на ноги и почти пошел к выходу в честь встречи прости юродивых хохотнув в конце фразы рек ангел Рома только ради тебя Виллис прюхнулся на место и цапнул со стола свою рюмку за встречу брат за встречу они стукнулись краями рюмок и выпили не поморщился от замечательно отвратительного вкуса водки ни тот ни другой зато выражения лиц были немного разными Виллис блаженно улыбался и смотрел счастливым взглядом на старого друга который как он был уверен 9 лет давно мертв зачищен организацией Роман удивленно опялился на тару даже недоверчиво понюхал ее ни хрена не понимаю водка же он стрельнул взглядом в довольное лицо Виллиса и стал изучать бутылку обычная водка а на вкус а хрен его знает что за вкус такой но приятно правда Виллис отобрал бутылку у товарища и налил по новой Лиза сделала точнее водку это завод он глянул на этикетку хрюб урюб в общем хохлядский завод какой-то сделал но метод очистки Лизин я пожалуй воздержусь от повторения Роман решительно отодвинул рюмку на удивленный взгляд ответил довольно просто знаю я каким бизнесом ты рулишь последние пару лет мне здоровье дороже давай лучше пошли кого из своих пусть привычные сиухи нам принесут что Виллис даже задохнулся от возмущения сиухи да ты когда-нибудь видел чтобы я такое дерьмо пил видел да Виллис удивился кажется даже по настоящему ну тогда ладно но это это зря я ее уже год потребляю да и пацаны мои тоже иногда все стерильно и безопасно год говоришь Роман хмыкнув перекрестился а давай выпью худшим чудовищем чем есть не стану а сдохнуть так глупо надеюсь ты мне не позволишь Виллис улыбнулся и кивнул Роман взялся за рюмку не заметив что поспешным своим кивком Виллис не просто выразил согласие с ним а постарался спрятать тень уныния обижавшую на его в общем-то красивое лицо некоторое время старые друзья сидели молча странно оба испытывали какое-то необъяснимое неудобство будто не два лучших друга встретились а двое знакомых бывшие в не очень-то и хороших отношениях волею судеб были вынуждены сесть за один стол и изображать начисто отсутствующую радость оба ощущали себя неуютно и каждый чувствовал себя виноватым за это и у обоих для этого были веские причины у Виллиса сия причина появилась лишь сейчас он кое-что понял осознал увидев кто сопровождает смертника назначенного организацией орудием в своих финансовых разборках два ангела для сопровождения наемного убийцы организация наверняка обещала заплатить ему и немало слишком много и слишком расточительно к тому же небезопасно для организации и просто странно один ангел мог перебить бригаду краповых беретов а тут сразу два для перевозки опасного бандита до места совершения преступления данный бандит опасен да но не для ангела организации разум Виллиса вычислил все что должно произойти дальше с этой троицей еще до того как Роман поздоровался с ним и Виллис не мог ничего тут сделать он даже рассказать не имел права цена риска его собственная жизнь у Романа также имелись причины чувствовать себя неуютно почему ты меня не нашел раньше немного не шибко радостно спросил Виллис ты ведь знал где я знал что я до сих пор себя виню в твоей смерти а ты блин живой почему Ромка зря винишь хрена ты мог сделать скривившись всем лицом сказал Роман я мог отомстить врачно отвечал Виллис мог положить Шмита эту сволочь и всех кто с ним я же знал кто приказал тебя зачистить но я не хотел всю жизнь копаться в дерьме для организации чтобы боссы могли оставить свои руки чистыми я хотел подняться выше так высоко чтобы ни одна падла не могла дать приказ зачистить меня теперь ты высоко поднялся Роман продолжил с ноткой зависти в голосе насколько я знаю ты единственный из ангелов кто сумел так высоко забраться и единственный кто дожил до своего возраста конечно не считая тебя проговорил Виллис без тени улыбки на лице Роман грустно ухмыльнулся другу и молча кивнул знаешь я до сих пор не пойму почему меня тогда не зачистили ты наливай наливай я уйти тогда сумел завалил двоих а меня отпустили а потом знаешь в доме я прятался сознание как раз потерял плечо прострелили падлы очнулся а в комнате мужик с седой сидит курит Виллиса прокинулся держимой рюмки в рот и закашлялся новые интересные факты заставили его разум работать с новой силой седой мужик не иначе сам араб не просто так сохранил в целости шкуру ангела ромы и тем более не по доброте душевной это знаешь кто был Виллис араб этот долбанный старикан оказался наикрутейшим перцем из самых верхов организации он помог мне не понимаю почему и зачем но думаю когда-нибудь узнаю араб хороший мужик ром не слишком убедительно произнес Виллис потрепав друга по плечу иногда старик тянет на добрые дела ты слышал о нем немного удивился ангел взирая на друга с трепетом благоговейного восхищения сие действия заставила уже Виллиса шокированно вылупиться на друга впрочем он быстро успокоился сообразив что это для него араб опостыливший шеф от рожи коего уже точно становится а для простого убийцы коего однажды даже решили зачистить ради подстраховки араб это личность из разряда приближенных господу мать его богу араб рулит почти всеми боссами по РФ я перед ним лично отчитываюсь браток ааа так ты его не просто знаешь Роман восхищенно кивнул он твой непосредственный начальник ага папа бля Виллис поморщился так словно лимон сживал в резком темпе в кожуре и без сахара не любил он когда приходилось вспоминать что он пока еще так и не достиг своей главной цели несмотря на все прошедшие годы что все еще есть люди которые могут отдать приказ зачистить Виллиса которым ему все еще приходится служить Виллис начал был Роман и умолк крепко стиснув челюсти ну чего ты хотел сказать брат Виллис столкнул Ромку в плечо и добродушно улыбнулся говори я не огорчусь в твою сторону я тебе брат еще должен ни хрена ты мне не должен неожиданно резко произнес Роман практически рявкнул и схватился за бутылку рывками налил в рюмке водки попутно облив и стол ухнул бутылкой прямо перед носом господина мэра у коего глаза на лоб полезли Роман ангел организации проще говоря убийца работающий только на боссов организации и только по их приказу живущие тоже пока того желают большие боссы всегда славился двумя великолепными качествами он был удивительно спокойным человеком однажды в него в упор разрядили автоматный рожок одна пуля разнесла плечо не завизжал от страха или боли у него даже лицо не дрогнуло Ромка вежливый спокойный человек вел себя в тот миг геройски потому как из оружия у него был только нож автомат чека он зарезал и вынес оттуда одного молодого неопытного ангела убийцу проходящего что называется практику и словившему в том долбанном подвале четыре сраных пули и при этом он даже матом не ругался пока шел хотя иногда не выдерживал и кривел от боли губы Верес тогда от боли громко стонал матерился ничего не мог с собой поделать а Ромка шел молча делал свое дело вот это и было второе его качество высоко ценимой организации Роман вцепившись в какое-то дело обязательно доводил его до конца за что и заимел одно замечательное и им не шибко любимое прозвище для простоты произношения со временем сжавшееся в более короткое слово Велес Леха браток Роман виноват осмотрел в глаза Велеса ты извини что не искал тебя не встретился не сказал что живой да ладно Велес отмахнулся блин я уж подумал ты что-то серьезное сказать хочешь живой бродяга и на том спасибо подожди я объясню Велес тут же открыл рот и Ромка резко махнул рукой и строго глянул в лицо друга Велес будто наяву увидел ту же ситуацию только много лет назад он совсем молодой на взводе от предстоящего мероприятия со смертоубийством и страшно злой ангел Роман пользующийся среди других ангелов дурной славой Роман конечно старше и на щегла Леху смотрит презрительно разговаривает с ним только невнятным матерным шипением сквозь зубы и вот таким же жестом призывает к молчанию а когда жест не понимается в полном молчании наносится невидимый глазоудар в область загривка и щегол Леха вынужденно умолкнув теряется в пространстве теперь тот самый невидимый удар Велес не просто заметит но и легко сломает сию невидимую руку а если будет желание то и оторвет не сложный в принципе прием айкидошный достаточно несколько плавных движений прежде вывернув руку из плечевого сустава теми же движениями но сейчас как в прошлом покорно замолкал щегол Леха так и замолчал Велес я знал к чему ты стремишься Леха он уныл лохмыкнул твои цели всегда казались мне идиотскими я считал что ты добиваясь именно того чего хочешь добьешься только могилки в виде цементной бочки на дне какого-нибудь озера ты всегда рисковал больше чем может себе позволить человек нашей профессии вел себя словно псих подсказал Велес аккуратно разливая вкусную водку несшую на себе печать зоны ну я бы не сказал просто опрометчиво шмитта задирал Ромка рассмеялся что-то припомнив унылый вид с него слетел и теперь он говорил бодрее а я все думал чего он тебе никак не пришьет психов и дураков редко убирают Ром усмехнулся Велес они могут быть полезны и не страдают непомерными амбициями а если страдают по тупости не успевают воплотить их в полной мере он глубоко и тяжело вздохнул шмитт не был идиотом иначе не поднялся бы так высоко этот ублюдак однажды все понял даже собирался избавиться от меня и Роман даже моргнул двумя глазами о конфликте Шмита и Велеса он ничего не знал похоже этот момент биографии друга ускользнул от его внимания избавился конечно убил меня насмерть что собеседник тряхнул головой завязывай Леха о извини смутился мэр привычка Шмита кончили до того как он стал слишком опасен для меня кстати я слышал что по приказу араба я тоже такое слышал к тому времени я уже оклемался и выполнил миссию за которую мне обещали жизнь ты знаешь наебали тут я смотрю ты весь бледный воскликнул Велес широко улыбаясь убили да изверги ну и как там на том свете в аду и правда тепло у Романа дернулась щека ты знаешь я уже успел забыть как трудно бывает с тобой общаться я нынче живу будто раб Леха как раб и пришить меня могут в любой момент мне вообще кажется что меня пока не грохнули просто потому что не случилось еще ситуации когда мою шкуру можно продырявить с выгодой а не просто так может быть Велес с трудом удержал свое лицо в прежнем улыбающемся виде Ромка дружбан увы такая ситуация уже случилась просто тебе пока не хватает информации чтобы понять это знал бы ты куда и для чего везешь чужка этого давно бы сделал ноги в отчаянной попытке выжить повторить неудавшийся в прошлом фокус а я вот узнал тогда шмидт ласты склеил и вместо него теперь некто Велес Ромка рассмеялся весело искренне гордый за друга впервые ангел из тех кому на роду написано в говне копаться пока не зачистят прыгнул вверх да еще как прыгнул он с восхищением указал широким жестом на кабинет мэра а я все еще на резинках был да и сейчас я тогда со стволом под подушкой спал реально ждал что хрен проснусь поутру по три раза за ночь вскакивал и за занавесками со стволом прятался ничего пронесло живым оставили ну а налаживать контакт с тобой я подумал что хреново кончится сие начинание организация людей проверяет до самых трусов сам знаешь нахрена тебе нужны были контакты с таким смертником как я я мог помешать твоему продвижению а ты двигался и быстро ох быстро Леха я до сих пор восхищен тем что тем что материл меня на все лады пиздец безнаказанно а я кивал башкой и развесив уши слушал все твои нравоучения оскалился Велес довольно ехидно надо сказать нет что ты замялся Роман и тут же просияв важно заметил но ведь тебе это пошло только на пользу малой помнишь тех америкосов что четыре пули в тебя загнали с тех пор ни один долбаный пиздец не смог тебя даже ранить понимаешь и все благодаря тебе Велес расхохотался но я уже не малой Ром и как видишь повзрослел и стал охуенно влиятельной личностью да он кивнул вот когда я узнал что кактуса Сергея Васильевича по твоему личному приказу замочили я и догнал что малой шибко высоко забрался чтобы быть малым Велесом ты именно тогда стал я лично так считаю кактус чмо Велес разлил последний крох алкоголя мне жаль что я не мог эту падлу лично убрать положение уже не позволяет так рисковать и заниматься такими делами лично мое решение одобрили и араб и все кто над ним над ним как же ты молод и глуп мой дорогой друг Роман с печатью бесконечной мудрости господина китайской внешности незабвенного конфуция на своем бухом лице рёк Велес над арабом этим чудесным человеком не меньше пары боссов рангом повыше как минимум один в чем я сильно сомневаюсь думаю на деле гораздо больше выпив они довольно долго молчали выпитая водка успела ударить в головы похорошела стало легко телам и довольно свободно мыслим головенки друзей стремительно пустили учитывая кратковременность этого замечательного эффекта дабы сохранить его волшебное действие требовалось срочно догнаться еще еще по чуть-чуть осведомился роман в конце фразы интеллигентно икнув да пожалуй важно кивнул Велес подняв вверх палец серьезно заметил но напиваться не будем что мы свиньи какие что ли по литру не больше отлично наливай угу Велес открыл ящик стола затем другой и следующий задумчиво пошарил в каждом а ты знаешь нету ни хуя последняя была оказывается не может быть с выражением безграничного ужаса на лице произнес роман совсем совсем нету ужасно а где есть пошли есть у нас в городе одно чудесное место Велес поднялся хитро улыбаясь а они как же он указал на два бесчувственных тела обнявших стол а что они сейчас до утра спать будут это минимум ну тогда пошли два замечательных друга плечом к плечу покинули здание мэрии и вышли на улице ночного города город был нынче тих а кимышка и подозрительно косился в их сторону безликими окнами серых зданий не без основания опасаясь грядущих событий этой ночи впрочем сначала ничего страшного или необычного конечно не произошло два старых друга крепких молодых парня прилично одетых и слегка пьяных мирно беседовали степенно шагая по слабо освещенным широким улицам города и интеллигентно ржали в голос ничего необычного или ужасного правда возле одного из фонарных столбов тонких с ажурным креплением для фонаря на самой его вершине случилась одна неприятность немного грубоватая своей сутью и природой два импонантных джентльмена о чем-то заспорили слегка возвысив свои приятные голоса что конечно же нанесло некоторый урон их внешней респектабельности но эта милая мелочь слегкой компенсировалась необыкновенно цветистой изобилующей сложными и красивыми оборотами возвышенной речью интеллигентного сословия несомненно присущей всем достойным господам не только в силу высокого воспитания но и с самого рождения чё Рома не гони мне фуфло искусно скрывая всю глубину своего небывалого возмущения вежливо возмутился один из двух джентльменов весьма воспитанно брызгая слюной в сторону от своего спутника а не на его дорогое и изысканное деяние да я поверю также вежливо ответил второй джентльмен прозываемый своим спутником древним и славным именем Роман что корнями своими уходило к бесконечному величию древнего Рима его спутник пораженный упорством оппонента до глубины своего утонченного и бесподобно прекрасного душевного мира не смог произнести ни единого слова на нескольких долгих почти бесконечных мгновений он утратил способность говорить языком людским наконец он совладал с собой и повинуясь строгим нормам и принципам морали привитым ему еще в детстве вежливо заметил я тебе пи***ть не стану а по х**ям зырь братан приняв изящную боевую позицию посрамившую бы любых воин ебать по какой-то не совсем ясной причине этот мужественный человек практически рыцарь света покачнулся секунду удерживал равновесие и и таки рухнул на земь возможно был в том повинен свирепый ветер бушевавший над всем миром или злое влияние магнитных бурь что так часты в этом грешном мире штормит поинтересовался его благородный друг протягивая руку помощи упавший ловко вскочил на ноги и единым стремительным порывом нанес великолепный бесподобно прекрасный боковой удар ногой по ножке фонаря отвратительный треск возвестил что благородный муж с присущим ему изяществом в очередной раз сразил своего врага на этот раз бездушного преломился толстый чугунный столб и рухнул побежденный враг едва не угодив роману прямо по лбу едва увернулся бедолага супер восхитился роман бесспорно героическим поступком своего могучего спутника и не сумев сдержать эмоций он излил часть своего потаенного восхищения своему благородному спутнику но его благородный спутник хорошо воспитанный в раннем детстве глубоко возмутился таким грубым слогом примененным в отношении восхитительных созданий что подарили нашему грешному миру боги и природа безгранично было его возмущение так сильно оно было что скривилось прекрасное лицо благородного джентльмена и он даже едва не упал ступив на правую свою ногу с окрушительным движением куи только что продемонстрировал он своему спутнику свое непревзойденное боевое мастерство и огромную силу дланью он коснулся своей могучей голени где в рваном порыве элегантных штанов его виднелась красная ссадина справившись с постыдным гневом который не мог должен воспитанный человек показывать кому бы то ни было ведь именно потому был изображен все хитрый жест дабы скрыть лик свой от проницательного спутника благородный джентльмен выпрямился и сохраняя присущий ему высокий слог благородной речи холодно произнес какие нахуй бабы я на ногах ни хуй стоять не могу меня хоть самого сейчас бабу ему надо я сейчас возьму этот светильник и захуй им всех нахуй пол этого города чтобы падла не хуй чили свои сраные столбы где в башку вбрило спутник его мгновенно отвернулся пристыженный полный благородства и необыкновенной силы духа великолепной речью спутника своего он обратил свой мудрый взор в сторону дороги покоя стремительно и величественно нанеслась чудесная сверкающая колесница могучих стражей сего града велес хорош стонать мусора че делать будем прицепятся ведь падлы валить их или нахуй пусть живут не гони велес мгновенно принял вертикальное положение правда на правую ногу наступать пока опасался и вот на кой сдался ему этот долбанный фонаря правда он практически мгновенно отрезвел сейчас побазарим и миром разойдемся что хитро улыбаясь произнес роман все схвачено за все заплачено обижаешь возмутился друг ожидая пока пронесшаяся мимо милицейская тачка развернется и подъедет к нарушителям общественного порядка общество правда на ночных улицах наблюдалось только в их лице народ давно дрых а че они мимо то пролетели спросил роман закуривая долбан потому что проворчал велес ему стало даже обидно немного все таки это его город и он бы хотел видеть у себя в городе бравых милиционеров лихо хватающих самых отпетых преступников без тени страха и профессионально чтобы они были честными умными и уважающими не только закон который они должны защищать но и граждан коим по идее они призваны служить ага а я блин мэрилин мать ее монро проворчал велес по поводу своих последних мыслей антиконкретные представители милицейского сословия с трудом смогли подъехать к фонарю чудом избежав прямого попадания носом машины в этот самый фонарь с полминуты из машины никто не выходил будто водитель сам не мог поверить в то что все же не снес несчастный придорожный фонарь но возможно господа милиционеры просто изучали обстановку и принимали решение о наиболее подходящей стратегии своего поведения с возмутителями общественного спокойствия и Велес некоторое время даже поверил в такую глупую мысль увы так могло быть в Европе или Америке горя на синим негаснущим пламенем блин Велес ее очень хорошо понимал и отбросил глупую мыслишку почти сразу нет конечно скорее всего мэра просто узнали и теперь милиционеры не знали что делать то ли извиниться и валить подальше да поскорее то ли сделать это прямо сейчас безо всяких извинений увы эта догадка также была ошибочно двери машины отворились ничего такая тачка служебная в хлам мэр с предпоследней модели и на свет показались два статных человека в милицейской форме с твердыми волевыми лицами отличающиеся плавными и точными движениями хорошо бы если бы так оно было водитель даже не вылез он выпал наружу стало понятно от чего машина так странно ездит мужик хлопнулся на асфальт тут же разразившись матерной руганью слегка помятая фуражка укатилась под машину что не добавило стражу порядка вежливости и других ненужных и чуждых ему качеств почти сразу он сумел встать на ноги и слегка покачиваясь вперел взгляд налитых кровью глаз в лица двух антиобщественных элементах громко икнул мотюкнулся почесал волосатая довольно мощная брюха пуговица рубашки с болезненным дзиньк оторвалась и покатилась по асфальту ощутившая небывалую свободу брюхо немедленно выпало наружу милиционер от смущения конечно же покрыл матом пуговицу рубаху и нарушителей порядка до кучи еще и машину на которой ездил пока он говорил неприличные слова его могучее дыхание распространяло вокруг сильнейший запах спирта господин милицейской внешности видимо недавно выпил некое спиртосодержащее необыкновенно полезное лекарство ну конечно же он недавно тяжело заболел и естественно был вынужден принять лекарство исторически выдержав подлый удар судьбы выйти на работу несмотря на сразивший его недуг конечно отчего же еще могло так пахнуть спиртом от доблестного милиционера душой и телом преданного своей нелегкой работе второй страж порядка вылез из машины вполне нормально казалось с ним все в порядке и тяжелый недуг поразивший его героического товарища не коснулся этого мужественного милиционера но как оказалось страшная болезнь была чрезвычайно заразна милиционер ударился головой потолок уикнул и с ужасом озираясь спросил кто здесь несчастный несчастный герой ночных улиц один из тех немногих кто свято чтит честь офицера и стоит на страже закона благородный воин закона исправе милиционер вышел на свежий воздух и с некоторым удивлением стал озираться стоя спиной к напарнику машине и нарушителем все трое смотрели на его широкую спину милиционер постоял немного пожал плечами и бодро двинулся куда-то в ночь ты куда поперся взвыл водитель от собственного крика опасно накренившись едва не свалившись на землю ой резко обернулся второй да так резко что его повело и он пробежал несколько шагов боком почти балерина если бы не объемистая брюхо вася а чего это мы а где это мы а это как ого он в шоке воззрился на черное небо ночь переведя взгляд на напарника спросил осторожно уже ночь вова ах ты гребаный милиционер-водитель облаченный в погоны лейтенантские сыпать принялся словесами матерными и многими разнообразными предлогами все чудесный миг Роман как более осторожный решил было предложить другу по-тихому улизнуть от всех замечательных господ судя по всему о нарушителях они напрочь забыли костерят друг друга всевозможными чисто русскими словами незаметно как-то оба перешли на украинский и кажется даже собирались вот-вот набить друг другу мясистые лица самое время убраться подальше от неприятностей стороннему наблюдателю к сожалению Роман имел удовольствие нынче ночью путешествовать в обществе Алексея Сергеевича мусора прогремел насмешливый глаз мэра по улице города Чернобыля с необыкновенно красивым номером 145 мусора не услышали оглохли гоблины позорные живо еб***ники сюда повернули и жвало схлопнули услышали позеленели подобную несусветную наглость господа милиционеры не могли простить никому ни работяге ни фермеру ни водителю таксисту ни студенту и даже старику либо старушке не смогли бы простить ибо смелые и справедливые и бесстрашные стражи порядка да даже если бы такое себе позволил депутат или вор в законе и тогда не простили бы извинились бы и сразу бы уехали чё взрывел водитель в погонах лейтенанта ху чё тело рыхнул в ответ Велес быстро назвал имя фамилию и номер удостоверения забурел падла поставили Велесу диагноз оба милиционера чуть не хором на свет появились резиновые дубинки лучшие друзья закона и прав человечих водитель по званию здесь старший неспешно двинулся к преступникам судя по выражению его лица обоим забуревшим гражданам грозило как минимум дело с сопротивлением аресту и статья за создание организованной преступной группировки лейтенант процедил сквозь зубы сейчас придурок сейчас я тебе скажу и фамилию и имя и номер ёб***й какой-то охарактеризовал роман самоубийственное поведение лейтенанта слышь лошара вежливость господина мэра просто не знала никаких разумных границ тебя в какую больницу потом отвезти лейтенант больше не мог сдержаться он совершенно не привык к подобному поведению граждан тем более к угрозам свой адрес обычно если он кого-то избивал избитого вполне могли посадить за нападение на сотрудника милиции в процессе нападения подло разбившего в кровь костяшки на хрупких руках стража порядка а это в случае если обладатель поврежденных костяшек являлся сотрудником органов правоохранительных пардон правоохранительных квалифицировалось не иначе как нанесение тяжких телесных с последующим наступлением необратимых увечий в виде частичной потери работоспособности и как следствие инвалидности а тут такое непочтительное отношение ни тебе коленопреклонных поз ни молитвенно сложенных рук ни умаляющего восхищенного взгляда ай-яй-яй как нехорошо со стороны несознательных граждан а ты говорил все схвачено ну-ну ехидно скались заметил роман пуская в ночную темноту кольца белесого табачного дыма Вася подожди видимо ощутив опасность а возможно почувствовав странное исключительно подозрительное шевеление мозговых извилин чего с Вовой не случалось с детского сада парень попробовал предотвратить избиение пардон задержание слишком уж уверенного в себе гражданина вон и одет он довольно прилично это тебе не щегол сопливый и явно не работяга кто знает что за человек этот мужик в дорогой рубашке хоть и сильно помятый а также галстуки и штанах смотревшихся примерно как вся месячная зарплата господина лейтенанта вдруг это полковник какой милицейский или сын к примеру генерала тут милиционера и посадить могут за превышение полномочий для Василия такие мысли видимо были уже слишком сложны либо просто не смогли пробиться в мозг сквозь толстенные черепные кости он подошел и замахнулся дубинкой как нехорошо то воскликнул за его спиной чей-то голос лейтенант не обернулся желая лицезреть лежащего у его ног наглеца с разбитой башкой и пускающего носом кровавые пузыри лейтенант от силы собственного удара немного наклонившийся вперед теперь тупо вылупился на девственно чистый хотя нет вон бумажка какая-то валяется от чупа-чупса вроде но наглеца там не было только кончик дубинки касался асфальта шокированный творящимися чудесами лейтенант выпрямиться не успел так как что конечно же очень печально по его филейной и довольно объемистой части чем-то очень сильно ударили вызвав от резкой боли почему-то разошедшейся даже по позвоночнику до самой шеи генерал пролетел над асфальтом пару метров и изящно сыпался бесформенной массой у придорожных чахлых кустиков там он цельную минуту прикидывался мешком картошки видимо маскируясь что у него не очень хорошо получалось так как лейтенант очень громко стонал стоять завизжал милиционер Вова трясущейся рукой направляя весело улыбающегося Велеса свой большой и страшный служебный пистолет китайского производства стоять или я буду стрелять на поражение сначала с предохранителя сними мудила также добро улыбаясь произнес весьма вежливый мэр Вова с оглушительным звуком проглотил подступивший горло комок и судорожно потянулся рукой к пистолету даже на мгновение не решаясь отвести дуло от опасного преступника очень похоже что первого им воочию виденного за все годы службы не решаясь даже взглянуть на пистолет чтобы не потерять из виду преступный элемент Вова нащупал предохранитель и с удивлением обнаружил что и правда забыл его снять ему стало чего-то совсем нехорошо гражданин который мистическим образом исчез и появился тут же за спиной напарника вроде легонько двинувший тому под зад ногой от чего напарник улетел в туман оки голубь си-закрылый и теперь еще и улыбающийся в дулы пистолета это какой-то совсем неправильный гражданин кое-как Вова снял с пояса рацию и нажав соответствующую кнопку срывающимся визгливым голосом попросил у некоего невидимого и таинственного альбатроса помощи видимо считая что столкнулся как минимум с блейдом или глубоко законспирированным китайским шпионом монахом Сю-Хун-Сю из монастыря гнилая дынька стелящаяся по земле подобно бесшумному движению могучего дракона Бзю Вова требовал себе в помощь почти все УВД в полном составе нахуй столько что у вас там уродов случилось мгновенно поняв и оценив всю серьезность ситуации по военному четко отозвался дежурный милиционер на редкость сонным голосом совсем до чертей допились что ли нападение на сотрудника милиции изображая пожарную сирену завыл Вова ладно пришлю машину и отключился Вова обильно потея и облизывая тонкие губы зорко следил за подлым злодеем совершенно гнусным приемом расправившимся с доблестным лейтенантом милиции последний подниматься не торопился и только стонал все громче Вова следил и где второй завизжал Вова чувствуя как от ужаса отнимаются ноги перед машиной был лишь улыбающийся преступник впрочем Вова не отрицал также что это мог быть самый настоящий призрак или вампир но не могут люди двигаться так как двигается этот улыбчивый хмырь где тот ублюдок что был с тобой господин милиционер мягким почти ласковым голосом произнес преступник я был один со мной никого не было правда вам просто показалось голос незнакомца и мягкая приветливая улыбка совершенно не вязались с происходящим Вова даже головой кивнул мол да согласен показалось мне я здесь прозвучало за спиной за могильный глаз Вова взвизгнул и попытался развернуться развернулся только пистолетов у него больше не было перед ним стоял второй преступник посмеиваясь вертевший в руках табельное оружие Вовы и это говно у вас считают оружием искренне удивившись сказал незнакомец в лицо уже едва живого от страха Вовы он вдруг почувствовал что эти двое привыкли убивать именно убивать хладнокровно без тени сомнений или сожалений впервые за все годы службы Вова понял как опасна может быть его работа всю свою службу пробовавший на кабинетной работе и очень недолго в ночном патруле он никогда и представить не мог что могут попасться ему вот такие личности против которых никогда не выходят органы всякие без отряда ОМОНа и десятка оперов Велес я думал у тебя все в городе как надо у тебя форменный бардак стволы фуфлу мусора еще фуфлыжнее аль ты их тут для смеху держишь этих клоунов поинтересовался бандит выбрасывая пистолет куда-то далеко далеко во тьму улицы Велес прошептал непослушными губами господин Вова погонял у мэра милиционеры знали не раз и не два это имя поминали милицейские начальники в основном вместе с матерной руганью и жалобами на злодейку судьбу ведь мэр по идее не имел власти над органами милицейскими не было у него на то законных прав в Чернобыле 145 все было иначе проклятый мэр плевал на все законы и ничего с этим сделать было нельзя у Велеса законы были свои а их поддержку он обеспечивал методами куда более жесткими и действенными чем методы органов правоохранительных да братан прав ты порядок давно бы пора навести да все руки не доходят пожал плечами мэр шаря по карманам в поисках сигарет не нашел подошел к стонущими в кустиках Василию легонько пнул слышь сигарету дай Вася не ответил мужественными стонами отвергая наглые поползновения подлого агрессора проявив верх героизма милиционер Вася даже пошел еще дальше презрительно пукнув что говорит нету хохотнув сказал Рома и кинул мэру пачку своих сигарет лови благодарю даже не обернувшись ответил мэр плавным движением изловив сигареты в полете вытащил одну повертел в пальцах и засунул обратно Велес может пойдем а Роман неодобрительно смотрел как мэр поднял Васю за шкирку и теперь тащил к машине сейчас этих гоблинов тут наберется на хороший зоопарк нахрена оно нам надо да ну их к лешему отмахнулся Велес швыряя милиционера на асфальт перед передним бампером машины что они сделают я Велес а этим двум уродам нужно преподать урок хороших манер и зачем Роман Роман не одобрял подобных мероприятий более того он не узнавал своего старого друга тут вел себя вразрез с самыми главными правилами ангелов а учили их так что простые правила по сохранению собственной шкуры в целости и сохранности буквально с хрустом врезались в память чаще с хрустом собственных костей ну как зачем Рома устало и замученно ответил мэр я старый больной человек и я не могу мириться с таким откровенным ничем не прикрытым деспотизмом и аморальным поведением людей призванных блюсти и хранить нормы законности и правопорядка здраво раскачал хмыкнув ответил Роман я аж хуй с такого полного объяснения или ты так заковыристо меня послал не пари херни зажигалку лучше дай Велес наклонился к слабо шевелившемуся Васе и изъял его личное оружие хотел выкинуть в кусты но передумал и засунул за пояс задумчиво прикурил любой с красотой ночной улицы задумчиво произнес тебе что особое приглашение надо или врыло в еб... милиционер Вова айкью которого за последние несколько минут вырос сразу на множество порядков мгновенно все понял с потрясающей скоростью он ласточкой плюхнулся рядом с напарником сообразительный мальчик одобрительно произнес Роман он посмотрел на милицейскую машину брови взлетели вверх будто он шибко удивился только сейчас заметив эту подозрительную машину кинул взгляд на друга тот присел на капот авто и сейчас задумчиво смотрел на смирно лежавших рядом милиционеров Роман пожал плечами и полез в машину раз уж друга прикололось здесь торчать ожидая приезда мусоровоза то есть патрульной машины неплохо было бы чем-нибудь согреться держи Велес повернулся к товарищу тот протягивал ему пластиковый стаканчик до краев наполненный чем-то прозрачным воняло форменной сивухой тяжело вздохнув Велес обреченно взял стаканчик ну за права человека гаркнул молодецкий Рома и выпил проглотив спиртное он едва не выронил бутылку и оба глаза у него сделали попытку выпрыгнуть из глазниц ну и отрава с отвращением произнес Роман отдышавшись и наполняя стаканчик вновь из приватизированной у господ милиционеров бутылки тфу Велес скривился о кедракулы испивший вместо крови пол литра марганцовки осади Рома покурим еще жахнем где бухло брали в паласе резво откликнулся Вова Вася не подавал иных признаков жизни кроме слабого сопения пиздец паласу закрой он нахрен слушай брат может все же пойдем вновь попытался вызвать голосу разума Роман может те приедут и сразу за пушки схватятся на кой тебе труп мусоров в городе или заскучал так давай этих шлепнем и пойдем Вова в этот счастливый миг своей жизни вдруг понял что милицейская форма на самом деле не такой уж и прочный щит от разного рода неприятностей за каковой он ее всегда считал еще ему вдруг показалось что мир стремительно рушится и еще что он сейчас проснется у себя в отделении что расскажет коллегам свой сон они посмеются вместе и Вова пойдет домой досыпать остаток дежурства в теплой домашней обстановке он даже ущипнул себя и бросил короткий взгляд на двух людей пленивших его они не исчезли и растворились в туманах снов по-прежнему две пары холодных волчьих глаз мрачно смотрели будто бы мимо него убьют ведь и даже не поморщатся Вова спрятал лицо в ладонях и ощутил как по пухлым щекам катятся горячие слезы нельзя лить кровь просто так от скуки назидательно качая перед собой указательным пальцем выдал мэр монументальную фразу почему ухмыляясь спросил непонятливый друг ах его знает пожал плечами мэр в библии написано ты библию читал роман чуть сигареты не подавился конечно и тебе советую очень интересная книга только непонятно ни хрена а так очень интересная не я такой хрен от нее не увлекаюсь еще по одной велесуны лакивнул выпили снова закурили ты что такой потухший стал скучно буркнул мэр слышь мусорки милиционеры не отозвались только трястись стали крупной дрожью да оставь ты их сжалился роман ему и правда стало почему-то не по себе хотя милицию он жуть как не любил да и пойдем уже велес даже не соизволил ответить вместо этого он пинками поднял обоих стражей порядка на ноги помятые насмерть перепуганные они теперь стояли плечом к плечу ты будешь петь а ты танцевать обрадовал их мэр роман поперхнулся сигаретным дымом и глянул на друга тот не шутил первую попавшуюся запевай рявкнул мэр вова коему выпала честь исполнять вокал на самом деле очень любил петь и потому сразу же затянул нечто из народного репертуара вася стал подпрыгивать на месте видимо решил исполнить некий народный танец о оригенов гонолулу с выражением бля вася стал еще руками прихлопывать а вова принялся заливаться прямо соловьем правда соловьем охрипшим и в хлам бухим но тем не менее у тебя просто дар убеждения брат похвалил роман друга с рождения причем ответил ему мэр убирая пистолет обратно за пояс знаешь велес я тебя почему-то не совсем узнаю ты будто стал другим немного ой люли ой люли гарно девчина клава до свинарнику пойдет каким же я стал не ты ли недавно сказал что я нисколько не изменился ой люли ой люли там злой какой-то стал грюмый работа такая ой люли ой люли свинка хрю прокоп есю клава тупо идет хуйню какой-то поет буркнул велес так пристрели его брякнул роман не меняя выражение лица велес достал пистолет и направил его на вову бедолага забыл песню во весь голос и так быстро что уже ни слова нельзя было разобрать роман мгновенным движением своей левой конечности мягко изъял пистолет из рук друга я пошутил велес протянул он давай еще по стаканчику и если эти гоблины не явятся то поймать сюда вообще-то по инструкции и результатам прошлогодних учений им уже положено не только здесь быть но уже взять преступников и везти их в отдел уроды давай короче выбьем и ну их нахер забей а ты пой пой только что-нибудь хорошее про любовь строго погрызив пальцем сказал мэр народному исполнителю народных песен вове и вова искренне любивший народное творчество не разочаровал господина мэра и его замечательного друга возможно от природы он был очень талантлив этот вова а может немалое влияние на вову оказало столь опасная близость к смерти хорошо поет восхитился роман когда милиционер затянул милую песенку на украинском о каком-то Миколе и красавице Наташе понимал он частично но в целом понял что песня о горячей любви этих двух молодых людей да нормально Велес закусился горятным дымом и выпрямился оглядел строгим хозяйским взором местный городишко краем сознания отметил явление прохожего нарисовавшееся на обочине судя по всему гражданин прохожий был в дупель пьян что не помешало ему восхититься талантливыми исполнениями фольклора кажется он даже прослезился поняв что два доблестных очень добрых милиционера остановили двух подвыпивших граждан и решили исполнить для них красивую задорную песенку про Миколу гарного хлопца от умиления прохожий даже открыл рот и врезался в столб под коем и очнется ближе к утру с жуткой головной болью ну чё потопали до девок хе-хе поздно оскалился велец улыбкой юного джека потрошителя истошно визжа сиреной и весело подмигивая разноцветными мигалками по улице стремительно нанеслась юркая машина в традиционной боевой раскраске УВД судя по сердитому визгушин и грозному реву моторов машинка вышла на тропу войны и давно пора было бы уже движок перебрать войд собака серая прям будто вот не на бензине гоняет а на ракетном топливе с жутким шипением и визгом тормозные колодки тоже не к черту авто пошло юзом и едва не сшибив импровизированный народный ансамбль в лице Вовы и Васи остановилась буквально напротив мирно выпивающих граждан оттуда выпрыгнули три крайне подозрительные личности резво так прям будто тоже смотрели фильм ниндзя Максим Глушков 3 в брониках Пиздец проворчал напрягшийся подобно пружине Роман говорил валить надо а теперь блин три трупа оставим Вова с Васей уже отбежали по краям дороги и теперь ловко прятались в невысоких кустиках придорожных только фуражки торчат мелко подрагивая от ветра надо полагать жуткий ветер по вечерам в Чернобыле совсем от него спасу нет стоять оружие на землю заорал громовым крепко пропитым басом один из милиционеров не по уставу одевший головной убор какая-то вязаная шапочка вместо положенной в таком случае каски морды в асфальт забурел падла немедленно отозвался Роман но даже пальцем не пошевелил он пока не видел подходящего момента для одного стремительного рывка безопасного для себя и смертельного для этих трех клоунов еще в движении он сделает всего три выстрела и на земле останутся ровно три трупа впрочем Роман был слишком строг к простому патрулю данные клоуны таковыми являлись только для ангелов организации и для подобных им агентов разного рода спецслужб тренируемых для тех же целей проникновения уничтожения и все незаметно для будущего трупа и его окружения для задержания простого бандита не способного в упор попасть в человека при этом не ранив себя самого или вооруженного поломанной вилкой пьяного хулигана этот патруль был грозной практически неодолимой силой таких как Роман никогда не пытаются задержать не имея под рукой хотя бы отряда каких-нибудь омоновцев да и то на худой что называется и сразу пардон конец Роман все это конечно знал и потому был глубоко оскорблен во первых какие-то там патрульные возомнили себя как минимум черепашками ниндзя во вторых они его назвали Роман в детстве получивший великолепное образование будучи приличным хорошо воспитанным и образованным человеком лет с пяти уже был в теме что базар нужно фильтровать везде и всюду так что он намеревался сейчас и здесь донести до господ милиционеров что за базар иногда даже им сотрудникам всяческих органов приходится отвечать Романа вовремя остановил его друг а то не миновать боеправ до трупов то ля то ля вот какого хрена осуждающий качай головой и очень расстроенным голосом произнес Велес его укоризненный взгляд с необыкновенной грустью смотрел прямо в лицо носивший вязаную шапочку и предусмотрительно стоявший за капотом машины я тебя козла еб***чего так конкретно выручил а ты меня значит величаешь это ты наверное так меня благодаришь да Толя Алексей Сергеевич шокированно проговорил милиционер в шапочке выпучив глазки так что они заняли пол его лица два других до сего мига морды кирпичом автомат плечо и на лице рэмбо голыми руками изнасилую оружие чуть приопустили и теперь неуверенно поглядывали то на товарища своего то на двух граждан с силой захвативших машину милиции и взявших в заложники двух сотрудников нет что ты Велес даже головой замотал отрицательно нет у меня здесь тебе кажется на самом деле Алексей Сергеевич вчера трагически скончался посреди полового акта со своей секретаршей она кстати к несчастью тоже умерла от сердечного приступа Велеса возвел очи полные горя к небу а ты видишь мой неприкаянный дух все присутствующие включая романа с некоторой долей ах в смысле удивления посмотрели на господина мэра тот тяжко вздохнул горестно заметил Толя ты не представляешь как мне сейчас обидно я ведь даже кончить не успел и вдруг умер Алексей Сергеевич Толя тряхнул головой и окончательно опустил ствол автомата в отличие от первых двух милиционеров он мэра знал более-менее хорошо и куда лучше знал кто в этом городе музыку танцует вы сейчас о чем Толя дорогой мой друг любой воспитанный мусор то есть прости меня конечно же милиционер прежде чем быковать в сторону граждан обязан поздороваться и представиться а Толя глазами пару раз хлопнул Роман в точности до деталей повторил этот жест и грузно осел на капот захваченного в бою автомобиля он вообще такого никогда не видел все трое акишкольники стояли перед стопроцентным фактом преступления караемого вообще-то во всех странах мира весьма строго мало того они еще и в кучку сбивались маленькими шажочками ревкнул Велес и тут же удивительно спокойным голосом в рифму правда? да-да Алексей Сергеевич очень остроумно то ли милиционер даже угодливо хохотнул ты зачем ржешь? как зачем? милиционер судя по лицу очень хотел чтобы сегодня была не его смена я то есть вы ладно завязывай Велес подбочонился и простер указующий перст сначала наторчавшую из кустиков фуражку Вовы потом тот же перст направил на фуражку Васи вяжи этих двух гоблинов и вези в отдел ну и поживее уже что ли дай нас подкинешь вот на этой колымаге к сладким ножкам полевитана знаешь где? знаю Толя стоял и тупо вертел головой разглядывая хранящих молчания сослуживцев те ему ничего не посоветовали наоборот оба постояв несколько секунд бодро ринулись выполнять указания мэра молодцы парни похвалил Велес милиционеров Артамонову передайте Велес настойчиво просил выдать вам в этом месяце нехилую премию не поверит пусть мне позвонит я его на прием к проктологу запишу милиционеры теперь счастливо улыбаясь значительно бодрее и довольно таки грубо проволокли едва живых от ужаса происходящего Вову и Васю к своей машине Велес повернул голову к Роману есть один знакомый у меня отличный проктолог берет газовый резак и такую проктологию устраивает говорят мгновенно излечивает от всех болезней сразу но господин мэр простите за что же мы их возьмем то Толя Толя даже пропотел всем лицом сразу у нас сигнал поступил и тут такое Толя ты нехило накосячил я тебя за прямо здесь завалил бы при других обстоятельствах Толя побелел и нервно дернул руку в сторону автомата Велес так хищно оскалился что Толя мгновенно передумал но я все понимаю нервная работа долгая ночь твоя скотская натура полное отсутствие совести понимаю по должности не положено тебе совесть иметь потому ты видимо и забыл в каком говне ты был пока дядя Велес тебе не помог кстати дядя Велес легко может в то же самое говно тебя и вернуть хочешь нет а насчет сигнала Велес пожевал губами размышляя тут все предельно просто был произведен гражданский арест эти два человека остановились рядом с нами когда я и мой хороший друг мирно прогуливались по ночному городу любуясь его необыкновенной красотой и ночным небом в матерной форме они сообщили нам что мы арестованы заметь Толя они не представились удостоверений не показали из чего нами был сделан вывод что машину они угнали а форму возможно украли как законопослушные граждане мы подчинились их требованиям и попросили разъяснить нам причину ареста нас грубо обматерили и пообещали жестоко избить Велес тяжко вздохнул после чего жестоко избили избили? Толя выразительно выпучил глаза намекая на новенькие и чистые костюмчики мирных граждан и совершенно целые их лица да и нанесли тяжкие телесные повреждения от которых я возможно даже умру горестно подтвердил Велес и в доказательство своих слов продемонстрировал порванную штанину и маленькую ссадину под ней а вдруг заражение крови? Толя, ты знаешь как это опасно? Толя глупо кивнул головой со шалелым лицом после чего эти люди повели себя совсем отвратительно они пели похабные песни танцевали посреди дороги ты это сам кстати видел более того размахивали оружием и даже разломали тот чудесный фонарик он кивнул на тонкий чугунный столб переградивший тротуар необходимо срочно изолировать этих опасных дебоширов от нашего цивилизованного общества Толя не смог ничего сказать просто кивнул и полез в свою машину Толя! да, Алексей Сергеевич уныло отозвался Толя с глубокой тоской вспоминая былые славные времена когда мэром был обыкновенный толстый придурок встающий на цирлы по одному жесту Артамонова в те дни было так хорошо никто не требовал от них порядка на улицах не лез в их дела никто не заставлял работать и тогда не нужно было бояться за собственную жизнь и жизни своих близких теперь все сильно изменилось в городе был не новый мэр а фактически полновластный король х** да разозлился Велес кто нас в бар повезет? ты что предлагаешь мне пехом туда ходить? я не понял ты мне так нах** посылаешь а Толя? сию минуту, Алексей Сергеевич сию минуту железо скинь, дебил и броник тоже Велес не торопясь стал усаживаться в тачку Роман, не тормози садись сейчас Толя нас отвезет я твоего Толю не прочь зарезать забуревший ган... твой Толя рыком отозвался Роман усаживаясь рядом с другом на заднее сиденье Толя пока не подошел избавляясь от обмундирования да ладно ты, прекрати Велес с интересом осматривал внутренний интерьер трофейной машины Толик пацан так-то нормальный иногда просто гонит работа у него, понимаешь, такая и сам он осади молодой он, глупый но не буду же я его за это убивать и ты не обижай он мне нужен живой и довольный знакомством со мной слушай Роман в этот миг как раз обшаривал карман на переднем сидении так что лицо его сейчас было видно в профиль в кармане что-то звякнуло Роман с видом победителя извлек на свет очередной флакон сивухи сорвал крышку а из какого говна ты его вытащил? о чем вообще там речь была? много будешь знать? улыбнул Савелис а потом махнул рукой малолетку он когда в наряде был трахнул бухой по форме вот тормоза и отказали а у нее папа высокий такой человек то ли грозила обычная зона где его бы уже ждала полная камера с любителями и заметь ценителями симпатичных мальчиков в общем я его честь сохранил и буквально от смерти спас правда в звании его понизили сильно в патруль попал хм Роман ругнулся и передернул плечами я так понимаю у тебя тут половина ментов чем-то похожим тебе лично обязаны если быть точным 69% всех должностных лиц на всех уровнях ухмыляясь ответил Велис трудновато было вывести на эти должности именно таких и даже не сразу это вышло но ничего процесс как говорится идет впрочем теперь это уже и не нужно оставшиеся обо мне знают и либо боятся либо умрут интересный подход к делам пробормотал Роман как-то странно глянув на друга Велис взгляда не заметил в этот миг Толя уселся за руль уже просто в форме при погонах гони Толя да с ветерком воскликнул довольный жизнью мэр слушаюсь убитым басом ответил вынужденный водитель проснулись оба друга почти одновременно сели привет ты как? спросил Роман с некоторым удивлением отмечая что комната в которой он проснулся выглядит весьма живописно даже почти красиво если бы не разбросанные повсюду пустые бутылки бычки и остатки некогда видимо мебели выглядело бы красиво а так в самым красивом обстановке смотрелись несколько обнаженных мило сопящих во сне женских тел в дальнем углу на широченном диване данных тел было ровно три все крепко переплетены с телом четвертым четвертое тело было судя по всему Толлиным неплохо Велис улыбнулся улыбку перекосило на бок потом на другой а вообще ты знаешь хреново даже хуже ху**во сочувствую сам Роман ощущал себя вполне прилично он даже сумел самостоятельно сообразить что эти две длинные ослепительно красивые ножки прямо перед его лицом принадлежат вовсе не ему а какой-то девушке ножки он нежно отодвинул почему-то совсем не ощутив приятного воодушевления пониже пояса от их вида и даже от вида той пышной попки которой эти ножки заканчивались Рома дружище простонал с другой стороны комнаты некто Велис безуспешно пытающийся обрести вертикальное положение помоги человеку обрести душевный покой и утраченные внутренние силы сейчас принесу если найду буркнул Рома ища взглядом бутылку в которой еще что-нибудь спиртное осталось говоришь ты больно заковыристо не как хорошо тебе издеваешься над старым больным человеком я может быть умираю кисло ответил Велис и повалился обратно случайно конечно же падая головой на объемистую грудь мирно храпящей под боком блондинки усталые руки умирающего человека удобно обхватили крепкий стан девушки она впрочем не заметила подозрительно всхрапнула и что-то невнятно пролепетало во сне на Роман протянул Велису бутыль пиво ну раз уж ничего другого нет Велис снова сел в этот раз вполне успешно и присосался к бутылке слушай откуда бабы и где мы вообще Роман также пил пиво в разведенном вокруг бардаке ему удалось обнаружить целую упаковку оного с интригующим названием сталкерская особая видимо вчера пили что-то более серьезное и пиво как подобает настоящим мужчинам с полным презрением к таковому отвергли за ненадобностью бабы? Велис отсутствующим взглядом пробежался по шикарному телу блондинки а тебе не все равно? хорошие бабы красивые радуйся нет ну а где мы? а тебе не пох... ну вообще конечно пох... Роман скривился лицом да только я утром должен был отчалить затарившись у тебя чем-то жутко секретным и отторанить того гоблина на 57-й километр северной трассы правда? как интересно Велис наслаждался прекрасным и его не могли сейчас волновать столь пошлые костные материи как какие-то там трассы и гоблины его дух воспарил над этим миром и он размышлял о великом и о вечном особенно этому способствовали плавные ритмичные движения ладонью на большой и мягкой груди прелестного грудастого создания женского полу хорош придуриваться рыкнул Роман меня кончат уже к вечеру если я провалю задание какого хрена мы вообще нажрались? да ты как ты не очень против был? сосредоточен на лапой аппетитную грудь блондинки отозвался Велис да? Роман рывком скинул с себя чужие и кстати очень но просто очень симпатичные ножки и поднялся ты же знал что мне пи*** если я утром не уеду Лёха ну какого хрена? и что же мне теперь делать? вешаться? да не сыты поморчившись проворчал Велис немного опоздаешь твой друг и тот самый гоблин не очухаются до полудня и до вечера ехать все равно не смогут я их дымком попочивал который не только вырубает но и парализует они и ходить то нормально не смогут до вечера так что не парься но ты же сказал к утру очнуться я тебе соврал мило улыбнулся Велис другу ты счастлив? какого? Рома? пискнула девушка чьи ножки так грубо спихнули прочь Ромочка иди ко мне пупсик захлопнись натурально тигром зарычал Ромочка чьи глаза медленно наливались кровью в любом случае нужно собрать то что я должен был забрать а ты в курсе что именно ты должен был взять у меня равнодушно спросил Велис привлекая к себе проснувшуюся блондинку там мило хлопала пушистыми ресницами и возбужденно дышала чуть приоткрыв ротик нет проворчал Роман озираясь в поисках своей одежды по рангу не положено мне знать такие вещи где б***ь мои штаны сейчас Ромочка сейчас все найду тут же подскочила на ноги юная чаровашка с аппетитной попкой куколка игриво куснув блондинку за ухо прошептал ей Велис будь хорошей девочкой найди вещички дяди Велиса найдешь ладно да очень эротично застанав согласилась на полученное предложение сексапельная девица ну иди тогда Велис подтолкнул ее и шлепнул по попке девочка хихикнула и принялась искать вещи время от времени принимая такие шикарные позы кое-либо для поиска носков и другого тряпья совершенно не требовалось Велис блаженно улыбаясь сие дело наблюдал с огромным интересом роман и его сияющая физиономия бесила исключительно так что когда они оба оделись и направились к выходу он очень сильно напоминал рассерженного пса готового порвать кого-нибудь на запчасти уходите мальчики поинтересовались девицы не потрудившиеся одеться остальные девушки еще спали как и то ли милиционер да произнес Филя задержавшись он повернулся к девушкам нацепив на лицо извиняющееся выражение и горестно развел руками мы бы с удовольствием остались и продолжили бы наш маленький праздник в вашем бесподобном обществе леди но увы дела не терпящие отлагательств фии девочки сморщили носики и поджали губки по этому поводу Роман скрипнул зубами и открыл было рот дабы указать на место всем девушкам по его вполне обоснованным подозрениям являвшимся местными проститутками Роман мой любезный друг будь добр прекрати скалиться очень по-доброму улыбаясь другу сказал Велес и не меняя выражение лица и тона добавил а то ведь еб***ь вгрызла и ты вообще никуда кроме реанимации сегодня не поедешь Роман скептически хмыкнул намекая на то что его тоже не пальцем делали и вполне вероятно что при попытке залепить ему вгрызла Велес сам может уехать в реанимацию Люба солнышко моя поди сюда позвал Велес блондинку ослепительно лебез на пол лица а кивандам какой недоделанный обе девушки шагнули к нему подошла только одна потому как вторая заметив что Велес смотрит на блондинку недовольно фыркнула и повернувшись прочь медленным шагом покинула прихожую при этом она вертела попкой так что Роман всерьез задумался а не остаться ли еще на часик два четыре семь блондинка подошла ближе и Велес обняв осиную талию красотки нежно притянул ее к себе обнял и поцеловал в шею блондинка глубоко вздохнула и страстно прижалась к мэру всем своим исключительно сексуальным организмом Люба зайчик мой прощебетал Велес необыкновенно мягким голосом вкуснув девушку за ушко красавица счастливо сказала ах и прижалась своей внушительной передней частью к Велесу еще крепче Любонька ангелочек проследи за девочками пусть Толя когда очнется они с ним поласковее будут и к вечеру спроваживайте его ладно блондинка Люба кивнула возбужденно дыша ладони Велеса плавно скользили по ее телу и кажется от всех движений девочка возбуждалась еще сильнее если начнет хамить или плохо себя вести позвони мне я ему яйца оторву ну а теперь давай закрывай за нами дверку когда они выходили в коридор Роман оглянулся блондинка стояла в дверях и ее осоловелые глазки затуманенным взором смотрели в одну точку когда они ушли блондинка оклемалась и рассеянно немного с грустью прошептала а я вообще-то Катя так все-таки где мы сейчас спросил Велеса товарищ когда они спускались по лестнице в гостинице Велес кивком указал нарезные деревянные перила у кордона называется я здесь комнату всегда держу так на всякий случай а бабы шлюхи ты ханжа и невежа мой любезный друг Роман эти девушки вовсе не шлюхи они работают здесь в этой гостинице ага ехидно улыбнулся товарищ горничными да да сест блин фантастиш ну горничными они тоже работают несколько сконфуженно ответил Велес но основная их работа ублажать клиента желающего отдохнуть не только душой но и телом надеюсь ничем венерическим они нас не наградили не боись с некоторых пор именно эти пять красавиц оказывают сексуальные услуги только мэру всего чудесного городка и тем кого он им порекомендует Велес довольно улыбался прям таки сиял они можно сказать лично мои с утенером заделался не очень умело разыграв удивление попросил Роман не ожидал брат не ожидал и давно ты пал так низко пошел в пи*** с удовольствием но попозже они спустились и теперь стояли в пустом но большом и с шиком отделанном холле за конторкой у стены скучал какой-то мужик в что за клоун это что же ливрея на нем это у него имидж такой Велес кивнул парню конторки тут аж подпрыгнул их заметив и раболепно склонившись прямо на рабочем месте рассыпался пожеланиями здоровья успехов и тому подобное при этом он опасливо косился на помятого по случаю похмелья Романа ты у него вчера хотел ливрею взять погонять да Роман этого не помнил так что удивлен был искренне не помню хотел хотел даже порешить его обещал если тебе тут же на месте не выдадут такой же понтовый костюмчик но с блестящими запонками ты мне гонишь брат Роман густо покраснел он поспешил сменить тему не без основания опасаясь более подробного рассказа о его вчерашних художествах а чего мусор в хате делал ты что же с собой его потащил нахрена в смысле не помнишь Велес уже выходил через вращающиеся двери и теперь там остановился бросил недоверчивый взгляд через плечо ты ж его в машине чуть не загрыз когда он собрался в свой отдел ехать мне пообещал в лоб дать если я буду и дальше прогонять твоего хорошего кореша Толина ты его чуть не силой в гостиницу потащил а стриптиз смотреть мы ездили он вообще надеялся на отрицательный ответ ага Велес громко расхохотался вот ты братишка отжарил там снял какую-то стриптизершу и поимел ее прямо на сцене у всего честного народа на виду я так не ржал уже лет пять правда охране местной что-то не понравилось я еле отбился пока ты развлекался блин я уже с трудом на ногах держался Толян подсобил а то бы сверкал я сейчас фингалами я ж тебе говорил он мужик ничего гнида немного но так мужик ничего потом меня узнали и охрана успокоилась и даже милицию вызывать не стали роман роман предпочел оставить вопросы и больше о прошедшем дне не вспоминать Велеса тоже попросил не вспоминать нигде и никогда у красноперых в корешах ходить позор и презрение на всю жизнь в отдельных случаях еще и лезвие в брюхо особенно в его случае роман хоть и не рядовой бык но тем не менее все же именно бык из тех что реально используется редко и только в особых случаях но только это и отличало ангела от рядовых бойцов организации мясо одно подороже другое подешевле но все равно мясо как любил выражаться покойничек Шмидт если устранение босса было событием в рядах организации и требовало очень серьезных на то оснований то рядового быка или ангела могли кончить просто чтобы подстраховаться или замести следы когда они прибыли в здание мэрии их встретил Кеша и растерянно доложил что в кабинете шефа лежат на полу вчерашние гости и истошно забывают уже второй час подряд упс почесав в затылке пробормотал мэр совсем позабыл о побочных эффектах а каких именно угрюмо спросил его тогда Роман помнивший что об одном таком эффекте Велес сказать однажды уже позабыл да ничего серьезного совершенно спокойно ответил Велес ломота в суставах мышечные спазмы кровоизлияние в мозг в общем ничего страшного Роман так и не понял шутка это была или правда ну счастливо брат произнес Роман пожимая руку Велесу пора не торопись слева от друзей что-то громко взвякнуло Велес повернул голову к машине сейчас стоявшей на обочине трассы в открытый ее багажник два человека в шикарных пиджаках грузили какие-то коробки одну только что с силой ударили оборот авто дюбель осторожней придурок испортишь эту хреновину и от нас даже ботинок не останется извиняй босс случайно ответил чрезмерно длинноногий парень стройный с большой головой действительно здорово напоминающий дюбель если стоял вытянувшись в струну правда на его погонял и больше повлияла все же фамилия нежели внешность гвоздевым дюбель был отойдем велискивком указал на противоположную обочину пустынной трассы роман пожав плечами последовал за ним ты совсем ничего не знаешь о том что тебе приготовили отконвоировать этого додика имелся ввиду смертник сейчас вольготно развалившийся на заднем сидении машины семейный какой-то катафалк не знаю название длинный уродливый но вместительный потом наверное вернусь в Питер не вернешься роман усмехнулся но улыбка быстро пропала велис не шутил с такой кирпичной Харри не шутят но иногда приносят похоронку этот додик должен устранить одного человека мой парень Усяй должен стать вторым номером если первый не справится понимаешь почему два ангела сопровождают этого додика на всем пути а не только до моего скромного городишки потому что они поедут с додиком до конца чуть схрип отцу и в голосе прошептал роман должны зачистить выжившего убийцу либо закончить дело если погорят оба номера после дела только полный идиот оставит нас в живых думаю вас решат пришить когда вы закончите дело и явитесь на заранее сказанный адрес Велес улыбнулся будто говорил своему другу нечто веселое когда все кончится если ты все еще будешь жив Рома не вздумай сунуться на этот адрес не геройствуй напарника оставь свою шкуру спасай рви когти сразу затеряйся и как хочешь но прорывайся сюда я смогу тебя прикрыть на крайняк спрячу так что все решат будто сдох ты там я тебе помочь ничем не смогу самого зачистит я понимаю Роман хмуро смотрел себе под ноги а твой человек Велес кинул взгляд на грузную фигуру Усяя занявшего место водителя в машине и сейчас иногда отпускающего в сторону грузчиков ехидные замечания и раздражающие его нахсоветы Усяй был его человеком и он не желал терять своих людей ни одного даже самого бесполезного но таких как Усяй всегда можно найти еще и достаточно много Роман стоит полусотни Усяев это если Рома с похмела туго соображает и криво ходит если будет жив когда придет время рвать когти бери с собой если такой балласт будет угрожать твоей жизни бросай не раздумывая можешь даже пришить его он просто мясо Роман кивнул последние слова не доставили ему радости он сам ангел ведь тоже всего лишь мясо Николай Геннадьевич Грошев Дыхание зоны глава седьмая зона Мэрия Вел то есть Мэр предельно барским тоном ответил Велес подняв трубку настроение у него было не ахти и он совсем не радовался новому рабочему дню кое ему требовалось проводить в кабинете и реально работать хоть он и перебрасывал большую часть своих непосредственных обязанностей при первой же возможности на кого-нибудь другого все же были обязанности с которыми мог справиться только лично Мэр вот именно сегодня с самого утра он страшно надорвался вынужденный целых десять минут подписывать акты и соглашения одно даже пришлось прочитать кошмар этот документ он не подписал а ругаясь некультурно смял и выкинул подумал немного и вытащив листок из урны аккуратно расправил и еще раз бегло просмотрел городская дума прислала ему на подпись новое детище своей прогрессирующей шизофрении антизасранцы решили что им пора повысить заработную плату по случаю стремительно надвигающегося лета и за счет муниципального бюджета Велес написал в графе подпись мэра идите нахуй немного подумав добавил небольшой но красочный рисунок того места куда именно депутатам следует пойти с этой бумагой приписал мелким аккуратным почерком пониже рисунка для тех кто не умеет читать и передал веке с указанием отнести в здание городской думы конечно закон позволяет обойтись им и без его подписи после месяца дебатов сделок голосований и сбора подписей они смогут принять постановление без согласия мэра только они не станут по опыту знают что перечить мэру вредно для здоровья а уж принимать какие-либо важные решения за его спиной тем более опасно едва века покинул кабинет с бумагой в руках старательно довер рвущийся из глотки конский ржач зазвонил телефон пришлось брать трубку секретарша на работу сегодня почему-то опоздала так что пришлось все делать самому здравствуйте послышался в трубке знакомый голос генерал как же я соскучился радостно отозвался мэр в трубке кто-то смущенно кошлянул с какой радостью звоните да еще и лично завтра в 9.00 к дверям городской больницы подъедет грузовой зил с новосран то есть новобранцами сухо плевал со словами генерал в свою военную трубку вы должны в это время быть там в камуфляже с вещами и в гриме что ли чтобы помоложе казаться не знаю как вы это провернете легенда та что вы мне изложили замечательно не извольте беспокоиться искренне правда искренне обрадовался Велес да нормально не очень счастливый отозвался генерал все же он решительно не желал видеть среди своих солдат именно мэра маленький нюанс к вашей легенде ваши документы были частично утеряны при пересылке сюда из сибирского округа запомните откуда вы прибыли так кое-что дошло до части но крайне мало даже фотографий нет известно лишь имя и краткая биография назовите мне имя которое надо вписать в ваши документы ах да имя Велес улыбнулся в трубку пишите Алибаба Алимбаев так хорошо Алибаба Алим... полуминутное молчание что? вы правильно расслышали генерал улыбка сошла уступив место хмуро сосредоточенной физиономии вы не забудьте позаботиться о том чтобы я попал именно в группу Рябова это самое важное и еще пока я буду там необходимо не меньше двух выходов в зону не меньше двух вам понятно? да проворчал генерал завтра в 9.00 не забудьте и положил трубку практически сразу уже через час мэрия буквально гудела от кипучей деятельности развитой мэра учитывая своеобразную его манеру исполнять свои непосредственные обязанности к концу рабочего дня все сотрудники до единого были в мыле и купались в поту образно конечно но работали и правда будто догоняя легендарные рекорды Стаханова были подготовлены документы назначающие на должность заместителя главы города некоего Резина спустя два часа одобренные городской думой они Резина знать не знали но спорить с мэром почему-то не очень стремились половина охранников покинули мэрию и разбежались по городу выполняя многочисленные поручения шефа секретарша Таня весь день не слезала с телефона и к вечеру немножко охрипла девушки с первого этажа к вечеру вообще напоминали зомби им в тот день пришлось работать много и до талого впервые за всю их карьеру ровно в 8 вечера когда здание покинули почти все люди в кабинете мэра раздался дикий леденящий кровь в бой в кабинет ворвались двое охранников с оружием на изготовку представшая пред ними картина шокировала обоих до глубины души босс лежал на полу лицом вниз не шевелился и очень сильно походил на труп рядом лежал пластиковый пузырек без надписей из него на пол стекала серо-коричневая жидкость ребята застыли на пороге до одного взгляда хватило чтобы сообразить что в кабинет никто не вламывался шеф на полу мертвый а рядом с ним полупустой пузырек возможно с ядом шеф покончил с собой первая посетивших мысль вторая что же теперь будет с ними большинство из охранников набиравшихся велесом по всем клакам россии матушки и ближнего зарубежья довольно четко понимали что ежели боссы велеса не найдут им применения а оно им надо искать это самое применение их просто вырежут ничего личного обычная мера предосторожности двое вошедших в кабинет об этом знали бледные и немного напуганные они долго просто стояли прикидывая шансы уйти живыми с территории Украины и затеряться где-нибудь в сопредельных странах на их счастье босс тихо и протяжно застонал пошевелившись единый вздох облегчения вырвался из легких охранников оба убрали оружие и кинулись поднимать шефа подняли и едва не выронили шеф мало того что путем двинуться не мог и постановал от боли у него лицо было бумажно белым и покрыто красными пятнышками будто его иголками долго тыкали по фейсу усадив на стол шефу подали водиться из-под крана который он небрежным жестом отправил на пол после чего в спешном порядке принесли водки ее шеф выпил и вроде пришел в себя по крайней мере взгляд перестал пьяно блуждать по комнате и на стуле он смог сидеть ровно без посторонней помощи но прохрипел босс парням те тупо взирали на его лицо что-то в нем сильно изменилось но до них пока не доходило что именно как вам мой новый возраст парни огласили комнату парой изумленных матерков лицо шефа действительно помолодело немногие морщины исчезли сгладились черты лица лицом он стал выглядеть лет на 20 18 выразив свое восхищение парни поспешили оставить босса одного уже за дверью оба переглянулись и почти одновременно покрутили пальцами увысков характеризуя психическое здоровье своего босса сам босс в это время сидел в кабинете и пытался медитировать все тело рвало от боли и он не знал как ее можно было бы унять испытания этого препарата показали что такого способа просто нет через пару часов кстати еще испытания показали что чтобы применять этот препарат требовалось обладать здоровьем как минимум быка трехлетка первые испытатели препарата мгновенно умирали от сердечного приступа что не позволило организации присоединить сей продукт к сонму фармакологических препаратов продаваемых ею через подставные фирмы по всему миру а жаль с прилавков сметали бы на раз ведь каких трудов стоило получить препарат чудо маска для омоложения полученной из сока мутировавшей зоне плакучей ивы уже шуткая такая фигня вышла даже описывать не буду что за деревце народилось в зоне из обыкновенной ивы после десятиступенчатой химической перегонки сок превращался вот в этот чудесный препарат способный вернуть кожу эластичность и молодость на срок до 7 месяцев а сколько рабочих дней материалов было угроблено на бесплодные попытки синтезировать эту дрянь в конце концов удалось но какой ценой и вот осталось всего ничего убрать один маленький побочный эффект выражавшийся в мощнейшей интоксикации организма и ничего не вышло уже год лиза солнышко несмотря на то что она все же дура бьется над этой проблемой и пока безрезультатно нынче препарат могли использовать без страха склеить ласты только очень здоровые люди но что делать велесу пришлось применить препарат задуманное предприятие куда важнее пошатнувшегося здоровья и следовало торопиться вот-вот арабу станет известно о деятельности велеса и тогда лучше уж ему иметь на руках хорошие результаты задуманного и выкладки на открывающиеся перспективы либо готовить доски покрасивше на гроб ранним теплым утром поздней весны на лестнице у главного входа в городскую больницу стоял и меланхолично курил помятый солдат в летнем камуфляже немногие прохожие косились на молодого накачанного солдатика с рюкзаком за плечами косились довольно безразлично им надо было спешить на работу стоит солдатик ну и хрен с ним пусть дальше стоит в больнице было еще тихо ночная смена еще работала дневная еще не пришла скорая и другие автобольницы подъезжали с другого входа так что стоял солдат один и скучал пиная бычки впрочем недолго скучал вскоре хлынул озорной весенний дождик стало значительно веселее стоять на лестнице и курить сигарету курить в дождь вообще не очень легко не шибко даже весело особенно когда дождь холодный а ветер злобно подвывает и дует прямо в лицо такой вот пакостный ветер был в то утро Зил подъехал почти вовремя остановился у края лестницы открылась водительская дверь и под слеповато щурясь водитель выглянул наружу сквозь пелену дождя разглядел пятна камуфляжа и заорал алибаба дуй сюда парень и поживее дверь захлопнулась солдат ожидавший машину подбежал к водительской двери остановился там на него не обратили внимания он постучал в окошко ты че тупой да вызвал водитель открывая дверь и натыкаясь на идиотки улыбающееся лицо призывника намечавшийся многоэтажный мат умер не родившись водитель забавно хлопая глазами недоверчиво поинтересовался алибаба да именно так меня назвала мама счастливо ответил солдат совершенно русской внешности готов служить родине давай в кузов и поживее буркнул водитель захлопывая дверь перед носом новобранца пожав плечами парень спешным голопом проследовал в кузов и легким ненавязчивым прыжком перекинул свое мускулистое тело через задний борт вкрытый кузов там совершенно непринужденно он приземлился на что-то мягкое ааа ты творишь мудила взвыло место мягкой посадки простите смущенно извинился алибаба я вас не заметил здравствуйте солдаты это он сказал заметив что по обе стороны кузова на низких лавках сидят по 10 человек в излюбленном солдатском прикиде все 20 лицами молоды уши торчат лопухами плечи вешалками призывники едва-едва покинувшие поля жесточайших сражений в мирах квейк дарк лайф и дум 9 лопухами все смотрят вопросительно и немного недоуменно видать здороваться тут было не принято странно велес поспешил присесть на единственное свободное место на полу борта присел заметил нечто новое и кажется понял причину необыкновенно подавленного настроения юных солдат о том что они вообще-то в зону едут служить и потому вряд ли будут радостно напевать по этому поводу счастливые песни он как-то не подумал давно уже привык к зоне соседушки а дальний борт кузова в ближней кабине водителя ударило нечто очень тяжелое и велес с интересом глянул в ту сторону ударили то явно рукой слишком мягкий был звук человек нанесший удар был сильнее всех сидевших рядом с ним призывников причем сильнее всех вместе взятых прямо по курсу занимая собой всю и надменно презрительно рассматривал вверенный в его лопатообразные руки личный состав личный состав его совсем не вдохновлял и похоже сильно взлил интересен сей джентльмен был также пребывающий в беспорядке формой и колючими глазами гиены еще одно были у него закатаны рукава удобной теплой и самое главное тонкой камуфляжной куртки насколько знал велес простым солдатам такую одежку не выдавали а из рукавов соответственно выглядывали мускулистые руки лопаты и обе изобиловали шрамами кислотных ожогов этот солдат бывал в зоне слышь душара лениво рыкнул обожженный кислотой солдат когда грузовик тронулся надо заметить тронулся так будто вез мешки с картошкой велес едва не вылетел за борт от изящной манеры водителя ездить ползи сюда говорить с тобой буду велес даже не глянул на солдата повернулся к соседу и ткнул его локтем спросил громким шепотом который не смог услышать только водитель извините вы не подскажете он кивком указал на здоровяка что за х** он там сидит салага не ответил только испуганно вжался а вот х** взвыл раненым хряком и покраснел до самых пяток даже глаза стали красные от прилившей к ним крови не знаете да расстроенно покачал головой велес повернулся ко второму соседу а вы тоже ёпс последнее восклицание вызвало водитель только что лихо пронесшийся по какой-то ощутимой кочке не избавив скорости ни на гран велес едва не отбил седалище так что настроение у него мигом испортилось не привык он к такому обращению с собственной персоной зло прищурившись он обратил свой взор на солдата в куртке растягивая слова незаметно для самого себя перейдя на наглый тягучий тон речи он нарисовал на лице выражение апофеоз наглости на автопилоте развел руками в стороны с фирменной фигурой пальцевеером и выдал солдатику слышь фраер ты кто вообще солдат не выдержал выхтя как паровоз на старте он поднялся и двинулся по проходу опираясь руками на головы юных российских воинов те покорно молчали стеснялись наверное возмущаться таким некультурным поведением господина солдата весом в 2-3 призывника примерно тех же габаритов был велес на что солдат не сразу обратил внимание зря собственно что не обратил обожженная кислотой конечность потянулась к борзому духу лицо счастливого обладателя конечности расцвело в жутко кровожадной улыбке пока помахал велес рукой улетающему в дожди к солдату он и даже крикнуть забыл как в молчании и скрылся за пеленой дождя учитывая скорость грузовика вскрикнуть после встречи с асфальтом у солдата возможность вряд ли была велес хохотнув повернулся к солдатам все смотрели на него широко открытыми глазами и с полным непониманием произошедшего чего тут такого кинуть эту тушу через бедро да еще когда заботливо тянут руку давая два месяца айкидо изучающая справилась бы на отлично ты это зря сделал мужик сообщил ему один из солдат теперь деды тебе реально зомби скормят велес пожал плечами и направился к освободившемуся местечку машина продолжала нестись вперед к кордону водитель не заметил что его груз слегка полегчал велес сидел на лавке трясся вместе со всеми отбивая себе задницу о жесткое дерево и вспоминал увы не шибко приятные воспоминания навеяли ему 20 юных солдат и только что улетевший в дождик погулять солдат с обожженными руками очень похожая ситуация только вот вместо щеглов были всякие двуногие молодые матерые старые и озверевшие всякие в общем и смотрели они тоже недоуменно и отдельные экземпляры со страхом тогда никто никуда не вылетал пахан Ашот от точно такого же броска угодил головой в железную дверь камеры и сильно забрызгал ее кровью тогда еще на полу лежали трое его наиболее приближенных людей они жутко стонали впрочем у них были к тому весьма веские основания в основном многочисленные ушибы и переломы Велес был тогда совсем юн и погонял и у него еще не был еще он очень боялся тогда боялся что теперь его убьют а когда Ашот умер в тюремной больнице молодой спортсмен Леха понял что ему это не забудут каждый день он ждал пера в бок ничего не происходило один раз подкатили с намерением его опустить местные быки бывшие на побегушках у воров один из них остался инвалидом другой отделался черепно-мозговой а Велес попал в тюремную больницу со сломанной рукой он решил что вот теперь то уж точно ему припомнят за все художества и припомнили только не так как он ожидал вместо пера в бок предложение если что обращаться прямо к ворам а потом уже перед самым Удо был еще один разговор как оказалось за ним приглядывать начали сразу после инцидента с Ашотом и теперь убедившись что он может им пригодиться инцидент с быками они же и спровоцировали с ним говорил тогда Шмидт земля ему пухом и сковородка с маслом чтоб задница не подгорала грузовичок ехал около получаса солдаты-новосранцы как выразился господин генерал ехали в жуткой тряске иногда матерясь сквозь зубы севматом отмечая наиболее глубокие ямы и кочки на которых водитель принципиально скорости не снижал наоборот прибавлял газу надо думать приучал к тяжким армейским будням у ворот кордона тех самых что Велес не так давно уже переступал машина остановилась на полминуты дожидаясь открытия врат и рванула с места так что салаги попадали со скамеек сидеть остался только Велес но и он едва не свалился только боевые навыки и спасли от хорошего удара пол всем организмом сразу веселый однако водитель очень скоро машина остановилась и некто пронзительно гарпнул духи стройсь духи соответственно не очень счастливые лицами поспешно начали выпадать из кузова на плац один выпал так удачно что его пришлось поднимать его товарищем они подняли конечно чего я только кровь с асфальта оттирать они конечно не стали да и сломанный нос неудачливого бойца их мало интересовал зато несчастный салага теперь хромающий на обе ноги сразу очень повеселил господина с большими погонами и статного гражданина с погонами поменьше, кажется лейтенантскими. Велес выбирался последним и, честно говоря, удивился увиденному. Оказывается, духами их величал как раз пожилой мужчина в погонах, если не подвели глаза полковника. Удивительно, а ведь по телевизору он как-то слышал, что в воинских рядах с чудовищной жестокостью все ответственные лица совершенно безжалостно борются с любыми проявлениями такой мерзости, как дедовщина. Видать, полковник о том ничего не знал. Но не сообщили ему, что духов теперь снова, как в глубокой древности, надо звать товарищами солдатами. А может забыл он. Возраст опять же. Мундир и чин, которые, как широко известно, от любых проявлений интеллекта освобождают практически мгновенно и пожизненно. Солдаты ловко построились, даже незадачливый военный со сломанным носом легко встал в строй. Чувствовалось, что парни в учебке не водку жрали, а к военной службе готовились. Велес с построением в ровную линию целой банды пятнистых столкнулся впервые. Он неуверенно топтался на месте, пытаясь сообразить, куда вклиниться, чтобы стать частью ровненького строя. От мельчешения перед глазами камуфляжных пятен, Велес на миг растерялся и, когда ломанулся в строй, оказалось, что солдаты уже построились, а он топчется между строем и двумя офицерами. Понимая, что сейчас на него начнут орать, Велес тем не менее с достоинством и не шибко торопясь, двинулся в конец строя, шагом а-ля прогулочной. «Стоять, солдат!» — кто-то чрезвычайно злобно прошипел за его спиной. Велес замер и повернулся к говорившему, одновременно пытаясь вытянуться в струнку, подобно сослуживцам. Не шибко у него получалось. Полковник, забавно чеканя шаг, Велес даже позволил себе улыбнуться, не сразу сообразив, на какие неприятности только что мог нарваться. Подошел ближе и застыл фигуры взбешенного сфинкса, тяжелым взглядом рассматривая подтянутую тушу и юношеское лицо своего нового солдата. За его спиной уже успел нарисоваться лейтенант, зачем-то очень годинко ухмыляясь нижней половиной лица. «Почему не выполнил приказ?» — странно спокойным голосом, никак не вязавшимся с бешеным выражением лица, спросил полковник. «Виноват, начальник! В натуре потерялся в пространстве!» — так же спокойно ответил Велес. Сие, как выяснилось, было довольно опрометчивым действием. Полковник стал совсем красным, а потом начал орать, громко, долго, матерно и брызгая слюной. Выдохся он только через несколько минут. Лейтенант теперь не скалился, он опасливо косился на полковника, видимо появились некие смутные предчувствия, что ему тоже может на орехи перепасть под горячую руку, что называется. «Понял!» — рыкнул в конце обличительной речи полковник. «Ага». Полковник снова был чем-то недоволен. На всякий случай Велес еще головой кивнул и добавил «Все ясно, начальник! Блядь буду! Все понял!» За спиной Велеса стояла гробовая тишина. Полковник злобно сопел и жевал губами. Слышно было сие интересное движение по всему плацу. Большой, кстати, такой плац, прям площадь городская. Впрочем, скорее всего, это была когда-то площадь, только не городская, а сельская. «Кто такой?» — немного успокоившись, рявкнул полковник. Лейтенант тут же оживился и подпрыгнулся с писанным, аккуратным мелким почерком листочком. «Алипаба Алимбаев!» — назвал свой псевдоним Велес. Полковник кивнул головой. Видимо, погруженный в подлые замыслы наказания необыкновенной наглости юнца, он не сразу сумел связать имя и внешность. «Как-как?» — изумился он, когда дошло. «Есть такой товарищ!» — пискнул под боком командира тоненький голосок лейтенанта, и грузный полковник одним могучим движением на длани отобрал у лейтенанта бумажку. Пробежал глазами. «Алипаба!» — задумчиво проговорил полковник. Глянул в листок, снова прочитал имя и фамилию солдата весьма славянской внешности. Глянул на, собственно, солдата. Вернул листок лейтенанту. «Алимбаев, значит!» «Ага, начальник! Я это и есть!» — ощерился в нагловатой улыбке Велес. Только что пальцы веером не распустил. Полковник задумчиво почесал подбородок. Потом зачем-то поскреб еще и внушительное свое брюхо. «Я еще поговорю с тобой, парень, так сказать, приватно. А сейчас встать в строй, салага!» Когда Велес встал в строй, старательно пытаясь изобразить из себя тонкую струну, безуспешно, впрочем, полковник задумчиво пробежал глазами сначала в одну сторону, потом в другую. «Я не понял! Где этот недоносок, старшина Селимов?» «Я знаю!» — выкрикнул не по уставу прямо из строя Велес. Выкрикнул мгновенно и громко, потому как пара солдатиков готовились доложить, куда на самом деле делся господин старшина. «Говори!» — морщась как от зубной боли бросил полковник. По дороге он выпрыгнул из машины, так как у него закончилась бутылка. «Что?» — взревел полковник, и Велес уж было подумал, «не прокатит». Все-таки, если честно, признаки частых возлияний, хорошо видные на лице и руках старшины, могли быть вызваны не только алкоголем, так что он не отрицал возможности, что ему не поверят. Однако повезло, как оказалось, по пьяной лавочке старшина при первой удобной возможности сваливал в город. «Опять!» — грёбаный! Дальше тоже были слова, но в основном неприличного содержания. «На губу, как только заявится, я его козла отучу водку пьянствовать!» «Вольно!» — завел лейтенант, подозревая, что вполне может и сам попасть под раздачу. Полковник, не удостоив его даже взглядом, почти с травым шагом рванул прочь. «Слушать сюда, духи!» — взревел лейтенант, едва полковник показал ему спину. «Олимбаев! Гударян! Сергеев!» — названные вышли из строя, точнее, выпрыгнули резвыми кабанчиками. Велес, как и положено настоящему воину русскому, вышел не торопясь, на ходу лениво позевывая. Лейтенант не стал обращать внимание на хамское поведение духа, видимо, расценив реакцию полковника как руководство к действию. «Видите вон там развалюху?» — он указал на длинный одноэтажный. «Наверное, барак. Почему-то больше всего он напоминал деревенский сарай, только вот в деревеньке, то и все давно спились, и на сарай забили еще в прошлом веке». «Это казарма смертников...» — лейтенант смущенно кашлянул. «То есть там расквартирован отряд Рябова. Поздравляю, солдаты, вам придется служить всего полтора года. Отряд Рябова — элита, и служить в его рядах — большая честь. Служба в этой группе расценивается как день за два и личный героизм. Вопросы есть?» — «Тогда шагом...» — «Разрешите спросить, начальник!» — бесцеремонно прервал лейтенанта рядовой Олимбаев. Совершенно нагло пялись на высокий чин своими отчего-то странно пустыми глазенками. Лейтенант не к месту вспомнил своего покойного пса Сира. Сир был потомком лагерной немецкой овчарки, лично загрызшей насмерть семерых зэков. Лейтенант очень любил Сира и по выходным старательно натаскивал молодого впечатлительного щенка на мерзких и, несомненно, бесполезных алкашей. Иногда на бомжей, тоже бесполезных. Однажды Сир почему-то сильно огорчился на лейтенанта и укусил его. Семь раз, три из них за филейную часть. Лейтенант сумел справиться с ситуацией и пристрелил пса. Но вот глаза пса в тот день, когда он бросился на своего хозяина, точнее за миг до этого, лейтенант запомнил на всю жизнь. Страшные глаза, пустые, холодные, затягивающие в глубину бездонных зрачков. Глаза зверя, глаза хладнокровного убийцы. Рядовой Олимбаев сильно подозрительно русской лицой имел точно такие глаза. Разве что серые, а не черные, как у покойничка Сира, да упокоится его пушистая задница с миром. «Обращаться к старшему по званию нужно так. Разрешите обратиться», — пояснил лейтенант для особо тупых, коих не научила дисциплине даже учебная часть. Что интересно, один-два таких обязательно попадались на каждый призыв. «Но вам, господа духи, обращаться к старшему по званию запрещено, пока не отслужите полгода, понятно?» — грозно зрачал лейтенант. Духи вздрогнули, многих прошиб пот. А один горестно застонал, правда, очень тихо. Рядовой Олимбаев улыбался бледной, усталой улыбкой человека, коему глубоко и с высокой горки на все вокруг вообще и на лейтенанта в частности. Ох, как же господину офицеру не понравилась эта улыбка. Пару лет назад прибыл на кордон один вот такой же дух. Наглый, откормленный и тоже всех офицеров называл не иначе, как начальник. Пальцы парня были усыпаны наколками-перстнями. Как он попал на кордон, когда судимых граждан сюда отправлять было строго запрещено, так и осталось загадкой. Дух вел себя тихо, старался не буянить и служить по совести. Но дембеля на свою беду решили, что перстни там или кольца, им оно все пофигу. Призывника стали чморить, как оно и положено по законам великой и могучей российской армии. А когда из невинной забавы процесс чморения перерос в серьезную потасовку со многими пострадавшими, деды очень опрометчиво пообещали парня опустить. Увы, дух из-за этого почему-то сильно огорчился. Настолько, что все пять дембелей, выдавших непристойное обещание, утром были обнаружены в своих койках мертвыми. Всем во сне перерезали глотки. Заточкой. Почему не ножом, который в части найти было не так уж и сложно? Именно такой вопрос задали духу следователи военной прокуратуры. И дух ответил, пожав плечами. Привычка. Парня увезли отбывать пожизненное заключение, а генерал Туманов приказал снести барак, где прирезали спящих дембелей, и отстроить на его месте другой. Давно это было. И как бы не повторилось. Лейтенант быстро пробежал глазами список духов. Увы, здоровье категории А было из всего призыва только у Олимбаева и Гударяна. Сергеев, имевший здоровье похуже, по идее не мог служить в отряде Рябова, но остальные являли собой совсем уж задохликов. К сожалению, Русь-матушка все больше поставляла призывников больных, иногда даже на голову, и никаких физически. Таких, как Олимбаев, с идеальным здоровьем выискивали по всей стране и, обнаружив, немедленно пытались наложить на них лапу. Так год назад лейтенанту пришлось отбиваться от спецотряда АВАР, от военной разведки и еще десятка различных армейских элитных подразделений, чтобы укомплектовать группу Рябова полностью. Категория А нынче была большой редкостью. Ничего не поделаешь. Этот солдат отправится к Рябову. Одно совсем плохо. Деды у Рябова. Даже лейтенанта от них тошнило. Как бы не случилось, чего плохого. Олимбаев, можешь спросить, но учти, в следующий раз получишь наряд и врыло. В натуре? Алибаба даже удивленно вскинул брови. Лейтенант нервно передернул плечами. Жаль, нельзя стрелять духом по конечностям. Это сильно бы облегчило процесс их воспитания. Но может, когда-нибудь закон такой примут, позволяющий подранить шибко оборзевшего духа? Вот было бы здорово. Ходили бы как шелковые. Увы, лейтенант тяжко вздохнул. Пустые мечты. Придется по старинке рукой в нос, коленом в дыню. Начальник, а почему в отряде Рябова идет день за два? Потому что рябовские только отдыхают на кордоне. Лейтенант оскалился, уже предвкушая эффект своих следующих слов. И чего раньше не подумал? Надо было сразу им сказать, не дожидаясь вопроса. Они ведут разведку территорий внутри охраняемого периметра. Гударян побелел как полотно. Алибаба старательно хмурился. Сергеев обреченно вскрикнул и стал почти прозрачным от страха. В казарму духи шагом марш! И они помаршировали. Гударян, Сергеев, как и положено хорошим солдатам, печатая шаг, гордо задрав область лица курсом к ветру. Велес хорошим солдатом себя не считал и справедливо полагая, что у него все равно не получится достойно изобразить марш духа, шел в развалочку, немного ссутулившись и что-то насвистывая себе под нос. Лейтенант проводил их долгим, злобным и немного беспокойным взглядом. Очень не любил он сюрпризы и неожиданности, а что ждать от Алимбаева он не знал. Казарма встретила новых своих обитателей, приветливой, самой малость мрачной, чуточку даже могильной тишиной. За покосившейся деревянной дверью они обнаружили именно эту самую тишину и два ряда двухъярусных коек. Широкий метра два коридор между ними уходил вперед на полтора десятка метров. Два духа, первыми вошедшие сюда, почувствовали себя нехорошо. Они решили, что в этом многочисленном отряде их духов всего трое, что значило? Много и трудно значило. Третий дух Алимбаев ошарашенно смотрел на эти койки. Он совсем не ожидал увидеть их здесь так много. Отряд Рябова и в лучшие времена, еще до возведения стены первой линии, не насчитывал больше тридцати человек. А сейчас и вовсе в нем было пятнадцать солдат, не считая самого капитана и двух его старшин. Судя по количеству коек, отряд капитана расширили как минимум до пятидесяти душ. Рядовой Алимбаев так расстроился, что едва не вышел из роли, когда перед ними и явился местный обитатель. Велес терпеть не мог, когда без его ведома его подчиненными, либо теми, кому он платил, проявлялась излишняя инициатива. Он даже гневно открыл рот, собираясь объяснить несчастному солдату, как тот попал за свой косяк, потому что ублюдка офицеры, прикормленные Велесом, утаили от него важную информацию о внутренних делах кордона и крайнем за это дело на ближайшие десять минут назначается как раз этот солдат. Но вовремя вспомнил, где находится и кем прикидывается. «О, духи!» Опершись плечом на одной из секций, изумленно сказал мускулистый, молодой и совершенно пьяный солдат. «Привет!» Он помахал им рукой, потерял равновесие и рухнул практически замертво. Если б не мгновенно образовавшийся громовый храп, можно было бы подумать, что бедный солдат внезапно скончался. Духи, изумленно переглянувшись, а Велес тоже был в шоке от такого странного движения, осторожно двинулись внутрь казармы. Требовалось доложить о прибытии и уже расселяться по койкам, да приступать к несению службы. Двинулись они вглубь казармы, туда, откуда доносились подозрительные бормочущие звуки. Что они значили, оставалось только догадываться. Осторожно крадясь по проходу меж коек, солдаты оглядывались вокруг и вздрагивали от собственных шагов. Только смелый рядовой Олимбаев, поначалу из солидарности и дабы не стыдить сослуживцев, пытавшийся копировать тряску всей шкуры разом, бросил сие гиблое дело, с грустью подумав, что хреновый он все-таки актер. И теперь с интересом изучал обстановку. Удивительно, эта казарма напоминала барак. Почти такие же стены, кровати, даже атмосфера. Если бы не маленькие тумбочки у стен между кроватей, как есть барак номер 7 в замечательном учреждении дружба. Только тут тепло, нет спертого, насквозь провонявшего немытыми телами воздуха, вокруг не растет тайга и не слышно лая собак, да ленивых перекликаний охраны. Да и на лесоповал никто не погонит ранним утром. Велес даже улыбнулся своим воспоминанием. Он-то тогда чуть не сдох на этом лесоповале, но вовремя поругался с добрым и туповатым Бубу. Убил его, не со зла, конечно, просто совершенно случайно под рукой оказался топор, и Велес не смог ничего с собой поделать. Хотя и всеми силами сопротивлялся гневу и преступному желанию зарубить несчастного Бубу. Увы, он был молод и слаб еще духом, и потому случайно, глубоко сожалея об этом, ударил Бубу топором по голове. Семь раз. Но каждый раз жутко мучаясь и очень сожалея. С лесоповала его мгновенно отправили в тюрьму, где он и познакомился с хорошим человеком Ашотом. Пусть будет ему сковородка пожарче и демон гей, активный, конечно же, в тюремщике. Эх, молодость. Как тут все похоже на старую добрую зону. И даже не скажешь, что на самом деле это зона, с большей буквы. Особенно всех шокировало местное бытие, когда новобранцы добрались до конца барака. У стены в углу стоял стол со спиртным, с нитью и тремя фотографиями в черных рамках в самой середине стола. За столом сидели трое... Хм, солдат. Не совсем по форме. Камуфляжного цвета штаны и белые майки, накинутые на весьма крупные солдатские организмы, даже в состоянии покоя, бугрившиеся внушительными мышцами. Гударян позеленел. Сергеев постарался сделаться прозрачным. Ни тот, ни другой не могли похвастать такой статью и таким объемом мяса на своих костях. Велес выделялся в этой компании как бык трехлеток в стаде телят. И на него сразу же обратили внимание. Все три солдата первым делом прощупали взглядом именно его. Глаза у них были. Где-то Велес уже видел такие глаза. Где? Он даже нахмурился, пытаясь вспомнить и неожиданно поймал еще один точно такой же взгляд, смотревший на него из отражения в маленьком зеркальце, пришпиленном к стене. Там отражались его собственные симпатичные серые глаза. Здравствуйте, духи! Довольно вежливо начал тот солдат, который еще выглядел совершенно трезвым. Присаживайтесь! Сергеев и Гударян мгновенно выполнили просьбу, благо ноги и так не держали их от страха. Я не понял! Зарычал второй солдат с внешностью Ильи Муромца после тесного знакомства с бритвой джилет, который для мужчины лучше. Солдаты испуганно сжались. Вы куда сели? Юные солдаты вспотели и спрыгнули с кроватей. На пол, духи! Духи смиренно сели прямо на дощатый, в прошлом месяце мытый пол. А ты чего стоишь? Не шибко добро улыбаясь, сказал третий, самый косой в компании. Но на ногах он держался крепко, потому что резко поднялся и, сделав два быстрых шага, встал напротив Велеса. Приблизил свое раскрасневшееся и перекошенное яростью лицо к улыбающейся физиономии Велеса. Взгляд у парня был откровенно дикий, тут и зомби потерялся бы в пространстве с такого злобного внимания. В лом по полу кататься, вот и стою, перестав улыбаться, сказал Велес. Серьезность намерений господина воина он оценил по достоинству. А еще он задницей чуял, что этот конкретный солдат опасен, даже для него. Парень пах смертью, на нем уже была печать зоны. Пацаны, че за дела в натуре? Ты что быкуешь? Может попутал чего? Борзый, сказал солдат. Будем лечить. Санек, какое лекарство тут лучше подойдет? Думаю, ускоренный курс хендинга вполне излечит больного. Тоном знатока заявил черноволосый, почему-то невыбритый, как положено наголо, и невыбритый вообще солдат. Вы уверены, доктор? Ухмыляясь и по-прежнему глядя в глаза Велеса, спросил Муромец. А что скажет профессор Волочков? Профессор, солдат с добрым и пухлым лицом, налил водочки, выпил, крякнул довольно и секунду подумав, выдал заключение. Предлагаю также физиотерапию. Ну в натуре надо же кому-то это дерьмо постирать. О каком дерьме речь пояснять духом пока не стали. Вот и доброволец нашелся. Муромец. Опа, надо же, у парня погоняло Муромец. Угадал, видать. Сильно не бей, так слегонца. Не боись, рыкнул Муромец и ага, ударил. Не демонстрируя слишком уж странных умений, Велес применял обычный и простой Акимарковка базисный набор Аки-2. Солдат Муромец обнаружил, что благодаря собственному удару он взлетел и стремительно улетел курсом к противоположной стене. Там он врезался лбом в металлическую ножку кровати и мирно задремал, капая кровью из разбитой кожи лба прямо на пол. Безобразие! Кровь-то оттирать нифига непросто. Вам оно надо? Спросил Велес, когда солдаты встали, с намерением шагнуть вперед и немного попинать наглого духа. Пацаны, лишу здоровья, всю жизнь на аптеку вкалывать будете. Не верите? Вешайся, дух! Сказал один, и они рванули в атаку, оглашая казарму задорным русским матом. «Мужики, нам вместе в зоне под смертью ходить! Вы что творите?» Солдаты даже удивленно приподняли брови. Остановились. Обычно духи себя ведут несколько иначе. Впрочем, духи есть духи, и солдаты вступили в бой. Велес вздохнул и шагнул навстречу сумасшедшим. К сожалению, он был слишком самоуверен. В итоге пропустил один удар под дых и уложил противников на пол только на десятой секунде боя. Конечно, дело осложнялось и тем, что убивать их было нельзя, и калечить тоже. Но тем не менее, если бы он отнесся к ним более внимательно, то и справился бы в первые пару секунд с двух ударов. А тут такая фигня вышла. Солдаты пришли в себя быстро, практически через минуту. Едва собравшись с мыслями и поняв, что в нокаут их отправил дух, Муромец с сынком взбешенно корча лица, Муромец корчил свою мясистую, солидную такую ряху, кинулись в новую битву. Профессор остановил их буквально в прыжке и что-то прошептал неслышно. Гнев с перекошенных лиц стремительно уходил, уступая место пониманию и немного недоуменным улыбкам, типа «Как это мы сами не догадались?» Покосившись на бурзово духа слегка затуманенными взорами, теперь, мне кажется, даже забыли о его существовании. Стерев кровь, да, собственно, она и была только у Муромца на лбу, да профессор губу раскровила слегка, солдаты сели за свой стол. На уделавшего их духа они не смотрели и даже не проявляли агрессивных телодвижений, типа «ща будет месть». Просто вернулись за стол, предварительно выместив обиду на двух более духоватых духах. Выдали пинка Гударяну и послали очень далеко в тайгу Сергеева, да посылали все как-то больше с помощью левой ноги. Налили, выпили, переглянулись напряженно и Санек махнул рукой Велесу. «Слышь!» Велес встал с самовольно занятой им койки. «Садись!» Ему поставили стул до того валяющийся прямо на одной из коек и выдали стакан, почти чистый. Наполнили водкой и профессор указал глазами на фотографии. «Позавчера!» «Все!» «За один выход!» «За вас, пацаны!» Он выпил и хмуро продолжил. «Сашка!» Его в вихрь затянуло. Даже ботинок не осталось. Указал на вторую фотографию. «Сема!» Кровососы сожрали. «Потом на третью!» «Тоже Сашка!» «Дух, кстати!» «Правильный был дух!» «Мне шкуру спас!» Сам в жарке сгорел. Помолчали, ожидая, пока дух выпьет за упокой. «Ну, давай знакомиться!» Протянул ему руку муромец, в чьих глазах плясали озорные огоньки. «Ты прав, парняга, нам вместе под смертью ходить. Так что сильно напрягать тебя не будем. Хорошо ластами машешь и мыслишь верно, потому и не будем». Сашка тоже вот ногами шибко хорошо махал. Пожав руку Велесом, муромец кисло закончил. «Тоже борзый был. Мы его две минуты месили, пока с ног сбили. Надеюсь, дольше Сашка проживешь там, за кордоном». «Санек!» Пожали руки. Он указал на своих друзей. Муромец и профессор Волочков. «Так как ты еще дух, фамилию добавлять при обращении обязательно». «Ты уж, парень, извиняй, но будешь слишком борзеть, забьем все равно. Как бы крут ты ни был». «Парашу драйвить тебя никто не заставит, это уж точно». «Почему-то друзья Санька подозрительно и хидно начали ржать». «И полы мыть тебе, паренек, не придется». «Я так понимаю, что-то сделать для коллектива все же придется». Вежливый как никогда, Велес терялся в догадках. Ему вдруг подумалось, что сейчас под столом ему вот этот самый Санек осторожно протянет заточку и тихо сообщит погонял у того парня, который ворам чем-то насолил, и коего требуется наказать, но по-тихому. Конечно, в армейской казарме ничего такого быть не могло, так что Велес приготовился услышать какую-нибудь идиотскую шутку на вроде «Яму под туалет нам выкопаешь». Конечно, такую странную шутку он бы не понял, но посмеялся бы вместе со всеми и даже не стал бы никого убивать. «Правильно понимаешь», – профессор наливал по новой. «Послезавтра у нас выход в зону, так?» «Так». «Ну а завтра еще отдыхаем, весь день свободен». «И будут у нас тут бои без правил, как раз завтра». Муромец рассмеялся и закусил колбаской. Вкусная, кстати, с жирком такая колбаска. «Духи против дембелей! Ву!» «Нет, блин, Муромец, не так. Где-то я тут записал». Санек поскреб пальцами лоб, достал бумажку из штанов. «Ву! Призывники против дедовщины! Этот юбилейный будет!» «А?» Велес, честно говоря, был в шоке. «Бои без правил среди солдат? Да еще и в виде официального мероприятия?» Что-то он слышал по этой теме от прикормленных офицеров, но не в таких же масштабах. Да еще в военном, блин, гарнизоне. «Юбилейный, ну, тридцатый по счету», – любезно пояснил профессор. «Ага, и десятый с тех пор, как там духа убили», – важно кивил Муромец. «И тебе предстоит там драться, дух!» – воскликнул жутко довольный Саня. «И не подведи, мы на тебя поставим». «Там еще и ставки будут?» «А как же!» – просветлели лицами молодые дедушки. И вот только собирался Велес послать их всех скопом в туман ромашки нюхать, после чего жестоко разбить костяшки об их толстые лица, как вдруг возмущенной волной поднялась в нем и восстала та самая жилка душевная, что позволяло боссу организации жить долго и счастливо. «А на себя ставить можно?» – смущенно поинтересовался Велес, надеясь, что смущение получилось достаточно убедительным. «Прошаренное тело, скажу я вам!» – искренне восхитился Санек, а Велес даже и не понял, хвалят его или оскорбляют. «Местный жаргон, тут без бутылки и не разберешься». «Можно!» – «И даже нужно!» «Но!» – Муромец торжественно воздел к потолку палец, но по случаю опьянения и недавней легкой черепно-мозговой попал пальцем себе точно в нос. Ничуть не смущаясь конфузу, использовал его с выгодой. Казавку вынул и выкинул эту гадость куда-то на пол. Давно просто собирался выкинуть, да все как-то времени не было. «Если банк возьмешь, придется поделиться с дедушками». «В твоем случае с нами!» – сказал профессор. «Ты лично наш дух. Мы трое будем о тебе заботиться. Усек?» «Кто левый в зал кинется, сразу к нам отсылай!» «Мы дедушки добрые, гонять смеху ради не станем, но по делу заморачиваться придется». «Не будешь ты, дух, жить как в шоколаде!» – хлопнув Велеса по плечу, сказал добрый Санек. Подвинул ему очередной стакан спиртного. «Бухни! Есть повод, ты только что семьей обзавелся!» «А какие ставки и на что именно ставить можно?» Выпив, закусив, вернулся Велес к теме, сулящей прибыль. «А что может быть важнее прибыли?» «Да не просто прибыль, а почти дармовую. Запинать пару перекачанных кусков мяса, мало что понимающих в рукопашных маньячествах, что может быть проще?» «Разве что против духов его выпустить, тут еще и смешно будет. Разбегаться духи начнут и по углам прятаться». «А какие сможешь, такие и ставь!» Профессор блеснул глазами. «Так какие сможешь?» «Нет, пацаны, осади!» Грозно рёк Санек, и профессор разочарованно хмыкнул. «Заслужил он бабки свои при себе оставить. Я так считаю, заслужил. Но, конечно, он нам благодарен за это. Жуть просто как благодарен, и на первый раз половину всего взятого банка он отдаст своим дедушкам. Ведь так дух?» Судя по всем трем лицам, они немного сомневались, что дух согласится. В других обстоятельствах Велес и не согласился бы, но сейчас кивнул головой. «Пусть их уродов. Все равно в накладе не останется, да и дружескую атмосферу с будущими товарищами по оружию установить стоило бы». «Молодец!» Санек ещё раз хлопнул его по плечу. «Ты дух правильный. И знаешь, я думаю, будем мы тебя звать по имени. Заслужил бродяга. Да, братаны?» Братаны отозвались одобрительным бульканьем и чавканьем. Просто не теряя зря времени, они тут же и обмыли знаменательный день стремительного роста личностного авторитета духа, коему теперь было позволено отзываться на своё собственное имя. «Али-баба», — сказал Фелес, улыбнувшись. Лица дедов вытянулись, глаза злобно блеснули. «Не, Али, ты ни хрена меня не понял». Санёк обнял духа за плечи и, приблизив лицо поближе, нарисовав на нём сочувствие и жуткую проницательность, продолжил монолог. «Погоняла твоя так ничего, может, не фонтан, но так ничего. Только здесь она ни хрена не значит. Ты за неё можешь ответить?» «Вот, не можешь, потому что ни хрена она здесь не значит. И ты, парень, её вообще не заслужил, Погонялу. Имя и то, потому что мы сегодня добрые. И ты нам почти что понравился. Так что, как тебя зовут?» «Так и зовут. Али-баба Алимбаев», — Велес пожал плечами. Санёк с Муромцем покраснели и, похоже, решили, что дух над ними издевается. Профессор отреагировал иначе. «Это имя в документах, что с тобой приехали. Написано, да?» Велес кивнул. «Слушай, а что за случай такой произошёл на Большой Земле?» «А? Какой случай?» Велес намёк понял, но старательно изображал ожидаемое профессором недоумение. Впрочем, он действительно немного удивился. Не думал он, что так быстро и так близко к истине попадёт простой отмороженный солдат из рябовских сумасшедших мясников. «Тот, после которого тебя стали звать Али-бабой», — хитро щурис проговорил профессор. Его товарищи удивлённо вскинули брови, но почти сразу до них дошло, и теперь на своего духа они смотрели несколько иначе. Заинтересованно и, пожалуй, ошарашено. Как себя вестись, не пойми кем. А если это сынок генеральский на гражданке нашкодивший? Тут в дыню ему дашь, даже если за дело, и уедешь на Колыму за злостную дедовщину. Бывали прецеденты. А то и вовсе бандит какой. Воры, к примеру, здесь спрятать решили пацана своего. Вот он и базарит странно, и башка варит слишком хорошо для соплевого духана. А что? Сейчас чёрных зон мало, могли своего и в армии спрятать. Тогда наезжать на него опасно вдвойне. За сынка генеральского в худшем случае посадят. За авторитета могут и ноги отрубить. В прямом смысле этого слова. Отрубить. По самую задницу. А это, ребята, военная тайна. Пошутил Велес, несколько необдуманно поминув всяческие военные тайны. Солдаты даже переглянулись друг с другом. Можно было, в принципе, всё так и оставить. Наверняка кому-то пришла в голову мысль, что сей перец, странно хорошо дерущийся и уж слишком накачанный, мог быть прислан кем-нибудь очень страшным, на вроде ГРУ. Тем более основания имелись. Есть белые халаты, что во множестве великом нынче сверкали на кордоне. И, по слухам, скоро они рванут куда-то в зону, а рябовские будут их сопровождать. Смертники должны умирать, не так ли? А кто лучше всех подчистит отряд военной охраны, когда дело будет сделано и белые халаты прибудут на место? Охрану отпускать назад нельзя, секретность будет нарушена. А если охраняемые начнут войну с охраной, охрана может попросту перебить их. Всё-таки мясники – не рядовая часть. Элитная группа для разведки территорий, на которых обычная пехота теряет людей пачками. Атаковать таких извне и уничтожить при этом – весьма непростая задача. А вот если среди них будет крот, в нужный момент начавший отстреливать сослуживцев со спины, самый супер навороченный отряд погибнет даже без особых шумовых эффектов. А если крот ещё и сам из элитных частей, то может и вообще безо всякого шума. Вероятность, что Али Баба и есть такой крот, столь же реальна, как и та, что он криминальный авторитет, наследивший на большой земле и которого решили спрятать, пока шум уляжется. Бойцы Рябова прекрасно осознавали всё это, так что теперь они будут приглядывать за этим малым, пока ситуация не прояснится. «Иди, Али!» махнул рукой круглолицый профессор. «Покемарь!» «До полудня, до завтра можешь х** пинать!» «Завтра тебе предстоит неслабо нахватать люлей!» «Надеюсь, удержишься хоть один бой!» «Ставьте на то, что я свалю всех своих противников!» оборвал речь дедушки Велес, вставая из-за стола. Судя по лицам, тут так было не принято, но попытки покалечить взорвавшегося духа никто не предпринял. Сказанное им вовремя ворвалось в черепные коробки и обнаружило мозг солдатский. Дедушки похохотали шутки почти до слёз. Мурмец не удержался и даже стал подпрыгивать на стуле, зачем-то хрюкая при этом. Велес пожал плечами и ушёл выбирать койку. Он поражался идиотизм у дедов. Они уже видели, на что он способен. Было очень глупо с их стороны считать, что он нахватает люлей. К вечеру следующего дня Велес так уже не считал. Весь день он бездельничал в казарме. Провёл разминку. Потренировался немного, когда ему разрешили отправиться на местную спортплощадку. Жуть, как тяжело было испрашивать на это разрешение. Но не станешь же воевать со всем миром сразу. В общем-то, он всё равно бы стал воевать в иной ситуации. Но сейчас речь шла о последующей прибыли в виде нескольких десятков тонн хрустящего бакса. Любая мелочь могла сорвать затеянную операцию, поэтому пришлось гордость временно проглотить ради свершения святого таинства, зарабатывания господина бакса и его потаскушки любовницы госпожи Евро. Саня с друзьями пили до вечерних сумерек. Время от времени все трое засыпали, но не очень надолго, и потом продолжали поминки. Потом деды неожиданно обнаружили, что духи нагло сочкуют. Гударян и Сергеев огреблись в район лица. Спустя некоторое время Сергеев начал усиленно драить казарму, а Гударян пел народные армянские песни. Несмотря на все заверения, что он русский и армянских песен не знает, петь ему всё равно пришлось. И даже когда ему выбили передний зуб, он не смог прекратить своих выступлений. Видать, понравилось парню петь, что ли? Я не знаю даже. К вечеру в казарму явились остальные дедушки. В дым и хламину, причём все. Даже капитан Рябов. Поздоровавшись с дедами, к которым присоединился Качан, он встречал духа в проходе, где и спал до вечера. Выпив с ним раз примерно 7-10, оставшиеся на ногах решили, что невежливо как-то не познакомиться с новыми запахами родины, то бишь духами. И всех трёх построили спинами к кроватям в коридоре, рыкнули растянуться в струну и начали проводить досмотр пополнения. В процессе в рядах дедов убыло. Муромец не смог попасть в проход, стремясь к какой-то тумбочке и забодал одну из двухъярусных кроватей. Она с великолепным презрением даже с места не сдвинулась и, взрывев як бычок под ранок, Муромец вонзился в неё лбом повторно. Победила, конечно, кровать. Муромец вырубился у её стальных ног. Ещё один пока незнакомый дедушка шёл-шёл, икнул и растянулся на полу. Главное, без видимых к тому причин. И зачем-то описывался. Ну, все сразу поняли, что это какой-то очень хитрый жест презрительного отношения к духам и потому уважительно кивая, отнесли его на ближайшую кровать. Из двух относивших вернулся только один, так как второй внезапно обнаружил, что у соседней кровати удивительно мягкая подушка, а в ногах, правда, нет, и потому есть повод похрапеть часиков 5-7. Остальные, в числе семи особей, раскачиваясь от сильнейших магнитных ветров, что всегда злонамеренно насылались на кордон с самой зоной, стоило кому пригубить водочки. Исключительно из мелочной подлости зона насылала эти ветра довольно часто. Духов долго и тщательно осматривали. Гудеряну несколько раз дали в пузо. Он упал и стал хрипеть. Его обозвали хиляком и назначили главным ответственным по очку. Что это значило, никто не понял, но, судя по лицам дедушек, там плохо пахло, и химзащиту не выдавали. Сергеева отправили на орбиту путем легкого непринужденного пинка в живот. Обозвали духом, по привычке, видимо, и официально произвели в главную казарменную прачку. Требьем, которое требовалось постирать уже к утру, закидали тут же. Просьба объяснить, где это можно постирать, высказанная хриплым, свистящим шепотом сквозь надрывные слезы, что являлось абсолютным издевательством над святым уставом, естественно, прогневила умудренных жизненным опытом и алкогольными парами добрых дедушек. Сергееву стали пояснять, что он неправ, вежливо, по очереди, преимущественно с ноги, боковыми в лицо, иногда по почкам. Велесу не сказали ни слова, пока духи первой и второй не разбежались по норам. Сергеев уполз, но его, конечно же, обещали завтра в мячасть отправить, если поутру сдохнет. Рядовой Али Баба удостоился личной беседы с капитаном. О его выдающихся боевых навыках дедам уже рассказали, капитану тоже. И, кажется, сильно преувеличили. Капитан, да и другие, смотрели с огромным уважением, даже когда объясняли, что если он проиграет первый же бой, сделают его девочкой всего отряда. Велесу спокойно это выслушать стоило немалых усилий воли, нервов и, наверное, пары лет жизни. Нервные клетки, когда подлинно известно, не восстанавливаются. Но он совладал с собой. Еще не время ломать черепа этих бедолаг. Ему нужно два выхода в зону. Именно с ними. С самыми опытными солдатами на кордоне. Единственное, кого зона уже попробовала и отметила смертью. Велес должен был понять и принять зону. Он не мог, подобно своим парням, попрыгать по самому краю, а потом просто бросать их на зуб зоне в качестве корма. Чтобы так поступить, он должен ее понимать, чтобы мог кормить вовремя и не перекармливать тоже. Все это он твердил себе, когда внутри оглушительно ревело «Рви! Убей! Загони его слова ему же в глотку вместе с его же зубами!» И он не забудет сказанного сейчас. Велес забрался так высоко, потому что не умел прощать и всегда наказывал очень жестоко, даже за меньшие проступки. А тут такое. Речи дедушек, адресованная Велесу, так затянулось, что к этому моменту их осталось только трое. Остальные уже разошлись в баиньки. Да и из этих двое скользили глазами, не видя ничего вокруг. Они, кажется, даже забыли, чего здесь стоят. Только Рябов соображал еще более-менее. Высокий, кряжистый, уже седой мужик. На морде прилично шрамов и даже один немаленький химический ожог. Память о почти смертельном ранении, когда ему практически все лицо сожгло кислотой. Пластические операции полностью так и не справились. Рябов сейчас производил впечатление настоящего воина, героя как минимум десятка страшных воин. Между тем все эти шрамы ему подарила зона. Слушай, сказал капитан, фокусируя недоуменный взгляд на молодом, даже немного по-юношески пухловатом лице Велеса. Мы не знакомы, а? Никак нет, товарищ капитан. Неполуставо улыбнувшись офицеру, ответил Велес. А, ну да. Капитан рассмеялся. Увы, по его лицу медленно растекалась бледность, как-то несоответствующая сказанному далее. Откуда мне тебя знать? Да и молод ты слишком, чтобы быть им... То есть, чтобы... Иди, короче, к черту. Велес поспешил выполнить приказ, но все же не удержался от милой невинной шутки. Удаляясь, он в полголоса напел. Роза необыкновенной красоты стояла в доме Том. Увы, ее невинный цвет растоптан был, и кровь украсила его. Капитан ничего не сказал. Он стоял и смотрел в спину солдата, белый как мел. Прошлое иногда находит нас сквозь годы и десятилетия. Жека, мы сделаем на этом кучу денег! Воскликнул здоровый, хорошо перекачанный парень. Б**ть буду. И почти без усилий. Нужно взять сумку у Гекса и растолкать это по району, причем никаких напрягов. Герыч расфасован по дозам, и нужно только продавать. Ну... Я не знаю, Лешка. А если менты? Нервно докуривая сигарету, проговорил худой длинный парень, лохматый и давно не бритый. Какие менты, Жека! Они давно Гексом куплены. Жека, где ты еще столько бабла на легке не напрягаешь, самое большое за две недели поднимешь? Я... Лохматый паренек замялся и выдавил. Я не хочу, это неправильно. Жека, тебе в армейку скоро. Кто о твоей сеструхе позаботится? Батя твой? Да он ее за бутылку первому попавшемуся пи*** скинет. Матери твоей нету уже, и Танюха одна останется. Мог бы ее в универ устроить. Вернулся бы, она еще учится, там бабло у тебя будет, поднимешь девку. А так уйдешь, и она с Нишиша останется. Куда она пойдет со своими девятью классами? Проституткой? Поломойкой? А учиться денежки нужны. Я... Ладно, Леха, но только один раз, и все. Я не хочу за это дерьмо в каталажку. Не боись, все будет в ажуре. Как же так, а Жека? Уныло проговорил Леха, пустым взглядом изучая друга, и стол между ними, заваленный расфасованным по маленьким пакетикам героином. Вокруг них стояли во множестве великого господа в гражданской одежде и два в милицейской, с оружием на изготовку. Говоришь, вот покупателя на крупняк нашел, да? Зачем, братан? Я ведь с детства тебя знаю. А ты вот так. Извини, лохматый паренек нервно одернул рубаху. Кривясь от отвращения, вырывал из-под рубашки микрофон, бросил на пол. Я ведь не хочу в тюрьму! Леха, не хочу! Прижали, да? Да, кисло улыбнувшись, произнес Леха. Он не думал сопротивляться, и его пока не спешили вязать. Милиция в лице оперов сегодня почему-то проявила несвойственное всему ведомству сострадание. Парень Леха казался сейчас меньше ростом и объемом, будто был он надувной игрушкой, а сейчас вот воздух из него весь выпустили. Нет. Жека взъерошил волосы. Денег они предложили. Немного, правда. Таньку в школу милиции устроили. Знаешь, обещали помогать ей. Меня вот в элитный отряд служить отправят, а не в село Коровкино какое-нибудь. И еще. Он сам нас нашел. Вмешался один из оперов, ехидно скались, и Жека стал белокрасным, пятнами пошел. Сдал тебя с потрохами. Лучше себе братков выбирай, придурок. Продал, значит. Сам продал, хмыкнул Леша. Сука ты, Жека. Просто сука. Все, пошли, парень. Почти ласково сказал опер, по плечу похлопал даже. Жек, слушай, песенка какая играет. Красивая, сказал Леша, кивнув на музыкальный центр, тихо игравший в углу. Ты слушай, слушай. Запомнились всем именно эти слова. Роза необыкновенной красоты стояла в доме том. Увы, ее невинный цвет растоптан был. И кровь украсила его. А теперь кровь, сказал Леша, и Жека получил удар в лицо такой силы, что кровью забрызгала весь героин. А уж хруст стоял. Прям ужас. Леха молодой, но чрезвычайно сильный боец, в две секунды вырубил троих оперов. Стрелять в помещение в куче своих, они теперь не могли. И только пытались оглушить юнца. А тот, словно призрак, метался по квартире, кидаясь милицейскими работниками в разные стороны. Он не хотел никого из них калечить или убивать. Тогда он даже не умел убивать быстро в одно движение руки. Он рвался к бывшему старому другу Жеке. Вот его он стремился именно убить. Лешу остановили кое-как, но остановили и били, пока он не стал напоминать кусок сырого мяса. А потом обнаружили, что в пылу боя Лешу убил одного опера. По сути, несчастный случай, мужик упал и приложился в виском окрая стола. Слишком сильно приложился. Упал он от ударов зубы, так что причинение смерти по неосторожности, плюс сопротивление аресту, плюс нанесение тяжких телесных, хранение и продажа наркотиков. За этого милиционеры статей на него навешали, как ленточек на рождественскую елку. И уехал Леша в дальние края в наручниках, всерьез и очень надолго. И умер в зоне. И был там похоронен. Левая безображная трубка для захоронения был предоставлен организацией по скромным, но настойчивым заявкам боссов. Знавшие о том интересном случае, вскоре все поумирали от несчастных случаев. Особо опасный преступник Леша умер. И старый индус, возможно китаец, грубым пинком пробудил ото сна Лешку Малого, будущего ангела организации. Только никто об этом не знал. Организация вела дела очень серьезно, и о самых мельчайших сбоях в ее работе никто ничего никогда не знал. Виновники сбоев обычно жили не очень долго. Капитан Евгений Рябов тряхнул головой, врезал себе по лицу ладонью. Бред! Пережирал я чего-то. Бред всякий в башку лезет. И капитан пошел спать. Завтра предстоял великий день, юбилейное шоу «Граждане против дедовщины». Он тоже хотел поучаствовать. Может в этот раз попадется дух покрепче. Последний хиляк был, от легонького удара в челюсть на бок свернула. Утро началось нормально. Только какой-то идиот на улице долго трубил в горн. В казарме Рябовских сохранялись тишина и покой. Только Гударян не слабым тычком в лицо был снаряжен чистить полы. А Сергеев так и вовсе ночью не ложился. Он все еще возился над тазиком и усиленно надраил немногие, пока еще не простиранные вещи. Его похвалили хуком справа. Правда не сильным, работать он смог и дальше. А вот будущего бойца без правил никто не трогал. Он сам проснулся и начал зарядку. Отжим, пару простейших базовых кат. Несколько связок. Дедушки его даже похвалили. По-настоящему. Процедил сквозь зубы господин профессор. Красивой херней занимаешься, Али. Главное, чтоб тебе рыло не сразу начистили. Велес счел за лучшее скромно промолчать и продолжить упражнение. Потом он отдыхал. Гударяна отправили за водкой на опохмел. Едва он исчез, тут же за водкой пошел Санек, потому как все деды единогласно решили, что «Этот лошара хрен чё найдет». Так что пошел Санек, а Гударяна заочно приговорили к воспитательной экзекуции путем ненавязчивого мордобития и чистки туалетов всего полка. К обеду деды поправили здоровье, навешали люлей Гударяну, который по причине молодости с задачей не справился, и стали собираться на главный праздник Кордона. «Готов Али?» – вопросил его самый здоровенный из дедов с фигурой Гефеста и руками Никиты Кожемяки, носящий милое и доброе прозвище – Костолом. Али был готов и полон самоуверенности. Ее поубавилось после первого же боя. К сожалению, его решили подать как открытие игр. Но прежде он с удивлением узнал, что никто эти бои даже не скрывает. Велись они на маленьком пустыре, где обычно стояла бронетехника, нынче уничтоженная прорывами. Пополнять бронетанковые бирюльки Кордона никто не торопился, и парк стоял почти пустым. У самой стены второй линии. На ней еще строительные леса стояли даже. Их, как оказалось, использовали на манер дополнительной трибуны. Вокруг пыльного куска голой земли стояли во множестве лавочки, скамейки и просто стулья. Где-то подогнали чудом уцелевшую технику для вип-персон. Данные персоны, как оказалось, высший офицерский состав всех трех братских народов. Тут присутствовали коменданты всех трех участков Кордона. Туманов и Белорус, и даже Хохол-генерал, и вся их свита. Даже женщины были. А уж людей в военной форме тьма и туча. Похоже, все собрались за исключением дежурных отрядов первой линии. Бой объявили. Довольно странно объявили. Толпа перестала галдеть и лично Туманов заорал в матюгальник. «Приветствую вас, бойцы!» Шум, гам, кто-то рыгнул. Все были счастливы. Начинается тридцатый юбилейный марш протеста. Граждане, возмущенные фактом дедовщины и другими прискорбными реалиями армейской службы, сегодня будут отстаивать права на свое мнение по этому вопросу. Как вы уже догадались, это опять будут наши чмошники-духи. Поприветствуем их! У люлюканье, вопли матерные, и кто-то опять рыгнул. Замучил, блин, что ему совсем делать нечего? И, как всегда, защищать нашу мудрую политику в отношении всякого чмырья снова будут наши дедушки. Лучшие из них. Приветствуем! Два десятка мускулистых личностей, среди коих был и Костолом, и Рябов, начали махать передними конечностями, приветствуя толпу. Большей частью состоящего из офицеров, дедов, контрактников, были и странные личности в белых халатах, и тех духов, коим придется сегодня отстаивать свое право уйти отсюда без переломов и ушибов. «А сейчас ставки! Кто хочет, пусть делает! Дается две минуты, потом начнем бой! Первая пара! Дух Али Баба!» Генерал запнулся и затравленно взглянул в сторону местами испуганной, избившейся в маленькую стайку кучки духов. Судя по скользящему недоуменному взору, генерал Велеса не узнал. Тот улыбался, глядя себе под ноги. «Все-таки хороший препарат создала Лиза, даже учитывая то, что она все-таки сука, препарат просто чудесный! Еще бы убрать побочный эффект, и было бы вообще супер!» И наш уважаемый старший сержант Грицко, вновь любезно согласившийся поучаствовать в нашем празднике. «Бойцы, на арену! И ждите!» Бойцы и вышли. Велес, не ожидая, пока его силой выволокут в неровный овал арены, вышел сам, в положенной духом командной форме. Майка, штаны, летняя пятнистая рубаха здесь исключительно модная. «Ну, конечно, Берцы еще!» Он вышел спокойно и чуть небрежно улыбаясь. Толпа даже притихла на миг. Похоже, здесь духи упирались ногами и руками, когда их тащили на бои без правил. Народ взорвался восторженными криками. «Торжество!» «Только отчего у всех так кровожадно перекошены лица?» Грицко тоже в командной одежде. Камуфляжные штаны, перцы и гола грудь, волосатая, как спинка у медведя. Собственно, Грицко очень напоминал оонного медведя. «Здоровый!» «Громко падать будет!» Едва истекли две минуты, генерал объявил открытие игр. Счастливые зрители заревели в экстазе, и Грицко, поигрывая бицепсами, двинулся курсом на безжалостное убиение хлипкого духана. Увы, дух попался невоспитанный и даже в какой-то степени наглый. Тоже не спеша двинулся навстречу. Брови Грицко поползли вверх, а Велес приветливо улыбнулся и зарядил с прыжка сильнейший боковой. Противник тут же рухнул. Ну, по идее, вообще должен был рухнуть, но что-то не захотел, видимо. Грицко был удивлен. Весьма удивлен. Молодой 18-летний дух, пусть и накачанный, ударил в лучших традициях незабвенного китайского кино про кунг-фу. Да еще как ударил! Солдат заблокировал ногу, но не смог вывести блок в захват. Скорость удара и сила были такими, что его реакция за ними не успевала. Он даже едва не упал. А когда прикинул, как это дело попало бы ему в лицо, так еще и щекой дернул злобно. И стал кружить вокруг противника, нанося простые удары, что называется, прощупывал. Зрители за миг до того поливавший духа грязью, стали лить эту грязь на обоих дерущихся примерно пополам. Велес легко отклонял удары старшины, ну почти легко. Грязько оказался бойцом мастер-класса, блокировал, атаковал сам, безрезультатно. И Велес начал тихо беситься. Не из-за затянувшегося боя, а по той причине, что нельзя было показать все, на что он способен. Тогда бой закончился бы почти сразу. Противник совсем не прикрывал шею, нанося прямые удары. Плавный скользящий тычок пальцами в область КДК, и Грязько, еще не коснувшись земли, был бы трупом. Он слишком наклонял голову, двигаясь вперед рывком. Пару раз была прекрасная возможность хлестнуть пальцами наотмашь по губам или щеке. При правильном положении пальцев и движении всего плечевого пояса, кожу в месте удара разрывало похлеще, чем от удара хлыста. Болевой шок, когда секундный, когда смертельный, и беспомощного человека можно добить одним коротким ударом. Увы, требовалось прикидываться на вабранцем, в лучшем случае владеющим только школьным айкидой или карате, доступными практически любому двуногому. В результате бой затянулся минут на 10. Велес сумел немного устать и получил довольно-таки подлый удар в область паха. Заблокировал, конечно, но не совсем. Как бы это помягче. Соскользнула нога и попала ему по левой части достоинства, той его части, что имеет несколько округлую форму. Зря это он так, кстати. Что-то сразу расстроился Велес на этого Грицко. И на 10-й минуте Алибову громогласно объявили победителем. Грицко, тряся башкой, ушел с поля, пьяно пошатываясь и матерясь сквозь зубы. Потом были еще бои. Дрались все духи, давшие своим дедам отпор и продержавшиеся на ногах хоть полминуты, когда их строго наказывали за неуместную борзоватость. И все очень нехило получили по зубам. И тут на арене они получили гораздо сильнее, чем в казармах. Кто-то больше, остальных кто-то меньше. И в основном они проигрывали. Только два боя остались за духами. Чемпионами вонючих душар, как их любезно объявил Туманов, стали Алибаба и Вася. Это объявление значило, что отныне Вася и Алибаба могут отзываться на свои имена. И без долгих месяцев службы они теперь обретают статус запаха. Едва заметного, неприятного, но все же ощутимого. Теперь их не станут бить просто так шутки ради. Только за явную провинность. Им теперь не нужно было стирать одежду дедушек всей казармы, а иногда еще и соседней. Только свою и двух самых любимых дедушек. Последние себя назначали сами, так как запах может только пахнуть, но говорить он не умеет. К ужину все пошли очень довольные и возбужденные. Даже побитые духи. Их не тронут как минимум пару дней, Велесу все это объяснил Санек. После первых же боев без правил было установлено такое негласное табу не бить духов два дня после боев. Правда, уже вечером Велес убедился, что табу являлась скорее рекомендацией, чем правилом. Гударяна отправили мыть полы к соседям, и он вернулся весь синий, в крови и слезах. «Хоть не опустили?» Лениво и довольно безразлично спросил его Рябов. Гударян в ужасе замотал головой. «А, ну хорошо, значит. Ты, дух, главное, не огорчайся. Может, завтра опустят». Вот и вся реакция. Но был во всем этом один интересный момент. Велес не был уверен, что верно понял его, но, казалось, произошедшее мероприятие несколько снизило напряженность, витавшую над кордоном, почти физически ощутимое давление, сильно взвинченной психики, сотен людей, испуганных, озлобленных и не совсем здоровых на голову. Вот отряд Рябова. Они весь вечер были чрезвычайно добры, кроме Паленова, он проиграл крупную сумму на ставках к своим духам. Шутили, смеялись и вообще вели себя так, словно не на краю страшные и непонятные зоны торчат, а где-нибудь под Москвой на самой обычной военной базе. Азартно и громко обсуждался завтрашний поход к какой-то высоте 76. Каким-то непонятным образом заметно возрос боевой дух всех солдат. Где тут причинно-следственная связь, Велес временно не улавливал, но думал, что постепенно догадается. И, конечно, прежде чем покинуть этот дурдом, поговорит с Тумановым. Будет очень интересно услышать, зачем он все это затеял, и как на это отреагирует Министерство обороны, в частности, седые генералы и политики, коим Туманов отчитывается. И как черт возьми, он, Велес, умудрился проморгать такие события на кордоне. Он слышал о подпольных боях в городе и чем-то подобном на кордоне. Но он и предположить не мог, насколько тут все серьезно с этими потасовками. А должен был. Он поставил сегодня на себя и выиграл порядочную сумму, половину которой, как и договаривалось, отдал дедам. Он видел также, что иный раз, взятые офицерами и солдатами выигрыши, довольно велики. И он с этого ни копья не имеет. Как он умудрился оставить без своего высокого внимания такой хороший бизнес? Пускай деньги тут крутятся не шибко великие, но крутятся же. На его территории крутятся, а он ничего с этого не имеет. Не как стареет Велес.